Однако Вагнер как-то перерос в это время свою Минну, он созрел для новых эротических приключений, тогда как Минна, сорокалетняя женщина, утомленная безвременно увядшая к тому же по своему умственному уровню, как говорится, дремучее существо, никак не могла соревноваться со своим энергичным, полным жизненных сил мужем. Так или иначе, она все же явилась в Цюрих, с сестрой Натали, собакой и попугаем из Дрезденской квартиры, необычайно хозяйственная, она и в Цюрихе быстро налаживает скромное, но уютное гнездышко. Изгнанники скоро находят контакт с новыми друзьями, общение с которыми приобретает оживленный характер. Среди них, государственный секретарь Якоб Зульцер, писатель Готфрид Келлер, тогда еще никому неведомый, журналист Бирнгард Спири, музыканты Александр Мюллер и Вильгельм Боумгартнер, архитектор Готфрид Земпер, поэт Георг Гервек. Оставалась одна жгучая проблема, на какие средства жить. Что касается ответа на этот вопрос, то план Вагнера был прост и радикален, он никогда и не отступал от него. Вагнер решил, что никогда больше не будет зарабатывать на хлеб музыкой, потому что этим он грешит против своего призвания. Его дело, создавать неприходящие ценности, и пусть мир позаботится о том, чтобы у него был и хлеб насущный, и всемыслимое удобство. Это надо каким-то образом устроить, то ли найти государя, преданного искусству, то ли меценатов, способных идти на жертвы, то ли еще как-то организовать дело. Вагнер запрашивает листа, не уговорит ли он великого герцога Саксен-Веймарского заключить с ним такой договор, тот будет платить Вагнеру ежегодный пенсион, а Вагнер предоставит придворному театру в Веймаре право первого исполнения своих новых произведений. Однако дело не движется с места, потому что после всего случившегося Вагнеру трудно было рассчитывать на благосклонность немецких государей. Затем Вагнер выражает пожелание, чтобы его дрезденский друг Гейна начал пропагандировать среди почитателей его искусства идею создания обширного фонда в поддержку его, Вагнера, и он очень удивлен, когда узнает, что в обществе пока не чувствуется симпатии к человеку с баррикад. Однако дрезденская приятельница Юлия Риттер предлагает изгнаннику ежегодный пенсион в размере 500 таллеров, а одна богатая англичанка, миссис Тейлор, с которой Вагнер познакомился у Риттеров в Дрездене, готова ежегодно переводить ему сумму в 3000 франков. Веймарский же театр предлагает ему аванс в размере 500 таллеров в уплату за будущую оперу «Зигфрид», краткое либретто которую у Вагнера уже готово, Вагнер обещает представить партитуру в течение года. Итак, прожиточный минимум обеспечен. Однако переживания последнего года подвели Вагнера к острому внутреннему конфликту. По-видимому, он и сам не предполагал все его глубины. Свободный теперь от дремени обязательств. Он был полон решимости отдаться делу. Но тут сработали какие-то тормоза, и вместо творчества Вагнер пустился в теорию. Еще летом 1849 года он написал статью «Искусство и революция», где попробовал найти общую формулу для своего столкновения с миром. Следующие два года были в основном заняты созданием двух обширных работ. Художественное произведение будущего и опера и драма. Здесь художественные идеи Вагнера излагаются пространно. Обе работы имеют фундаментальное значение. В них Вагнер попытался прояснить для себя, исторические, эстетические, идеалы, инстинктивно разделявшиеся им, и поставить совершенно новые цели перед собственным художественным творчеством. О них мы будем говорить в свой черед, как и о сочинении под названием «Еврейство в музыке», вышедшем под псевдонимом «Кфрегиданг», то есть «Вольномыслящий», это сочинение вызвало большой шум, и авторство Вагнера недолго оставалось тайное. Вообще же у Вагнера было множество оперных проектов, и один из них, уже упомянутый Зигфрид, приобрел гигантские масштабы, когда Вагнер соединил легенду о Зигфриде с мотивами германских сказаний о богах. Сначала Вагнер написал драму «Смерть Зигфрида», однако выяснилось, что необходимо предварить ее другой, юным Зигфридам. Брунгельду, которую Зигфрид пробуждает в последнем действии ото сна, тоже нужно было предварительно вести в драму, получилась Валькирия, а поскольку бог Ватан в этой драме оказывается в очень сложной ситуации, то надо было показать ее предысторию «Золото Вейна». Вагнер в Дрезденские годы, помимо всего прочего, интенсивно штудировал греческую трагедию, прежде всего из Хилы и Софокла, и форма трилогии, теперь он расширил ее до тетралогии, представлялась ему изначальной формой драмы вообще. Теоретическая мысль Вагнера тоже исходит из такой греческой праформы драмы, причем не столько вагнеровский план тетралогии зависит от теории, сколько его теория, от постепенно возревающего замысла тетралогии. Впрочем, замысел будущего кольца Нибелунга сложился пока лишь в самых основных чертах. Вагнер, с его безошибочным инстинктом, боролся с искушением приступить к работе очертя голову, он еще не чувствовал себя достаточно свободным или зрелым для такого труда. Внутреннее беспокойство отражается в противоречивых решениях. В феврале 1850 года он вновь в Париже, обдумывает, несмотря на все сомнения, возможность создания французской оперы, а зацепкой для него служит вынашиваемый здесь план постановки Тангейзера. Однако единственным результатом поездки стало фантастическое приключение, недоставало малого, чтобы Вагнеру вновь пришлось сломя голову бежать прочь. В мемуарах Вагнер ограничивается легкими намеками на то, что тут произошло, но письма Вагнера и Минны хорошо иллюстрируют ситуацию, чтобы понять, в чем дело. Когда Вагнер познакомился в Дрездене с миссис Тейлор, той самой, которая предложила Вагнеру ежегодный пенсион, при ней находилась дочь Джесси, на обеих Вагнер произвел сильнейшее впечатление, прежде всего как автор Тангейзера. Джесси, бывшая замужем завиноторговцем Лассо, как только узнала, что Вагнер находится в Париже, пригласила его посетить их дом в Бордо. Вагнер принял приглашение и три недели провел у Лассо, непрерывно музицируя с Джесси, превосходной пианисткой, способной к тому же понять и литературные замыслы Вагнера. Кажется, оба они почувствовали страсть друг к другу. Вернувшись в Париж, Вагнер сообщил Мину о своем окончательном решении расстаться с нею и бежать от мира. Минна пришла в ужас и, кажется, поняла, что означало это бегство от мира, она немедленно отправилась в Париж, но Вагнер велел своему другу Китцео сказать, что его уже нет здесь. Он и на самом деле поехал в Женеву, чтобы дожидаться тут новых известий. Минна была права. Вагнер предложил Джесси бежать с ним в Грецию или в Малую Азию, чтобы начать там новую жизнь, подальше от испорченного европейского мира. И Джесси, кажется, уже была согласна. Между тем, миссис Тейлор почуяла неладное и сделала все возможное, чтобы вразумить дочь. Лассо, узнав обо всем, поклялся убить мерзавца. Вагнер, которому Джесси послала короткий отказ, едет в Бордо, чтобы объяснить ревнивому супругу, как видно, Вагнер твердо полагался на свое красноречие. Что у него нет прав на жену, которая любит другого. Однако семья Лассо покинула город, а полиция, как только Вагнер прибыл сюда, дала понять Вагнеру, что ему нечего здесь делать, он обязан немедленно оставить Бордо. Вот бесславный конец всей аферы. Вагнер, надеявшись, что его бегство от мира оплатит миссис Тейлор, предстоял срок выплаты пенсиона, после некоторых колебаний возвращается домой и заключает перемирие с Минной. Зато пенсиона миссис Тейлор он лишился навсегда. Однако ангел-хранители на этот раз спас его, как раньше спас от каторги, которой были приговорены Хейбнер и Рекель. Бакунина тогда выдали русскому правительству, которое сослало его в Сибирь. Еще одно событие знаменовало начало нового поворота в судьбе Вагнера. В августе лист поставил в Веймаре Лейнгрина, и эффект, произведенный спектаклем, был впечатляющим. Нужно было обладать мужеством, чтобы поставить на придворной сцене произведение композитора, которого преследовала полиция. Однако впечатление, произведенное вещью, оправдывало риск. А тот факт, что небольшой театр мог успешно осуществить премьеру оперы Вагнера, вдохновил предприимчивых директоров, теперь можно было пробовать взяться за то или иное произведение Вагнера, о которых так много говорили и писали, о последнем позаботились Лист и сам Вагнер. Сначала Тангейзер, а за ним Лейнгрин завоевывали театр за театром, обе оперы вошли в постоянный репертуар, редкий случай в ту пору, когда немецкая опера развивалась очень вяло. За двумя этими операми последовал и Летучий Голландец, а за ним, Ри Йон Ци, последней опере пришлось труднее ввиду сложности постановки. Хотя доходы от спектакля и не были значительными, мы уже объяснили причины этого. Вагнер, продавая партитуру очередному театру, получал 20-30 наполеондоров, однако дивиденды эти были постоянно. Другое дело, что деньги в его руках таяли как снег, он не умел придержать их. Столетием позже он уже и на этой стадии своей карьеры жил бы как крес. Через 10 лет после премьеры Ленгрина Вагнер гордился тем, что он единственный немец, кто еще не слышал этой оперы, он не мог и думать показаться в Германии. С июрихским друзьям Вагнера тоже хотелось услышать что-нибудь из его произведений. Вагнера уговорили давать симфонические концерты, прежде всего с симфониями Бетховена, хотя местные музыканты были слабы. А необдуманная рекомендация, данная Вагнером Карлу Риттеру, сыну Юлии Риттер, тот благодаря этой протекции стал музик-директором Цуревского театра и на этом посту совершенно провалился, вынудила Вагнера дирижировать в этом театре, выручая своего протяжи. Визит Ганса фон Белова, тоже друга Карла Риттера, спасает Вагнера, Белов берет в руки дирижерскую палочку, и тут оказывается, что он прирожденный капельмейстер, с ним заключают контракт. Так начинается карьера Белова-дирижера, о которой он страстно мечтал, так что лишь несогласие родителей удерживало его от дирижерской деятельности. Скромный Цуревский театр не доставляет радости Вагнеру, но он все же соглашается на постановку здесь «Летучего голландца», а затем в мае 1853 года устраивает даже маленький фестиваль. В течение трех вечеров музыканты, по большей части приглашенные из Германии, исполняют под его управлением фрагменты из «Летучего голландца», «Тангейзера» и «Лэн Грина», дорогостоящая затея, имевшая чрезвычайный успех. В итоге Вагнер оказался в центре внимания всей Швейцарии. Этот фестиваль был последним практическим начинанием Вагнера в то время. Неожиданно после пятилетнего промежутка, открылись шлюзы творчества, и все остальное отступило на задний план. Текст «Кольца Нибелунга», «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов», был завершен Вагнером в ноябре 1852 года. Композитор все еще продолжал сомневаться, чувствовал неуверенность перед лицом столь колоссального замысла. После перерыва в творческой деятельности он не вполне полагался на свою фантазию и ждал стимулов от давно желанной поездки в Италию. Вагнер через Турин отправился в Генуэ, а оттуда в Специю, здесь он заболел лихорадкой. Я погрузился в какое-то сомнамбулическое состояние, рассказывал он, мне все казалось, что я тону в реке с быстрым течением. Вода шумит, и шум ее складывается в мебемоль-мажорный аккорд, звучащий в непрерывной фигурации, фигурация все убыстряется и складывается в мелодическое движение, но чисто мебемоль-мажорное трезвучие продолжает звучать и словно придает бесконечное значение той стихии, в которую я погружаюсь. Я с ужасом пробуждаюсь от полудремы, потому что мне вдруг кажется, что волны прокатываются высоко над моей головой. Проснувшись, я сразу же понимаю, что мною найдено наконец оркестровое вступление к золоту Рейна, с которым я долго носился, но которое никак не мог обрести, теперь я сразу понял одну свою особенность, поток жизни должен поступать ко мне не извне, а изнутри. Вагнер прервал поездку и кратчайшим путем вернулся в Цюрих. В Базиле он встретил листа и проводил его в Париж, это вызвало задержку, которая собственно была не кстати Вагнеру. Однако в начале ноября 1853 года Вагнер приступил наконец к сочинению музыки. Лихорадочно работая, он за десять недель закончил клавир золота Рейна, спустя пять месяцев была готова партитура. В июле 1854 года Вагнер начал Валькирию и к концу года завершил ее в Черне. Затем наступила пауза, Вагнера соблазнил высокий гонорар, и он отправился в Лондон, чтобы продирижировать там сезоном филармонического общества, то есть серии из восьми концертов с двухнедельным перерывом между ними. Такое предложение интересно тем, что свидетельствует о европейской славе Вагнера. Он прибыл в Лондон в начале марта и тут же пожалел, что приехал, в его распоряжении был хороший оркестр, но времени на репетиции отводилось очень мало, программы не отвечали вкусу Вагнера, лондонская критика отвечалась неприязненным тоном, климат был невыносим. Публика сердечно принимала Вагнера и его музыку, фрагменты из Лейнгрина и Увертюру к Тангейзеру. Увертюра была вторично включена в программу по личной просьбе королевы Виктории, которая вместе с принцем Альбертом посетила один из концертов Вагнера. С поездкой в Англию был связан один творческий момент, более близкое знакомство с Гектором Берлиозом, который дирижировал концертом конкурирующей организации, New Philharmonic Society. У Вагнера завязался с Берлиозом личный контакт, хотя они почти не понимали друг друга. Когда Вагнер передает свои споры с Берлиозом, то невольно выступает в комическом свете, поскольку не замечает иронии, с которой французский коллега реагирует на его словоизвержение. Я попытался охарактеризовать силу, с которой жизненные впечатления воздействуют на нашу душу, мы оказываемся как бы пленниками таких впечатлений, до тех пор, пока в нас не вызревают самые сокровенные силы души, вызванные к жизни отнюдь не этими внешними впечатлениями. Но лишь пробужденные ими ото сна, когда эти силы вызревают, мы освобождаемся от внешних впечатлений, отделываемся от них, так что художественное целое даже представляется нам тогда не следствием жизненных впечатлений, а, напротив, освобождением от них. Тут Берлиоз улыбнулся, как бы снисходительно и с пониманием, и сказал, ну Аполлонс Селла, Диджера. Должно быть, Берлиозу казались смешны вагнеровские словоизлияния. В Лондоне же произошла встреча с Карлом Клиндвортом, учеником Листа, превосходным пианистом, который взялся подготовить клавир золота Рейна. По-видимому, крайне неприятна была встреча с Мейербером, на которого Вагнер столь грубо нападал в своих статьях. Едва Мейербер увидел меня, как лишился дара речи, вследствие чего и я сам оказался в таком положении, что мы оба не могли вымолвить ни слова. Говард общий знакомый, в доме которого произошла эта встреча. АВТ, покачал головой, не понимая, отчего два больших композитора столь странно ведут себя. Отработав положенные восемь концертов, Вагнер был счастлив покинуть пасмурный остров. Прерванная работа над партитурой Валькирии шла медленно. Однако в марте 1856 года чистовая партитура все же была готова. Спустя полгода Вагнер приступил к сочинению Зигфрида, но дело шло вперед не без внутреннего сопротивления. Первый акт был завершен в феврале 1857 года. Вагнер набросал черновик второго действия, не переходя к работе над партитурой, решил отложить эту работу на потом. И внешние, и внутренние причины в равной мере определили такое его решение. Как только Вагнер приступил к разработке тетралоги, перед ним встала проблема исполнения такого грандиозного произведения с его небывалыми сценическими требованиями. Эта проблема оставалась центральной для него. Быть может, даже маленький Цурихский фестиваль был организован Вагнером для того, чтобы посмотреть, можно ли пойти в Швейцарии на риск большого предприятия, можно ли собрать здесь необходимые творческие силы. Из письма Вагнера Дрезденскому другу Теодору Улиту можно понять, в каком направлении работала мысль Вагнера. Чтобы реализовать самое лучшее, самое значительное и существенное, что только могу создать я при настоящих условиях, чтобы осуществить свою жизненную задачу, мне потребна сумма, ну, скажем, в 10 тысяч талеров. Если бы я мог распоряжаться такой суммой, я устроил бы следующее, здесь, где я нахожусь и где, собственно говоря, многое не так уж дурно, я построил бы на прекрасном лугу близ города остров театра из досок и балок по моему проекту, самый остров, но только с декорациями и машинами, необходимыми для исполнения Зигфрида. Потом бы я набрал в разных городах подходящих певцов и пригласил их на шесть недель в Цюрих, хор я составил бы из здешних любителей, тут есть и замечательные голоса, и здоровые, крепкие люди. Оркестр я тоже собрал бы со всех мест. Начиная с нового года я через все немецкие газеты направил бы приглашение друзьям музыки посетить предполагаемое музыкальное торжество. Коль скоро все было бы в полном порядке, я устроил бы три спектакля, после третьего спектакля театр был бы разобран, и я жег бы свою партитуру. Не кажусь ли я тебе безумцем, может быть и так, но уверяю тебя, что именно в этом я и полагаю всю надежду моей жизни, только такая перспектива и может заставить меня создавать произведения искусства. Итак, достаньте мне десять тысяч талеров. Больше мне ничего не надо. Великолепный жест, сжигание партитуры, может вызвать улыбку, тем более что едва ли он был задуман вполне серьезно, но можно поразиться той последовательности, с которой этот одержимый человек придерживался своего проекта, высказанного в процитированном письме как бы в форме импровизации, осуществив его на деле двадцатью пятью годами позже. Притом именно с тем произведением, которое в момент написания письма существовало лишь в виде чернового эскиза, потому что Байрюицкий театр был построен для постановки Кольца Нибелунга. Однако десяти тысяч талеров в те времена нельзя было раздобыть, да и стоимость целого наверняка в несколько раз превысила бы эту сумму, поэтому когда Вагнер работал над Зигфридом, он давно уже отказался от замысла осуществить свой план в Цюрихе. Вагнер часто виделся в эти годы с листом, которого вдохновляли партитуры Золото Рейна и Валькирии, лист, наверное, высказал Вагнеру свои сомнения, связанные с возможностью постановки всей тетралогии. Золото Рейна и Валькирия – два произведения, в которых запечатлелся первый творческий порыв Вагнера. Валькирия – это экстаз, это глубоко волнующая человеческая трагедия, приступив к Зигфриду, Вагнер, должно быть, не нашел в себе столь же интенсивного чувства. Напряжение, видимо, чуть-чуть спало, как не захвачена была фантазия Вагнера образом юного Зигфрида. Главные сцены с его участием в первом и втором действиях, в Кузнице, в лесу, были основными источниками вдохновения для композитора. Лейпцигское издательство Брюйдкопф и Гертель издало партитуру Лоэнгрина, но никак не решалось издать кольцо, по всей видимости, это обстоятельство и сыграло решающую роль. Вагнер пишет листу 28 июня 1857 года. Мои муки с Гертелями кончились, потому что я решил отказаться от продолжения Нибелунгов. Я завел моего Зигфрида в прекрасный лес и оставил его там в одиночестве, под липой и в слезах распрощавшись с ним, ему там будет лучше. Право же, нужен был этот спор с Гертелями, первое соприкосновение с миром, который так или иначе должен обеспечить реализацию моего начинания, чтобы заставить меня призадуматься и показать мне, какая Химера весь мой замысел. Однако произошло и нечто иное, новый сюжет овладел фантазией музыканта, сюжет, занимавший его воображение еще в Дрездене. Теперь Вагнер достаточно созрел, чтобы приняться за его разработку. Этот сюжет Тристан и Изольда. Вечный фантазер, Вагнер, наслушавший заезжего болтуна, наговорившего ему об интересе бразильского императора Дон Педро к его музыке, тотчас же построил свой план. Как сообщал Вагнер Листу, он задумал произведение малых масштабов, что облегчит его постановку. Кроме того, с ним связан еще один любопытный замысел. Я думаю о том, чтобы перевести это произведение на хороший итальянский язык и предоставить право первого исполнения театру в Рио-де-Женейро, который, должно быть, еще прежде поставят Тангезера. Я посвящу его бразильскому императору, который в ближайшее время получит экземпляры трех моих опер. Надеюсь, что этот план доставит мне средства, чтобы какое-то время жить припеваючи. Экземпляры опер в роскошном переплете были вручены болтуну, мнимому бразильскому консулу, для передачи императору. И как же, должно быть, изумлялся император такому неожиданному подарку, если только получил его. Во всяком случае, Вагнер никогда больше не слышал ни о консуле, ни о бразильском монархе, ни об экземплярах своих опер. Как известно, Вагнер ошибся и в другом, предположив, что Тристан будет простой для исполнения оперой. Снова Вагнеровский творческий гений овладел им, гений, не ведающий снисхождения ни к театру, ни к жизни. К этому времени Вагнер вновь пустился в страстную любовную аферу, а к весне 1858 года наступил кризис. Супруги Везенданг, Отто и Матильда, долгие годы принадлежали к Вагнеровскому кружку. Отто Везенданг, богатый предприниматель из Рейнланда, поселился в Цюрихе вместе с молодой супругой и двумя детьми, великодушный меценат Вагнера, вечно испытывавшего денежные затруднения. Он был щедрым другом, всегда готовым прийти на выручку, особенно после того, как поступления от ритеров прекратились. Он-то главным образом и финансировал Вагнеровский фестиваль в Цюрихе. За городом, но совсем близко от него, Везенданги построили себе роскошную вилу, а на территории ее, простой домик, который был предоставлен в распоряжение Вагнера. Тот назвал его своим убежищем, въехал сюда на Пасху 1857 года вместе с Минной и рассматривал его как родной уголок, где проживет до самой смерти. Десять дней назад, пишет он листу 8 мая, мы поселились в этом домике рядом с вилой Везендонков, и я обязан этим великодушному участию друзей. Все устроено и обставлено так, чтобы удовлетворить все желания и потребности, все стоит на своих местах. Мой кабинет обставлен с известным тебе педантизмом и с изящным уютом, письменный стол стоит у большого окна, откуда открывается великолепный вид на озеро и Альпы, меня окружает ненарушимый покой. Красивый искусно возделанный сад, место для отдыха и небольших прогулок. Моей жене он предоставляет случаи к приятным занятиям, чтобы отвлечься от фантазии на мой счет, потому что растущие там овощи претендуют на ее нежнейшую заботу. Как видишь, прекрасное место, чтобы жить в одиночестве, и если подумать, как долго мечтал я о подобном и как трудно было надеяться на это, то я ощущаю в себе потребность признать в добрейшем Везендонке одного из величайших своих благодетелей. Мы-то знаем, как расплачивается Вагнер с благодетелями, в мемуарах он весьма недружелюбно отзывается о добрейшем Везендонке, хотя о своих отношениях с Матильдой он там не распространяется. А это была страстная любовь, как можно заключить по письмам сестре Кларе, которая, когда дело подошло к развязке, приняла сторону Минны. Это стоило ей неслыханных усилий, убедила его купить для меня участок земли рядом с их вилой. Вот неслыханный успех прекрасной любви чистейшего, благороднейшего существа. Но мы понимали, что не можем и думать о том, чтобы связать наши судьбы, и мы отреклись от мечты, отказались от себелюбивых желаний, мы терпели, страдали, но мы любили. Отречение. Это идея шопенгауэровской философии, мощное воздействие которой испытывал тогда Вагнер. В противоречии с этой идеей находится иное высказывание Вагнера в письме Матильде, его мы приводим чуть ниже, и едва ли можно понять его неверно. Другое место из письма Вагнера показывает, что он вполне сознавал связь между своим произведением и любовью к Матильде, созданием Тристана «Я обязан вам до глубины души во веки веков». Автобиографический подтекст отношений Тристана, Изольды и короля Марка не нуждается в пояснениях. Напрасно рассуждать, была ли страсть, охватившая Вагнера, вызвана произведением искусства или же создание Тристана следует приписать страсти, непосредственной побудительной причине. Очевидно одно, Вагнер горел как факел. Минна привела действие к развязке. Она перехватила письмо и устроила бурную сцену. В убежище тоже нельзя было оставаться долей, потому что по городу начали ходить всякие сплетни. Минну отправили на курорт лечить ее больное сердце, а Вагнер поехал в Венецию, чтобы здесь, в одиночестве, завершить Тристана. На Тристане и сосредоточились теперь все его помыслы. Очередной раз устои его жизни были поколеблены. У него опять не было своего дома, так это и будет продолжаться годами. Когда Вагнер покинул убежище, первый акт Тристана был уже закончен и его гравировали. Брёйдкопф и Гертель приобрели произведение, поскольку Лоингри успешно раскупался, они согласились также выплачивать аванс при сдаче каждого очередного действия. В этом Вагнер очень нуждался. В Венецию он прибыл в конце августа 1858 года, здесь во дворце Джастиниани, расположенном на Большом Канале, он нашел отвечающую его вкусом обстановку. Судя по письмам, он вел здесь жизнь затворника, всецело отдавался работе и только по вечерам оставлял помещение, чтобы добраться в гондоле до площади Святого Марка. Келья была с удобствами, иначе Вагнер не умел жить. Я сразу же приложил усилия, чтобы покончить с чопорностью, с неутом в окружении я велел снять двери, разделявшие огромную спальную и маленький рабочий кабинет, вместо дверей повешены портьеры, причем из такой же превосходной ткани, что в последнее время в убежище. Цвет портьер, красный, соответствующий мебели, только спальная выдержана в зеленых тонах. Общается Вагнер лишь с Карлом Риттером, который вместе с ним приехал сюда, но Риттер не мешает ему и только ненадолго заходят по вечерам, а иногда сопровождают на прогулках. Австрийский военный оркестр часто играет музыку Вагнера на площади Святого Марка. У Славы есть дурные стороны, в один прекрасный день Вагнера приглашают в полицию и выдают ему разрешение на пребывание здесь в течение лишь нескольких месяцев. Итальянские провинции Габсбургской империи не входят в состав Немецкого Союза, так что для Вагнера нет прямой угрозы. Но австрийские власти не доверяют отъявленному революционеру и хотят, соблюдая приличия, избавиться от него. Вагнер вновь испытывает острую нехватку средств, и это обстоятельство служит на сей раз причиной охлаждения между ним и листом. Вагнер прямо-таки требует от листа выплаты гарантированного ежегодного пособия, и пусть сам лист ищет, откуда его взять. Но великодушный лист вынужден разочаровать своего друга, так как и сам переживает в это время кризис и должен распрощаться со своим веймарским положением. Он бурно восторгается первым действием Тристана, прочитанным в корректуре, но в ответ слышит недовольное ворчание, деньги сейчас важнее восторгов. Это письмо, как и некоторые другие, было купировано при первой публикации переписки. К счастью, бывают непредвиденные поступления, так что в начале марта Вагнер отправляет издателю второй акт и может ждать новые выплаты. В это время между Австрией и Сардинией, находившейся в союзе с Францией, готова была разразиться война, что и произошло летом следующего года. Австрийские власти оказывали известное давление на Вагнера, все это и послужило причиной его отъезда из Италии. Вагнер завершил третье действие в Люцерне, в августе. Ненадолго он заехал к Визендонкам в Цурих. Эта поездка преследовала свою цель, пресечь, как пишет Вагнер, городские сплетни. Кроме того, визит принес ему заем в 24 тысячи франков, суженных под залог законченных частей кольца. Отто дал Вагнеру эту сумму, чтобы тот мог поехать в Париж и позаботиться об исполнении там своих произведений. Он знал, что наверняка никогда не увидит суженных денег, но радовался, что благодаря этому избавлен от гениального человека, присутствие которого нежелательно. В Париже Вагнер выступает в возвышенном стиле. Он вызывает к себе минну, изящно обставляет квартиру. Но, правда, о сохранении брачных уз между ними говорить неуместно. У Вагнера свои интересы, и монашеский период остался позади. Вагнер нанимает оркестр и на трех концертах знакомит парижан с фрагментами своих произведений, концерты приносят ему успех и значительный дефицит, еще увеличившийся от того, что Вагнер, наслушавшись безответственных советов, соглашается повторить эти концерты в Брюсселе. Ведь он всегда любит выслушивать советы, если те льстят его оптимистическому настроению, однако находятся энтузиасты, способные принести жертвы, а с другой стороны, он продает золото рей на издательству Шот в Майнце за 10 тысяч франков, про деньги Безиндонка он напрочь забывает, едва истратив их. Однако Вагнер никак не может добиться главного, на что он рассчитывал, заставить раскошелиться богатого мецената, чтобы организовать в Париже немецкий оперный сезон, с Тангейзером, Лейнгрином, Тристоном и Изольдой в исполнении лучших немецких певцов. Любитель искусства, на которого целился Вагнер, откупщик Люси из Марселя, рад до небес тому, что может откупиться от Вагнера ценой потери нескольких тысяч франков. Тогда взгляд Вагнера обращается к Гранд Опера, где к нему относятся сурово. Понятно, что указание императора Наполеона III было бы весьма кстати, и Вагнер зондирует почву в дипломатических кругах. И успешно. Княгиня Метерних, супруга австрийского посла в Париже, близкая подруга императрицы Евгении, может шепнуть слово императору. Она слышала Тангейзера в Дрездене и восхищается Вагнером. Чтобы доставить ей удовольствие, император повелевает поставить Тангейзера. Итак, Вагнер овладел ситуацией. О трех спектаклях Тангейзера в Париже, в марте 1861 года, написано немало, ведь это величайший скандал в истории театра. По прошествии времени можно думать, что скрытой причиной скандала послужило столкновение французского и немецкого национальных комплексов, все это бурлескный пролог кровавой трагедии 1870 года. Несомненно, Тангейзера хотели поставить с блеском, на какой только способен самый большой оперный театр в мире. Нужным Вагнеру певцам раздали роли, а постановка обещала быть столь пышной дорогой, какую только мог пожелать Вагнер. И оркестр, и хор были предоставлены в его распоряжение на несколько месяцев. Вагнер сокрушался лишь по поводу дирижера, который от них не соответствовал своей задаче. И ничего нельзя было с этим поделать, ведь заведенный в парижской опере порядок налагал запрет на самое естественное, нельзя было передать управление в руки автора. Ганс фон Булов находился в те дни в Париже. Он называет дирижера жалкой скотиной, глупым стариканом, лишенным памяти и не способным обучаться, как показали несчетные репетиции, устроенные, собственно, лишь ради того, чтобы хоть чему-то научить его. И вот абсурдный момент. Этим дирижером был Пьер Луи Филипп Дич, сочинитель оперы Лэвэй Софэн Томи, либретто которой за 20 лет до того было скроено для него по вагнеровским эскизам. Но не бездарный дирижер вызвал катастрофу. А конфликты интересов и взглядов, тут был немыслим компромисс. В Париже балет по традиции являлся непременной частью оперного спектакля и по традиции же балетным сценам отводилось место во втором действии, потому что у аристократов было принято показываться в опере после обеда, после 10 часов вечера. Как сообщает Берлиоз, в одной из статей, танцовщицам за выступление не платили, рассматривая их деятельность в театре как любительство. А покровители, у которых они находились на содержании, как правило, относились к высшим кругам аристократии. Эти завсегдаты, конечно, не хотели лишаться самого лакомого кусочка в спектакле. Вагнеру с самого начала говорили о том, что без балета во втором действии никак не обойтись, но он стойко сопротивлялся и не желал идти на уступки Руае, директору оперы. Вместо этого он предлагал расширить первую сцену, включив в нее большую балетную пантомиму. Вагнер пишет, ни одна беседа с этим человеком не обходилась без напоминаний о балете во втором действии, мое красноречие оглушало, но не убеждало его. Вагнер всегда очень печалился, когда его ораторские труды пропадали в Туме. Механизм парижской оперы работал с натугой. В течение лета 1860 года либретты переводили на французский. Вагнер одновременно переделывал, и весьма основательно, сцена в Гроте Венеры, сочиняя Вакханалию, он внес перемены и в сцену состязания певцов и был не очень удовлетворен имя. Начиная с осени и в течение всей зимы шли репетиции Тангейзера. Не только бесталанного дирижера возмущала высокомерие Вагнера. В таких ситуациях не обходится без конфликтов, а Вагнер был нетерпеливым режиссером. Можно понять его доводы против балетных сцен, но надо сказать, что он не причинил бы вреда своему произведению, если бы уступил традициям гранд-опера и разрешил вставить в парижский спектакль хотя бы балетную музыку из Рейонцы, где много танцуют. Верди, современник Вагнера, всегда уступал в таких случаях, в парижской постановке даже в отелы исполнялась балетная музыка. Правда, Верди смотрел на театр наивнее и проще. От этого он ничего не потерял. А Вагнер твердо стоял на своем, и это соответствовало его характеру, самому существу его небывалого дарования. Он должен был расплачиваться за это. Вот роковая судьба. Причем для осведомленных людей все это не было неожиданностью уже и тогда. В Париже существовала оппозиция Тангейзеру, с самого начала твердо решившая утопить спектакль в шуме. Члены аристократического жакей-клуба, владельцы абонементов оперы, пользовавшиеся в ней большим влиянием, взяли на себя исполнительскую часть. Принесенные ими охотничьи свистки послужили аргументом, которому нечего было противопоставить. Полиция не вмешивалась, поскольку императорский режим привык к деликатному обращению с монархически настроенной аристократией. Скандал нарастал от спектакля к спектаклю, после третьего Вагнер забрал из театра свою партитуру. Он потерял полтора года, а театр, немалую сумму, затраченную на постановку Тангейзера. Однако Вагнер завязал связи в дипломатическом мире, и это повело к событию, не лишенному значения. Осторожные запросы с прусской и австрийской стороны возымели то действие, что саксонское правительство пошло на попятную, иначе этого никак невозможно было достигнуть. Вагнер был амнистирован. Теперь, после 12 лет изгнания, он мог ступить на немецкую землю. Странник. 1861-1864. Жизнь Вагнера в эти годы подобна кошмару. Он сам стал летучим голландцем и носился по морю без руля и без ветрил, не зная ни покоя, ни домашнего очага. Две цели твердо стояли перед Вагнером, и он с железной решимостью преследовал их. Одна, исполнение Тристана. Другая, обретение времени и покоя для создания нового большого произведения. Со времени окончания Тристана прошло два года, за этот период не было сделано ничего, кроме переделки Тангейзера для Парижа. А теперь вновь вдохновение посетило Вагнера, непостижимо, с какой уверенностью Вагнер всякий раз знал, что в нем свершилось чудо творчества и что это чудо породит нечто великолепное, величественное. Другой человек хранил бы это в тайне, а Вагнер экспансивен и готов рассказывать о чуде любому встречному. Матильда Везенданг, видимо, первая узнала о новом чуде, потому что Вагнер вытребовал дрезденский эскиз мейстер Зингеров, оставленный в Циурихском доме. В 1861 году Вагнер случайно заехал в Нюрнберг, и теперь в нем словно зазвучала увертюра к нюрнбергским мейстер Зингерам. В Венской гостинице я на удивление быстро набросал сценарий оперы, с удовольствием отметив про себя, что память моя по-прежнему ясна, воображение, живо и деятельно. Корнелиус разыскал для Вагнера в Венской придворной библиотеке самый главный исторический источник, книгу о сладостном искусстве мейстер Зингеров и Аганна Кристофа Вагензюэля, 1697. В декабре Вагнер вернулся в Париж и в течение четырех недель завершил текст нового произведения. Во время одной из прогулок он записал мелодию хора Во Чауф, которая как раз пришла ему в голову. Он пишет Матильде, вы подивитесь на моих мейстер Зингеров. Он уже отошел от сентиментального тристановского стиля венецианского времени и перешел с Матильдой на вы. Держитесь, а то влюбитесь в старика Сакса. Чудесная работа, в прежнем эскизе я нашел мало дельного или вовсе ничего. И он не может удержаться, чтобы не приписать, да надо побывать в раю, чтобы знать, что заключает в себе такой сюжет. В день своего рождения, 22 мая, он пишет Матильде, мне вдруг пришла идея оркестрового вступления к третьему действию мейстер Зингеров. Волнующая кульминация наступает в этом действии в тот момент, когда сакс поднимается перед собравшимся народом и народ встречает его возвышенной бурей восторгов. Народ поет, торжественно и радостно, первые восемь стихов из саксово стихотворения в честь Лютера. Музыка уже написана. Теперь же, во вступлении к третьему действию, когда поднимается занавес, сакс сидит погруженный в глубокие раздумья, тут басовые инструменты исполняют тихий, мягкий, глубоко меланхолический пассаж, это величайшее отречение, тут, как благая весть, вступает исполняемая волторными и звучными духовыми инструментами торжественная и радостно-светлая мякет. Она нарастает и звучит уже во всем оркестре. Мне стало ясно, что моя работа станет совершенным шедевром, стало ясно и то, что я закончу ее. В тот же день Вагнер пишет своему молодому другу Винделину Вейсхоймеру. С сегодняшнего дня, с утра дня моего рождения, я знаю, что мои мейстер-зингеры станут шедевром. Однако мы опередили события. После скандала с Тангейзером Вагнер, которому отныне не был заказан въезд в Германию, незамедлительно предпринял решительные шаги, чтобы добиться исполнения Тристана. Он давно уже зарился на Карлсруе, великий герцог Баденский был расположен к Вагнеру, и Тангейзер. И Лаенгрин входили в репертуар придворного театра. Но не доставало исполнителей главных партий, и Вагнер отправился в Вену, чтобы по поручению придворного театра Карлсруе договориться с нужными певцами. Венский придворный капельмейстер Эсер, давно связанный с Вагнером, первым делом пригласил его на спектакль Лаенгрина. Вагнер впервые услышал свою оперу. Его чувства не подаются описанию, весь спектакль, на котором я присутствовал, пишет Вагнер, превратился в сплошную овацию, только в Вене не можно испытать такое. Мне хотели показать и две другие мои оперы, но мне как-то страшновато было вновь пережить то, что испытал я в этот вечер. Кроме того, мне были известны слабости здешней постановки Тангейзера, и я согласился лишь на более скромного летучего голландца, главным образом потому, что мне хотелось послушать певца Бека, блиставшего в этой опере. Но и на этот раз публика выражала мне свою радость, теперь, на волне всеобщей благожелательности, я мог подумать и о своем главном деле. Но это было не так-то просто, интендантов Венского театра невозможно было уговорить предоставить отпуск певцам, чтобы те могли поехать в Карлсруе, напротив, Вагнеру предложили уступить премьеру Тристана Ленской опере, коль скоро здесь есть подходящие певцы. На том сошлись. И премьера была назначена на ближайший сезон 1861 дроб 62 года. Но тут начались затруднения. Госпожа Мейер Дустман, предполагаемая Изольда, учит свою роль охотно с рвением, но Алла Исандер, Тристан, мучается горлом, репетиции, едва начавшиеся, приходится прервать. В этот промежуток времени Вагнер возвращается в Париж, пишет текст мейстер Зингеров и непосредственно после этого читает его нескольким друзьям в доме издателя Шотта в Майнце. Шотт уже приобрел право на издание произведения. Автор, это вполне в духе Вагнера, специально ради этого важного события вызвал к себе своего друга Петера Корнелиуса из Вены, деньги на поездку выдал тому, и тоже по поручению Вагнера, другой венский приятель, врач Штантхартнер. Очень изящно Вагнер рассказывает об этом Матильде, я впервые читал драму в Майнце у Шоттов, 5 февраля, я был вынужден отказаться от мысли прочитать ее вам первой. Но надо было подумать, кем заменить вас. И я перед отъездом из Парижа написал Корнелиусу в Вену, вы со временем больше узнаете о нем, чтобы тот вечером 5 числа непременно был у Шотта в Майнце, а то я снова буду с ним на вы. И все пошло как в Шилеровской поруке, реки вышли из берегов, многие поезда не ходили повсюду опасности. Но все напрасно, ровно в 7 часов 5 числа мой Корнелиус был в Майнце, на следующий день он отбывает в Вену. А вы должны знать, что он страшный бедняк, он дает массу уроков, чтобы заработать хотя бы 40 гульдинов. Но, он любит меня. Вагнер побудил издателя выплачивать ему авансы и поселился в Бибрихе неподалеку от Майнца, чтобы работать в тиши. Он в последний раз пробует жить вместе с Минной. Из этого ничего не выходит, одни скандалы, супруги окончательно расстаются. Минна уезжает в Дрезден, Вагнер обещает выплачивать ей 1000 талеров в год и, насколько может, выполняет это обязательство. Иной раз расплачиваться приходится его врачу и другу доктору Пузинили в Дрездене, Вагнер, еще с дрезденских времен, и без того по уши у него в долгах. Финансовые проблемы Вагнера давно стали неразрешимыми. В пору создания голландца 500 франков еще были для него реальной подмогой, а теперь сумма в 10 раз больше, что капля, упавшая на горячий камень. Бессмысленно подсчитывать суммы, которые прошли через его руки в годы парижской авантюры с Тангезером. Он вечно снимает суммы вперед, при этом оставаясь оптимистом. Если отвлечься от этого, то он распоряжается полученными займами без малейшего смущения, он готов истратить последний талер друга на что придется. В 1859 году он направляется в Париж с круглой суммой в кармане, заем без индонка, а уже через несколько месяцев делает попытку занять деньги у тихачока в Дрездене, на будущий год Тристан принесет мне много денег, и парижский Тангезер, тоже, сейчас же я в безвыходном положении. Весной я твердо рассчитываю на 5000 франков, которые мне хотелось бы получить вперед, это венский гонорар за Тристана. Они горят нетерпением приобрести эту оперу, но я не могу отдать ее им, прежде чем не исполню сам. Не знаешь ли кто мог бы судить мне 5000 франков? Неужели же невозможно немедленно раздобыть для меня такую весьма реальную сумму в счет будущего, вполне гарантированного, судя по опыту прежнего, дохода? Я действительно в большом затруднении, с тенденцией к возрастанию, только я не могу никому показать это здесь, а потому заранее прилагаю расписку, может быть, этого будет достаточно на первый случай. Если заем нельзя получить единовременно, то я удовольствовался бы на первое время половиной, с тем чтобы получить остаток до конца года, но вполне успокоит меня только вся сумма. Живя в Бибрихе, Вагнер опять страдает от отсутствия денег. Тогда, 9 сентября 1862 года, он пишет другому певцу, Людвигу Шнору, исполнителю Лейнгрина и Тангейзеров Карлсове, Вот вам случай доказать великим усердием, что вы мой. Вы находитесь в таком положении, когда можете помочь мне либо из собственных средств, либо поручившись за меня, этим вы будете способствовать тому, что моя жизнь пойдет в нужном, окончательном направлении. Чтобы достигнуть своей цели, мне необходимы 1500-2000 талеров, из них по крайней мере тысячи немедленно. Многое зависит от того, что вы на это скажете. За несколько месяцев до этого Вагнер в том же тоне писал графине Пурталис, супруге прусского посланника в Париже, мой милостивейший друг, поймите, что лишь благороднейшая забота заставляет меня забыть естественную робость и обратиться к вам с самой сердечной просьбой каким-то образом прийти мне на помощь, судив 1200 талеров. Смею предполагать, что с окончанием работы, которой я буду исключительно занят до конца года, я окажусь в таком положении, что смогу вернуть сумму, о которой прошу и которая чрезвычайно необходима мне сейчас для душевного покоя, а чего для меня и будет честью и радостью, если вы переведете мне ее в виде займа. Эта дружеская услуга бесценна, она позволит мне предаться своему труду. Графиня перевела Вагнеру и спрашиваемую сумму, однако, видно, денег хватило ненадолго. Прежде мы упоминали Венделина Висхюмера, ученика Листа, он восторгался Вагнером и чтил его. Когда Вагнер поселился в Бибрихе, Висхюмер служил капельмейстером в Майнце. У него, в глазах Вагнера, было неоценимое преимущество, богатый отец, так что Вагнер и мой раз мог обращаться к нему за помощью. Дело мои из рук вон плохи. Писал он Висхюмеру в те же дни, что и Людвигу Шнору. Из прилагаемого письма вы можете заключить, что я совсем не могу полагаться на Шота. Вагнер приложил отказ Шота выплачивать Вагнеру дополнительные авансы. АВТ. Прошу вас, поговорите толком с отцом. Можно единым разом поправить мои дела, но для этого нужен заем тысяч в пять гульденов. Вплоть до окончательной выплаты долга, вместе с процентами, я предоставлю в полное распоряжение вашего отца свои театральные гонорары, то есть суммы и проценты, за исключением берлинских, которые буду иметь со спектаклей Мейстер Зингеров. Твердо верю, что уже к началу 1864 года полностью расплачусь с ним. Вот случай убедиться, каким влиянием пользуетесь вы у своего отца. Этот ход ни к чему не привел. Да и Вагнер в своих расчетах был необоснованно оптимистичен, потому что Мейстер Зингеров успел кончить лишь к 1867 году. Вис Хюмер приводит относящиеся к тому времени, когда Вагнер переживал страшные денежные затруднения, устное замечание Вагнера. Право же я сейчас в таком положении, что за пять тысяч гульденов готов продать свою бессмертную душу. И все равно так или иначе ему удается раздобыть средства. Мюллов посетил в это время Вагнера вместе со своей юной супругой Козимой, дочерью Листа, он пишет Вис Хюмеру, собственно говоря, невозможно представить себе, сколько денег можно истратить за 14 дней. И добавляет, вот загадка, когда ему нужно, он всегда умеет раздобыть деньги, он еще более гениальный финансист, чем поэт и музыкант. Вис Хюмер тоже не сидит сложа руки. Он намерен дать в Лейпциге концерт, чтобы как дирижер и композитор показать себя. Он предлагает Вагнеру исполнить на этом концерте увертюру к Мейстер Зингерам, законченную весной в Бибрихе. Вагнер дирижирует двумя овертюрами, к Мейстер Зингерам и Тангейзеру, Мюллов исполняет концерт для фортепьяно с оркестром Листа, остальная программа составлена из произведений Вис Хюмера. Увы, от концерта было мало проку в денежном отношении, в зале находилось немного слушателей, и Вис Хюмеру отцу пришлось раскошелиться. Зато вызвали восторг произведения Вагнера, вступление к Мейстер Зингерам бессировали. Должно быть, именно в те дни зародилось глубокое чувство между Вагнером и Козимой. В Бибрихе Вагнер был лишен покоя, и Мейстер Зингеры продвигались медленно. Вагнер остановился на середине первого акта, покончил с Бибрихом и в ноябре снова поехал в Вену, чтобы сдвинуть с мертвой точки застрявшего в театре Тристана. Однако прежние трудности оставались, партия Тристана, очевидно, пугала Андера, поскольку требовала неимоверной затраты сил, а другого Тристана не было. Новую трудность создал себе Вагнер сам, в Бибрихе его утешала миловидная девица из Майнца по имени Матильда Мейер. А в Вену вместе с ним прибыла уже совсем другая Мейер, Фредерика, актриса из Франкфурта, которой он рассорился ее директором и в Вене всюду прямо представлял как свою даму. Петер Корнелиус, тонкий наблюдатель и критик, рассказывает об этом так, Вагнер ради своей мадемуазель Мейер устроил музыкальный вечер. Ее камеристка тоже присутствовала, в качестве дуэнии. Видимо, она не дурной человек. Весьма рассудительно, но не лезет вперед, у нее не очень красивое живое лицо. Вагнер в ее присутствии ведет себя как предупредительный кавалер. Раз уж он не может обойтись без такой связи, то кажется между ними сложились вполне приличные отношения. Но один неприятный момент все-таки есть, Фредерика, сестра госпожи Дустман, разучивавшей партию Изольды. До тех пор она была надежной союзницей Вагнера, но теперь для нее отношения Вагнера с сестрой, камень преткновения, дружба, конец. Зато Вагнер вновь почувствовал страсть к исполнительству. Он повторяет свой парижский эксперимент и устраивает в Вене три концерта с фрагментами своих новых произведений, Золото Рейна, Валькирии, Мейстер Зингеров. Из Мейстер Зингеров в программе стоит обращение Пагнера к мастерам, именно до этого места Вагнер и дописал оперу. Прежние его произведения давно стали популярны в Вене, а Тристана он не трогает до предстоящей премьеры. Художественный итог концертов можно назвать блестящим, и вновь они приносят дефицит. Тогда Вагнер принимает приглашение в Прагу, а в феврале едет в Россию, где дает концерты в Петербурге и Москве. Здесь Вагнера торжественно чествуют, однако поездка приносит меньше доходов, чем он ожидал. Кроме того, его отсутствие в Вене в решающий момент, как раз когда был удобный случай пригласить на гастроли Шнорга, уже выучившего партию Тристана, сыграло роковую роль, не осталось ни малейших надежд на постановку оперы, ее вычеркнули из планов, и премьеру перенесли на неопределенный срок. Из России Вагнер привез 4000 талеров, круглая сумма, однако меньше той, на которую Вагнер рассчитывал. На эти деньги Вагнер обставляет виллу в Пенсенгио, пригороде Вены, нанимает слуг, супружескую чету, кроме того, садовника и красивую горничную. Этой последней Вагнер однажды даже написал любовное письмо. И оно случайно сохранилось, роман с Фредерикой давно кончен. Летом Вагнер дирижировал двумя концертами в Будапеште, а осенью и зимой, в Праге, Карлсруе, Бреслау. Но дилемма оставалась прежней, либо ты дирижируешь, либо в полном покое сочиняешь музыку. Мейстер Зингера не движется с места. Вагнер писал Висхюмеру 10 июля 1863 года, так дальше дело не пойдет, я слишком чужой для этого мира, искусство и жизнь, воля и душа, все во мне теперь сковано. Нет больше желаний, потрясений слишком много, и я слишком хорошо понимаю все бессилия одиночки. Вам в ваши годы трудно это понять. Обо мне можно сказать, присытился жизнью. Мне теперь всего не достает, чтобы жить по-людски. Я инструментую мейстер Зингеров, но очень медленно. Скажу прямо, что бьющий ключом источник настроения и воли к жизни, он-то и дарует радость творчества, и сяк во мне. Однако Вагнеру очень уютно живется в Пенсенге. Друзья позаботились о том, чтобы он не оставался без общества. В этом Вагнер постоянно испытывает потребность. Петер Корнелиус, его друг Карл Таузик, тоже принадлежавший к листовскому кружку в Веймаре, врач и большой любитель музыки доктор Штандхартнер, пражский музыкант Генрих Поргис, который впоследствии окажет Вагнеру значительные услуги, пропагандируя его творчество. Все было бы прекрасно, если бы не ужасающее бремя долгов. Они чудовищные. А теперь еще поступают счеты за устройство дорогое виллы. Все как в Дрездене, вытащил голову, увяз хвост. Вагнеру приходится брать в долг на короткий срок под неимоверные проценты. Овенские друзья мало чем могут помочь ему. В первые месяцы 1864 года его положение просто отчаянно. Вагнер подумывал о самоубийстве и, как сам он пишет, сочинил для себя эпитафию в юмористическом стиле. Суды не дремлют. И Вагнеру вновь грозит долговая тюрьма. Доктор Штандхартнер советует Вагнеру скрыться и готов снабдить его деньгами на дорогу. Чемодан тайно выносят из дому. Ночью, никем не замеченный. Вагнер исчезает из Вены. Так было в Риге, так было в Дрездене. Он отправляется туда, где у него есть друзья и больше шансов найти поддержку, в Цурих. Он, гость госпожи Элизавиле в Мариафельде, недалеко от города. Здесь Вагнер проводит несколько недель, бессонными ночами мучаясь непрестанными думами о том, что делается в Вене. А в Вене распродают его мебель, чтобы расплатиться с долгами, не терпящими отлагательства. Карл Таузик в это время гастролирует и не может вернуться домой в Вену, потому что поручился за Вагнера, его самого каждую минуту могут арестовать. Отто Везенденд не приступен, он на время пребывания Вагнера в Цурихе предлагает ему деньги на карманные расходы, по 100 франков в месяц. Вагнер возмущенно отказывается 30 апреля Вагнер едет в Штутгарт, Карл Экерт, прежний директор Венской оперы, назначен сюда придворным капельмейстером, этот преданный друг должен найти для него надежное убежище где-нибудь поблизости. Чтобы не предпринимал Вагнер в это время, во всем чувствуется охватившая его паника. Вагнер теряет голову. Он посылает телеграмму Венделину Висхоймеру, дошел до конца, больше не могу, должен исчезнуть. Не спасете ли меня? Венделин, карман и его отца давно уже закрыты для Вагнера, немедленно является в Штутгарт, чтобы неотступно находиться при Вагнере, его нельзя было оставлять одного в таком состоянии. Мы быстро сошлись на том, где скрываться, в Рауэ Альп. Вагнер постарался замести следы, насколько мог. Поэтому ему становится весьма не по себе, когда к нему вдруг является неизвестный посетитель. Висхоймер как раз в эту минуту упаковывает чемоданы и вынужден оставить его наедине с незнакомцем. А им был никто иной, как пфестермейстер, личный секретарь короля Баварии. Когда этот господин наконец откланялся и я снова вошел в комнату, предо мной стоял Вагнер, совершенно ошеломленный радостным поворотом в своей судьбе. Он показал мне кольцо с бриллиантами, подарок короля, фотографию на столе, от которой исходило чудесное свечение, наконец с громкими рыданиями Вагнер бросился мне на шею, говоря, ах, это со мной случилось, и именно теперь. Что случилось, о том рассказать нетрудно. Баварский король Максимилиан II скоропостижно скончался. И на трон взошел его сын Людвиг II, сыну было 18 лет, в детстве на него неизгладимое впечатление произвел Лаенгрин, спустя несколько лет он снова услышал и Лаенгрина, и Тангейзера, стал изучать драму и статьи Вагнера и был совершенно очарован вагнеровским романтизмом, всем миром идей Вагнера. Едва Людвиг воцарился на троне, как он поручил своему секретарю Францу фонд Фестермейстеру разыскать Вагнера и пригласить его к себе. Доверенное лицо короля выехало 14 апреля, сначала в Пенсейнг, затем, потратив немало времени на розыске, в Мариафельд, вскоре после отъезда Вагнера оттуда, на конец 3 мая Вагнер был обнаружен в Штутгарте и в тот же день увезен в Мюнхен. Подробнее обо всем, о реакции Вагнера, рассказывает письмо его Вейсхоймеру от 20 мая 1864 года. Лишь два слова, в подтверждение невероятного везения, какое выпало на мою долю. Все сошлось так, что о лучшем нельзя было и мечтать. Любовь короля навеки вечна и хранит меня от любых невзгод. Я могу работать, мне не надо ни о чем беспокоиться, никаких званий, никаких должностей, никаких обязанностей. А если мне надо что-то исполнить, то король доставит мне все необходимое. Молодой король, чудесный подарок судьбы мне. Мы любим друг друга, как только могут любить друг друга учитель и ученик. Мы несказанно рады, что обрели друг друга. Он воспитан на моих сочинениях и статьях и при всех называет меня своим единственным настоящим воспитателем. Он красив, умен, ежедневное общение с ним восторгает, я чувствую в себе обновление. Можете представить, какую страшную зависть это вызывает, мое влияние на юного монарха столь велико, что все, кто меня не знает, беспредельно обеспокоены. Король положил мне большое жалование, но объявленная им сумма нарочно уменьшена. Я же, как подсказывают мне характер и потребности, совершенно тушуюсь и всем делаю успокоительные заверения, так что страх постепенно рассеивается. Лахнера это музыкальный руководитель Нунхенской оперы. АВТ. Уже можно обернуть вокруг пальца. Король презирает нынешний театр, как и я. Но мы на все смотрим спокойно, а на будущие времена оставляем за собой реализацию более благородного направления. В тот же день Вагнер пишет Людвигу Шнору, молодой король талантливый, глубокий и душевный, он при всех называет меня своим единственным, истинным учителем. Он, как никто знает мои произведения, мои работы, он мой единственный ученик, он чувствует в себе призвание осуществить любые мои планы, насколько это вообще в человеческих силах. К тому же он мыслит по-королевски, у него нет опекунов, он не подвержен ничьему влиянию и столь серьезно и твердо занят делами, что все знают и чувствуют, вот настоящий король. Этим поворотным моментом в судьбе Вагнера завершаются воспоминания, которые он спустя шесть лет диктовал своей жене Казиме, вот их последние строки, в тот самый день я получил известие из Вены, в самых энергичных выражениях меня уговаривали не возвращаться туда. Но видно так суждено, ужасы, пережитые мною в те дни, уже не повторятся в моей жизни. Едва ли тот полный опасностей путь, ведущий к высшим целям, на какой позвала меня сегодня судьба, свободен от неведомых мне забот и напастей, но уже не коснется меня, под защитой возвышенного друга, бремени низкой жизни. На гордой высоте. 1864-1883. Есть ли иной подобный же случай, когда высшие силы так вмешивались бы в жизнь художника? Он на краю гибели, но чудо его спасает. Самое же невероятное, в том, что двумя годами раньше сам Вагнер уже предусмотрел тему, тему спасающего его бога из машины. Публикуя за свой счет текст Кольца Нибелунга, Вагнер снабдил его послесловием, где рассуждал о том, какие трудности предстоит преодолеть, чтобы поставить на сцене столь колоссальное создание. Вагнер прекрасно сознавал такие трудности, в них-то и состояла причина, почему, дойдя до середины Зигфрида, он утратил уверенность в себе и бросил его сочинение. И вот каким рассуждением заканчивалось послесловие. Мне кажется, возможно два пути, либо состоящий из любителей искусств общества возьмет на себя задачу собрать необходимые для первой постановки моего произведения средства. Однако, когда я вспоминаю, сколь мелочно ведут себя немцы в делах подобного рода, то я не берусь рассчитывать на успех соответствующих обращений. Либо же эти средства предоставит один из немецких государей, причем ему не придется даже придумывать для этого новую статью расходов, потому что достаточно использовать ту, по которой деньги тратились и тратятся на поддержание самого дурного, какое только может быть, художественного учреждения, а именно оперного театра, который портит и порочит музыкальное чувство немцев. Если бы столичные театралы и потребовали тогда, чтобы привычное им ежевечернее развлечение, оперный спектакль, по-прежнему подносилось им, то государь и предоставил бы его, но только уже не за свои деньги, потому что, конечно же, государь может быть уверен, чтобы не поддерживал он своими великодушными даяниями, щедро расточаемыми на оперу. Это во всяком случае будет и не музыка, и не драма, а именно та самая оскорбляющая немецкое чувство, как музыки, так и драмы, опера. После того, как я показал бы, сколь велико может быть его влияние на мораль несказанно унижаемого по ею пору художественного жанра и сколь специфически немецкое начинание стало бы возможно, расходуясь и сумма, затрачиваемая ежегодно на столичную оперу, либо на ежегодно устраиваемые, либо, по обстоятельствам, повторяющиеся раз в два-три года торжественные представления, как описаны они выше, государь мог бы стать основателем такого учреждения, благодаря которому он обладал бы беспредельным влиянием на развитие немецкого художественного гения, на становление подлинного, а не высокомерно ограниченного немецкого духа и мог бы снискать себе неприходящую славу. Есть ли такой немецкий государь? В начале было дело, восторженный монарх прочитал эти строки и принял их на свой счет. Его первым самостоятельным поступком стало призвание высокочтимого маэстро с намерением способствовать осуществлению его планов. Вагнер достиг того, что сформулировал, с предельной точностью. В качестве своей цели. Едва ли будет преувеличением утверждения, Вагнер сам сочинил своего короля Людвига. Вагнер с трудом обретал необходимое внутреннее равновесие, как после бурь революции, так и после всех потрясений этого тяжелейшего в его жизни кризиса. Характер творческого процесса служит барометром его внутреннего состояния, прошло не менее двух лет, прежде чем его творчество приобрело былую интенсивность. А всякие роковые события этих двух лет объясняются лишь хроническим внутренним беспокойством. Но, как и прежде, самым существенным в жизни этого замечательного, необычного человека остается то, что он совершенно не способен жить с людьми в мире. Для него немыслим уход в себя, он нетерпелив, страстен, его одолевает зуд высказывать свое мнение по поводу всего на свете, поэтому он не может существовать без конфликтов с окружающими. Впервые он обрел независимость творческую и материальную, есть все основания думать, что так будет продолжаться до самой смерти. Но оказывается, даже самые скромные обязательства, какие накладывает на него безграничная любовь преклоняющегося перед ним монарха, невыносимо тягостно для него. А своим влиянием на короля он не желает делиться ни с кем и в самое короткое время успевает злоупотребить им. Поначалу его взаимоотношения с королем все равно, что медовый месяц. Людвиг живет в замке Берку Штарнбергского озера, Вагнер, в Вилле у него под боком. Десять минут, и экипаж довозит меня до него, пишет Вагнер Элизея Вилле. Он посылает за мною один-два раза в день, я лечу к нему, словно к возлюбленной. Общение с ним вдохновляет. Какое желание учиться, какое быстрое усвоение всего, какая глубина переживания, какой жар души, я такого еще никогда не удостаивался. И какая нежная забота обо мне, какая целомудренная чистота души, даже выражение лица, когда он заверяет меня в счастье обладать мною. Так просиживаем мы часы, с упоением созерцая друг друга. Долго ли могло этакое продолжаться? Прежде всего Вагнер не выносит затворничества, ему нужно, чтобы его окружали друзья. Ему надо, чтобы другие разделили с ним счастье бытия. Как, только по-вагнеровски, и никак иначе. 31 мая Вагнер пишет Петеру Корнелиусу, я уже не раз сообщал тебе, что все приготовлено к твоему приему. Ты и я, и всякий, кто пожелает, мы можем жить здесь совершенно независимо друг от друга, занимаясь каждой своей работой, исполняя все свои желания, но при этом всегда возможно общение, и его радости. Для тебя есть рояль, мне он не помешает, ящик с сигарами уже стоит в твоей комнате и т.д. и так далее вот расторопность-то, любезный Петер. И уже чуть раздраженно, Вагнер приписывает, такое расположение нуждается во взаимности, или же оно перейдет в свою противоположность. А Корнелиус, это правда, как-то страшится, что Вагнер безраздельно завладеет его душой. Сам он работает над оперой, и как бы не восхищался он Вагнером, как бы не чтил его, ему хочется сохранить независимость, самостоятельность в искусстве. Это ты имеют в виду, Вагнер, ты еще не ответил ни строчки на все мои послания, а через Генриха Поргиса передаешь мне сожаление, что не можешь приехать, что ты должен переделать Сида в три месяца и потому должен сидеть в Вене. Но послушай, Петер, что будет разумнее, если мы станем говорить обо всех этих странностях, или если мы промолчим. Либо ты незамедлительно принимаешь приглашение и готовишь себя к тому, чтобы заключить со мной пожизненный союз с общностью имущества. Либо же ты отвергнешь меня и решительно откажешься от желания соединить свою жизнь с моей. В последнем случае навеки отрекаюсь от тебя и в своих житейских планах уже не считаюсь с тобой. Это называется приставить нож к горлу. Однако Корнелиус остался стоек и предпочел своего Сида. А Вагнер, должно быть, понял доводы друга и оставил его в покое. Спустя несколько месяцев у него возникает новое предложение Корнелиусу, которого он любил и общение с которым высоко ценил. 7 октября 1864 года Вагнер пишет. По особливому поручению его величества короля Людвига II Баварского имею честь пригласить тебя как можно скорее переселиться в Мюнхен, дабы, предавшись своему труду и дожидаясь особых заказов короля, подружески помогать мне. Со дня твоего прибытия в Мюнхен тебе выплачиваются тысячи гульдинов в год из шкатулки его величества. А через несколько дней, когда Петер с трудом перебивавшийся своими дешевыми уроками, радостно соглашается на это предложение, следует, спасибо тебе за намерение приехать. Приглашение надо понимать очень просто. Милостивый государь, о красоте и великолепии которого ты не можешь составить ни малейшего представления, счастлив доставить мне все потребное для завершения моих произведений. А я не могу быть один. Уже летом я пригласил Белова, в следующем месяце он переселяется сюда с женой и детьми. Не хватает тебя одного? Вот я и выпросил тебя, тебе бы посмотреть, как рад был неземной юноша, когда по моей просьбе поручал мне пригласить тебя. Обязанности Белова заключались отныне в том, чтобы играть королю на рояле, восполняя пробелы в его музыкальных познаниях. Белов был приглашен, и на этом для него закончилась пора обременительной работы в должности преподавателя фортепьяно в консерватории Штерна в Берлине. Однако у приглашения была своя предыстория, о которой он не подозревал. Дело в том, что когда отказался приехать Корнелиус, а вслед за ним отказалась и Матильда Майер из Майнца, Вагнер пригласил Белова с женой и детьми провести у него лето в Штарнберге. Белов был занят, и Козима с дочерьми Даниэла и Бландиной поехала одна. 29 июня они уже были в Штарнберге. Тогда-то и случилось то, чему давно уже было положено начало. Когда 10 апреля следующего года Козима родила третью дочь, Изольду, Вагнер считал ее своим ребенком. Тут мы основываемся лишь на предположениях, поскольку даже не знаем, в какой момент Белову стало известно все. Через год в Мюнхене об этом судачили на каждом углу. Итак, следующим шагом, какой предпринял Вагнер, было приглашение Белову в Мюнхен, придворный пианист переселился туда с семьей в ноябре. С этого времени Козима надзирала за порядком в аристократическом дворце, который король снял для Вагнера, а позднее подарил ему. Она вела его корреспонденцию и вообще старалась делать для него, что только могла. В приглашении Белова и Корнелиуса в Мюнхен главную роль сыграли личные мотивы. Но кроме них были и деловые практические. Согласно планам Вагнера, в первую очередь предстояло основать немецкую школу музыки, которая должна была заменить существовавшую в Мюнхене консерваторию. Мысль о направлении и организации ее Вагнер изложил в своем меморандуме королю. Эта школа и была основана, среди ее ведущих деятелей значились Булов, Корнелиус, затем Генрих Поргис и еще один сотрудник Вагнера, Фридрих Шмидт, до того преподававший вокал в Лейпциге. Основывая музыкальную школу, Вагнер более всего думал о реализации своих планов. Необходимо было подготовить певцов, способных решать вокальные и драматические задачи, которые ставили перед ними вагнеровские творения. Письма и дневники Корнелиуса проливают свет на ситуацию в Мюнхене, на оранжерейную обстановку, в какой жил Вагнер. Вихард наслаждается, бездельем, тогда как ему следовало бы трудиться. Но до работы руки не доходят. А Людвиг, юный и неопытный мечтатель, очертя голову кидается во все, это кончится конфликтом его с внешним миром. Оба эти человека, а моя жизнь здесь целиком зависит от того, будет ли продолжаться их дружба, представляют собой как бы любовную пару. Они любят друг друга духовно и естественно конфликтуют с окружающим миром и его весьма точными прозаическими запросами. Мои же отношения с Вагнером таковы, что не могут сочетаться с его требованиями перед лицом мира, или я сам неминуемо погибну. Вагнер сам не знает и не видит, как напрягает все до предела в этом чуду, в этой любовной тоске, с той минуты, как он сам отведал любовного напитка. Вот пример, мы сидим с госпожой Бюллов. Вагнер берет в руки Фердуси в переводе Шака и читает подряд несколько песнопений о Рустаме и Захрап. Между тем Бюллов кончает свой урок, и не проходит и 12 минут, мы уже погружены в Тристана и поем все первое действие от начала до конца. Меж тем подает чай, не успеваем мы выпить по чашке, как Вагнер погружается в пересказ своего Парсифаля, и так весь вечер, пока мы не расходимся. Наш великий друг должен ежеминутно говорить о себе, читать и петь себя, иначе ему не по себе. Для того ему всякий раз и необходим кружок интимных друзей, с посторонними так не получится. Если я обедаю у него, а это в два часа, то с этого времени уже нельзя и подумать о том, чтобы уйти, это удается очень-очень редко, и такая ситуация погубит меня. Как можно видеть, Корнелиус вполне сознавал, какую опасность представлял для него его властный друг, которому трудно было противостоять. Увы, фактом остается то, что встреча с Вагнером явилась трагическим событием в жизни Корнелиуса-композитора. Самые лучшие, полные своеобразия сочинения были созданы им в 30 с небольшим лет, затем он подпал под могучее влияние Вагнера, от которого так и не смог освободиться. Его шедевр – багдадский цирюльник. Он провалился на первом и единственном представлении в 1858 году в Веймаре, а причиной провала был шумный протест зрителей против дирижировавшего спектаклем «Листа». После этого «Лист» и ушел со своего поста. Неуспех оперы совершенно парализовал тонкого музыканта, который был мало приспособлен к борьбе за существование, Вагнер и его искусство послужили ему при таких обстоятельствах чем-то вроде наркотика. Ни Сид, ни Гунлет, третий, незавершенная опера Корнелиуса, не достигают свежести и оригинальности цирюльника, единственного значительного, жизнеспособного произведения, созданного Веймарским кружком. Когда Вагнер достиг вершины славы, одного его слова было бы достаточно, чтобы оперу поставили вновь, реабилитировав этот шедевр. Но Вагнер не произнес такого слова и вообще пальцем не пошевелил, чтобы помочь музыканту, в способностях которого не сомневался ни минуты, чтобы помочь ему единственно возможным способом, вдохновив на творчество. Когда же честь цирюльника была спасена, мюнхенской постановкой оперы в 1885 году, ни Вагнера, ни Корнелиуса уже не было в живых. Нельзя сомневаться и в том, что оранжерейная обстановка оказалась также роковой для Людвига, склонного к преувеличенной мечтательности. Вагнер без зазрения совести пользовался в своих целях королевскими милостями, и это было одной из причин кризиса. Чтобы представить, как реагировали на появление Вагнера в роли королевского фаворита двор, министерство, наконец, музыкальные и театральные круги общества, скажем, Мюнхен походил на растревоженное осиное гнездо, хотя это слишком слабое сравнение. Правда, король из личных средств оплачивал и долги Вагнера, и его дорогостоящий дом, и еще более дорогую мебель, и его друзей, приглашенных занять Синекуру, но это не мешало людям подсчитывать, еще и преувеличивая понесенные расходы. Да и наглые финансовые требования Вагнера были возмутительны, а его отношения с канцелярией, которую возглавлял господин Кфестернейстер, быстро испортились. При вагнеровских претензиях, Вагнера можно обернуть вокруг пальца, невозможно было сохранить добрый мир и с театром. Летучий голландец и тангейзер прошли под эгидой Вагнера в блестящих постановках. И мир не был нарушен. Но все заметно усложнилось, когда за дирижерскую палочку взялся придворный капельмейстер по особым поручениям Ганс фон Бюлов, вообще не отличавшийся чрезмерной тактичностью и терпением. Началась кампания против него в газетах, одно совсем не парламентское выражение Белова вызвало всеобщее раздражение и поставило под сомнение его мюнхенскую карьеру. Обсуждая вопрос о неизбежном расширении оркестровой ямы за счет первого ряда портера, Бюлов позволил себе необдуманно задать риторический вопрос. Ну и что от того, что тридцати сволочами станет в театре меньше. Бюлов вяло извинялся, но сказанного не воротишь, тем более что Бюлов был оголтелым пруссаком, на которого словно свора собак, и носила вся баварская пресса. Бюлова поливали злобной грязью, и как раз в это время в публику стали просачиваться первые слухи о Вагнере и Казиме. Накопившееся против Вагнера возмущение излилось на Бюлова, беззащитную жертву. Любые попытки исполнить Тристана рождались под несчастливой звездой. Вагнер уже поручил за главные партии супругам Шнор, и на репетициях они вполне оправдали оказанное им доверие. А лучшего дирижера, чем Бюлов, изготовившего в свое время клавир оперы и внутренне жившегося с нею, нельзя было и придумать. Поэтому Вагнер мог сосредоточиться на режиссуре и достичь в этой постановке редкостного совершенства. Однако премьеру, назначенную на 15 мая 1865 года, в последний момент пришлось отложить из-за серьезной болезни горла у Мальвина Шнор. Наконец премьера состоялась 10 июня, она стала сенсацией. Опера была встречена с энтузиазмом и до 4 июля прошла четыре раза. Через три недели пришла весть о скоропостижной кончине Шнорга. Удивительно ли, что это событие усилило суеверный страх перед убийственными физическими требованиями главных партий? И действительно, Тристан оказался единственным произведением во всем творчестве Вагнера, которое длительное время никак не могло войти в постоянный репертуар оперных театров, за естественным исключением Парсифаля, который согласно воле Вагнера мог исполняться лишь в Байрете. Печальное известие буквально раздавило Вагнера. Тристана больше не будут исполнять, написал он Пузенеле, он останется памятником благородному певцу. Вагнер вообще не скупился на высокопарные слова, он-то знал, что все это несерьезно и что неисполнение никому не послужит памятником. Когда Вагнер судит о чувствах других, он стремителен и по-своему великолепен. Его разозлило, что Отто и Матильда Везендам не приняли его приглашение и не присутствовали на премьере Тристана. По этому поводу он пишет Элизе Виле, как все вы мелки, если избегаете такого повода к волнению. Вагнер совсем не желал взять в толк, насколько неприятно было бы для Лезендонков видеть себя на сцене в образах Изольды и короля Марка, когда на них, наверное, стали бы показывать пальцем. Бедный Петер Корнелиус тоже привел Вагнера в ярость. Вместо того, чтобы присутствовать на событии, он отправился в Веймар на премьеру своего Сида, и без того уже злившего Вагнера. Вагнер, надо думать, был совершенно вне себя, когда 22 июня 1865 года писал другу письмо с угрозой подорвать самую основу его существования, любезный Корнелиус. Обращаю твое внимание на то, что ты обязан обратиться к баварскому королю с изъявлением своего нежелания оставаться долей в Мюнхене и получать свое жалование. Как мне представляется, ты должен просто указать на то, что в твоей судьбе произошел поворот, вынуждающий тебя пребывать за пределами Мюнхена и не позволяющий тебе вернуться сюда. Если до 1 июля ты не поставишь меня в известность о соответствующем твоем сообщении королю, я буду считать, что ты поручаешь мне сделать такое заявление от твоего имени, и именно так поступлю в указанный день. Неизвестно, что отвечал Петер на этот ультиматум. Ясно, что и на этот раз ссора была улажена. Многого не случилось бы, предположи Вагнер хоть на миг, что и другие люди могут быть обидчивы. Показательно забавная шутка, которую сыграли с ним, когда король даровал композитору чрезвычайную сумму в 40 тысячах гульденов, дабы Вагнер мог расплатиться со своими долгами. Казиме, которая по его поручению прибыла в королевскую кассу, вручили эту сумму серебряными гульденами, так что ей пришлось нанять две кареты, чтобы довезти домой тяжелые мешки с деньгами. Однако что значила эта невинная выходка по сравнению с грозовыми тучами, собиравшимися над его головой. Корнелиус предвидел эту опасность. Я тебе никогда еще не говорил, пишет он своей невесте, что Вагнер находится также и в политических сношениях с королем, он при нем все равно, что Маркис Поза. Так, один весьма приличный венский журналист, Фребель, станет, как говорят, редактором официальной баварской газеты. Когда Бюлов сообщил мне об этом, это не для передачи другим, я внутренне содрогнулся, увидев в этом начало конца. Если человек искусства начинает оказывать решающее воздействие на жизнь целого государства, это не кончится, и не может кончиться, добром. Вспоминается старинная пословица, башмачник, оставайся при своих колодках. А если иметь в виду Вагнера с его начатыми мейстер-зингерами, то можно перелицевать ее следующим манером, поэт, оставайся при своем башмачнике. Музыкальная школа нужна была Вагнеру лишь для воспитания вагнеровских певцов, театр лишь для исполнения его произведений. Точно так же Вагнер полагал, что политики, министры, секретари ни на что не пригодны, если не считают нужным с должным рвением проводить в жизнь его планы. Он пытался настроить Людвига против фестер-мейстера, потому что ему казалось, что тот не слишком охотно идет ему навстречу, и он непрестанно интриговал против премьер-министра фон Дерг Фортина, который, впрочем, с самого начала занял антивагнеровскую позицию. В газетах появились статьи, где Вагнера травили, и тот приписал их появление стараниям личной канцелярии. Когда же Вагнер в неприкрытой форме потребовал от короля отставки пфестер-мейстера, которого ненавидел теперь всем сердцем, и отставки самого премьер-министра, а также поместил в новейших известиях неподписанную статью, где речь шла о двух-трех личностях, удаление которых послужит общим интересом, то фонд Дерг Фортен потерял терпение и начал настаивать на удалении Вагнера, присутствие которого в Мюнхене представляло, по его словам, опасность для общественного порядка и для взаимопонимания между королем и его народом. Фестер-мейстер вручил королю адрес с четырьмя тысячами подписей, где утверждалось, что внутренний мир находится в стране под угрозой. Принц Карл Баварский, дядя короля, обратился к нему от имени всей королевской фамилии. Людвигу пришлось уступить и передать своему другу просьбу покинуть Мюнхен на несколько месяцев. 8 декабря 1865 года во всех немецких газетах можно было прочитать, что господин Рихард Вагнер по высочайшему повелению обязан на несколько месяцев оставить Баварию. Ранним утром 10 декабря Вагнер распрощался с Мюнхеном, он вновь сделал рискованную ставку и вновь проиграл. Вагнер, очнувшийся, униженный, вновь ищет убежище. Но он сохранил свою независимость, поскольку мог распоряжаться значительными средствами. Людвиг уступил, потому что давление на него было слишком велико, но сохранил неизменную свою любовь к Вагнеру. Вагнер продолжал получать весьма солидное жалование. Он испытывал сложные чувства к своему благодетелю, из его высказываний яствует, что он был высокого мнения о способностях и дарованиях юного монарха, однако не мог простить ему слабости, проявленные в сложной ситуации. В последующие годы ни один поступок Вагнера свидетельствует о его упрямстве, а порой даже о враждебности к королю. Естественно, с этого момента композитор перестал вмешиваться в баварскую политику и осмотрительнее делился своими советами. Только в одном отношении он сохранил твердость и решительность, когда надо было уговаривать короля, боявшегося появляться на людях, не отрекаться от трона. Впрочем, Вагнер понимал, что отречение ударит и по его, Вагнера, благополучию. Вагнер искал подходящее место для спокойной, сосредоточенной работы сначала у Женевского озера, потом в Южной Франции. Близ сфер Вальдшетского озера, неподалеку от Люцерна, он нашел наконец то, что ему было нужно, виллу Трипшин, в которой никто не жил и которая уже начала разрушаться. Вагнер велел отремонтировать ее. И весной она была готова. Сюда и переехала с тремя детьми Козима, которая превратила виллу в весьма уютное гнездышко, с того времени Козима никогда уже не расставалась с Вагнером. В начале того же года Минна умерла от застарелой сердечной болезни, и теперь хоть с этой стороны не было препятствий для брачного союза. Впрочем Козима находилась в несравненно более сложном положении, и по внутренним, и по внешним причинам, Бюлов был очень нужен Вагнеру в Мюнхене, а потому надо было избежать прямого скандала. Ясно, что ситуация должна была разрешиться, и достаточно скоро. Семилетие, проведенное Вагнером в Трипшине, это самая мирная и счастливая пора его жизни. Он освободился от мюнхенских забот, беспокойств и интриг, он отдался своей работе, он живет в прелестном уголке природы, с ним любимая женщина, его быт устроен в соответствии с его привычками и желаниями. Самому Вагнеру 53 года, он крепок, здоров, жизнелюбив, он чувствует в себе творческие силы, сознает их энергическую мощь. В Мюнхене он успел только заняться партитурой Зигфрида, второе действие которого не было окончено с 1858 года, и даже эта скорее техническая работа над инструментовкой не слишком быстро продвигалась вперед. И Вагнер словно инстинктивно ощущал, что не должен приниматься за главный труд тех лет, пока не наступит в его жизни пора ненарушимого спокойствия, теперь-то он и мог взяться за мейстер Зингеров. Нюрнбергские мейстер Зингеры явились первым плодом этого счастливого времени. До мирных берегов Фервальдшетского озера волны внешних событий доходили, сильно ослабев, утратив силу. Людвиг, который не мог лишить себя удовольствия поздравить с днем рождения своего возлюбленного друга, нанес ему краткий визит. Путешествуя инкогнито, он 22 мая прибыл в Люцерн. Этот визит подтвердил нерушимую верность короля Вагнеру и вновь вызвал целую кампанию в прессе против них обоих. Вояж короля непосредственно перед началом Прусско-Австрийской войны, в которой Бавария выступала на стороне Австрии, толковали только что не как дезертирство. Война завершилась поражением, и Бавария вынуждена была платить крупную контрибуцию, в связи с чем произошла смена кабинета, и фон Дергфортину пришлось уйти в отставку. Но Вагнер отказался вернуться в Баварию, чего страстно домогался король. Тем временем в Мюнхене была открыта музыкальная школа, которой руководил Бюлов, осуществился и старый проект издания газеты. Венский журналист Юлиус Фребель по рекомендации Вагнера получил королевскую дотацию для издания южнонемец Эквой газеты и обязался предоставить в распоряжение Вагнера раздел фильеттона. Вагнер опубликовал там, без подписи, серию статей, вышедших затем в виде книги под заглавием «Немецкое искусство и немецкая политика». Всего таких статей вышло 12. 13-я не увидела свет по указанию короля, так как Вагнер вновь пустился в полемику по политическим вопросам и королю показалось, что такая публикация самоубийственна. Вагнер был беспредельно раздосадован и безуспешно пытался протестовать. Это происшествие до какой-то степени способствовало охлаждению короля к его другу-бунтовщику. Была к тому или иная, более серьезная причина, Вагнер и Козима превратили его в клятво преступника. Торжественно заверив короля в своей полной невиновности, они заставили его подписать пространное, составленное самим же Вагнером заявление, чтобы покончить с клеветой в мюнхенских газетах. Цели своей они не достигли, а король в глазах общественности оказался покровителем грязного дела, сильно волновавшего умы всех. Между тем осенью 1867 года Вагнер завершил партитуру мейстер Зингеров. Этой музыкой Вагнер завоевал себя нового приверженца, который в дальнейшем принадлежал к тесному кругу его сотрудников. Этим приверженцем был Ганс Вихтер, молодой музыкант, волторнист Венского придворного оркестра. Вагнер поселил его у себя, и Рихтер переписывал партитуру мейстер Зингеров-лист за листом по мере того, как Вагнер сочинял. Весной в Мюнхене под управлением Белова начались репетиции оперы, и Рихтеру было поручено руководство хором. По случаю этой постановки Вагнер впервые прервал свое добровольное изгнание и прибыл в Мюнхен. Премьера стала величайшим триумфом Вагнера. Он писал своей верной домоправительнице Френели, «Вчерашний спектакль был великолепным торжеством. Ничего подобного, видимо, уже не повторится. Я от начала до конца должен был находиться рядом с королем в его ложе, с высоты принимая овации публики». Никто никогда не переживал ничего подобного. Враждебная Вагнеру печать злобно отметила новое нарушение предписанных придворным церемониалом форм. Прошло еще восемь лет, пока Вагнер вновь не увидел своего короля. Ганс фон Белов подал наконец прошение о разводе, а одновременно сложил с себя все свои мюнхенские должности. Ситуация прояснилась, но король чувствовал себя оскорбленным. Мир вагнеровских волшебных чар по-прежнему владел его душой, и он готов был всячески помогать творцу этого мира. Но в будущем он избегал человека, обманувшего его. Быть может, тут играл свою роль и чистый эмоциональный момент. Король мог испытывать простую ревность. В дальнейшем он отыскал иной выход для своих романтических художественных мечтаний. Более всего на свете интересуясь фантастическими средневековыми замками, он стал возводить подобные замки в Баварских Альпах и этим поставил себя и свои финансы на грань краха. А Вагнер больше не бывал в Мюнхене, если только не проездом и не по срочному делу. Мейстер Зингеры были завершены и поставлены на сцене, теперь Вагнер работал над монументальным творением всей своей жизни, он заканчивал кольцо Нибелунга. Он сотворил чудо. После 12-летнего перерыва продолжил Зигфрида так, что в его музыке нет ни малейшего стилистического сбоя. Миром Вагнера стала семейная идиллия, в какую не должен был проникать извне ни один диссонанс. В 1867 году Козима родила ему вторую дочь, Еву, а в 1869 году наконец и сына Зигфрида. Через год, по окончании бракоразводного процесса, Вагнер и Козима сочетались узами супружества. Не безинтересно приглядеться к тому, насколько по-разному выглядят одни и те же вещи с разных точек зрения. Процитируем для начала Глазинапа, приближенного биографа семейства, что он скажет нам. Нет брачного союза более священного для всех немцев. Нет другого, заключенного с тем же самоотвержением, с высшими, сверхличными целями. Нет другого, за который боролись бы столь беззаветно. Эти узы соединили пред Богом и миром великого странника, гонимого глупостью и черствостью современников, что лишали его даже милости короля, что вновь и вновь гнали его на чужбину. И благородную натуру, не ведающую мелкого, недостойного страха, вступившую в его жизнь спасительницей, показав неземную силу любви. Противопоставим этим словам один единственный комментарий, письмо, написанное в оригинале по-французски, Ганса фон Белова сестре Казимы, графине Шерносёк, 15 сентября 1869 года, «Поверьте, я сделал все, что в человеческих силах, чтобы избежать явного скандала». Я предпочел в течение более трех лет вести неописуемо мучительное существование. Вы не можете составить себе понятия о пожирающих душу волнениях, которые терпел я постоянно. Наконец, я принес в жертву мое положение в искусстве, материальное благополучие. Осталось только пожертвовать своей жизнью, и признаюсь, это был бы простейший способ привести вещи в порядок, разрубить узел. Я этого не сделал, надо ли винить меня и в этом? Быть может, я пошел бы и на это, будь только в том, другом хоть капли чести, он в своих творениях возвышен, в поступках, низок. Когда в ноябре я задал Казиме почти уже неприличный вопрос о причинах ее внезапного отъезда, она сочла правильным ответить мне ложной клятвой. Так что я лишь несколько месяцев назад узнал из газеты о счастье маэстро, которому его любовница, там прямо называлось имя, родила наконец наследника, крещенного во имя Зигфрида, счастливое знамение окончания новой оперы. Тем самым мои рога увенчаны блестящей короной. Я не мог исчезнуть из Мюнхена, но нельзя и вообразить себе ад, который терпел я там в последние месяцы. У меня было два варианта, либо считаться личностью, не ведавшей ничего из того, что знал каждый, и вызывать к себе оскорбительное сочувствие, либо же считаться таким подлецом, который согласен платить подобную цену за то, чтобы быть фаворитом королевского фаворита. Пусть читатель сам судит, где правда. Вагнер в Трипшине, в полном уединении, работал над Зигфридом. А в это самое время в Мюнхене готовилась постановка «Золото Рейна». Через полгода после нее должна была состояться премьера Валькирии. Этот договор между Вагнером и королем был перечеркнут бракоразводным процессом и уходом Белова. Теперь Вагнеру не хотелось иметь дел с Мюнхеном, этим центром травли, где ни щадили ни его, ни Казиму, не хотелось иметь дело и с придворным театром, руководство которого неохотно шло на то, чтобы предоставить Вагнеру всю полноту власти. Прежней дорогой его сердцу план построить в Мюнхене особый театр для осуществления своих художественных намерений, сурихский друг Готфрид Земпер уже представил проект такого театра, перекочевал в небытие, и в Мюнхене уже не было Белова. Первоначально у Вагнера отнюдь не было принципиальных возражений против исполнения кольца по частям. После ухода Белова он поручил «Золото Рейна Гансу Рихтеру», как бы своему ассистенту. Однако все сложилось иначе. Создается впечатление, что Вагнер стремился всеми силами не допустить постановки, а молодой, неопытный и беззаветно преданный учителю Ганс Рихтер был его орудием. Вагнер потребовал телеграммы, чтобы премьера была отменена, так как на генеральной репетиции плохо действовали механизмы сцены. Ганс Рихтер отказался выслушивать указания театрального интенданства. Он, мол, несет ответственность лишь перед учителем, и был немедленно уволен по приказу короля. Однако Людвиг ни при каких обстоятельствах не желал отказываться от спектакля, и спустя несколько недель, 22 сентября 1869 года, премьера состоялась под управлением Франца Вюльмера, этот концертмейстер придворного театра был единственным, кто решился действовать вопреки воле самого Вагнера. Валькирия был исполнен 26 июня 1870 года, за несколько недель до начала Франко-Прусской войны, дирижировал Франц Вюльмер, торжественно проклятый Вагнером. Король одержал верх. Вагнер отвечал ему, байрёитом, Однажды Вагнер написал Луи Шиндельмёйсеру, «Другу юности, я никому не предлагаю уют и удовольствие, но распространяю ужас и волную сердце, иначе на нынешнее человечество и нельзя воздействовать». Кто имеет дело со мною, должен уметь и хотеть играть ва-банк, потому что мои произведения, это создание человека, которому не нужна никакая иная игра, но только та, в которой либо срывают банк, либо губят самих себя, мне не нужно уютное существование знаменитости с хорошим доходом. Никоим образом нельзя было бы сказать, что Вагнер не сознавал всего риска своего положения, как часто в жизни он играл ва-банк и проигрывал. Он решительно, хотя и безуспешно выступал против мюнхенских постановок. Людвиг не соглашался на его настойчивые просьбы о личной встрече. Король по опыту знал, сколь опасен хорошо подвешенный язык Вагнера, он понимал, что не сможет противостоять его искусству убеждения, его подавляющей воле. Маэстро сердился и давал почувствовать королю всю меру своего гнева. Он не соглашался представить партитуру законченного Зигфрида, хотя к этому обязывало его заключенное в 1864 году соглашение, согласно которому король, в возмещение выплат из его личной шкатулки, становился собственником всех произведений, создаваемых Вагнером. Но доводы Вагнера были неопровержимы, он утверждал, что продолжает шлифовать музыку Зигфрида. На худой конец он мог пригрозить вернуться к бедному существованию одинокого человека, а подобная угроза всегда производила впечатление на великодушного мецената. Между тем сочинение гибели богов, заключительной части тетралогии, продвигалось вперед. И вагнеровские проекты постановки всего произведения вступили в начальную фазу своего осуществления. То, что задумал Вагнер, было не просто ударом для Мюнхена, но и тем начинанием, которое раз и навсегда должно было освободить Вагнера от ненавистной зависимости, превратив его тоже в короля, в своей сфере. Выбор места действия произошел случайно. В одном из томов энциклопедии Братгауза Вагнер нашел указание на то, что в Байрёйте, бывшей столицей Мартграфства, существует театр, построенный в стиле рококо. В апреле 1871 года Вагнер и Козима посетили этот городок. Театр оказался мифом, поскольку его здание было непригодно для современных целей, но местность произвела самое благоприятное впечатление. Вагнер быстро решился и предпринял нужные шаги на пути к осуществлению замысла, дерзость которого превосходила все мыслимое. Как мечтал Вагнер в Цурихские годы, Союз покровителей должен был собрать средства для постройки театра и устройства фестивалей. Байрюйтский бургомистр Мункер и банкир Фёйстель с восторгом подхватили идею Вагнера. Было решено выпустить тысячу патронатных билетов по три сотни таллеров каждый. Их покупатели получали право доступа на первый фестиваль, который был назначен на лето 1873 года. 22 мая 1872 года состоялась торжественная закладка здания фестивального театра. Это событие было отпраздновано исполнением девятой симфонии Бетховена под управлением Вагнера, сразу после чего приступили к строительству. В финансовом отношении Вагнеровский план повел к столь же плачевным последствиям, как и любое его начинание. По всей Германии основывались Вагнеровские союзы, они пропагандировали идею Байрейта, и в Вагнерианцах не было недостатка. Однако патронатные билеты никак не удавалось пристроить, и работы, начатые в кредит, пришлось приостановить. После победного шествия нюрнбергских мейстер-зингеров по театрам Германии Вагнер представлялся гигантом. Он словом и делом пропагандировал свою идею, он дирижировал концертами в пользу Байрейтского фонда, он мобилизовал своих друзей. Но в конце концов остался один выход – обратиться к королю Людвигу. Тот взял на себя всю недостающую сумму, и благодаря этому, можно было продолжать строительство. Среди всех забот и треволнений партитура «Гибели богов» была завершена 21 ноября 1874 года. Договорились о том, что необходимые репетиции будут проведены летом следующего года, а первый фестиваль состоится в августе 1876 года. Одновременно с театром в Байрейте строился дом для самого Вагнера, вилла Ван Фрид, куда он въехал в апреле 1874 года. Теперь он был сам себе господин, никому не обязанный отчетом, ни один художник не достигал еще таких высот. Однако эта последняя величайшая победа далась ему нелегко. Труды и заботы долгих лет, сизифов труд подготовки фестиваля, бесконечная утомительная борьба после его окончания, потому что и фестиваль принес дефицит. Все это подорвало здоровье Вагнера и, надо думать, стоило ему нескольких лет жизни. Первый Байрёйцкий фестиваль 13-30 августа 1876 года стал вехой в истории оперы. Наивные слова, обращенные к Вагнеру самым вельможным посетителям фестиваля, первым немецким кайзером Вильгельмом I, я не думал, что вам удастся довести все это до конца, должно быть, совпадали с общим впечатлением. Людвиг, которого Вагнер увидел впервые после знаменательной мюнхенской постановки нюрнбергских мейстер-зингеров, присутствовал уже на генеральных репетициях. На репетиции золота Рейна Вагнер пошел на уступки своему покровителю, и король был единственным ее слушателем и зрителем. К этому времени Людвиг давно уже сделался затворником, он не терпел любопытства к своей особе, не выносил направленных на него взглядов и по его приказу спектакли ставили для него одного. После всего случившегося он сдержанно относился к Вагнеру, произведения которого по-прежнему приводили его в восхищение. И еще раз пришлось взывать к великодушию монарха, как сказано, фестивали привели к значительному дефициту, и Вагнер безуспешно ломал голову над тем, как покрыть его. Мюлов тоже продемонстрировал великодушие, предоставив в распоряжение Байрюльского фонда 40 000 марок, всю прибыль от концертного турне. Но что значила эта сумма, да и все то, что мог собрать концертами сам Вагнер, по сравнению со 150 000 марок дефицита и тем капиталом, который необходим был для обеспечения планов последующих фестивалей. Германское правительство так и не удалось заинтересовать байрейской идеей. Прошло шесть лет, пока двери фестивального театра не открылись вновь. Чтобы позабыть о волнениях, Вагнер погрузился в новую работу, которая впитала в себя все лучшие его силы. Парсифаль стал его последним произведением, но самый первый замысел его тоже относился к творчески неисчерпаемой Дрезденской эпохе. К весне 1879 года был готов эскиз, партитура, в начале 1882 года. Наконец байрюльские проблемы были решены, и вновь королем Людвигом, который принял на себя бремя дефицита и предоставил в распоряжение летнего фестиваля 1882 года хор и оркестр придворного театра. Узел был распутан, и король, уступая настоятельной просьбе Вагнера, не стал настаивать на постановке Парсифали в Мюнхене, поскольку автор, ввиду особенного характера произведения, предназначал его лишь для байрейта. 12 ноября 1880 года Вагнер исполнил для короля вступление к Парсифалю с Мюнхенским оркестром. Это была их последняя встреча. Вагнер не был царедворцем, что весьма простительно, но при этой встрече он без нужды обидел короля благодетеля. Тот попросил Вагнера повторить вступление и Вагнер с видимым раздражением сыграл его во второй раз, однако Людвиг пожелал услышать вступление к Лоэнгрину, которым бредил. И тут Вагнер передал дирижерскую палочку придворному капельмейстеру Герману Леве, а сам отошел в сторону. Ему доставило удовольствие сыграть перед королем свое новое произведение, но он не был расположен выполнять его прихоти. Вагнер разделял ложное мнение, что, распродав патронатные билеты, он будет исполнять свое произведение не перед ненавистной оперной публикой, но перед энтузиастами, перед любителями его искусства. Эта затея потерпела неудачу, и оставалось только пустить в свободную продажу билеты на второй фестиваль, 16 спектаклей Парсифаря. Фестиваль был отдан на откуп публике. Вагнер не сумел разрешить дилемму, зависеть от оперных театров и в то же время считать их вредными, достойными осуждения учреждениями. Он считал позором то, что был вынужден отдать театрам свои ранние вещи, включая Лейнгрина. Когда материальное положение Вагнера стало прочным, он начал чинить театрам всяческие препятствия. Но все равно отдавал свои произведения в театр, потому что его потребности в денежных средствах были безграничны. Он писал Генриху Лаубе, «Я столь дурного мнения о результатах деятельности постоянных театров, какие существуют в Германии, что определенно полагаю, как бы не управляли этими театрами, они способны лишь умножать хаос и испорченность художественного вкуса немцев. Поэтому я и решил лично не вмешиваться в их деятельности лишь в конкретных случаях, если это возможно, забочусь о том, чтобы, когда какая-то моя вещь может быть поставлена хорошо, иметь дело с менее тупым и несколько более деловым человеком, нежели тот, что назначен ныне руководителем Мюнхенского театра». Другой раз Вагнер пишет, «Отныне я не буду ни продавать, ни передавать своих произведений оперным театрам, мистер Зингеры, последний случай, когда я вошел с ними в контакт». Нужно ли говорить, что Вагнер не сдержал слова? Ведь нельзя выполнить абсурдное обещание. Сильнее любого каприза был денежный голод, никаких королевских милостей тут не хватало. После первого Байрюйского фестиваля Вагнер стал разрешать всем театрам не только исполнять полный цикл «Кольца», но даже соглашался на исполнение отдельных частей. Он пошел даже на то, чтобы передать право исполнения «Кольца» человеку театра, предприимчивому директору лейпцигской оперы Анджело Нейману. Тот составил труппу и объездил с ней всю Германию, а потом и Европу. От этого турне Вагнер имел немалый доход, в 1882 фестиваль прошел с тем же блеском, что и в 1876 году. На этот раз доходы даже превысили расходы, ввиду значительно меньших затрат, тем самым был материально обеспечен фестиваль 1883 года. Однако здоровье Вагнера серьезно ухудшилось, уже несколько лет его все больше беспокоило сердце. Когда на последнем спектакле «Парсифале» Герману Леве стало нехорошо, Вагнер в третьем действии сам взял в руки дирижерскую палочку. Оркестр в Байрёицком театре глубоко опущен, и никто этого не заметил. Он продирижировал своим произведением до конца и этим, в сущности, простился с миром. Вагнера покоробило то, что на этот раз Людвиг не прибыл на фестиваль. Однако король был болен, страдал от невозможности преодолеть свой страх появляться на людях, к тому же едва ли он забыл, как повел себя Вагнер при их последней встрече в Мюнхене. Отношения Людвига с королевской семьей были в это время весьма натянутыми, король приводил в отчаяние министров своим нежеланием заниматься государственными делами. Трагическая судьба короля общеизвестна, в 1886 году медицинская экспертиза объявила его невменяемым, и король был лишен свободы. Сегодня многие сомневаются в том, что он был безумен, ведь ни один из четырех врачей, поставивших диагноз «паранойя», никогда не видел короля. Они вынесли свое заключение на основании расспросов придворных и слуг. Через несколько дней после этого король утонул в Штарнбергском озере, во время прогулки на лодке с надзиравшим за ним врачом, которого он увлек за собой в воду. Поведение отчаявшегося неотличимо от поступка безумца. Но и Вагнера уже не было в живых. Нуждаясь в отдыхе, он провел в Венеции зиму после второго фестиваля. Здесь он вместе с семьей занимал роскошный дворец Вендрамин. Вагнер был по-прежнему активен и работал над несколькими статьями. Среди работ этой последней зимы отчета «Мистерия Парсифаль» в Байрюете, эссе под названием «О женском начале в человеке», статья исполнения забытого юношеского произведения, написанное для одного еженедельника. Юношеское произведение – это симфония, которую Вагнер написал и исполнил в Лейпциге, когда ему было 19 лет. Вагнер считал, что произведение это давно потеряно, но совершенно случайно оно выплыло наружу. В первый день Рождества, в день рождения Козимы, Вагнер исполнил эту симфонию с учениками лицея Бенедета Марчелла в кругу семьи и друзей, в числе которых находился и лист, навестивший своего друга. Вагнер не переставал интересоваться всем, что затрагивало его, в хорошие дни он даже чувствовал себя физически бодро. Но время его истекло. Сердечные спазмы стали повторяться все чаще и вызывали все большую тревогу, врачи не находили средств против них. Сердечный приступ 13 февраля 1883 года положил всему конец. Человек и его творчество. Две души в одном теле. Все небывалое, фантастичное, что присуще жизненному пути Вагнера, характерно тем, что в нем предельно деятельны задатки двух совершенно различных, редкостных человеческих натур. Это свойственное великим государственным мужам, политикам-реформаторам, направленное во вне неодолимой энергии и способность бессмертных художников предаваться своему труду, с предельной отдачей, сосредоточенно, забывая обо всем на свете. Вагнер, то и другое сразу. Он, Цезарь, Магомед, Наполеон, Бисмарк, когда нужно нализать миру свою волю, и он, Микеланджело, Гёте, Бетховен, когда нужно творить и когда художественный образ целиком захватил его воображение. В определенные периоды жизни Вагнер служил одной из этих задач. Само собой разумеется, что в определенном отношении Вагнер как политик от искусства проложил дорогу Вагнеру-художнику. Ведь отрешенный от мира мечтатель не смог бы одержать такие победы. А с другой стороны, Вагнер-художник всегда страдал от враждебности, которую возбуждал в людях Вагнер-политик, и которую можно понять, кто же сражается с миром, не вызывая самой ожесточенной реакции. У этих различных проявлений Вагнеровской натуры, хотя они и кажутся совершенно несовместимыми, общий корень, необычно сильная, инстинктивная потребность в самоутверждении. Как бы парадоксально это ни звучало, возвышенная мораль художника и полная бессовестность человека выступают у Вагнера как побеги от одного корня, от вложенного в его душу глубочайшего влечения. Это, с одной стороны, влечение к художественному совершенству, к достижению наивысшего результата, какой только мыслим для его дарования, а с другой стороны, влечение к непременному, безоговорочному использованию любого преимущества в борьбе за существование. Что за нелепость, отделять человека от художника. Как будто человек и художник. Это не один и тот же мыслящий, чувствующий, деятельный индивид. Но Вагнер, особый, быть может, неповторимый случай, у него проявление человека и проявление художника становятся диаметрально противоположными крайностями, как если бы у них был не один и тот же хозяин. Вагнер, самовлюбленный человек. Это видно по каждому его высказыванию, по всему его поведению, по его размашистому вдохновенному красивому почерку, по самоотверженному служению своему творчеству, по его мысли. Всякое письмо, которое он пишет, создается с тщательностью, с явным расчетом на внешний эффект. Точно так же он в состоянии затрачивать неограниченное время и беспредельный труд на создание беловой партитуры. Работа над поздними произведениями, Зигфридом, Гибелью богов, Парсифалем, проходила три стадии, эскиз карандашом, партитура в черновике, беловая партитура, и каждая такая беловая партитура, это каллиграфический, притом отмеченный своеобразием, шедевр. Самовлюбленность перешла в любовь к собственному творению, к каждому отдельному такту, к каждому отдельному слову, относящимся к целому. Ему и для себя самого ничего не жалко, все должно быть самым лучшим и драгоценным, и над каждой деталью партитуры он трудится словно ювелир, словно Бенвенута Челлини, и сама мысль, и почерк, выражающий мысль. Все определено чувством совершенной, законченной красоты. В конце партитуры нюрнбергских мейстер-зингеров Вагнер пишет, Трипшен, четверг, 24 октября 1867 года, в 8 часов вечера, прекрасно сознавая всю космическую значительность события. А на эскизе Золота Рейна, подаренном королю Людвигу, Вагнер написал, завершено вечное творение. Цитата из Золота Рейна. Все, что касается Вагнера и его творчества, несказанно значительно. Вот чем определялось величие созданного, и сам он сложился таким, каким только и может быть человек, одержимый самим собою. Не бывает людей, которые не испытывали бы потребности в самоутверждении. Самосохранение немыслимо без такого свойства, однако оно уравновешивается в параллелограмме душевных сил, оно всегда подконтрольно. А у Вагнера самоутверждение беспредельно переоценивается, так что, можно сказать, оно способно становиться опасным для общества. Его художественная гениальность предотвратила худшее, в нем жило колоссальное давление сил, однако в критический момент открывался нужный клапан. Как бывает почти всегда, когда необычайная духовная одаренность находит для себя соответствующее поле деятельности. У великих творцов благодаря этому инстинкт самоутверждения иной раз нейтрализуется почти без остатка и для борьбы за существование остается лишь самый минимум энергии. Примеры из области музыки. Бах, Гайден, Моцарт, Бетховен, Шуберт. Конечно, и внешние обстоятельства оказывают свое воздействие, а театр и всегда был местом борьбы. Прирожденные оперные композиторы, как Те, Гендаль, Глюк, Верди, принуждены были биться изо всех сил, как и Вагнер. А у Вагнера ссора, в самой его натуре. С ранней юности борьба за самоутверждение происходит одновременно с творчеством, случалось лучшие свои силы он отдавал борьбе. Иногда творческий родник как бы иссякал, тогда он превращался в теоретика и пропагандиста. Однако обычно то и другое совершалось одновременно и параллельно, молодой Вагнер неустанно пропагандировал свое собственное творчество. Он всегда писал блестяще, умея утверждать свою точку зрения так, что логика рассуждения кажется непреложной. Ему же принадлежат самые длинные письма, какие когда-либо писал музыкант. Уже послание, написанное 20-летним Вагнером Францу Хаузеру, режиссеру Лейпцигского театра, является собой классический образец вагнеровского красноречия. Оно заняло 8 печатных страниц, но, надо признать, успеха не имело. Адресат отверг оперу Вагнера Феи, автор же выступал ее адвокатом. Спустя два года Вагнер направляет Роберту Шуману, издателю очень авторитетного у музыкантов нового музыкального журнала, информацию о состоянии музыки в Магдебурге, главный предмет статьи составляет опера Вагнера «Запрет любви», которую он там поставил. Вагнер пишет об этом, при всем желании я не могу не сказать хотя бы нескольких слов о самом себе. Во-первых, будучи здешним музык-директором, я не могу не упомянуть себя в статье о музыке в Магдебурге, во-вторых, было бы нелепо не спровергать самого себя, если я не заслужил этого, и в-третьих, есть еще особая причина писать о моей опере, никто другой о ней не пишет, а мне все же хочется, чтобы о ней было сказано хоть слово. И Вагнер осторожно прибавляет, несмотря на это, вы, верно, сочтете правильно мне называть мое имя никому, иначе горе мне. Вагнер и впоследствии часто пользовался этим приемом, издавать статьи анонимно, причем всякий раз это свидетельствует о том, что совесть его не вполне спокойна. В первые годы он все силы тратил на то, чтобы достичь успеха. Он писал Лейпцигскому другу Теодору Апелю об опере «Запрет любви». Я обязан пробиться с этой оперой и обрести славу и деньги, если мне удастся это, я, забрав то и другое и тебя в придачу, отправлюсь в Италию, это будет весною 1836 года. В Италии я сочиню итальянскую оперу, если получится, то не одно, а когда мы поджаримся на солнце и наберемся сил, то отправимся во Францию, в Париже я сочиню французскую оперу, бог есть, где я окажусь тогда. Заметно, что фантазия Вагнера скачет голопом. В Риге Вагнер принялся за Рионцы, считая, что если произведение такого размаха, с такими сценическими требованиями может быть осуществлено лишь средствами парижской оперы, то именно поэтому, по этой самой причине, тут вагнеровский оптимизм ставит под ножку его логике, парижская опера, конечно же, не применит поставить произведение, предъявляющее театру подобные требования. Вагнер рано усвоил тайну красноречия, он откровенно горд своей способностью убеждать. Обычно его воля подавляет собеседника, а потому он нередко достигает целей, которые поставил перед собой. Разве мало, довести своими речами фабриканта роялей до того, что он задаром отдаст тебе инструмент? А Вагнеру это удавалось, как он рассказывает в письме Матильде Везенданг, у моего инструмента многозначительная история. Ты ведь знаешь, как давно я мечтал о таком инструменте, и все напрасно. Но когда я теперь отправился в Париж, мне странным образом почему-то пришло на ум, что надо как-то прицениться к нему. Я ничему не придавал серьезного значения. Все стало мне безразличным, я ничем усердно не занимался. Но совсем иначе обстояло дело, когда я нанес визит госпоже Эрор. Люди жалкие, серенькие, но я в их присутствии вдруг вдохновился и, как узнал позднее, вызвал в них самих настоящий прилив энтузиазма. И как бы на лету я получил такой инструмент, словно шутя. Вот удивительный инстинкт природы, он проявляется в каждом индивиде сообразно с его характером, но всегда собственно как инстинкт сохранения жизни. У Вагнера этот инстинкт выглядит как тяга к успеху. И весьма естественно, что одно из проявлений такового, это стремление иметь успех у женщин. С полнейшей невозмутимостью Вагнер рассказывает в своих воспоминаниях об эпизоде, относящемся к годам юности. В нем нет ничего, чем можно было бы похвастаться, если только не остротой наблюдения над самим собой. Когда Вагнеру было 20 лет и он работал в Вюрскурском театре, он познакомился на танцевальном вечере с невестой одного из оркестрантов и стал ухаживать за ней, пока не получилось наконец так, что все слишком разгорячились, позабыли о личных соображениях, официальный жених играл танцы. А мы с ней вдруг невольно начали обниматься и целоваться. Жених заметил эти знаки нежных чувств со стороны Фредерики, но печально, без малейшей попытки воспрепятствовать происходящему, смирился с своей участью. Вот что впервые пробудило во мне очень лестное для меня чувство собственного достоинства. Прежде у меня не было повода тщеславно полагать, что я способен произвести выгодное впечатление на девушек. Напротив, я выработал определенную самоуверенность в общении со сверстниками. Моя живость, возбудимость, готовность на все реагировать позволила мне осознать со временем известную силу, с помощью которой я мог вдохновлять или подавлять своих более инертных коллег. А наблюдая, насколько пассивно повел себя несчастный габаист, заметив, что его нареченное слишком уж страстно льнет ко мне, я впервые ощутил, что могу что-то значить не только для мужчин, но и для женщин. Вагнер был маленького роста, обладал невыразительной фигурой. По снине его облик впечатлял, главным образом благодаря импозантности головы. У молодого человека невидная фигура, он чувствует это, и этим объясняется стремление привлечь внимание к своей особе. В процитированном рассказе примечательно то, что спустя более 30 лет после описанного события, а этого достаточно, чтобы взглянуть на ситуацию объективно, рассказчик немало не сокрушается по поводу того, что причинил боль жертве флирта, знакомому музыканту. Совсем напротив, это обстоятельство как раз и доставляет ему удовольствие. Нельзя не заметить, что это невинное происшествие может служить моделью вагнеровского поведения вообще, потому что и позднее в куда более серьезных любовных конфликтах, он поступал именно так, с Джесси Лассо, Матильдой Везендом, Козимой фон Бюлов. Страдающий муж, у которого уводят жену, вот фигура, коей всегда крепко достается в воспоминаниях Вагнера. Даже в адрес великодушного Оте Везендонка, деликатность которого повернула событие в нужную колею, Вагнер отпускает лишь высокомерно презрительные замечания. Можно принципиально возражать против естественного стремления морально осуждать поведение Вагнера во многих ситуациях. Нравственные понятия теряют смысл перед лицом такого человеческого феномена, которому они вовсе неведомы. Его чувства, это стихия инстинкта, они интенсивны, а его мышление совершенно эгоциентрично, так что ему доступны лишь те чувства и соображения, которые касаются его самого. У него недостает нравственных тормозов, причем в такой степени, что в этом даже есть какое-то величие. Нужно же понять, что ничто иное, как необузданность инстинктов, сказывается и в этом и главное, в языке его музыки, которой придана небывалая интенсивность, она-то и составляет тайну воздействия этой музыки на слушателей. Некоторые люди любят животных, но сердятся на лису, укравшую петуха, на кошку, поймавшую птичку. Столь же наивно было бы упрекать Вагнера в таких поступках, какие принято называть подлыми. Он невинен, как хищник. Нельзя сомневаться в том, что проведенные в Париже годы, когда Вагнер испытал крайнюю нужду, оказали решающее воздействие на его душевную жизнь. Он узнал, что значит для человека, уверенного в своем таланте, в своих возможностях, быть смертельно оскорбленным, когда с тобой обращаются как с назойливым попрошайкой и в лучшем случае подают тебе милостыню. Вагнер никогда не простил этому городу причиненных ему обид, и вместе с тем тот никогда не переставал притягивать его к себе. Ненависть к Парижу, к французской распущенности концентрируется для него в Мейербере, который тождествен в его глазах французскому духу. Некогда Вагнер восхищался Мейербером, и, как показывает пример Рейон Ци и отдельные отголоски в летучем Голландце, отник не из дипломатических соображений. Однако спустя два года Вагнера начинает очень раздражать, когда кто-либо замечает это, особенно если это Шуман, о котором Вагнеру было прекрасно известно, что он решительно отвергает искусство Мейербера. Вагнер писал Шуману по поводу его критической статьи о летучем Голландце. Во всем, что вы пишете о моей опере, я согласен с вами в той мере, в какой вы знаете ее теперь, лишь одно сильно встревожило меня и, признаюсь, даже рассердило, это то, что вы совершенно спокойно говорите мне, будто многое звучит у меня по-мейерберовски. Прежде всего я совсем не знаю, что такое Мейерберовское, быть может, утонченное стремление к пошлой популярности. Но вы так говорите, и это ясно показывает мне, что вы еще не смотрите на меня непредвзято, быть может, что-то можно вывести из знания внешних обстоятельств в моей жизни, а в силу таких обстоятельств я действительно вступил с Мейербером в отношения, за которые обязан его благодарить. С годами Вагнер все сильнее подчеркивал свой немецкий национализм. Несомненно, это объясняется всем пережитым им в Париже. Проишедший спустя 20 лет скандал с Тангейзером подлил масло в огонь, укрепив Вагнера в его настроениях. Его отношение к французам и ко всему французскому продиктовано чувством мести, это доказывает прискорбное литературное изделие, самое жалкое, какое только Вагнер взял на свою душу, так называемая юмористическая драматическая пародия под названием «Капитуляция», в которой он в 1871 году издевался над поражением французов в войне. Он даже делал попытки, не выдавая, разумеется, своего авторства, пристроить эту пошлость в берлинских театрах, но, к счастью, ни один театр не пожелал ставить пьесу. Непостижимым образом Вагнер позднее включил ее в собрание сочинений. Этот факт вполне ясно показывает нам, что жизнь его души развивалась стихийно, инстинктивно, интенсивно ненависть ослепляла его настолько, что он абсолютно не критично относился к своим поступкам. Еще одним представителем ненавистной французской культуры был для Вагнера Аффенбах. Вообще говоря, для человека его склада Вагнер был хорошим критиком, он хорошо чувствовал свежее в музыке и, к примеру, всегда отдавал должное Россине и даже Аберу. Но при имени Аффенбаха волосы встают у него дыбом, уступив просьбе молодого Висхёмера, Вагнер побывал в Майнце на представлении Орфея в аду, которым дирижировал этот его приятель. «Я был в ужасе», — пишет Вагнер. «Приняв участие в молодом человеке, я опустился настолько, что присутствовал на представлении подобной мерзости, долгое время я дулся на Висхёмера и не мог не давать ему почувствовать, насколько я расстроен». Аглазинаб сочувственно передает высказывания Вагнера, относящиеся к последнему году его жизни, в то время много говорили о пожаре оперного театра в Вене, когда погибло 900 человек, пришедших на спектакль сказки Гоффмана. Вагнер же сказал, «Люди на таком спектакле — самый пустой народ. Когда погибают рабочие в угольной шахте, это волнует и возмущает меня, вызывает ужас общества, которое таким способом добывает топливо. Но если столько-то светских людей гибнет во время представления опереты Афенбаха, в которой нет и малейшего намека на нравственное величие, тут я совершенно равнодушен, меня это почти не трогает». В Вагнеровском отношении к Афенбаху сказывается, помимо всего прочего, еще и характерный для того времени недостаток культуры чувств, не попробовать ли назвать его тягой к ужасному, и свойственное развитому романтизму специфическое понимание драмы. Кажется, публике было в те времена не по себе, если в драме не происходило несколько убийств. В юности Вагнер написал драму Лейбольд и Аделаида, в которой успели вымереть целые семейства, так что в последнем действии оставалось только вывести на сцену нескольких призраков, иначе некому было играть. Это ребячество, но оно вполне соответствует духу эпохи, моде, которая удерживалась необычайно долго. Еще полвека тому назад в театрах венских предместьях можно было практически познакомиться с тем, что такое страх, посетив спектакль Мельник и его дитя по пьесе Раупаха. А Вагнер и вообще не понимал, кажется, что драма может служить поводом для душевной разрядки. Вагнер однажды назвал Зигфрида комедией, что ж, тут всего два мертвеца, Фафнер и Мими во втором акте. А их не жалко. В Тристане, чтобы оплакивать мертвых, остается всего двое действующих лиц, король Марк и Брангена. А в конце гибели богов из всех богов, людей, карликов и великанов в живых, помимо несчастной Гутруны, остается лишь Альберих с тремя дочерней Рейна, сжиманные болтовни которых в первой сцене золото Рейна и начались все несчастья. Ни один драматург не расправлялся со своими героями так как Вагнер. Вагнер затронул в мемуарах характерный эпизод, относящийся к Цуревскому периоду жизни, в эти зимние вечера я вновь перечитал Тристана широкому кругу друзей. Гатфриду Киллеру очень нравилась сжатость целого, всего только три развернутые сцены. Но земпера-архитектора, паснею построившего фестивальный театр в Байрете, АВТ, это злило, он упрекал меня в том, что я ко всему подхожу с серьезной стороны, между тем как художественная обработка подобного сюжета тем и хороша, что его серьезность преломлена, отчего даже то, что глубоко волнует, начинает доставлять наслаждение. Ему и в Дон Жуани Моцарта нравится то, что там трагические типы как бы лишь выступают в маскараде, где домино еще предпочтительнее характерной маски. Я согласился с тем, что, конечно, было бы куда удобнее, если бы я к жизни относился серьезнее, а к искусству легкомысленнее, но у меня, должно быть, всегда будет наоборот. Земпер не мог тогда знать, что в оригинале, откуда Вагнер почерпнул свой сюжет, то есть в Тристане Готфрида Страсбургского, действительно встречаются и веселые, и даже бурлескные сцены. Но надо задуматься над тем, что такой художник, как Земпер, благодаря своей непредвзятости и большей дистанции по отношению к подобным вещам оказался в состоянии преподать урок музыкальному драматургу, заявив о подлинном величии Моцарта. В Париже Вагнер на собственной шкуре испытал и навсегда запомнил, мало создать произведение, надо еще ухитриться поставить его. Вагнер в Дрездене, это уже большой авторитет, это ведущий художник эпохи. И успех произведений, и прирожденный дирижерский талант Вагнера, все пришлось кстати. И то, и другое наполняло его душу удовлетворением, такого настроения хватило на годы, отсюда и интенсивность творческого процесса, когда Вагнер, поднимаясь от Тангейзера к Лоенгрину, окончательно сформировал свой индивидуальный стиль и накопил творческие импульсы, разработка которых продолжалась затем всю жизнь. Кроме тех замыслов, которые Вагнер впоследствии осуществил, он в те же годы набросал и кузнеца Виланда, и Иисуса из Назарета, а помимо того, драму на буддийский сюжет Победителя, который продолжал заниматься и в Мюнхене. Энергичный организатор, неутомимый спорщик, создатель бесконечных проектов, Вагнер стал масштабной личностью. Многие склонны были последовать за ним, большинство относилось к нему с недоверием. Постепенно выяснилось и то, что такой беспокойный, безмерно честолюбивый, не терпящий никаких ограничений человек не сможет надолго удержаться в рамках какой бы то ни было организации. Этот взбунтовавшийся поданный саксонского короля взбунтовался бы и в республике, сам Вагнер очень скоро понял это. Революция не просто отняла у Вагнера прочное положение в обществе. Как уже сказано, ему пришлось ждать пять лет, пока в нем вновь не заговорил музыкант. Эти пять лет. Главный период в жизни Вагнера, когда он занимался культурно-политической деятельностью. Это годы, посвященные теории. Подлинной же целью теоретизирования была пропаганда собственного творчества, своих идей, своих планов, организация своей художественной партии. Поначалу друзей, приверженцев Вагнера была лишь горсточка, а всего через несколько лет Вагнеровская партия сумела стать могучим фактором в немецкой музыкальной жизни. Душой партии поначалу был Лист. Вокруг него в Веймаре собралась группа молодых энтузиастов. Лист неутонимо провозглашал, словом и делом, идеалы музыки будущего, недоброжелательный критик позаимствовал эти слова из книги Вагнера художественное произведение будущего, а Лист с гордостью воспользовался ими. Борьба вокруг музыки будущего принадлежит истории. Основным ее принципом было подчеркивание поэтического, выразительного элемента в музыке в противоположность абстрактной форме, а в связи с этим, и склонность к описательным, в нем музыкальным моментам формосложения. Знаменосцами этих тенденций были Берлиоз и Лист, Вагнер, с его неисчерпаемой, своеобразной фантазией, с его доведенной до предела интенсивностью выражения, реализовал их полно и совершенно. Несомненно, Вагнер был не просто самым значительным композитором всей группы, но он в своих теоретических сочинениях ясно изложил ее программу, ее философско-эстетическое оправдание. Лист был благороден, он, восторгаясь, восхищаясь Вагнером, признавал его превосходство, он неутомимо выступал в защиту, в поддержку изгнанника и НС при этом ощутимые материальные потери, начиная со времени изгнания и до неприятного эпизода в Венеции. Вагнер же, даже если его и не было на месте, заботился о том, чтобы партия получала необходимую информацию. Нередко он даже давал прямые указания Бренделю, издателю, после Роберта Шумана, нового музыкального журнала. Брендель стал как бы руководителем пресс-бюро музыкантов будущего. Письмо Вагнера его дрезвенскому другу Улигу, сотруднику журнала, читается как поручение, которое босс дает своему печатному органу, исключительно в этом духе и следует в дальнейшем реферировать в музыкальной газете, ты сам видишь, что тут есть что сказать. Следует неукоснительно придерживаться того принципа, который я выставил в письме Бренделю. Музыку, которая развивается в направлении поэтического, следует всемерно возвышать, поддерживать, укреплять ее позиции, если же она отклоняется от такого курса, то нужно показывать ее ложность и ошибочность и предавать ее осуждению. Теперь уместно хотя бы кратко познакомить читателя с теоретическими идеями Вагнера. Его теоретические статьи, нелегкое чтение, не просто потому, что Вагнер пишет чрезвычайно пространно, приводя разнообразные исторические, философские эстетические аргументы, но и потому, что его стиль, обычно ясный и образный, сейчас же становится невообразимо путанным и выспренним, как только Вагнер начинает теоретизировать. Читателя нужно убеждать, и аргументы Вагнера сыплются на него как град, чем сомнительнее утверждение, тем больше риторики, Вагнеру все равно хочется добиться требуемого результата. Как только Вагнер начинает крутить, мы вправе подозревать, что дело нечисто. Вот основная мысль Вагнера, которой он возвращается снова и снова, современное искусство потерпело полный крах. Вагнер пишет Августу Рекелю, соратнику-революционеру, только теперь, когда оно отбросило последний стыд. Видно, насколько подло и говоря откровенно, ничтожно все наше сегодняшнее искусство. Идеал искусства для Вагнера, античная трагедия, будучи совершенным выражением народной души, она объединяет весь народ под знаком художественной религии. А современное искусство – это предмет купли и продажи, современный театр – место развлечения. Нужно, чтобы все искусства вновь объединились в создании универсального художественного творения, художественного произведения будущего, вот тогда человечество будет спасено и обретет подлинную культуру. В новое время театр развивался по двум направлениям, он дал чисто литературную драму, с одной стороны, оперу, с другой. И драма, и опера, одинаково ложные жанры, драме недостает души, которую может дать ей лишь музыка, необходимая ей стихия эмоционального, опера же, это сплошное извращение сценического искусства, самая низменная, презренная форма его проявления. Первородный грех оперы, в том, что цель театрального искусства, то есть драма, становится в ней средством, а средство, то есть музыка, целью. Не меняют существа дела и драгоценные создания этого ложно-синтетического жанра, произведения Глюка, Моцарта, Бетховена, Вебера. Ложно ведь самая главная предпосылка этого жанра, а кроме того, Вагнер неустанно подчеркивает это обстоятельство, опера, это незаконный отпрыск итальянско-французского искусства, она враждебна немецкому духу, это вредоносная и в моральном, и в художественном отношениях статья импорта «Заниматься оперой, позор для немецкой нации». Волшебная флейта Моцарта, Фиделия Бетховена, волшебный стрелок и варианта Вебера, знаменательные попытки создания немецкой оперы. Попытки эти были заранее обречены на неудачу, недоставало истинной, бескомпромиссной драмы, недоставало подлинно немецкого стиля вокальной декламации и сценической игры. Вот простейшая формула Вагнеровской теории, его основной тезис. У нее есть и позитивная, и негативная стороны. Вагнер, пусть и не слишком определенно, видит свою цель, подлинную музыкальную драму. Он полемизирует со всем, что создано ранее, оно должно быть преодолено и отброшено. Вот что писал Вагнер веймарскому интенданту фон Цейгизару. Чтобы явить идеал в осязаемой чистоте, нужно освободить его от любого воздействия существующего, это существующее необходимо отрицать, представить в его полнейшем ничтожестве, только тогда мною будет завоевана почва, на которой может быть понят мой идеал, причем понят так, чтобы вся убедительность его умножала мои силу и мужество, так, чтобы уже сейчас я мог предпринять ближайшие шаги к достижению этого моего идеала, то есть к созданию нового. Доказательству того, что существующие художественные жанры должны быть преодолены и отброшены, посвящена большая часть вагнеровских рассуждений. Утверждая, что все предшествующее художественное развитие шло по ложному пути, Вагнер позволяет себе поразительные откровения. Так, коль скоро Гете потребовалась в фаусте музыка, чтобы выразить все, что не скажешь словами, то, следовательно, литературная драма после Гете – вещь совершенно излишняя. Бетховен в своей последней девятой симфонии вынужден был прибегнуть к хору и солистам, потому что дошел до самых пределов того, что можно выразить с помощью инструментов, следовательно, симфония после Бетховена бессмысленная и излишняя. Живопись, скульптура, а также и малые, интимные музыкальные жанры – все это чисто буржуазные развлекательные формы, посвящать себя им, значит распылять силы, тратить их попусту, тогда как они должны служить благородным, вечным целям, целям создания универсального произведения искусства, должны реализовать идеал подлинного немецкого искусства, выражающего существо немецкой нации. Надо сказать, Вагнер специально подчеркивает, что самому ему от них не удалось еще осуществить свой идеал в собственных, созданных до той поры произведениях. Он осознавал фактическое положение дел. Но это лишь первый шаг к достижению цели. Самое удивительное, что Вагнер пылкой искренне верит во все это. Его необычайно развитый ум обнимает все области знания, но сам Вагнер по своей натуре столь эмоционален, что не способен мыслить аналитически, объективно оценивая положение дел. Он исходит из предвзятого мнения, и исследование вопроса должно лишь с логической непременности подтвердить его. Вся теория с ее историческими и эстетическими выводами служит лишь тому, чтобы укрепить фундамент искусства Вагнера. Сам же он, первый подлинный музыкальный драматург в истории, создатель творений, поднимающихся над низостью жалкой эпохи, устремленных к идеалу истинного искусства. Это вера, это мания величия были необходимы Вагнеру для реального создания того, что он создал. Лишь твердой верой в свое историческое призвание, можно было написать кольцо Нибелунга, мейстер Зингеров. Когда Вагнер был молод, его еще мог манить успех, успех оперы, теперь же он оставил далеко позади столь банальные цели, теперь он может творить, лишь будучи уверен в том, что никто до него не создавал ничего подобного, что никому до него ничто подобное даже и не снилось. Но дабы исполнить свое призвание, найти подлинное понимание своих целей, своего пути, создать материальные условия для этого, необходимо одно, упразднение оперного театра, этого пошлого, фривольного развлечения, привлекающего пошлую и фривольную публику. Оперный театр пожирает те общественные средства, которые должны служить благородным целям, именно целям его, Вагнера. Считателю известен ход мысли Вагнера, по послесловию к первому изданию текста «Кольца», оно цитировалось выше. И это иди фиксы Вагнера, его ненависть к опере, вырастает на эмоциональной почве. В театре ставят пошлости, тогда как Вагнер в свое время не мог добиться того, чтобы в Париже были поставлены его произведения. Живя в Париже, Вагнер должен был калечить пальцы, аранжируя пакостную музыку Галливии Деницетти. В Дрездене Вагнеру приходилось терпеть в репертуаре мерзости Флотова, Герольда, Деницетти, Беллини приходилось даже самому дирижировать имя. Желание увидеть свои создания на сцене буквально жигало молодого музыканта, отсюда и безусловное намерение быть единственным жрецом в том храме искусства, где публика, ищущая развлечения, да мы не готовы день за днем восторгаться гадкими произведениями Мейербера, Верди, Гуно конкурировать с такой дрянью, значит снова и снова унижаться. Отсюда постоянный вывод, я страдал от этих опер, значит, опера должна исчезнуть. Вагнер притязает на единовластие, чем в большой мере и объясняется враждебность к нему критики и многих музыкантов. Наивная публика не противилась, она позволяла ему увлечь себя. Вена была резиденцией главного противника Вагнера из числа музыкальных критиков, Эдуарда Ганслика, однако один театр в предместье Вены поставил Тангейзера, добился сенсационного успеха и собирал полный зал, придворная сцена тогда еще и не прикасалась к сочинениям человека с баррикад. А когда был поставлен Лайенгрим, на спектакле оказалось невозможно достать билеты. Такие факты недвусмысленно показывают, что критика оставалась совершенно бессильной перед искусством Вагнера, сам же он переоценивал ее влияние. Он преувеличивал и злонамеренность критиков. Критики с музыкально образованным Гансликом во главе, были в большинстве своем тупы, глупы, но читать-то они все же умели. И если уж они с самого начала не решали для себя, что пойдут за Вагнером сквозь огонь, воду и медные трубы, то, читая его теоретические сочинения, наверное, легко склонялись к тому, чтобы отвергнуть их. Сам же Вагнер приписывал враждебность печати иному обстоятельству, именно публикации памфлета «Еврейство в музыке» в 1850 году. Но, должно быть, совесть Вагнера была нечиста, ведь именно это и помешало ему опубликовать статью под своим именем. Вагнер яростно нападает в ней на двух самых знаменитых и самых влиятельных композиторов своего времени, Мейербера и Мендельсона. Вагнер придумал способ привести к единому знаменателю двух музыкантов, между которыми нет ничего общего, что, собственно, признавал и сам Вагнер. А ведь если принять во внимание, что Вагнер никогда и ни при каких обстоятельствах не желал признавать ни одного здравствующего композитора, ни одного здравствующего поэта, он равным образом выступал против Шумана и Брамса, против Гюбеля и Гриль Порциера, вполне вероятно предположение, что Вагнер по крайней мере подсознательно следовал намерению единым махом выбить из седла двух столь значительных конкурентов. Задолго до тречки Вагнер выступил как представитель историко-культурного антисемитизма. И здесь, как и в своей эстетике оперы, он пользуется мнимыми доводами, которые должны подтвердить его предвзятые мнения, ведь, по мнению Вагнера, еврей совершенно не способен усвоить европейскую, а тем более немецкую культуру. Он признает дарование Мендельсона, и по Вагнеру получается, что Мендельсон в своих интересных и технически безукоризненных сочинениях передает совершенно ничтожное содержание. А оперы Мейербера, это чистая коммерция, утонченный расчетный эффект, стремление к нему любой ценой, к действию без причины. Создается, кстати говоря, впечатление, что вагнеровский антисемитизм все более резкий с годами, подхлестывался шумной реакцией, которую вызвал его памфлет. Таким образом, действия и противодействия приводили в данном случае к тому, что взгляды Вагнера получали все более заостренное выражение. Вагнер любил объявлять своих критиков евреями, например, Ганслика, который не был евреем, а каждого еврея, например, Мейербера, он подозревал в том, что тот поддерживает травлю его, Вагнера, в газетах. Жена Козима вторила Вагнеру как попугай. Как только Вагнер вступил на арену полемики и публицистики, его имя оказалось в центре художественной дискуссии, мало того, сам он сделался предметом споров и оставался таковым в течение всей жизни. Потребность публично высказываться обо всем на свете, что как-то волновало его, была в Вагнере непреодолимой, он постоянно нападал и сам был предметом нападок, всю жизнь он ссорился с людьми. В письме Корнелиусу и Стрепщина Вагнер небез видимого удовольствия расписывает свою судьбу. О себе много не скажу, ведь и без того только и говорят, что обо мне. Если бы какой-нибудь человек целый день только и думал, как бы сделать так, чтобы о нем как можно больше шумели, так этот человек едва ли бы достиг большего, я думаю, многие завидуют такому моему умению. Вот, например, Брамсу это совсем не удается. Видно, Вагнер плохо знал Брамса, если он подозревал в нем желание рисоваться на публике. Ганслик, филистер в музыке, но остроумный человек, относит к Вагнеру то, что писал Гюбель о Шиллере, вот святой. Судьба вечно клянет, а он непрестанно благословляет. И Ганслик продолжает. И создателя Лейнгрина судьба тоже вечно кляла, но только он отругивался еще громче. Заметим, что критические статьи Ганслика все же объективнее вагнеровских. И Ганслик прежде всего отметал вагнеровские притязания на единовластие. Он никогда не отрицал его величие. В статье о Парсифале Ганслик писал, «Мы все хорошо знаем, что Вагнер – величайший из ныне здравствующих оперных композиторов, что в Германии он – единственный, о ком можно вести серьезный разговор в историческом смысле». Из печальной интонации замечает, кто в наши дни пишет не по-вагнеровски «дело того плохи», а кто пишет по-вагнеровски «дело того еще хуже». Быть может, никто не характеризовал двойственность вагнеровской натуры столь живо, как эльзаский писатель Эдуард Шуре, познакомившийся с Вагнером в дни премьеры Тристана в Мюнхене и навещавший его в Трипшине и Байрете, посмотришь на него, с лица Фауст, в профиль Мефистофель. Вот протей, чье богатство слепило, пылкий, своевольный, безмерный во всем, и при том все находилось в нем в удивительном равновесии благодаря всеобъемлющему интеллекту. Он открыто выступал перед всеми, не таил ни достоинств, ни ошибок, одних магически притягивал к себе, других отталкивал. Одним из самых знаменитых и значительных друзей Вагнера был Фридрих Ницше. Он изведал и то, и другое, и приятие, и оторжение. После фестиваля 1876 года Ницше сделался из Павла Савлом, из пылкого сторонника непримиримым противником Вагнера. Он проницательно распознал слабости Вагнера, хотя оскорбленное тщеславие тоже сыграло свою роль. В высокоодаренном юном друге Вагнер видел лишь полезного для него пропагандиста. А Ницше претендовал еще на что-то свое, и это было непонятно Вагнеру. Прослушав доклад Ницше Сократ и греческая трагедия, Вагнер отреагировал на него так. Вот и покажите теперь, на что способна филология, и помогите мне утвердить эпоху Великого Возрождения, где бы Платон обнимал Гомера, а Гомер, преисполненный идеями Платона, стал принаивеличайшим Гомером. Здесь видно, как оценивал себя Вагнер. Однако самолюбие Ницше не уступало Вагнеровскому. Ницше представлял молодое поколение с его антиромантизмом, он первым отклонил весь романтический хаос и романтическое упоение чувствам, этим и был предопределен разрыв с Вагнером. Позднейшие высказывания Ницше о Вагнере пышут ненавистью. А всего через несколько лет Ницше постигла духовная катастрофа, и, быть может, неумеренная раздраженность его слов отчасти объясняется его состоянием. Вагнер, дух беспокойный, теоретические рассуждения помогали ему заглушить душевную пустоту в периоды, когда творческие силы ослабевали. Когда же энергия возвращалась, то Вагнер рад был забыть о размышлениях, и о писанине, и о проповеди своего учения. Когда замысел Нибелунгов начал вырисовываться, Вагнер признавался Рекелю, мои сочинения свидетельствовали о том, что как человек искусства я утратил свободу, я писал их как бы по принуждению, вовсе не намереваясь сочинять книги. Теперь же все это писательство позади, если бы я продолжал, то непременно погиб бы. Позднее, во время работы над мейстер-зингерами, когда после довольно длительной творческой паузы Вагнер почувствовал прилив свежих сил, он все же не удержался и уступил соблазну заняться политикой, хотя в свое время и пострадал от этого. Правда, кризис 1866 года предоставил Вагнеру немало поводов высказывать свое мнение и королю, и политикам, и журналистам. Не удержался Вагнер и от того, чтобы в знак протеста послать баварскому премьер-министру принцу Гагенлое конфискованную по требованию короля заключительную главу своего трактата «Немецкое искусство и немецкая политика». После этого Вагнер все же одумался и с тех пор уже не встревал в баварскую политику. Тем более занимали его поистине колоссальные проблемы, связанные с реализацией идеи Байрейта. На счастье, к этому времени гибель богов была уже готова, хотя бы в черновике. В тот момент, с переездом Вагнера в Байрейт, строительство вступило в решающую фазу и ко всем заботам о финансировании предприятия прибавился еще и сизифов труд в должности директора театра. Вагнер все это испытал на себе. Байрейт был последним и самым значительным трудом Вагнера, человека дела. Кстати, заметим, что благодаря этому предприятию Вагнер, хотя и очень поверхностно познакомился с другим человеком дела, однажды, в период, когда Вагнер предпринимал самые первые шаги к подготовке фестиваля, его принял в Берлине Бисмарк. То была единственная их встреча. На письмо композитора, приложенное к его сочинению о Байрейтском театре, имперский канцлер вообще не ответил. Очевидно, ему пришлась не по душе вагнеровская идея возрождения немецкой нации средствами театра. И Вагнер начал дурно отзываться о Бисмарке. Деньги, долги, роскошь. Характер Вагнера отмечен многими замечательными чертами, и среди них первая, почти патологическая расточительность. Организм Вагнера был устроен как-то особенно, все, ему свойственное, предстает как бы в превосходной степени. Однако отношение Вагнера к деньгам столь загадочно, что стоит над ним поразмыслить. Вагнер и сам это чувствовал. Он затронул данную тему в письме своему другу. Дрезденскому медику позинили, в ту пору, когда он мог бы давно уже жить припеваючи благодаря щедрости короля Людвига. Вагнер рассказывает в своем письме о том, что больше всего мешало ему в жизни. Самым ужасным, пишет он, была нищета. Унаследованное состояние, большое или незначительное, обеспечивает человеку самостоятельность, если тот хочет чего-то дельного и настоящего. Для моих же целей, при том в той сфере, в которой я действую, необходимость добывать себе деньги на пропитание, это просто проклятие. Многие, в том числе и великие люди, испытали это на себе, многие погибли. Я убежден, что, обладая хотя бы самым скромным капиталом, внешняя сторона моей жизни стабилизировалась бы и любое беспокойство просто не коснулось бы меня. Я же находился в диаметрально противоположном положении и был равнодушен к цене денег, словно знал заранее, что никогда не сумею заработать их. От последствий этого я при своем стремлении к идеальному всегда несказанно страдал. Можно сказать, что все знаменитые предшественники и современники Вагнера разделяли с ним этот недостаток, недостаток наследственного капитала. До исключения двоих, Мендельсона и Мейербера. Очевидно, Вагнер сердился за это на них, точно так же, как был недоволен их славой. Неизвестно, в состоянии ли был бы Вагнер при каких-то условиях жить скромно и без затей. Но нет сомнения в том, что борьба за существование с юных лет предопределила его отношение к вещам, к материальным ценностям. Жажда жизненных впечатлений, интенсивность желаний и потребностей быстро научили Вагнера раздобывать все для него необходимое. Сначала Вагнер прибегал к помощи братьев, сестер, зятьев, друзей, а позднее не было буквально никого, кто приходил бы в соприкосновение с Вагнером и кому не грозили бы его грабительские набеги. Вагнер требовал, просил, молил, бесподобной силой красноречия выманивал деньги из карманов, если только те в них водились. Потребности его возрастали пропорционально росту его значения, самосознания, запросов. У разных людей разные жизненные реакции. Гайден, Бетховен, Брамс, Верди с детства жили в бедности, и в дальнейшем их потребности были умерены. А у Вагнера, обратная, бедность до предела обострила его потребность в дорогих, богатых вещах. Так Вагнер реагирует всегда, малейшее давление всякий раз вызывает с его стороны яростное, страстное противодействие. В парижские годы он был лишен самого необходимого, но сделался эпикурейцем на всю жизнь, в изгнании, в годы странствий он не был материально обеспечен, но стал сиборитом. Наконец, благополучное существование было окончательно обеспечено и Вагнер мог жить, не испытывая непосредственных материальных затруднений. Однако тут чувство зависимости от капризов короля привело к тому, что Вагнеру начало буквально мерещиться, будто лишь царская независимость совместима с его достоинством. И царский образ жизни. Вот Байрёйд и стал резиденцией нашего государя. Отныне он ездил лишь в отдельном вагоне-салоне, а когда отдыхал в Италии, то на семь человек, из которых состояла его семья, приходилось восемь человек-прислуги. В том, как обращается Вагнер с деньгами, равно примечательны три момента, его колоссальные, притом все возрастающие потребности, его способы раздобывать средства и поведение по отношению к кредиторам. Чтобы выразиться помягче, Вагнер во всем поступает странно. Что касается потребностей, то тут у него нет тормозов, всем, чего ему хочется, он должен обладать, притом немедленно и невзирая на цену. Что касается раздобывания средств, то Вагнер имеет обыкновение обращаться в ломбард. Он получает деньги как под залог ценных вещей, какие только окажутся под рукой, так и главным образом под свои будущие доходы, на какие только может рассчитывать. Расчеты, надо сказать, оправдывались, но, как правило, с большим опозданием. Вагнер, предметом финансовых операций были и уже написанные произведения, но в те времена только самый крайний оптимист или же авантюрист могли бы рассматривать как твердую гарантию доходы от них. А Вагнер при этом всегда еще пытался свалить весь риск на кредитора. Уже в Магдебурге, на заре своей карьеры, он заложил фундамент своей задолженности. Он уже взял тогда 200 талеров у своего состоятельного друга Теодора Апелли и вот что ему написал, мне не надо от тебя подарков, но купи у меня право на будущие доходы от моей оперы. Если ты мне доверяешь, то ты как раз и есть тот человек, кто ничем тут не рискует, я оцениваю эти доходы в 100 талеров, ты дашь мне столько. Это честная торговля, и я лишь потому обращаюсь к тебе, что не без оснований чувствую именно в тебе наибольшую веру в успех. Если еще в этом месяце у меня не будет денег, мне нельзя будет даже и показаться здесь. Предполагавшийся доход от оперы, это чистая прибыль от второго спектакля запрета любви, который должен был даваться в бенефис Вагнера, но так и не состоялся. Как только Вагнер получал суду, любое воспоминание о долговом обязательстве немедленно исчезало из его памяти. Требования по возможности игнорируются им, долги выплачиваются за счет новых суд и лишь в самом крайнем случае наличными. Рост потребностей, беззаботность, нежелание платить, все это основывается на несокрушимой вере в то, что мир, черт его побери, обязан обеспечить его. Вагнера, достойное существование, что величие его творчества требует соответствующего вознаграждения и что всякий, кто в состоянии удовлетворять вполне оправданные его претензии, тем самым лишь исполняет свой долг и не заслуживает никакой благодарности. Так смотрит Вагнер и на своих поставщиков, он получает от них все необходимое в кредит. Вагнер, не задумываясь, подписывает любые вексели и долговые обязательства. Сроки выплаты для него лишь отвратительная черта буржуазного общественного устройства. Зарабатывать на жизнь, ниже его достоинства. Пусть так поступают неучи, филистеры, он же довольствуется тем, что тратит деньги. Презирая филистера, Вагнер презирает и деньги, которые получает от него, потому-то и стремится как можно скорее отделаться от них. При этом Вагнер следует не определенному ходу мысли, а инстинктивному чувству, но ведь невозможно противодействовать иррациональным ощущениям. Бесчисленные высказывания Вагнера выражают именно такое чувство. Стоит только просмотреть его письма к листу, который с бесконечным терпением и добротой снова и снова сколько мог давал Вагнеру деньги. Вот маленькая выборка из этих писем. 23 июня 1848 года, лист как пианист уже прекратил свои концертные выступления и обосновался в Веймаре, на постоянном месте со значительно меньшим жалованием, нежели то, которого всегда не хватало Вагнеру в Дрездене. Вагнер пишет листу, вы недавно сказали мне, что на время заперли фортепьяно, предполагая, что вы сделались теперь банкиром. Мои дела плохи, и тут как молния меня пронизывает мысль, что вы можете помочь мне. Я за свой счет издал три оперы, необходимый для этого капитал был взят в долг в разных местах. Теперь вексели предъявлены к выплате, мне не осталось и недели. Речь идет о сумме в пяти тысячах талеров. Можете вы достать эти деньги? Есть они у вас, или у кого-нибудь, кто в угоду вам даст их. Вас не заинтересует стать обладателем издательских прав на мои оперы. Дорогой лист, этой суммой вы выкупите меня из рабства. Вам не кажется, что как крепостной я этого стою? Шестью годами позже из Цуриха, в течение ближайших трех месяцев мне предстоит получать доходы от опер за этот год. По всем признакам урожая будет хорош, и я надеюсь раз и навсегда выйти из затруднений. Самое малое, на что я могу рассчитывать, это тысячи талеров. Кто судит мне такую сумму, тому я с чистой совестью выдам вексель на три месяца. Спустя еще два года спрошу тебя, не лучше ли будет, если ты подаришь мне те тысячи франков, о которых идет речь, и не можешь ли ты определить мне на ближайшие два года ежегодную доплату в том же размере. А когда лист посоветовал Вагнеру принять одно американское предложение, Вагнер ответил, Боже милостивый, да те суммы, которые я мог бы заработать в Америке, их люди должны дарить мне, не требуя взамен решительно ничего, кроме того, что я и так делаю, потому что это и есть самое лучшее, на что я способен. Помимо этого, я создан не для того, чтобы зарабатывать 60 000 франков, а скорее для того, чтобы проматывать их, заработать я и вообще не могу, зарабатывать не мое дело, а дело моих почитателей и давать мне столько, сколько нужно, чтобы в хорошем настроении я создавал нечто дельное. И снова, я заявляю, что после того, как за 10 лет уже привык к изгнанию, для меня самое важное не амнистия, а гарантия безбедного существования, которая позволит мне спокойно жить. Что же касается запросов Вагнера, то он пишет, если я должен вновь броситься в волны художественной фантазии, чтобы найти удовлетворение в воображаемом мире, то по крайней мере надо же оказать помощь моей фантазии и поддержать мое воображение. Я ведь не могу жить как собака, не могу спать на сене и услаждаться с сивухой. Если уж надо, чтобы мой дух успешно справился со смертельно тяжелым трудом сотворения прежде не существовавшего мира, то мне хочется, чтобы меня как-то ублажили. Элиза Вилли в Мариафельде записала слова Вагнера, которые он произнес в беседе с ней, я иначе устроен, у меня чувствительные нервы, мне нужна красота, блеск, свет. Мир обязан предоставить мне все, в чем я нуждаюсь. Я не могу прожить на жалкой должности органиста, как ваш любимый Бах. Вагнер, кажется, сердился на листа за то, что тот не заботился о нем еще больше, Вагнер Фердинандо Гейнеф Дрезден. Сам по себе лист, как теперь выяснилось, не в состоянии содержать меня, он и сам испытывает постоянные денежные затруднения. Он совершенно замечательный человек, наделенный великолепными качествами. Он сердечно предан мне. Но сокровенная сущность моей художественной натуры непостижима для него и навеки останется ему чуждой. Это заключено в самом существе дела. Довольно того, что уже более трех месяцев я живу на несколько сот гульдинов, которые дал мне в долг один здешний знакомый, пошедший ради этого на крайность. Месяц кончится, и я не знаю, как мне жить, причем для меня одного в том не было бы еще большей беды, но мне страшно за жену, для которой я по-прежнему остаюсь какой-то непостижимой загадкой. Лист, сам переживая трудности, прямо-таки извиняется перед Вагнером в письме от 25 марта 1856 года, наконец я могу сообщить тебе, что в начале мая ты получишь тысячи франков. Я не раз писал тебе о тяжелых материальных обстоятельствах, которые сложились так, что моя мать и трое детей живут на мои прежние сбережения, тогда как я должен обходиться своим капельмейстерским жалованием, тысячи таллеров и 300 таллеров как презент за придворные концерты. Итак, не обижайся, дорогой Рихард, если я не хватаюсь за твое предложение, я не в состоянии принять сейчас на себя обязательства регулярные выплаты сумм. Если впоследствии мои обстоятельства изменятся в лучшую сторону, что не вполне за пределами возможного, то мне доставит радость облегчить твое положение. Однако от Вагнера легко не отделаешься. Лист обязан устроить так, чтобы несколько немецких государей договорились между собой о выплате Вагнеру ежегодного пенсиона, который, чтобы вполне удовлетворять его предназначению и моим, признаюсь, несколько болезненным и не вполне обыденным потребностям, должен быть не меньше двух-трех тысяч таллеров. Я не краснее называю такую сумму, потому что, с одной стороны, знаю по опыту, что меньшей суммой мне при известных жизненных удобствах никак не обойтись, такой уж я может быть, лучше сказать, ведь я и сам снабжаю свои произведения богатым преданным, а с другой стороны, я ведь прекрасно видел, что таким художником, как Мендельсон, хотя у него и без того был большой капитал, не платили меньших пенсионов, притом платило лишь одно лицо. Не многие из друзей Вагнера выдерживали такой натиск. Более всего от долгов страдала Минна скрепко укоренившимися в ее душе бюргерскими привычками. И Вагнер боялся ее, предпочитая скрывать мелкие долги. Когда из Вены поступят деньги, пожалуйста, выплати мюллеру сто франков, больше у него не было, остальную сотню я занял у Земпера, в чем признаюсь тебе с некоторым душевным трепетом, Земпер не так торопит, однако предложи я ему. Так было в Цюрихе, когда Вагнер жил скромно, а дела его благодаря жене были приведены в порядок. Но со времени парижской постановки Тангейзера расходы Вагнера стали головокружительно расти, и Вагнер начал тратить деньги с нездоровой поспешностью. Это и привело к кризисной ситуации в Вене, когда Вагнеру пришлось скрываться и когда его выручил из беды баварский король Людвиг. С этого времени кривая расходов круто взмывает в небеса. Когда, вернувшись из России, Вагнер на вырученные от этой поездки деньги начал обставлять свой уютный дом в Пенсенге, он вступил в деловой контакт с венской модисткой Бертой Гольдвак, она приобрела известность тем, что нарушила тайну и опубликовала в газетах письма Вагнера к ней. В Вене Вагнер остался ей должен 1500 гульдинов, которые впоследствии выплачивал малыми частями. Потом он велел ей лично приехать в Мюнхен и привезти с собой на 10 тысяч гульдинов всякого товара, парчи, атласа, бархата, шелка, кружев, все это было необходимо для нового дома. Что-то похожее происходило потом и в Трипшене. Петер Корнелиус, заботливый друг, только качал головой, он вложил в дом ему денег, строил и устраивал. И когда видишь вольер, в котором разгуливают фазаны и прочие редкостные птицы, невольно думаешь про себя, милостивый Боже, во что же обошлось ему все это? При этом еще надо обрабатывать несколько моргенов земли, парк и огород, человек восемь прислуги, затем еще одна колка с лошадью. Но довольна об этом. Мне известно только одно. В один прекрасный день я буду сидеть с Вагнером за бутылкой вина или пива с очень простой закуской, уже не будет ни короля, ни Казима. Тут он примется рассказывать мне о том и о сем, по временам выходя из себя. Эрнест Ньюмин подсчитал, что за четыре года, 1864-1867, Вагнер истратил 130 000 гульденов, четверть миллиона марок, из личной шкатулки короля. Неудивительно, что люди всякое болтали об этом. Убранство виллы Ванфрид стоило целого состояния. Вагнер писал из Байрейта издателю Шоту, вы оказали бы мне чрезвычайную услугу, если бы выплатили вперед оговоренную сумму в 10 тысячах франков за право издания гибели богов. Названную сумму я предназначил для окончания и внутренней отделки своего дома, и сейчас наступил такой момент, когда отсутствие этой суммы задерживает меня. Шот заплатил, спустя несколько месяцев Вагнер возвращается к той же теме, мне нужно 10 000 гульденов, чтобы кончить работы в доме и в саду. За эти деньги Вагнер обещает издателю шесть произведений для оркестра, которые напишет в ближайшие годы, и заканчивает письмо следующими словами, если мое предложение, мое желание, моя просьба и несколько необычны, то ведь обращают и я их не к кому-нибудь, а к Францу Шоту, и в конце концов, обращается-то с просьбой не кто-нибудь, а Рихард Вагнер. И Шот опять заплатил. Обещанных произведений для оркестра Вагнер так и не написал. Но он отблагодарил издателя тем, что за право издания Парсифаля, от них не за право постановки, которое он оставил за собой, потребовал с издателя 100 000 марок, на что издатель согласился, вычти авансы из этой суммы. Об одном очень колоритном эпизоде вполне в вагнеровском стиле мы знаем из воспоминаний Венделина Вейсхоймера, который постоянно общался с Вагнером в сезон 1861-1862 годов, когда Вагнер давал концерты в Вене. Вагнер уже два месяца проживал в отеле, все ждал гонорара, который должны были выплатить ему сразу же после премьеры Тристана, а премьеры все не было и не было. Тут хозяин отеля забеспокоился и начал забрасывать вагнера с щитами. Однажды вечером я был в гостях у него с Таузигом, и Вагнер беспрестанно хмыкал и плакался на свою судьбу. Мы с участием выслушивали его, сидя в прискверном настроении на Софе, а он нервно бегал взад-вперед по комнате. Внезапно он остановился и сказал, «Ага, теперь я знаю, чего мне не хватает и что мне нужно», — подбежал к двери и дернул звонок. Медленно и как бы нехотя подошел официант, эта порода людей всегда знает, откуда дует ветер, и был удивлен не меньше нашего, когда Вагнер скомандовал ему, две бутылки шампанского со льдом, и немедленно. «Боже правый!» — воскликнули мы, как только за официантом закрылись двери. В этакой-то ситуации. Но Вагнер прочитал нам целую лекцию о незаменимости шампанского именно в отчаянных ситуациях, только оно-то и помогает пережить любые невзгоды. Когда имеешь дело с Вагнером, неожиданности сыплются на тебя словно из рога изобилия. Когда на следующее утро я вошел в его комнату, он показал мне тысячи гульдинов, которые послала ему императрица Елизавета, должно быть, по наущению доктора Штандхартнера, друга Вагнера и лейт-медика императрицы. Раз уж речь зашла о шампанском, упомянем, что когда в Пенсиэнгерос продавали движимое имущество Вагнера, в подвале Вагнеровского дома было обнаружено сто бутылок этого прекрасного напитка. Не сообщается, были ли они оплачены. Последнее письмо Вагнера было написано за два дня до его кончины и адресовано Анджелой Нейману, предприимчивому импресаря, который гастролировал по Европе с циклом «Кольцо Нибелунга», что приносило Вагнеру хорошие проценты. Письмо заканчивается просьбой прислать ему денег. Композитор-поэт. За поколение до Вагнера обладание поэтической культурой было еще редкостью среди музыкантов. Вероятно, Выбер стал первым крупным композитором, писавшим по вопросам музыки, за ним последовали Шуман, Берлиоз, Лист. У Вагнера все обстояло совсем иначе, как рассказывает он сам, литературные занятия предшествовали у него музыкальным. Во всяком случае, литературное творчество продолжало занимать равноправное с музыкой место на протяжении всей жизни Вагнера, и современники очень скоро привыкли называть Вагнера композитором-поэтом, причем против этого никто не возражал. Вагнерианцы же готовы были сравнивать Вагнера-поэта с Гёте, Вагнера-композитора, с Бетховеном. Одаренность Вагнера-драматурга необычайна. Это великий природный дар. В области оперы это в известном смысле уникальный случай. Нужно принять во внимание, что даже самые великие оперные композиторы, Глюк, Моцарт, Вебер, Россини, Верди, совершали неизбежные ошибки в выборе сюжетов и в драматической обработке. С Вагнером ничего подобного никогда не случалось, у него был дар переводить в живую, наглядную драматическую форму любой сюжет, за который он принимался. И это, кажется, даже не представляло для него ни малейшей трудности, во время прогулки пешком он возьмет да и набросает драматический эскиз. А когда наступает пора разрабатывать его в поэтической форме, то и это он делает столь же легко и умело. Способность редкая и необыкновенная. Благодаря ей все его произведения, начиная с Ри Йон Цэй и кончая Парсифалем, настолько твердо стоят на своих ногах, что никто и никогда не высказывал ни малейших сомнений относительно того, сценичны ли они благодаря ей все его произведения, быть может за исключением Ри Йон Цэй, с его еще не всегда качественной музыкой, закрепились в репертуаре театров и за все прошедшее время не утратили своей жизненности. Необыкновенное достижение. Благодаря ему Вагнер занимает совершенно особое место среди всех оперных композиторов. Вагнер-драматург доказывает свою зрелость уже в ранних вещах. В юношеских операх фея и запрет любви, становление его как композитора протекало более постепенно. В ранних операх иногда слышишь музыкальную фразу, которую во всяком случае можно приписать Вагнеру. Это же приходится отметить и в других известных нам юношеских произведениях. В сонате для фортепиано, в симфонии, которую Вагнер вновь исполнил в Венеции на Рождество. Последнее, какое суждено ему было пережить, в четырех увертюрах, написанных в Лейпциге, Магдебурге, Кёнигсберге Короле Энцеил, Христофор Колумб, Полония Правь, Британия. Все это, ученические работы солидного среднего музыканта, получившего приличную подготовку. У нас немало материала для сравнений. Если отвлечься от примеров поразительно ранней зрелости, Моцарт, Мендельсон, едва ли какой-либо по-настоящему одаренный музыкант не заявил о себе к 20 годам подлинно своеобразными фантазией или выражением. Бетховен, Шуберт, Вебер, Шуман, Шопен, Брамс. А молодой Вагнер не самостоятелен, его стиль не устоялся и следует самым разным весьма сомнительным образцам. Иногда встречаются нерешительные, совсем робкие реминесценции Бетховена или Вебера. Юность Вагнера, эпоха падения вкуса, и у него это проявляется в том, что ему недостает настоящего чувства стиля. Изучение причин упадка музыки, прежде всего оперной, еще при жизни Бетховена и Шуберта завело бы нас слишком далеко. Укажем на них в самой общей форме, события французской революции и наполеоновских войн глубоко перепахали весь культурный слой Европы. Вообще искусство, это чуткий барометр состояния умов. Наивная публика с неразвитым, первозданным вкусом заполняла теперь театр. В романах Стендали и Бальзака, вот где дана наилучшая социологическая картина той эпохи. После блестящего, гениального Россини, который в роли оперного композитора как никто другой символизирует эту эпоху и который, находясь на вершине славы, переносит свою деятельность в Париж, наступает Парабе Линии и Деницетти. Отныне итальянская опера всецело подчинена задачам демонстрации виртуозного пения, между тем как последняя опера Россини, Вильгельм Толь, знаменует собой новую моду, моду на большую историческую панораму в романтическом стиле. Спонтини подготовил такой жанр, а с Мейербера, Герольда, Галеви начинается его расцвет. Вот что шло на немецкой оперной сцене, когда Вагнер приступил к деятельности оперного капельмейстера. В сравнении с импортной продукцией Франции и Италии, внешне весьма блестящей, операм немецких композиторов, Вебера, Шпора, Маршнера, Лорцинга было куда труднее утвердиться на сценах театров. С тех пор прошло больше ста лет, и для нас яркость музыки Россини затмевает всю современную ему оперу. У Беллини и Деницетти, его итальянских преемников, мы находим немало настоящей, приятной музыки в духе национальной традиции с ее приверженностью вокалу. Поэтому мы склонны прощать им примитивность формы и техники и ценим их достоинства, широкую, распевную мелодию Беллини, живые ритмы и неистащимый юмор Деницетти. В французской комической опере тоже присущ свой стиль, и прежде всего яркий комедийный характер, все это можно найти прежде всего у Буальтьо и Абера, которых, кстати сказать, ценил и Вагнер. Но нам трудно симпатизировать большой опере и ее главному представителю, Мейерберу. Здесь с солидностью письма и очевидным чувством драматического эффекта соединяются такое отсутствие фантазии и такой пустопорожний пафос, что пышность сценического оформления и блеск театральной техники, к сожалению, вполне оправдывают вагнеровские слова, действия без причины. Только не надо забывать при этом, что в вагнеровском рионде мало музыки, которая не могла бы встретиться в опере Мейербера, и что в гугенотах можно найти место получше, чем самые яркие куски рионцы. Редко где в этой колоссальной по масштабам опере встретишь что-либо своеобразно вагнеровское, и даже вдохновенный, блестящий хор Сантоус Перетолкова Лири, это общее место. Вообще в любой детали утверждается фразеология французской оперы, и надоедливо повторяется Мейерберовский каданс. Этот каданс попадается иной раз даже в летучем голландце и тангейзере, в конце концов, даже Илла и Грин, выдавая тайну своего имени, пользуется вариантом того же каданса. А один из мотивов вагнеровского бунта против оперного стиля, это, вне всякого сомнения, неприязнь к первородному греху, который вагнер совершил, а потом героически преодолел. Вагнер проникся той же ненавистью и к стандартным оперным либретто, а рионцы и с его блестящей энергичной драматургией и вполне условными характерами и конфликтами. Это и есть именно такое произведение. Правда, у Мейербера ни разу в жизни не было столь качественного либрета, и на этом примере видно, насколько драматург Вагнер обогнал Вагнера-композитора. По снею он не очень сочувственно относился к этой своей опере и как бы избегал ее. У него действительно было мало общего с создателем той музыки, он стал другим, выработал свой язык, и как бы не развивался этот язык на протяжении долгой жизни композитора, как бы не утончался он со временем, он продолжал оставаться все тем же выразительным инструментом чуткой души художника. Но вот что необычно, Вагнер как бы совершенно внезапно ощутил размах своих крыльев, произошло это, когда он работал над летучим голландцем. Как и его чувства, его творчество выражает движение необузданных внутренних сил. Едва закончив рейон Ции, Вагнер обратился к новому замыслу, который долго вынашивал в душе. На следующее лето музыка полилась как река, то была реакцией его творческого влечения на тяжкие переживания тех лет. Творческая потенция Вагнера как бы собрана в кулак. Бегство из Риги, опасные приключения на море, нищенское существование в Париже, унижение, долговая тюрьма, все эти впечатления сложились вместе и привели к тому шоку, под влиянием которого, как мы уже говорили длительное время находилась вся душевная жизнь Вагнера. Шок высвободил темные творческие силы, дремавшие до поры до времени в его душе. Летучий голландец не выдуман Вагнером, он им реально пережит. И нас захватывает именно правдивость этого произведения. В музыке отзывается совсем не театральная буря. Норвежские матросы, придивный призрачный корабль, все это живо увиденные и прочувствованные реальные лица и вещи. А в образе голландца, томящегося по искуплению, воплощены многие черты самого Вагнера, бесприютного скитальца. Вообще говоря, многим персонажам Вагнера присущи черты автопортрета. Второстепенные фигуры в опере достаточно условны по замыслу и по музыке, таков Далант, благожелательный отец Сенты, прозаическая личность, прямо перешедшая сюда из французской оперы. Неудивительно, что и музыка начинает звучать по-мерберовски. Таков Эрик, неудачливый возлюбленный, который в минуты лирического подъема напоминает плаксивого Маршнера. И все же, сцена, когда он рассказывает свое сновидение, а Сенты переживает его как бы наяву, погруженная в магнетический сон. Эта сцена так напряжена, что дыхание перехватывает, тут звучит совершенно новый музыкальный язык, несказанно выразительный, вся драма словно собрана в единый фокус. Есть и другая сцена, словно концентрирующая в себе целую драму, в третьем действии, это стычка норвежцев с голландцами, реальности с миром призраков. Более захватывающей ситуации не удалось придумать и самому Вагнеру. Но Сенты – символ истинной женственности, преданной жертвенной любви. Это прекрасный вымысел. Впрочем, таковы все героини Вагнера. Именно поэтому так трудно найти идеальную исполнительницу Сенты, нежность и героизм не слишком легко сочетаются в этом образе. С летучего голландца начались вагнеровские мытарства, поиски идеальных исполнителей. В драме тоже существует определенное амплуа, приемом исполнения которых обучают начинающих актеров. Но в оперетипизации образов сказывается гораздо сильнее, так как амплуа отождествляются с определенной тесситурой и характером голосовых данных. Отсюда всем известные типы старинной оперы, главный порог которых в том, что либретисты разрабатывали сюжеты в расчете на такие амплуа. Роль для легкого лирического сопрано, роль для сладостного тенора, первого любовника, роль для громового баса с густой бородой. Меломан сразу же узнает эти типы, стоит артистам появиться на сцене. Вагнер с самого начала болезненно реагировал на оперные штампы, его характеры выходят далеко за рамки условного оперного стиля и оттого ставят актера-певца перед особой проблемой. Но при этом Вагнер не мог изменить физических предпосылок и условий пения. Драматический артист в принципе способен справиться с любой ролью, обладая самыми скромными голосовыми средствами. Можно вообразить себе такого Фауста, который совершенно погрузится в себя и которому не придется даже повышать голос на сцене. Но пение в опере, совсем другое дело, тем более у Вагнера, с его страстным полнозвучным бушующим оркестром, с решительными кульминациями, каких требует вокальная линия. И Сента, и Венера, Брунгельда, Артруда, Кундри, назовем хотя бы несколько женских ролей в операх Вагнера, все они вынуждены затрачивать на исполнение своей партии столько энергии, что это под силу лишь физически крепкому человеку. Тоже можно сказать и о вагнеровских героических тенорах, Тангизере, Лоенгрине, Тристане, Зигфреде. В итоге Вагнер лишь прибавил к существовавшим до той поры амплуа певцов два новых, это героический тенор с мощным голосом, шеей быка и мышцами боксера и высокая драматическая сопрано в лице монументальной Матроны с пышной грудью. Вот практический результат идеальных устремлений Вагнера, как и во многом ином, в этом сказывается утопичность его величественных замыслов. Эти замыслы введения не считаются ни с чем, заставляя забывать об опыте практика, Вагнер вознамерился написать для театра простое для постановки произведение, а получился Тристан. Однако именно такая беспредельность мыслей предопределяет великолепное качество вагнеровской музыки, хотя вместе с тем служит источником всего сомнительного в его творчестве. Введение драматурга переходит в музыкальную идею, такую, что кажется, она заключает в себе сущность всего произведения, таковы вагнеровские звуковые символы, несравненно точные, впечатляющие, запоминающиеся. Так начинается увертюра к летучему голландцу, и каждое произведение Вагнера содержит подобные элементы, отмеченные стихийной изначальностью, это словно низвергающийся поток лавы, захватывающий все на своем пути. Вот с чем удобнее всего сравнить вагнеровскую вдохновенность. Ненадолго отвлечемся от конкретных вещей, чтобы поговорить об общем. Музыкальная идея, этот загадочный акт творчества, лежит в основе любого музыкального произведения. Но существует два основных вида музыкальных идей, которые я, прибегая к терминам естествознания, назову вулканическим и осадочным. В одном случае идея, это результат внезапного и мгновенного интуитивного действия творческого воображения, столь мимолетного, что критическое сознание не успевает проследить за его стадиями и лишь спешит поскорее уловить его, чтобы идея не растаяла бесследно в воздухе. А осадочные идеи лишь очень постепенно и иной раз чрезвычайно долго накопляются в сознании, словно драгоценное вещество выпадает из насыщенного раствора. В этом случае действие воображения зависит не столько от инстинкта, сколько от опыта художника, а такой художник привык ждать, пока вещество не откристаллизуется и материал не обретет должной консистенции. Обычно композитору доступны оба вида идей, но у каждого все же преобладает один из них. Так вот Вагнер представляется крайним примером почти исключительно вулканического творчества, тогда как у Брамса преобладает осадочный тип, а в черновиках Бетховена встречаются их необычайно занимательные комбинации. Не стоит и говорить о том, что в обоих случаях бесконечно много зависит от последующей работы композитора над идеей. Из идеи и строительного материала необходимо возвести здание целого, и на каждой стадии обработки творческая фантазия оказывает определяющее влияние на весь ход процесса. У Вагнера взрывчатая мощь идеи сочетается с безмерным терпением, он способен бесконечно долго ждать вдохновения. Ему лишь редко удается творить легко, непроизвольно. Для вдохновения ему нужно, чтобы вся его душа пришла в глубочайшее волнение. Вагнер определял, поэзия, это мужское, музыка, женское начало музыкальной драмы. Такой взгляд точно соответствует его собственному творческому процессу, лишь поэтическое представление оплодотворяет у него музыкальную фантазию. Не будь поэта, не было бы и композитора. А радости вольной импровизации совсем неведомы ему. В этом смысле вступление гостей в Вартбург. Эпизод Тангейзера, на котором мы останавливались. Это исключение, которому способствовало состояние творческого подъема, характерное для Вагнера в то время. Вагнер не писал сочинений на случай, а те, что написаны им, листки из альбома и тому подобные мелочи, отличаются невообразимой скудостью. Кто бы подумал, что сочинил их великий композитор. В позднейшие годы Вагнер сочинил три подобных произведения больших размеров, это «Приветственный марш», «Императорский марш», «Торжественный марш», все они заслуженно забыты. Единственное достойное его славы сочинение на случай, это «Идиллия Зигфрид», написанное ко дню рождения Казимы в 1870 году. Произведение всецело коренится в мире чувств и настроений оперы «Зигфрид», и почти весь тематический материал его можно обнаружить в последнем действии оперы. Из вокальных сочинений Вагнера интересны лишь пять песен на слова Матильды Везенданг, материал двух лучших из них, «Мечты в оранжерея», Вагнер использовал в Тристане, над которым тогда работал. Весьма значительна увертюра «Фауст», созданная в Париже, написанная за год до летучего голландца, она своеобразно предвосхищает его стиль. Но этому серьезному и выразительному сочинению недостает вдохновение. Вагнер был музыкальным драматургом, и ничем более, он достигал своих вершин именно как композитор-поэт. Правда, в пору создания летучего голландца Вагнер едва ли смотрел на себя как на поэта. Это яствует из его письма Карлу Гайеру, от 30 января 1844 года, единственному берлинскому критику, который благожелательно отозвался о голландца. В письме, помимо всего прочего, изложен тогдашний принципиальный взгляд Вагнера на соотношение оперы и драмы, впоследствии решительно им пересмотренный. Вагнер пишет так, право же, я не строю никаких иллюзий относительно своего поэтического призвания и признаю, что приступил к сочинению либрета лишь потому, что мне никто не предлагал хороших текстов. Но теперь я бы не смог сочинять музыку на чужое либрета, и вот почему я вовсе не берусь за первый попавшийся сюжет, чтобы изложить его стихами и только потом уже думать о подходящей для него музыке, отнюдь нет, потому что в таком случае мне пришлось бы дважды вдохновляться по одному и тому же поводу, а это немыслимо. Мое творчество протекает совсем иначе, меня может привлечь лишь такой сюжет, который с самого начала явится мне и в своем поэтическом, и в своем музыкальном значении. Итак, прежде чем писать стихи, я уже погружен в музыкальное настроение своего создания, все звучания, все характерные мотивы уже у меня в голове, так что, когда затем я пишу стихи и располагаю в должном порядке сцены, опера в собственном смысле слова уже завершена, и мне остается только спокойно и сосредоточенно заняться детальной музыкальной проработкой целого, момент же настоящего творчества к этому времени уже остался позади. Но, конечно, я могу выбрать для себя лишь такой сюжет, который допускает музыкальную обработку, и никогда бы не выбрал тот, который мог бы быть использован драматургом для создания чисто литературной драмы. Зато как музыкант я могу выбирать сюжеты, ситуации и контраста, совершенно чуждые драматургу. Вот должно быть точка, в которой пути оперы и драмы расходятся и каждая может спокойно идти своим путем. Для своей следующей оперы я выбрал прекрасное, неповторимо своеобразное сказание о Тангейзере, который побывал в гроте Венеры, а потом отправился на покаяние в Рим. Это сказание я соединил с другим, о соревновании певцов в Вартбурге, причем Тангейзер заместил у меня Генриха фон Афтердингена, благодаря такому сочетанию складывается многообразное драматическое действие. Сюжет таков, что, кажется, всем ясно, только музыкант может разрабатывать его. В этом коротком письме Вагнер гораздо отчетливее постиг сущность принципиальных отношений музыки и слова, чем позднее в целой книге оперы и драма. К тому же он исчерпывающим образом анализирует процесс творчества, как протекает он у композитора-поэта. Одно лишь утверждение Вагнера требует пояснений, потому что он представляет себе творческий процесс как бы в перспективном сокращении, разумеется, труд музыканта еще не окончен вместе с завершением поэтического текста. Так говорить было бы правильно, имея в виду то, что изначальное творческое переживание, целостный замысел вещь уже содержит в себе все произведения, словно первичная клетка, подобно тому как семя содержит в себе все дерево с его ветвями, листьями, цветами, плодами. Но от семени к завершенному произведению ведет долгий и нередко мучительный путь. И ни одного шага на этом пути нельзя сделать без вдохновения, без непостижимой готовности воображения творить, вызывая из мрака предчувствия и предвидений проработанную композицию, в которой каждый эпизод будет исполнять функцию, возложенную на него целым. Так это не тактов, чтобы отличить Лоэн Грина, Тристана, Парсифаля, даже если мы и не помним этих тактов. У каждого произведения свой индивидуальный стиль. Тот же феномен можно наблюдать у других больших оперных композиторов, у Моцарта, Верди. Но у Вагнера это свойство выражено еще ярче, что видимо объясняется гораздо большей поэтически-драматической индивидуальностью его либретто. Удивительно, но это относится и к четырем частям Кольца Нибелунга, сколь бы многообразные тематические линии не связывали их между собой. Хотя здесь играет роль еще одно обстоятельство, о котором мы поговорим позднее. На первоначальной стадии работы, когда материал, так сказать, не успел еще затвердеть, композитор может ошибочно оценить и стиль, и качество своих музыкальных идей. Однако внутренняя совесть музыканта своевременно побудит его отвергнуть все несовершенное и стилистически чужеродное. В черновых тетрадях Бетховена обнаруживаются самые поразительные примеры подобной самокритичности. Иная занимательная иллюстрация такого же творческого подхода содержится в письме Вагнера Матильде Везенданг, написанном во время работы над третьим действием Тристана. Представьте себе, пишет Вагнер, что, когда я в эти дни работал над веселой пастушеской мелодией, звучащей в ту минуту, когда подплывает корабль Зольды, мне в голову вдруг пришел другой мелодический оборот, гораздо более радостный, можно даже сказать, героически торжествующий, и при этом вполне в народном духе. Я собрался перечеркнуть все написанное, но тут заметил, что мелодия эта вовсе не подходит для пастуха Тристана, а подходит для самого настоящего живого Зигфрида. Я немедленно заглянул в книгу, чтобы посмотреть, каковы заключительные слова Зигфрида, обращенные к Брунгильде, и убедился в том, что моя мелодия точно соответствует словам. Си ист мир юэк, ист мир имер, иор пун тайган, ай нун тол. Они прозвучат невообразимо смело торжествующе. Вот так я нежданно-негаданно очутился в Зигфриде. Как после этого не поверить, что я доживу, выдержу до его окончания. Иной пример, пример неполноценной музыкальной идеи, Вагнер приводит в другом письме Матильде Везенданг, написанном когда Вагнер только что приступил к сочинению мейстер Зингеров. Вагнер предусмотрел следующую мелодию для Вальтера. Что за филистерская мелодия, что за филистерские слова. Но Вагнер отбросил и мелодию и слова, вместо них появилась замечательная песня Вальтера, благословенный дар фантазии. Во всех подобных решениях сказывается чуткая совесть зрелого художника и не терпящий компромиссов категорический императив творчества. Сочинение Зигфрида Вагнер прервал на втором действии сугубо по внешней причине. Но была и внутренняя. Вагнер в работе над кольцом явно подошел к мертвой точке. Сочиняя мейстер Зингеров, Вагнер в первом действии, кажется, тоже подошел к такой мертвой точке. Вполне вероятно, что мучительное беспокойство, которым был охвачен Вагнер в Вене и затем в Мюнхене, связано именно с этим, хотя в таких случаях нельзя точно знать, где причина, где следствие. Вагнер писал Матильде из Пенциэнга 28 июня 1863 года, «Я еще не настоящий мастер, должно быть, я в музыке ничем не лучше ученика, что будет дальше, бог есть». Сознайтесь, такому горе мейстер Зингеру нелегко писать вам. Например, если бы я изрек, что мастер должен пребывать в состоянии покоя, то тотчас был бы вынужден сознаться, что сам не ведаю покоя, да, наверное, никогда и не узнаю, что это такое. Во всяком случае, тонкий слушатель почувствует в первом действии мейстер Зингеров, что сцена собрания мастеров получилась суховатой по музыке, в противоположность предшествующей, очень живой и подвижной сцене с учениками. Как только Пагнер обращается к собравшимся мастерам, музыка вновь приобретает пластичность и выразительность, а когда на сцену выходит Вальтер, становится очевидно, что мертвая точка преодолена. Может быть, кризис в сочинении мейстер Зингеров был спровоцирован сухостью сценической ситуации, она не будоражила фантазию художника. Это, кстати, один из гвоздевых моментов в создании музыкальной драмы вагнеровского типа, но об этом речь еще впереди. В целом же рождение мейстер Зингеров происходило под счастливой звездой, поскольку Вагнер начал со вступления, с вулканического извержения, сразу же и предельно непосредственно сформировавшего всю идею произведения. Вступление возникло даже раньше текста, оно целиком и полностью определило стиль произведения, а к тому же содержало необычайно богатый тематический материал. Единственный раз в жизни Вагнер начал с того, что обычно пишут в завершение. Увертюра, резюме, своего рода квинтэссенция произведения, а здесь она начало всего. И каждый такт вступления, как тематический импульс, перешел затем в живой организм мейстер Зингеров. Мы не предполагаем сейчас детально анализировать произведения Вагнера. Но надо обсудить принципиальные вещи, а для этого из необозримого материала необходимо выбрать хотя бы некоторые характерные моменты. Тангейзер и Лейнгрин, созданные в Дрездене, плоды совершенно непосредственного, спонтанного творчества, на которое не оказывало влияния никакая теория. Красота этих произведений заключена в непосредственности, с которой выражается в них символическое содержание сказочного действия, причем слушатель не обязан даже сознавать этой символики. Трагизм Лейнгрина предопределен несовместимостью земного и божественного миров, суть небесного, тайна. Если тайна открыта, неземные силы пропадают. Тот же символ. В Ундини-Фуке, в сказке, которая разработана и романтической оперой, Гофман, Лорд Цейнг, Крейцер, в Тангейзере, уже в Увертюре с двумя ее главными идеями, хором пилигримов и музыкой Венеры, символически, с предельной пластичностью, выражено лежащее в основе аскетического умона строения средних веков противоречия между земной и неземной любовью, противоположность греха и покаяния. И здесь, как в Летучем Голландце, непосредственно постигаемая подлинность музыки заставляет позабыть о романтическом фасаде, об исторических костюмах. Создатель такой музыки познал до глубины души, что значит раскаяние грешника. А уж в том, что он сам побывал в Гроте Венеры, нет ни малейшего сомнения. Аргиастическая музыка, какую услышал Вагнер в Гроте Богини, составляет самую увлекательную часть партитуры Тангейзера. Кто, кроме Вагнера, мог создать столь напряженные и яркие звучания? При этом именно в Тангейзере многое со временем поблекло. Это произведение в большей степени, чем голландец, означало, что переход к новому музыкальному языку не завершен. Вагнер сам чувствовал, что сцена Венеры в первом действии недостаточно качественна, но и парижская редакция этого эпизода не спасла положение. Хуже то, что в сцене состязания певцов встречаются слабые места, она длиннее. Занятно, что всякий раз, когда действие подходит здесь к кульминационному моменту, Вагнер застревает на маловыразительном речитативе, несколько ореоза в этой сцене, словно кусочки мяса в жидком бульоне. Очевидно, трезвая дидактичность парализовала фантазию композитора, ведь надо было в приказном порядке рассуждать о сущности любви. Но для развития вагнеровских музыкально-драматических принципов эта сцена весьма значительна, стиль определяется требованием ясной дикции. Заметим, что Вагнер странным образом чувствовал слабость к этому эпизоду. Неудача не послужила ему уроком, он и впоследствии всегда испытывал неодолимое влечение к многословию. Он не представлял себе, как бы он иначе мотивировал драматические события. Всякий раз, когда в музыке Вагнера напряжение спадает и наше внимание к происходящему ослабевает, причина в одном, в убийственной пространности разъяснений, с рассказами, описаниями, толкованиями, они подрезают крылья вдохновения музыканта. В Лоенгрине окончательно вызрел новый стиль Вагнера, совершенно цельный и не знающий рецидивов. Это можно сказать и о характерной вокальной декламации Вагнера. И о его оркестровом письме, которое только теперь, когда композитор обогатился опытом творчества, достигло великолепной пластичности рисунка и цвета. В этом отношении никто из композиторов даже не приблизился к нему. Ну, наконец, здесь, в Лоенгрине, Вагнер завершил то, что подготавливалось и вариантами Вебера, гугенотами Мейербера и его собственными операми. Он устранил форму номеров, то есть тех речитативов, арий, дуэтов, финалов, из которых по традиции состояло каждое действие оперы и которые в это время все больше старались связывать между собой переходами, избегая резких заключений, как бы призывающих публику аплодировать певцам. Теперь действие, как в драме, состоит из сцен, непосредственно переходящих друг в друга. Правда, это нововведение остается на поверхности. Ведь и Лоенгрина можно было бы разделить на номера, как там Гейзера, музыка непринужденно складывается в отдельные замкнутые эпизоды, что и соответствует ее природе. Склонность к подобной кристаллизации эпизодов можно наблюдать и во всех последующих произведениях Вагнера. Однако свобода от привычных условностей, связанных с замкнутостью номеров, была существенной составной частью нового оперного стиля. Вагнер видел в этом непременную предпосылку такого конструирования музыки, для которого драматическое действие, главная и основная цель, драма не идет больше на уступки музыке, ее конструктивным требованиям. И драматическая конструкция Лоенгрина, это уже шедевр. Нужно обратиться к величайшим драматургам мира, к Шилеру, к Шекспиру, чтобы найти драматическую конструкцию, подобную первому действию этой оперы, с его невероятной напряженностью, с тремя волнами нарастания, приводящими к победе Лоенгрина в поединке и к торжествующему финалу. Для Лоенгрина же 35-летний Вагнер создал и два оркестровых эпизода, вступление к опере и вступление к третьему действию, которые так и остались в его творчестве непревзойденными и по совершенству формы, и по своеобразию музыкальных идей, великолепию оркестрового колорита. При этом они противоположны по своему настроению, тающая идеальность, восторженная праздничность. Как разнообразна и широка фантазия Вагнера. В Лоенгрине Вагнер-драматург изобрел такой способ разрешения ситуации, какой я, право, не припомню во всем мировом драматическом репертуаре. Этим приемом он еще раз воспользовался в Тристане. В прежние времена героини опер иной раз сходля с ума, но ведь куда проще, чтобы они умирали от тоски. Гениальный венский комедиограф Иоганн Нестерой не дожил до смерти Изольды от любви, но написал пародию на Лоенгрина, свидетельствующую об острой наблюдательности сатирика. У Нестроя Ильза умирает со словами. Не нужен нож, умру сама собой. Стало быть, Вагнера нельзя считать слишком разборчивым, когда дело касается средств драматического развития. Он наделен в этом смысле грубой кожей оперного либретиста. О чем скажем чуточку позже. Вообще полное равновесие между драматургом и композитором не может установиться раз и навсегда. Тот или другой должен идти время от времени на жертвы. Но Вагнер не желал считаться с этим. И он никогда не сознавал, что принес уже самую нужную и решающую жертву. Ведь вполне сознательно выбрав музыку, он потянул за собой и драматурга, без которого не мог существовать, без которого его гениальная музыкальная фантазия оказывалась на мели. Но при этом постоянно спотыкался и отставал поэт. Тот, кто решит прочесть поэтический текст Вагнера, не думая о музыке, едва ли дочитает до конца хотя бы страницу, не испытав сильнейшего чувства ужаса. Тут уж ничем не поможешь, надо согласиться с тем, что Вагнер совсем не был поэтом, если только поэт должен обладать безошибочным чувством слова, звучания, тончайшего склада стиха. Этим чувством в полную меру обладали Гетте, Гюльдерлин, Мюрике, Вагнер же не имел ни малейшего представления о нем. Хотя ему это и не нужно, Вагнеру все заменяет вокальная линия. Направляемая словесной интонацией, она говорит на своем собственном языке. Дарования Вагнера развивались совсем в ином направлении, и конечно же за счет чисто поэтического дара. Поэт принес себя в жертву музыкальному драматургу, и выразительный стих, воспевающий глубинные сокровища души, бежал его. Над входом в виллу Вагнера в Байрете начертано слова. Здесь, где моя мечта обрела мир, Ван Фрид, да будет назван мною этот дом. Раз уж Вагнер написал так, он должен был терпеть, когда остряки называли его Ван Фридрихом, а литерированный стих, с повторением начальных звуков, кольца Нибелунга бросал вызов сатирикам, тем более что в нем присутствовали междометия вроде Вея, Вага или Хойтаха, Хияха. Поэтому, когда в Мюнхене ставили золото Рейна, где особенно доставалось трем дочерям Рейна, которым приходилось совершать головоломные трюки на невидимых зрителю качелях, в мюнхенском юмористическом журнале можно было прочитать следующее. Вегала, вагала вея, Не упадал зеблю и углея, Вегала, вагала ваг, Упадал так шеет рак. В Тристане романтическая экзальтация чувства привела к крайней гипертрофии лирической метафорики, и здесь на каждом шагу спотыкаешься о такие первые, какие не позалил бы себе ни один поэт. Вот стихи. Что мы думали, что нам думалось, мысли все и все припоминая, высокое предощущение священной тьмы навеки гасит весь ужас ложной видимости, искупая мир. Однако вся эта напыщенность находит у Вагнера полное разрешение в музыке. Композитор воспользовался слогами, которые было удобно петь, а больше ничего ему и не надо было. Музыка позаботилась о поэзии, и набор слов от них не помешал ясности лирического высказывания. Хуже бывало, когда поток слов претендовал на описательность, на рассуждение в философском духе, как это произошло в первой половине большой любовной сцены, здесь бесконечно долго обсуждают конфликт дня и ночи. Однако день, изгнанный, отметил за себя, сговорившись с твоими грехами. Все, что явило тебе сумрачная ночь, ты отдал царственному дневному светилу, живя одиноко, в блестящей пустыне роскошества. Композитору нелегко было справиться с такими словами, по крайней мере представляется, что в музыке остались следы пережитых им мучений. Лучше всего было бы в разумных пределах сократить сцену, хотя это и не просто при вагнеровском способе сочинять, при сложных внутренних сочленениях частей. Несмотря на то, что Вагнер очень настороженно относился к любым купюрам, он не был их безусловным противником. Он вполне сознавал, каких колоссальных физических усилий требует от исполнителя партия Тристана, а потому подумывал о сокращениях, прежде всего в третьем действии. Допустимо и вероятно, писал он Людвигу Шнору, первому исполнителю этой партии, что когда-нибудь третий акт Тристана будут играть без всяких сокращений, но на первых спектаклях это совершенно невозможно. Если надеяться на то, что качество исполнения будет превосходным во всех отношениях, то это может случиться лишь при самой наилучшей диспозиции, а такое и у самого одаренного человека не бывает каждый день. Поэтому я не считал бы целесообразным исполнение этого действия полностью уже на первых спектаклях, потому что даже если певец и в состоянии спеть его целиком, то длительность действия такова, что мы многим рискуем перед лицом театральной публики. Альберто Ниману, одному из первых вагнеровских теноров, Вагнер писал, «Мне следовало бы еще переделать Тристана по человеческим меркам, а для этого мне необходим покой, иначе же мы перегружаем публику и стремимся к невозможному в исполнении». Практические вопросы нельзя решать раз и навсегда, а отношение к проблеме купюр как бы описало круг в течение одного века. В продолжение десятилетий вагнеровские произведения возможно было исполнять без малейших купюр, длин нот не замечали, или они во всяком случае никому не мешали. Сегодня положение иное, театр должен будет научиться решать проблему купюр в операх Вагнера в интересах целостного впечатления, причем решать ее сдержанную и с пониманием музыки. Есть свидетельство, что театр кое-где уже научился этому. Призрак универсального. Произведение искусства. С народного собрания, с огоры, из сел, с кораблей и военных лагерей, из самых отдаленных областей стекался этот народ, чтобы 30-тысячной толпой заполнить амфитеатр и присутствовать на исполнении самой глубокомысленной из всех трагедий, Прометея, чтобы внутренне собраться, понять себя, постичь свою собственную деятельность перед этим могучим созданием искусства, чтобы слиться воедино с своей сущностью, своей общностью. Своим Богом, чтобы, обретя идеальный покой, вновь стать тем, чем был за немногие часы до того. Но только тогда, в беспокойном возбуждении, при полной обособленности всех индивидов. В трагедии греческий человек обретал сам себя, а именно благороднейшую часть своего существа, он объединялся с благороднейшими частями общности, всей нации. Так Вагнер в своем сочинении «Искусство и революция» объясняет соотношение искусства и жизни в античной Греции, в золотой век государственности, опиравшийся на идеальное социальное устройство. Вагнеру не мешало то обстоятельство, что это государство не могло существовать без рабского труда, ведь его рассуждения замечательны тем, что основываются на фантастических представлениях. В дни Дрезденской революции соратники Вагнера, должно быть, приходили в отчаяние от этого ясновидца, человека, не умевшего толком различать реальность и фантазию. В изгнании, когда Вагнер приводил в систему свои идеи, в центре его размышлений находился античный театр, который стал ему близок благодаря изучению греческих трагиков и философии Платона. И тут он нашел связь античности с его собственной ситуацией. Вагнер вступил в политический конфликт с государственным порядком и в художественный конфликт с оперной традицией, а двойственность конфликта подсказали его теоретической мысли возможность связать воедино все нежелательные для него факты, все недостатки, препоны. Отсюда конструкции идеального государства, в котором художнику отведена такая роль, какая только и могла удовлетворить теперь Вагнера, художник, это духовный центр всего, он вещает, он пророчествует. Начиная с первых музыкально-драматических экспериментов античности, гуманистический образ греческой трагедии играл свою роль в истории оперы. Тогда этот образ был продуктом фантазии, он и оставался таковым у Монтеверди, у Глюка, у Вагнера. Продуктом фантазии, поскольку все известное нам об античной трагедии ограничивается поэзией. О музыке в трагедии мы не знаем ровным счетом ничего и не можем составить представление о целостном воздействии драмы. Небольшое число драматических шедевров, переживших времена уничтожения свидетельств античного искусства, литературы и философии в эпоху раннего христианства, оправдывает живой интерес к этому погибшему миру. Но этот мир не подается реконструкции, его социальные, художественные, религиозные условия нельзя перенести в цивилизацию, устроенную на совершенно иных основаниях. Вагнеровская конструкция, фантасмагория. Французский философ и эстетик Анри Лихтенберже написал некогда толстую книгу о Вагнере, Вихард Вагнер как поэт и мыслитель. И сам Вагнер считал себя поэтом и мыслителем, община вагнерианцеев, а позднее весь мир почитали его как поэта и мыслителя. Но он не был ни поэтом, ни мыслителем, о поэте уже говорилось. А Вагнеру-мыслителю, при всей остроте всеохватности его интеллекта, недостает одного фундаментального свойства, без которого объективное мышление невозможно, способности углубляться в проблемы человеческой совести. Вместо этого Вагнер занят рациональным освоением собственных иллюзорных впечатлений, мечтаний. Он бесконечно субъективен в своих суждениях. Вагнер вошел в конфликт с существующим гражданским обществом. И следовательно, рассуждает он, этому обществу грош цена. Исторически сложившийся оперный театр не дает Вагнеру возможности достичь высочайших вершин славы. А потому он, полагает Вагнер, осужденный гибели должен уступить место новому, лучшему театру. Задача Вагнера, притворить в жизнь такой театр. Он единственный человек, от которого можно ждать, что, синтезируя все существующие художественные средства, он осуществит идеал, какой не был достижим со времен античности, и создаст художественное произведение будущего, универсальное творение искусства. Для этого Вагнеру прежде всего нужно опровергнуть мнение, что современное искусство все же существует. Что касается оперы, то доказательства просто, недостатки современной оперы труднозащитимы. А что же инструментальная музыка, что же Бетховен, которого Вагнер боготворил, тут аргументом служит девятая симфония, последняя симфония, созданная Бетховеном, есть акт искупления музыки, она, не оставляя присущие ей стихии, превращается во всеобщее искусство. Это музыка, человеческое евангелие искусства будущего. После нее невозможно никакое поступательное развитие, потому что непосредственно после нее может явиться лишь завершенное художественное творение будущего, всеобщая драма, и Бетховен выковал для нас ключи к ней. Однако для композиторов, современных Бетховену и последовавших за ним, те формы, в которых осуществлялась художественная и всемирно историческая борьба мастера, оставались не более чем формами, они перешли у них в манеру и стали модой. А потому, несмотря на то, что ни один композитор-инструменталист не был в состоянии придумать даже и в этих формах хотя бы капельку оригинального, они не теряли терпения, продолжали сочинять симфонию за симфонией и тому подобные пьесы. И мысль, что последняя симфония уже написана, так и не приходила им в голову, художественное произведение будущего. Итак, Шуберт, Мендельсон, Шуман осуждены, не говоря о композиторах меньшего достоинства. А драма? Вагнер доказывает, что уже немецкие классики глубоко заблуждались, драматическое творчество Шиллера тяготеет, с одной стороны, к истории и роману, с другой, к совершенной форме греческой драмы. Так Шиллер и повис в воздухе между небом и землей. А в новой драме, которая как искусство лишь питается опытами Гёта и Шиллера, ставшими памятниками литературы, колебания между названными направлениями стали головокружительными метаниями. А театр? Единственная цель наших театров, ежевечерне забавлять публику, причем никто энергично не требует такого развлечения, но его навязывает населению крупных городов дух коммерции, а население, объятое социальной скукой, принимает все без рассуждения. Всем подобным изъянам противостоит идеал. Высшее всеобщее художественное творение. эта драма, в возможной полноте своего осуществления она наличествует лишь тогда, когда в ней пребывают, каждая в своей наивозможной полноте, все виды искусства. Излишне вдаваться в обсуждение таких тезисов. Ни одно из утверждений Вагнера не выдерживает элементарной критики. Взгляд Вагнера основан на том, что он тщательно избегает принимать во внимание реальные предпосылки музыкального и литературного развития нового времени, делая вид, что за нелепость. Будто Бетховен в девятой симфонии впервые соединил оркестр и голоса певцов. Будто Бетховен не написал после этой своей симфонии пятиструнных квартетов, которые сам же Вагнер ставил превыше всего на свете, и не достиг в них вершины того, на что была способна инструментальная музыка. Но все это оказывается несущественным для Вагнера просто потому, что его теория была жизненной необходимостью для него, потому что только ей он был обязан крепкой верой в свое призвание, а ведь вера и гору с места сдвинет. На подобные взгляды опасны тем, что нелепая по существу доктрина непременно поведет к нелепым результатам, если только инстинкт художника не окажется сильнее любой теории. Величие зрелых созданий Вагнера тем и объясняется, что он в нужный момент забывал о своей доктрине. Да и вообще он не был педантом. Яростный антисемит. Он был искренним другом Карла Таузига, Генриха Поргиса, Германа Леви, Иосифа Рубинштейна, Анджела Неймана. Убежденный вегетарианец, он любил съесть бифштекс. Осуждение всей инструментальной музыки не мешало Вагнеру сочинять и издавать листки из альбома, Идиллию Зигфрид, рекомендовать шоту с уколом в адрес скучной камерной музыки Брамса, два фортепьянных квинтета итальянского композитора Джованнис Гамбати, а в последние годы жизни думать о сочинении жизнерадостных симфоний, которых Вагнеру, к сожалению, уже не суждено было написать. И тем не менее Вагнер не расставался с химерой греческого театра, и идея эта оказывала на него серьезное влияние. Яснее всего она сказалась в монументальном замысле кольца Нибелунга, который целиком овладел фантазией Вагнера и очевидно решающим образом способствовал направлению его художественной философии. А с другой стороны, Вагнер едва ли задумал бы столь широкий план, полностью игнорирующий реальность тогдашнего театра, если бы его не вдохновляла колоссальная по широте теория, если бы она не оправдывала его планов и не вызывала их к жизни. Вагнер ставит сказания о Нибелунгах, цикл германских мифов рядом с циклами сказаний, отразившихся в античных трилогиях, в трагедиях об Атридах, в трагедиях об Эдипе, и объявляет миф единственно достойным материалом драматического творчества, только общечеловеческий по своему содержанию миф с его глубоко символическим смыслом способен захватить чувства зрителя. В древне-верхненемецких и скандинавских источниках Вагнер почерпнул аллитерацию, которая объявил наиболее отвечающей музыкальной драме формой стихосложения. К счастью, в Тристане и Зольде, Нюрнбергских мейстер Зингерах и Парсифале Вагнер отказался от своей эдификса. Что касается кольца Нибелунга, то Вагнер поначалу строго придерживался принципа греческого театра, полагая, что исполнение столь необыкновенного произведения не должно становиться театральной повседневностью, но как единичное по своему значению национальное празднество, должно объединить весь народ, создать культурную общность, как то было в Древней Греции. Вагнер наряду со своими художественными целями постоянно подчеркивает свою великую национальную цель, создание новой художественной формы, отвечающей духу немецкого народа и выражающей все его своеобразие. Обращаясь к публике после последнего исполнения кольца в Байрёйте, Вагнер говорил, «Сейчас вы видели, на что мы способны». А теперь дело за вами хотеть. И если вы захотите, у нас будет искусство. Вагнера никогда не оставляла гордые убеждения. Он первый и единственный, кто воссоздал немецкий идеал искусства, и это несмотря на Шиллера и Гёте, Баха, Моцарта, Бетховена и Шуберта. Так, после мюнхенской премьеры Тристана Вагнер писал супругам Шнор, несравненное достигнуто. И если когда-либо вызреет в моей душе истинный плод самого своеобычного, самого немецкого искусства, глубина и красота которого превзойдут все, что создавали во славу свою иные нации, то будьте уверены, мир не забудет вас, ибо ваше деяние ознаменовало начало весны, даровавшей моему творчеству тепло, моим стремлением силу и свет. Среди всех людей, совершивших подвиги, не было никого, кто бы нуждался в столь невероятных иллюзиях для того, чтобы их свершить. Переоценивать себя можно по-разному, можно в своих творениях видеть больше того, что в них заключено, а можно недооценивать создаваемое другими. Вагнер склонен ко второму варианту, и здесь он совершенно уникальное явление среди знаменитых музыкантов девятнадцатого столетия. Вагнер, великий мастер, страдал от недостатка, обычно свойственного дилетантам, от узости своего художественного кругозора. И его творчество, и его слушательские привычки, и его исполнительская манера, все было сосредоточено исключительно на эмоциональной стороне музыки. Другую сторону музыки, сторон, объективную, с радостью от игры, с красотой формы, пронизанную импульсами ритмов и полифонии, он вообще не принимал к сведению, либо же оценивал лишь исторически, как нечто давно устаревшее. Редкие исключения лишь подтверждают правила и объясняются им, чтобы сочинить веселый наигрыш пастуха в Тристане, торжествующую тему Зигфрида. Он должен думать о чем-то совершенно объективном, стороннем. И ему надо, чтобы в его воображении возник старинный Нюрнберг с его архаичным, педантичным цеховым устройством, с его гордым и самодовольным бюргерством. Тогда Вагнер явит свету чудо, вступление к мейстер Зингерам, с его живописным миром объективных форм и контрастирующим с ним миром самого безудержного лирического выражения, миром души рыцаря Штольцейнга. Объективный, классический мир был доступен Вагнеру лишь при условии, что он отождествит его с определенным историческим костюмом, и даже самому Вагнеру требовался костюм, то есть шелковое белье, роскошные шлафроки, бархатные береты, портьеры и чехлы мягких тонов, кроме того, в изобилии парфюмерия, чтобы прийти в необходимое состояние сосредоточенности и творческой самоуглубленности. Было бы занятно написать обо всем, что в вагнеровском романтизме соответствует пышно-декоративной живописи в духе Ганса Маккарта с его приверженностью костюму. Итак, Вагнера интересует исключительно эмоциональная сторона музыки, и в соответствии с этим он оценивает произведение даже того единственного композитора, перед которым преклонялся, Бетховена. Объективно классическая сторона бетховенской музыки, его сознательное и холодное отношение к форме совершенно не занимали Вагнера. К другим классикам он относился отстраненно с прохладцей, в лучшем случае признавая, что и эти старые парики могли иной раз создавать что-то не совсем пустое. Вагнер вырос в лейтциге, но из всей музыки Баха знал разве что хорошо темперированный клавир. Если в Байрёте Вагнер и брал в руки ноты Баха, то ради какой-нибудь лирической прелюдии, выражающей определенный аффект, такие баховские прелюдии Вагнер очень любил. А когда в Ванфриде исполнили домажорный квартет Бетховена, третий из квартетов Разумовского, то Вагнер был почти возмущен. Это все сонатный Бетховен, до которого ему, Вагнеру, нет дела. Четвертая симфония тоже не доставляла ему удовольствия, а когда речь заходила о Фиделье, то Вагнер находил там сплошные слабости и несовершенства. Конечно, музыкант не мог пройти и мимо Моцарта, но снимая перед ним шляпу и восхищаясь волшебной флейтой и дон-жуаном, Вагнер не забывал об условности и традиционности их формы и выражения, а остального Моцарта, например, «Симфонию Юпитер», должно быть, воспринимал тоже как сонатного. Генделя он игнорировал, сотворение мира Гайдена понравилось ему, когда он дирижировал этой ораторией в Дрездене и ради этого впервые взял ее в руки. Времена года Гайдена Вагнеру впервые довелось услышать в Париже в 1858 году, и он не без язвительности заметил, что публика с особенным удовольствием, как нечто оригинальное и особо привлекательное, выслушивала без конца повторяющиеся кадансы со стандартными мелизмами, которые совершенно перевелись в современные музыки. Он ценил некоторые песни Шуберта вроде «Привет» или «Серенада», но никак не мог взять в толк, что лист находит в шубертовских трио или сонатах с их бюргерским самодовольством. Чтобы найти узость вкуса, подобную Вагнеровской, надо обратиться к его решительному противнику Ганцлику, для которого музыка существовала лишь тогда, когда он мог, так сказать, потрогать ее руками, когда она была мелодичной движущейся формой звучаний. Такова собственная формулировка Ганцлика, для которого Бах был не менее архаичен, чем для Вагнера. Несомненная убежденность в поступательном развитии музыки и неуважительное отношение к шедеврам прошлого, слагаемые защитного механизма, выработанного сознанием Вагнера. Ни настоящее, ни прошлое не должны мешать ему, не должны стоять у него на пути. Наверное, Вагнер заговорил бы до смерти либо самого себя, либо своего врага, который осмелился бы в его присутствии утверждать, что презренный автор Трубадура тоже может создавать музыкально-драматические шедевры. А если бы Вагнер осознал непостижимый и непревзойденный никем уровень моцартовских шедевров, бетховенского Фиделья, то он уже не смог бы следовать совершенно противоположному идеалу музыкально-драматической формы, которые он обосновывал в опере и драме. Отрекись Вагнер от призрака универсального произведения искусства, и он кончился бы как художник. Впрочем, у этого призрака была вполне реальная сторона, фактическое превосходство Вагнера-драматурга над обычными либретистами. Что же касается музыканта, то ситуация не столь проста, а отсюда и бесконечные попытки Вагнера, в опере и драме, доказать несостоятельность всех традиционных форм оперы. Его главный аргумент состоял в том, что драма несовместима с желанием музыканта создавать самостоятельные отдельные музыкальные номера, прерывающие и останавливающие действия, и тем более с его претензией на главную роль в этой комбинации поэзии и музыки. В опере поэзия должна быть послушной дочерью музыки, писал Моцарт. Естественно возразить Вагнеру, а как же строить музыку, если ей запрещено развиваться по своим законам формы? Вагнер находчиво отвечает на этот вопрос, вокальная линия, уже не связанная стандартной формой арии, будет выразительно следовать речевой интонации, а создание формы как таковой, без которой немыслима музыка, будет предоставлена оркестру как самостоятельной величине, свободной от мелочного педантизма былых номеров, он будет сопровождать действия на сцене в качестве бесконечной мелодии, строя симфоническую форму. Оркестр, что хор в античной трагедии, красноречивый комментатор событий, отражающий их детально и подробно, достигающий полнейшей определенности выражения благодаря тому, что материал симфонического целого, тема и мотивы обладают поэтическим, то есть драматически-психологическим значением. Вагнер употребляет выражение, напоминающее мотив, он никогда не пользовался словом «лейтмотив», введенным комментаторами Вагнера Поргесом и Вольциогеном. Такие мотивы до Вагнера применяли в опере «Вебер», в поэтической программной симфонии «Берлиос», применял их и сам Вагнер в «Летучем голландца», «Тангейзере», «Луэнгрине», где они играли значительную роль. Но тогда напоминающие мотивы, от которых от них не зависело построение самостоятельных номеров, арии или дуэтов, служили средством связывания целого, ассоциации идей, они активизировали фантазию слушателя. Когда Тангейзер на состязании певцов переходит к последней строфе своей песни, с которой и начались все его беды, в оркестре звучит характерный мотив Венеры, показывая, в каком направлении движутся его мысли. А когда в оркестре зловеще звучит фраза Лаэнгрина, ты никогда не спросишь. Мы взволнованы, потому что понимаем, что мучает Эльзу. Мотивы воздействуют непосредственно, таково их значение, они музыкальны, они пластичны. Но все намного усложняется, когда вся музыка состоит из намеков и указаний, когда она превращается в сложный и запутанный лабиринт, когда мотивы контрапунктически соединяются друг с другом или цитируются фрагментарно, как это часто бывает в кольце. В начале века, когда культ Вагнера достиг своего апогея, в либрет и его опер иногда вкладывали листок с пронумерованными мотивами, цифры в тексте отсылали к соответствующему мотиву, и интеллигентные слушатели считали своим долгом следовать за музыкальными событиями, сверяясь по бумажке с этими мотивами. К счастью, такая нелепость вышла из моды. Но она подтверждает то, что и так с самого начала должно было быть ясно для критического ума, если желаемая ассоциация идей не возникает сама собой, если приходится буквально забрасывать слушателей лейтмотивами, то это значит, что исходная предпосылка безнадежно абстрактна. Напоминающий мотив может быть существенным музыкально-драматическим приемом, но становясь манерой, утрачивает свое воздействие. В музыке кольца Нибелунга, Тристана, Мистер Зингеров есть немало прекрасных исключений, однако в общем смысле мозаика напоминающих мотивов не имеет ничего общего с симфонической структурой музыки. В симфоническом построении появление тем и мотивов обусловлено музыкальными соображениями, их контрастом, их способностью к развитию, всей конструкции целого, составленной из больших плоскостей. Если же принять принцип лейтмотивов, то мотив появляется не тогда, когда в тексте возникает соответствующее слово. Если же текст не способствует лирическому или драматическому выражению, то мотив остается голой цитатой, лишенной внутренней необходимости, а цепочки подобных цитат не достает самого существенного, что присуще симфонической структуре, последовательности развития. Универсальное произведение искусства, это химера, и оркестровая симфония, построенная из звуковых символов, столь же химерично. Величие созданного Вагнером объясняется его способностью виртуозно обходить расставленные им же самим ловушки. Лучше всего это удается ему тогда, когда тематическое развитие непосредственно следует вдохновению, как во вступлении к мейстер Зингерам, а символический характер тематических находок осознается лишь позднее, или же тогда, когда, как во вступлении к третьему действию мейстер Зингеров, в полете Валькирий, заклинание огня, творческая фантазия композитора до конца овладевает звуковыми символами и возбужденная яркими образами, органически творит на их основе. Но это лишь предварительное условие симфонической техники, не более того. Даже и там, где Вагнер, по крайней мере для поверхностного взгляда, ближе всего подходит к созданию симфонического целого, он остается оперным композитором. Так и во вступлении к мейстер Зингерам. Средства Вагнера обширны, техника письма и оркестровки ослепительна. Но он, как и в Увертюрах к Летучему Голландцу и к Тангейзеру, по-прежнему следует Виберовскому типу Увертюры, составленному из отдельных эпизодов конгломерату, который лишь внешне соответствует строению сонатного Аллегра. Это видно по переходам. Они не сплачивают целое, а склеивают. Увертюра к Летучему Голландцу, это великолепное, гениальное произведение, но переходы в ней удивительно примитивны. Стоит вспомнить хотя бы переход к коде, заключительному апофеозу в ре-мажоре, весь переход заключается в разложенном уменьшенном септаккорде, какой встречается в любом сборнике упражнений для начинающих. Таких наивностей уже не найти в Увертюре к Тангейзеру. Зато тут бросается в глаза совершенно не симфонический элемент, настоящая оперная мелодия, песня о Венере. Она словно прямо позаимствована из Увертюр Вебера. Вагнер нашел наилучшее для себя интуитивное решение в Лоенгрине, перейдя от формы Увертюра к вступлению, состоящему из одного цельного тематического комплекса. Вступление к Лоенгрину и Тристану, это и есть наивысшие достижения Вагнера-симфониста. Когда Вагнер на самом деле работает тематически, он ограничивает себя одной единственной музыкальной мыслью, с ее возможностями развития и вариантами, такая мысль воплощает сущность целого произведения. Вот границы Вагнера-симфониста. Во вступлении к мистер Зингерам Вагнер вновь вернулся к веберовскому типу Увертюры, только воспользовался ею с бесподобным мастерством. Но от этого вступления не становится подлинно симфоническим. Несколько десятилетий тому назад внимание музыковедов привлек многотомный труд Альфреда Лоренца, озаглавленный тайно формой Рихарда Вагнера. Теперь мы можем сказать, что такой тайны не существует. При помощи кривых и диаграмм можно доказать все что угодно. Изыски Лоренца, наверное, рассмешили бы Вагнера. А когда Лоренц переходит к детальному анализу, он находит в музыке Вагнера то самое, что услышит любой неглупый слушатель, каждый из многочисленных эпизодов, из которых состоит действие Вагнеровской оперы, написан в соответствии с естественным чувством формы и представляет собой маленькую, органически построенную музыкальную пьесу. Значит, самое существенное, это то, что есть эпизоды, а не охватывающие целое действие единая конструкция формы, что противоречило бы даже и драматическому чувству. Примечательно то, что в одном единственном случае, когда Лоренц вознамерился найти у Вагнера большую, цельную форму, во вступлении к Мейстер Зингерам, он совершенно не понял ее. Лоренц не заметил, что ни мажорная мелодия песни Вальтера представляет собой побочную партию явного сонатного аллегра, а ми бемоль мажорный эпизод с темой Мейстер Зингеров в уменьшении открывает разработку. Во всяком случае, ни один художник не работает над техникой, которая ему не нужна. Вагнеровское чувство формы исключительно оперное, оно рождено верным ощущением того, что в опере воздействие целого складывается из воздействия отдельных эпизодов. Музыке Вагнера всегда присущ эпизодический характер, противоположный симфонизму. Такие великолепные эпизоды, как полет Валькирий, заклинание огня, шелест леса, путешествие Зигфрида по Рейну, вовсе обходятся без конструирования большой формы, бывает достаточно одной основной музыкальной мысли, и поток фантазии давлеет себе. Когда же поток подходит к концу, эпизод оканчивается или же, как во вступлении к Мейстер Зингерам, начинается новая мысль, которая в свою очередь, давлее себе, разворачивается в отдельный эпизод. Контрапунктическое соединение трех главных тем, в симфонической форме это была бы разновидность сокращенной репризы, производит большое впечатление, но поверхностное, как всегда, в опере. Однако со стороны техники контрапункта это не так уж блестяще. Вагнер был великим контрапунктистом, и был способен на большее. Как симфонист Вагнер, музыкант беспечный. И в этом один из источников его неодолимого воздействия на слушателей. Ганслик в своей рецензии на первый концерт, данный Вагнером в Вене в 1862 году, говорит о демагогическом воздействии его музыки. Неплохо сказано. Демагог воздействует на людей зажигательной фразой. А Вагнер, своей неотразимой, стихийно первозданной фантазией. Ясно, что критик почувствовал гениальность вагнеровского замысла и пытается рациоаналистически обосновать свое неприятие несимпатичного ему феномена ссылкой на то, что пользоваться подобными средствами нечестно. Вагнер иногда довольно хорошо сознавал несимфонический характер своей музыки. По этому поводу он высказался в статье о применении музыки к драме, предназначенной для байрейских листков, и его аргументация явно направлена против Брукнера, который по-детски почитал байрейского мастера, по существу немыслима такая главная тема симфонического аллегра, которая содержала бы гармонически слишком заметную модуляцию, особенно если бы при первом своем появлении она предстала в таком смущающем душу гармоническом виде. И Вагнер цитирует из первого действия Лейнгрена выход Эльзы как пример того, что в опере вполне уместны вещи, непозволительные для симфонической структуры. Тоже можно сказать о хоре пилигримов, о музыке Венеры в Увертюре к Тангейзеру и вообще о самых чарующих образцах вагнеровской фантазии. Все это Ганслик и назвал демагогией. Полет валькирий, заклинание огня, исполнявшееся в Венском концерте, это несомненные образцы такой демагогии, оркестровые пьесы, непревзойденные по пластичности и блеску, соединяющие в себе дерзновенную фресковую композицию и тончайшую гармоническую и контрапунктическую проработку. Любая вагнеровская партитура. Это книга с картинками, необычайно привлекательная для знатока, которую не применит, например, заметить, что в полете валькирий Вагнер виртуозно пользуется барочной венецианской техникой, составляя отдельные хоры инструментов, как поступал и Бах в первой части Магнификата или в Санктус Си минорной мессы. У Вагнера накладываются друг на друга трели деревянных, низвергающиеся арпеджио струнных, пунктированный ритм галопа у фаготов и валторн. И на этом фоне вырастает поразительно пластичная мелодия валькирий, которую исполняет басовая труба, усиленная двумя валторнами. Словно валькирий на самом деле, скача на конях, являются на фоне рваных туч. Правда, это вовсе не симфонизм, по уже изложенным причинам. А коль скоро права Вагнера на лавры симфонисты не очень-то обоснованы, встает вопрос и о том, как обстоит дело с претензиями музыкального драматурга. Было бы нечестно обращаться с этим вопросом к его ранним произведениям, этой оперы, и не более того. Однако эти ранние вещи содержат в себе указания на первоначальную направленность вагнеровских драматических опытов и потому не лишены значения. А если подвергнуть критическому разбору поздние тексты музыкальных драм Вагнера, принять во внимание объединяющие их моменты и окружение, в котором воспитывался Вагнер, то в итоге выявится недвусмысленный факт, основу драматургии Вагнера составляет романтическая мелодрама. Те черты, которые подразумевает этот термин, в самом типичном виде можно найти именно в романтической опере. Романтическая склонность к фантастическому колориту, к чисто эмоциональному восприятию вещей нашла здесь для себя обильную пищу и благодарную публику. Сюжеты очень часто заимствовались из современной литературы, прежде всего, у Вальтера Скотта и Виктора Гюго. Но по своему характеру они восходят к более раннему времени, «Разбойники Шиллера», «Проматерь Гриль Парцейора». Однако именно в Вагнеровское время расцветает безудержный мелодраматизм, Личия Диламер Мурда Ницетти по Вальтеру Скотту, Эрнани Регалета Верди по Виктору Гюго, вот типичные образчики драматургии, которая не стесняется громоздить ужасы, представлять преувеличенное чувство, изображать как голубиную кротость, так и мрачное коварство. Большая опера Мейербера комбинировала такую драматургию оперы с большими историческими сюжетами и соответствующей им картинностью. Итак, вполне был бы понятен решительный отход столь умного и критичного художника, как Вагнер, от подобного направления. Однако Вагнер – это дитя своей эпохи. Его критика направлена не столько против содержания романтической драмы, сколько против ее формы. Он сам уходит корнями в эту драму. И хотя Вагнер был в состоянии разобрать, какая варварская бессмыслица составляет содержание Виберовской Эврианты, это не помешало ему воспользоваться в Лоингрине читой злодеев-интриганов, у Вебера это Иглантин и Элисиарт, и позаимствовать в опере Маршнера Хромовник и Еврейка. Сюжет по Вальтеру Скотту, мотив поединка, Божьего Суда, призванного доказать невиновность героине. Что можно возразить против этого, драматические мотивы кочуют из произведения в произведение. Но мотивы эти, типично мелодраматические, и Артруда не перестает быть отвратительной колдуньей наподобие Виберовской Эглантины, хотя Вагнер и пытался предать ей демоничность и показать ее на известном фоне, Артруда у Вагнера фанатически привержена неспровергнутым древнегерманским божествам. Вагнеру не составляло труда мотивировать все что угодно, у него неисчерпаемый запас находок. Другое дело, что порой он мотивирует катастрофически пространно. В самой жизни Вагнер страдал от того же порока, от многоговорения, от задиристости. Должно быть, заходил он в этом очень далеко, коль скоро ему приходится приносить свои извинения Матильде Вейдендамг. Поводом, что тоже показательно, послужили нападки Готфрида Земпера на нестерпимую серьезность Вагнера. Вспоминаете последний вечер, когда в гостях был Земпер? Я вдруг потерял покой и обидел собеседника нарочитой резким обвинением. Слово вылетело, и я внутренне сейчас же остыл и стал думать лишь о том, как бы восстановить мир и должный тон беседы, потому что необходимость этого я понимал. Но в то же время известное чувство подсказывало мне, что невозможно просто замолчать, а нужно постепенно и сознательно перевести разговор в другое русло. Я помню, что, решительно выражая свое мнение, я тем не менее уже вел разговор с известным сознанием художественной формы, и он, несомненно, завершился бы тем, что мы поняли бы друг друга и успокоились. Но, как мне кажется, даже вы в какой-то момент пришли в замешательство, опасаясь того, что мои непрестанные громкие речи объясняются сильной взволнованностью, и все же я помню, что спокойно возразил вам, позвольте же мне только повернуть разговор назад, так быстро ведь ничего не решается. Несмотря на свое беспримерное чувство сценичности, Вагнер вновь и вновь становился жертвой непреодолимой потребности все аргументировать, и в его произведениях нередко встречаются места, где никак не удается подавить досаду, но разве надо объяснять все столь обстоятельно? С Вагнером здесь происходит то же, что с его эстетической теорией, его красноречие беспредельно, если только он подозревает, что не все тут чисто. Мелодраматичный, но с нечистой совестью, Вагнер не может отрешиться от наследия мелодрамы, как ни старается углублять характеры и подробнейшим образом мотивировать завязку. Типичнейший аксессуар мелодрамы, интригующий персонаж. Вагнеровские интриганы, враги его положительных героев, жалкие личности, они бедны музыкой, и их создателю явно пришлось с ними туго. Их музыка за редким исключением, условно она показывает, что Вагнер не любил этих героев, да и за что их любить. Достаточно лишь прибегнуть к сравнению и посмотреть, чего достиг Верди в изображении таких персонажей, от Спарафучили, Регалета, графа Дилуна, Трубадур, Карлоса, Сила Судьбы, Рената, Балмаскарад, Аманасра, Аида до несравненного Яга Вателла. Какая жизненность, какая музыка, а вагнеровские злодеи невыносимо мрачны и тусклы. Тильрамун под сапогом своей супруги, неловкий грубий Янгун Динг, который только и может сказать своей жене, что приготовь нам пищу дожди меня в постели, сумрачный Гаген, оставь печального мужа, оскопивший себя Клингзер, брызжущий проклятиями Альберих. Ах, эти проклятия. Чара проклятий, опять же изобретение вагнеровской эпохи, новый мелодраматический реквизит. Из Ветхого Завета известна чудесная сила благословения, однако проклятие Бог оставил за собой и редко пользуется этим своим правом, разве что проклинает Кайна. Мелодраматические проклятия мы находим у Верди Вригалета, в силе судьбы, и там они на месте. У Вагнера же проклятие становится драматическим приемом, против которого можно многое возразить. Альберих клянет, защищая свои жизненные интересы, он клянет любовь, чтобы обрести золото, и клянет золото, чтобы досадить грабителю. Зато проклятия Кундри совершенно беспредметны, она просто до крайности раздражена, и невозможно понять, отчего проклятия ее обладают такой силой, что ни в чем не повинный Парсифаль должен из-за них годами скитаться по свету. Альберих мог по крайней мере сослаться на символическое значение золота. Приходится прибегать к символическому значению, оправдывая и другой аксессуар мелодраматической режиссуры «Волшебный напиток». Вполне можно представить себе, что первый импульс к созданию Тристана Вагнер почерпнул из необычайно популярного любовного напитка глубоко презираемого Индоницете. Конечно, в Тристане мотив напитка понятен, это символ неодолимого влечения двух юных героев друг к другу, но тут добавляется еще и роковая подмена волшебных напитков, настоящий фарс, не будь при этом трагического фона. Неужели же дубиноголовая Брангена не нашла ничего более невинного в сундуке с зельями, когда ей было приказано приготовить напиток смерти? Наконец, в гибели богов использования напитка, обращающего героя Зигфрида в безголовую марионетку, не ведающую, что творит, в драматическом отношении ниже всякой критики. Здесь изъяны внутренней взаимосвязи событий, характерные для гибели богов, становятся очевидны, ведь и сами мотивы сказаний в кольце Нибелунга плохо совмещаются друг с другом. Все, что внутренне не взаимосвязано, все, что приходится соединять с силой, все это здесь расползается во все стороны. Зигфрид, убивший дракона и взявший в жены Гутруну, то есть на самом деле Кримхильду, это одно лицо, а Сигурд, пробудивший ее ото сна и взявший ее себе в жены, другое у Вагнера оба превращены в одно лицо, и напиток оправдывает такое слияние. Странные, и предательские, вещи творятся и с главным реквизитом тетралогии с кольцом. Зигфрид подарил его Брунгельде, а потом стягивает его с ее пальца, всегда ли мужчины так поступают, когда дерутся с женщинами. Но на следующее утро уже не помнит об этом своем подвиге, зато помнит, что отнял кольцо у драконов Афнора. Итак, чудесный напиток действует выборочно, люди то забывают, то не забывают, в зависимости от того, чего требует ситуация. Впрочем, если досконально разбираться в событиях кольца, то конца не будет всплывающим на поверхность нелепостям. Вот хотя бы Ватан, какой-то необычный, непоследовательный бог. Он строит себе дворец, но денег на постройку у него нет. Тогда он отдает в залог богиню Фрею, жизненно необходимую для богов, золотые яблоки. Потом он платит за нее выкуп, награбленное золото, с которым расстается, однако, с крайней неохотой. Невольно думаешь о Вагнере, должники и неплательщики, невольно вспоминаешь о Вагнере и мене, когда Ватан Валькирия, второе действие, вторая сцена, поступает со своей женой Фрикой как неверный супруг, совесть которого нечиста и который именно поэтому вынужден уступать там, где прав и где должен был бы показать характер. Когда же Брунгельда нарушает его повеление и поступает мужественно и человечно, он карает свою любимую дочь, словно мстительный бог и Егова, навеки изгоняет ее из мира богов. Тут ворчану критику следует прерваться, чтобы откровенно заявить. Все его возражения не имеют ни малейшего значения. Ни один восприимчивый зритель ни на минуту не задумывается о непоследовательностях и драматургической недобросовестности Вагнера. Он примирится со всем, потому что эмоциональное воздействие музыки таково, что о подобных вопросах сразу забываешь. Вот почему в глазах публики Вагнер всегда был прав, вот почему его критики никогда не были правы. У сценического действия свои законы, своя логика. Правда, иногда Вагнер заходит слишком далеко, в последней сцене триста новооруженные мужи со стервенением бьются у врат замка Кориоль, итог, двое убитых, тогда как стоит пройти два шага. И Брангена без труда перебирается через низкую стену, чтобы поспешить к своей госпоже Изольде. Мы все это видим, но никогда над этим не задумываемся. И все наши возражения направлены не против произведений Вагнера, а против его претензий на величайшую славу и непогрешимую святость его драматического искусства, против призрака универсального художественного произведения. Если Вагнер воздействует на зрителя глубоко и серьезно, то это всякий раз воздействие оперного искусства. Если принять его произведения за оперы, какими они являются на деле, то и все мелодраматическое в них уже не вызывает возражения. Начинаешь искать в них только то, что можно в них найти, великолепные красивые места. Драматург превосходно потрудился ради музыканта, он предоставил ему такие возможности для демонстрации выразительности, какими никто прежде не располагал. Уровень созданного – вот единственный реальный критерий оценки всего творчества композитора-поэта. А все сомнительное в его сочинениях восходит к противоречию между сознательно поставленными целями и фактически достигнутым, между претензиями теории и неискоренимым инстинктом художника. Педант-драматург, правда, воздвиг на оперных подмостках чудовищные горы балласта, не думая о последствиях, все надо объяснять, все мотивировать, и предыстория становится известной нам в мельчайших подробностях. В кольце Нибелунга все это доходит до крайностей, вероятно, объясняется тем, что текст тетралогии возникал по частям, в обратной последовательности, или, что тоже не исключается, желанием автора обеспечить возможность исполнения каждой из частей по отдельности. Но разве не жестоко заставлять нас выслушивать в Валькирии подробный рассказ обо всем том, что произошло в Золоте Рейна, в Зигфреде, о том, что происходило в Золоте Рейна и Валькирии, а в Гибели Богов еще раз, сначала до конца, воспроизводить всю цепь событий Золота Рейна, Валькирии и Гибели Богов? Но все не беда, если бы только музыка была на должной высоте. А это, увы, не так. Разве вечное пережевывание одного и того же может вдохновить композитора, посвященное пересказу давних обстоятельств сцены, во втором действии Валькирии, Ватан и Брунгельда, в первом действии Зигфрида, сцена Странника, выдержаны на точке замерзания фантазии, это суховатый диалог, простроченный литмотивами. В такие минуты осознаешь всю мудрость сухого речитатива в старинной опере, там диалог заканчивается с минимальной тратой времени, а негативное музыкальное содержание речитатива подчеркивает рельефность следующей Занимарии. Но со всеми слабостями кольца контрастирует такая высота реально достигнутого, что уже в виду колоссальных размеров произведения ему присуще совсем особое достоинство. Человек, сумевший создать все это, был громадной личностью с твердым характером, с крепкой верой в свои художественные идеалы. Это произведение уникально, и столь же уникальна линия развития его стиля, в котором отразился 25-летний процесс становления, от первого дрезденского замысла до завершения в Байрете. Вот в чем, по-видимому, основная причина чрезвычайных различий в стиле четырех составляющих единое целое произведений. Самое прекрасное и словно предначертанное судьбой в становлении гигантского замысла, это невольный, непредусмотренный результат развития. По мере того, как сам Вагнер изменялся, старее, параллельно с этими изменениями шло и действие тетралогии, охватившее историю целого мира, от первозданного состояния до гибели, от наивной простоты золота Рейна с непосредственными изначальными мотивами словно еще не тронутой природы через потрясающие бури Валькирии с их стихийным разгулом страстей, через светлый, полдневный героический ландшафт Зигфрида до скрывающихся в черных тучах вершин гибели богов с колоссальным финалом, громоздящим в небеса весь тематический материал произведения. Вместе с возрастом росло художественное самосознание музыканта, подлинный центр всей энергии его существа, за эти два десятилетия оно достигло самой безмерности. Отсюда величественность стиля гибели богов, его полифоническое великолепие, неисчерпаемое богатство гармонического и оркестрового колорита. Многие музыкальные символы литмотива, проходящие сквозь всю тетралогию, мотив дочерей Рейна, мотив золота, волгалы, копьи Ватана, мотив проклятия Альбериха и многие другие при своем первом появлении в золоте Рейна, всего лишь музыкальные значки. Трудно даже предположить там их тематическое значение в высшем, симфоническом смысле. В гибели богов эти мотивы складываются в комбинации, непревзойденные по силе впечатления. Здесь, в гибели богов, видимый пик целого, это самое монументальное создание Вагнера. Эмоциональная же вершина тетралогии, по-человечески волнующая, это Валькирия. Судьба двух прекрасных, несчастных гонимых страстью людей, Зигмунда и Зиглинды. Ватан бездумно произвел их на свет и столь же бездумно губит, потрясает до глубины души. И, первый, кого так тронуло, кого так возмутила их судьба поднялся в своей музыке, созданной для них, на вершину своих величайших достижений. Можно считать, что первое действие Валькирии, самое лучшее оперное действие, какое когда-либо писал Вагнер. Это музыка, отмеченная такой проникновенностью, глубиной, внутренним жаром, что ничего подобного он уже не писал впредь. Колоссальное внутреннее развитие, которое ведет от золота Рейна к Валькирии, не объяснить разделяющим их промежутком времени, как сказано, оба произведения создавались непосредственно друг за другом. Их разделяет внутренние переживания, переживания фантазии, переживания драматурга, ни с чем не сопоставимое во всем творческом развитии Вагнера. Золото Рейна – это сказка. И все, что в ней происходит, подобно книжке с картинками, яркими и живыми, веселыми и пугающими. А Валькирии переносят нас в сферу подлинной человеческой трагедии. Зигмунд и Зиглинда – простые люди, они созданы, чтобы жить. Однако неумолимый рок преследует их, и вся их жизнь сводится к блаженству одной единственной весенней ночи, с которой начинается их гибель. Катастрофе в конце второго действия предшествует сцена, отмеченная потрясающим трагизмом, Валькирия является перед Зигмундом и возвещает ему смерть. Но буря его чувств заставляет ее отступить, нарушив повеление Ватана. И сколь же жалка в сравнении с этой трагедией живых людей, с их чувствами вся политика Ватана – политика силы. Кстати, если только отвлечься от непоследовательности поступков Ватана, сама драма отличается классической мощью и единством развития. Более того, это цепь образных, волнующих, удивительно законченных как в драматическом, так и в музыкальном отношении сцен, производящих огромное впечатление в театре. Говоря иначе, это настоящая опера. Единственное произведение Вагнера, которому нельзя сделать такой комплимент, или же, рассуждая по-вагнеровски, которому нельзя предъявить такой упрек, это Тристан и Изольда. В этом сочинении художник наиболее последовательно шел за теоретиком, и если только не обращать внимание на неискоренимые мелодраматические предпосылки произведения, Вагнер-драматург вполне удовлетворил здесь самым строгим требованиям классической драмы. Вагнер из сказания заимствовал лишь одно – мотив рокового любовного напитка и образ волшебницы Изольды, которая является слишком поздно, чтобы спасти смертельно больного Тристана. Все остальное принадлежит Вагнеру. Яркообразные мотивы сказания Вагнер скрестил с построениями мысли в духе Шопенгауэра, хорошо ему тогда известного, но в итоге он вложил в произведение слишком много абстрактной рефлексии, сказочный сюжет не выдержал такого бремени. Это повсеместно приводит к чрезмерной широте. Такова бесконечная экспозиция первого действия, тут необходимо мотивировать отчаяние, овладевшее Изольдой, приводящее ее на грань самоубийства вместе с Тристаном. Во втором действии бесконечными разъяснениями надо оправдать все нелипое, что было и осталось в поведении Тристана. В третьем действии жестокие в отношении к самому себе монологи больного Тристана должны проиллюстрировать бесконечное ожидание опаздывающей Изольды. Это ведь так быстро не бывает. Если это изъяны, то вместе с тем и непременные своеобразные особенности произведения, которые в том виде, в каком оно существует, представляются выдающимся шедевром. Осторожные купюры в первой половине любовной сцены и в третьем действии, предложенные самим Вагнером, могут лишь яснее выявить совершенство целого. Однако от этого не исчезает проблематичность вещи, порожденные экзальтированным чувством, она пребывает в сфере экстаза, не всегда доступной здоровому чувству. Тристан и Изольда ходят на Катурнах, их чувства превышают обычные человеческие, предельное напряжение, для которого отождествляются жизнь и смерть, пронизывает целое произведение. Даже песня Матроса за сценой в начале первого действия звучит и реально, с хроматическими смещениями. И это тоже фрагмент иного мира, сотворенного фантазией мира непоземному напряженных, сверх меры натянутых чувств. Вагнер это понял. Боюсь, мою оперу запретят, писал он Матильде Везенданг, если только скверное исполнение не превратит ее в пародию. И так только посредственное исполнение может меня спасти. А исполнение совершенное сведет людей с ума, иначе я себе этого не представляю. Уже Лоенгрин смутил ум молодого короля Людвига? Тристан же смутил целое поколение. Кстати говоря, из всех фантастических капризов Вагнера самый странный, это его шопенгауэровская поза. Наиболее послушной своей воле из всех когда-либо живших на Земле людей, Вагнер заговорил о преодолении воли, об отречении. Однако Вагнер веровал и творил. Судя по дневникам, которые Вагнер писал в Венеции для Матильды Везенданг, его фантазия завела его очень далеко, он с головой ушел в тристановские настроения. Итак, ты посвятила себя смерти, чтобы даровать мне жизнь, и я принял в дар твою жизнь, чтобы вместе с тобой расстаться с миром, чтобы страдать с тобой, чтобы умереть с тобой. Непостижима способность Вагнера-художника переносить весь жар своей фантазии в творчество, не расплескав, не остудив его по дороге. Трудно даже судить о Вагнеровском Тристане, трудно потому что, собственно говоря, надо или любить, или ненавидеть его, или любить и ненавидеть сразу. Корнелиус прямо-таки боялся Тристана. Он писал своей невесте, Андер в Вене учил эту партию и уже почти твердо ее знал. Поэтому для Вагнера тяжелейший удар, что Андер умер в безумии, а Шнор, исполнивший ее, от Тифа. Не должно ли это событие послужить словно пограничный столб, предостережением, не надо натягивать сверх меры лук, выпуская стрелу энтузиазма в самое сердце слушателя, предостережением, не надо вступать в сферу такого искусства, беспощадного, дергающего и взвинчивающего все нервы и фибры души. Кто равнодушен к этому произведению, тот страдает от недостатка фантазии. А для оценки этого произведения важны такие критерии, колоссальный факт существования стиля, отмеченного самым дерзновенным своеобразием, и раскрытие мелодических и гармонических тайн, какие до Вагнера никому и не снились. Если даже и не предаваться полностью воздействию Тристана, в общем впечатлении все равно должны отложиться два эпизода, по потрясающей напряженности отразившегося в них переживания, не имеющие параллелей в искусстве. Оба эпизода связаны с умирающим Тристаном. До какой же степени Вагнер внутренне слился с его страданиями. Тристан, мучимый жаром, вслушивается в печальный наигрыш пастуха, тот переходит в оркестр и, видоизменяясь, продолжает звучать. И вот Тристану на этом фоне, на этом Кантас Фаэрмос, гложащий сердце, мучительной, несказанно жуткой мелодии представляется вся его жизнь. Трудно сказать, музыка ли это еще, это передаваемое средствами музыки выражение больной души. Второй эпизод наступает позднее, приходя в себя после обморока, больной Тристан думает, что видит корабль с Изольдой на борту. Четыре Валторны исполняют здесь парафраз лирической мелодии из любовной сцены второго действия, спокойная и проникновенная, она постепенно достигает вершин ликования, и пение Тристана поднимается вместе с нею к лирической кульминации, Изольда. Как ты прекрасна! Наконец на самой точке кипения раздается веселый наигрыш пастуха, который увидел приближающийся корабль Изольды. Это прекрасная музыка, и едва ли можно говорить об исключительно музыкальном воздействии такой сцены. Вот где истинная драма, в единстве действия, звучащего выражения и нашей собственной взволнованности, передающей нам художественное переживание подобной степени интенсивности. Стоит ли указывать на те средства, которыми маг и волшебник Вагнер достигал подобного воздействия на слушателей? Интересующийся этой проблемой музыкант должен будет заняться тайной побочных доминант, благодаря гармоническому освоению которых все интервалы полутоновой гаммы приведены в диатонически-тональную взаимосвязь. Однако о Вагнеровской гармонии, и особенно о гармонии Тристана, написано немало неразумного, и не будет излишним указать на то обстоятельство, что Вагнер действительно постиг самые тонкие возможности тональности, подчинив их своим потребностям в выражении, но что он ни на йоту не отошел от тональности с ее полем притяжения. У Вагнера даже бывает и так, что, как во всех операх Моцарта, а также в «Волшебном стрелке», «Эврианте» и «Абероне Вебера», целое сценическое произведение написано в своей особой тональности, которая, словно дуга, соединяющая начало и конец, творит в произведении единства, которое мы ясно слышим. В Лоенгрине это «Ля мажор», в «Мейстер Зингерах», в «Парсифале», «Ля бемоль мажор». Вагнеровский ответ на вопрос о тональности вступления к Тристану, на вопрос, далеко не всем ясный, недвусмысленно дан уже тем, что для концертного исполнения вступления Вагнер приписал к нему завершение, приводящее к «Ля мажору». Это необходимо вытекает из того, что вступление коренится в тональности «Ля», в тональности, которая, однако, становится у Вагнера символом вечного томления, гармоническое развитие все время приближается к тонике «Ля», но никогда не достигает ее. Гармоническое мышление Вагнера – это особенный феномен. Чтобы подыскать пример столь же уверенного обращения с тональностью, необходимо обратиться к решительному антиподу Вагнера, к Брамсу, у которого никто еще не находил склонности к тональности. В соль минорной рапсодии Брамса, Ор, 79, номер второе, нужно дойти до самой середины разработки этой большой, написанной в сонатной форме пьесы и пересечь эту середину, чтобы утвердилась тональность пьесы. А последняя из пьесор, 76, да мажорная каприча, с самого начала недвусмысленно вращается вокруг своего тонального центра, но утверждает его лишь своим последним аккордом. Бессмысленно выводить из Тристана необходимость о тональной музыке, ведь Тристан – это самый последовательный итог тонального стиля. Безошибочно ориентируясь, Вагнер шел по трудному пути, и нельзя возлагать на него ответственность за то, что люди, шедшие вслед за ним, заблудились. Правда, Вагнер-композитор вдохновлялся драмой, его музыкальное мышление определено поэтическим текстом, однако тенденции выразительности, тенденции звукописи не способны были нарушить его чувство целостности, внутренней взаимосвязи музыкального произведения. Ни в одной вагнеровской партитуре нет ни одной ноты, которая не была бы однозначно определена с музыкальной стороны. Теория Вагнера, но не его музыка. Правда, повинна в том, что в истории музыки наступил период величайшего хаоса, что целое поколение музыкантов было выбито из равновесия и что многие, в гармоническом отношении, начали жить непосредством. Хотя рок и на этом не остановился, и все мы присутствуем при бунте огромного большинства людей против музыки, при восстании против нее немузыкальных людей всех стран. Вот что повернулось за это время на 180 градусов, общественное мнение. В эпоху Тристана Ганслики ворчали, а публика толпами бежала за Вагнером, как дети за Крысоловом из Гамельна. Теперь наоборот, публика не желает слушать новую музыку, а критики восторгаются, потому что пример Ганслика научил их предусмотрительности. И только одного они не поняли, и для предусмотрительности нужен разум. Вагнер обладал абсолютно здоровой натурой, и вот симптом, после всех экстазов и хроматических сумерек Тристана он вернулся в посесторонний мир, и при том вступил в полосу такого яркого света, какого ему до той поры не доводилось видеть. Переход потребовал времени и явной смены всей обстановки. Человек волевого действия, Вагнер должен был заново осмотреться в мире, сразиться с ним, наставить себе синяков, о чем побеспокоился парижский тангизер, да и вся действительность, да и после этой постановки. По вакханалии, которую Вагнер писал в Париже, можно заметить, что Тристановская инфекция все еще оставалась у него в крови. Нужен был какой-то основательный, решительный толчок, чтобы оживить его творчество и направить в русло, отвечающее его натуре. Тут-то Вагнер и разыскал в закоулках своей памяти мейстер Зингеров, сюжет, который он набросал за 16 лет до этого в Дрездене. Естественно, что и мейстер Зингеры не стали легкой комической оперой, а именно это пообещал Вагнер своему издателю, как не стал итальянской оперой для Рио-де-Жанейро Тристан. Вагнер не способен высказываться иначе как широко и весомо, у него была нелегкая рука. Верди, антипод Вагнера, подарил миру Фальстафа, когда ему исполнилось 80 лет, ему тоже надо было пережить для этого чудесное превращение, художник, всю свою жизнь преданно служивший трагической музе, обрел в комедии новый взгляд на мир. Верди научился ко всему относиться легко, вот откуда прелесть Фальстафа. А мейстер Зингеры были написаны за 25 лет до этого, за четверть века, и Вагнер еще нас на своих плечах тяжкая бремя романтического мира чувств, исторических костюмов, декораций. А романтик обязан ко всему относиться с предельной серьезностью, к себе и к своим чувствам, без такой серьезности он вовсе не мыслим. Уже первые такты вступления к мейстер Зингерам, тяжеловатые и торжественные, не оставляют сомнения в том, что нам скорее предстоит пережить праздник, чем просто посмеяться. Мейстер Зингеры слишком серьезны для комедии, в них сознательно вложено слишком много мировоззренческого. Это одновременно драматическое высказывание в свою пользу, сатира, самовозвеличивание, уникальное соединение прокламации, драмы, оперы. Несомненно произведение это, подлинная опера. Теоретику музыкальной драмы пришлось закрыть глаза на происходящее. Вся композиция мейстер Зингеров с развернутыми музыкальными эпизодами, с ярким светом, льющимся на главных героев, с широкими финалами, все соответствует идеальной форме оперы, форме, созданной мудростью многих поколений, форме, которую не разрушит никакое отрицание. Непосредственные музыкальные импульсы сюжета дали здесь самый богатый урожай, в отличие от состязания певцов в Вартбурге, где Вагнер не сумел ими воспользоваться, а песня Вальтера, это благородный цветок вагнеровской лирики. И о чудо, оперный композитор перехитрил сурового драматурга и отвоевал у него даже маленькую балетную сцену, танец под мастырьев на лугу, красивый, прелестный, с которого начинается финальная сцена оперы. От музыкальной драмы мейстер Зингеры получили в наследство лишь небывалую широту и пространность, без этого Вагнер никак не мог бы высказаться. Но собственно говоря, всего только три эпизода своей прозаической прохладой, обстоятельностью диалогов усложнили здесь работу оперного композитора. Это, во-первых, уже упомянутое собрание мастеров в первом действии, во-вторых, сложные теоретические пояснения касательно поэтики, которые дает Ганс Сакс Вальтеру Штольценгу в своей мастерской, и, наконец, совестливость, с которой он же очень обстоятельно рассказывает собравшемуся на праздничном лугу народу, что теперь будет, хотя к этому времени все хорошо известно и нам, и, наверное, собравшимся на праздник Нюрнбергским бюргерам тоже. Однако балласта тут меньше, чем обычно у Вагнера, и если отвлечься от упомянутых сцен, то в мастер-зингерах совсем нет длин нот. Вот торжество самой богатой, льющейся непрерывным потоком фантазии. У автора этого произведения музыка, как говорится, льется неудержимым потоком, а причина этого, неосознанная самим композитором, заключалась в следующем, Вагнер блаженствовал, потому что был избавлен от темного, скрывшегося за занавесами. Должно быть из атласа и парчи, мира сказаний, от богов и героев, великанов и небелунгов, любовных напитков и шапок-невидимок, перед ним настоящие люди, настоящие чувства, реальные факты, люди с которыми можно искренне смеяться и плакать, радоваться и сердиться. И как же хорошо от этого всем вокруг. Ева, самая поэтическая и самая естественная среди всех женских персонажей Вагнера. Вальтер Штольцинг, единственный его герой, у которого к романтической экзальтации прибавляется капелька душевности и даже крупица юмора, а Ганс Сакс с его глубокой человечностью и крепким здравым смыслом принадлежит к числу бессмертных драматических характеров. В процессе работы над материалом Вагнер сместил центр тяжести оперы, и это обернулось большим преимуществом для произведения. Создавая первый набросок в 30-летиям возрасте, Вагнер отождествлял себя с молодым героем, Вальтером Штольцингом, гениально одаренным музыкантом, который перед лицом мастеров со смехотворными условностями их искусства выступает в полном сознании своего превосходства, будучи убежденным в своей правоте. 50-летний Вагнер сам стал большим мастером, и теперь, заново приступив к эскизу, он уже отождествлял себя с Гансом Саксом, в которого вложил все то зрелое и благородное, что смог найти в тайниках своего сердца. Итак, сложилась двойная связь автора с персонажами своего произведения, и благодаря этому оба главных героя, и Вальтер, и Ганс Сакс, обретают несравненную жизненность, а все произведения, такую реальность и такую душевность, какой больше нигде не встретишь у Вагнера. Здесь самовозвышение становится столь непосредственным выражением крайне эгоцентрической личности, что не дает воли и крупица тщеславия. А эгоцентризм вагнеровской натуры помешал ему рассмотреть в пору борьбы за Козиму, в какой мере сам он погрешил против своего идеального представления. Ганс Сакс находился в том же положении, но он великодушно отказался от юной Евы. Познай себя. Наряду с главными героями необычайно четко охарактеризованы и второстепенные. Достаточно сравнить Пагнера, доброго, благожелательного отца, с Даландом, его предшественником из летучего голландца, традиционно условным представителем того же амплуа, чтобы понять, как далеко вперед продвинулся Вагнер в своем искусстве. И вторая любовная пара мейстерзингеров удостоилась самой живой, индивидуальной характеристики, Давид и Магдалена. А если характерные типы мейстерзингеров сравнить с персонажами Кольца Нибелунга, всякому станет ясно, сколь огромен контраст между ними. Мы уже указывали на то, что в Кольце Злодей, интриганы обделены музыкой, как и в Лоенгрине, Тристане, Парсифале, и что это связано с самой конституцией этих произведений. В мейстерзингерах любая фигура полнокровна, пропитана музыкой, и даже на Котнера, суховатого старшину гильдии, проливается яркий свет музыки, когда он зачитывает табулатуру, правила цеха мейстерзингеров. Ит Белкмессер. Писарь, воплощенный враг искусства, любого чувства, живая, оригинальная личность. Пародировать легче всего, и Белкмессер мог бы стать простой пародией. Но композитор ограничивает пародийность этого образа весьма сдержанными намеками. Поэтому Сиренада, которую исполняет Белкмессер, это непревзойденный шедевр, несмотря на все пародийные частности, это великолепная мелодическая находка, благословенный ритм, из всего этого и вырастает чудесно задуманный финал второго действия. Раздраженный прямолинейной критикой Ганса Сакса, который, отмечая ошибки, зная себе бьет молотком по подошве башмака, Белкмессер вне себя от возмущения с трудом продирается сквозь последнюю страфу своей песни, и тут на него набрасывается с кулаками Давид, который, увидев своими зоркими глазами сидящую в окне переодетую Магдалену, решил, что ей-то и предназначалась Сиренада незадачливого писаря. Так и начинается славное побоище, где никому неведомо, кто кого бьет и за что. А из мотива драки вырастает фуга с мелодией Сиренада Бекмессера в качестве второй темы. Эта тема поднимается по терциям вверх, чтобы, ради этого и все нарастание, приземлиться на фа диез, единственные ноти, какую издает рожок ночного сторожа, который уже довелось услышать в предыдущей сцене. Этот фа диез, сигнал ужаса, все немедленно разбегаются. А вместе с тем с него начинается поразительно прекрасная мелодия. Прежде она звучала, когда Вальтер и Ева сидели в уединении под липой, и кажется, все волшебство теплой летней ночи перешло в эту мелодию. Когда же ночной сторож выходит на сцену и зевая, напевает свою песню, думая, должно быть, что услышанный им издалека шум просто-напросто пригрезился ему, а затем мелодия летней ночи, нарушаемая тихим отголоском от шумевшей драки, перебивается клочками бекмессеровской Сиренады, на звуках которых и опускается занавес. Брамс, это самый чудесный финал оперного акта, который когда-либо был написан. Брамс, всегда настороженный, сдержанный критик своего знаменитого современника, нечаянно процитировал это завершение в одной из поздних фортепианных пьес, О. П. 119, номер второе. Вот изящный, непроизвольный знак признания. На полях заметим для себя, что тождественность тональности, как всегда, ясно указывает на подсознательно закрепившийся в памяти образ. И еще одно замечание на полях, радость, которую доставляет этот финал, портит одно единственное обстоятельство, вокальный характер сцены драки невыносим. Кто с некоторым знанием дела заглянет в клавир, поймет почему. Артикуляция и фразировка в вокальных партиях такова, как если бы это были инструменты, не голоса. Вагнеровский слух, безошибочный во всем, что касается оркестра, странным образом подводит его, когда речь заходит о человеческих голосах. Тонкое чувство выразительной декламации сольного пения изменяет ему в ансамблях, где Вагнер подается искушению требовать от голосов вещи, которые им противопоказаны. Встречаются хормистеры оперы, которые хвастаются тем, что их хор может исполнять сцену драки без сопровождения. В репетиционном зале, да. Но не на сцене, где все обращается в беспорядочный крик. Хорошо еще, когда кричат в такт, хотя все равно некрасиво. Можно возразить, откуда быть красоте в сцене драки. Но остается вопрос, заслуживает ли этот шум и гам бесконечного труда, какой приходится на него положить. К счастью, Вагнер умел писать иначе и не раз доказал это в тех же мистер Зингерах. Самое поразительное из всех его теоретических заблуждений, это отказ от ансамблей, прекраснейшей возможности оперного стиля. В кольце Нибелунга, в Тристане Вагнер, за малым исключением, придерживался того принципа, который был метко определен Гансликом, петь гуськом. В мистер Зингерах Вагнер позабыл о нем. Конечно, он не пошел так далеко, чтобы сцена Евы и Вальтера или Сакса и Евы превратилась в простой оперный дуэт. Но когда теплота чувства побеждает сцена крещения новорожденной песни Вальтера, Вагнер способен составить квинтет из пяти участников, вот эмоциональная кульминация всего произведения, соответствующая внешней кульминации на праздничном лугу она словно ореол окружает всю оперу. Иной раз, слушая Вагнера, теряешь терпение, когда он слишком уж многословен. Зато в преддверии волнующих событий чувство выражается сосредоточенно, музыка кристаллизуется и дает неповторимый, несравненный склад. И коль скоро автор Мейстер Зингеров делает типично оперные выводы из типично оперной ситуации, с ним даже случается вот что, он прибегает к такой форме, которая со времен Россини встречалась в любой итальянской опере, к такой, в которую легче всего отливается оперный ансамбль. Такая форма на деле создана Россини, она органически вытекает из его стиля, где мелодия, единственная о чем вообще идет речь. Ансамбль начинается так, как будто это ария, сольный голос исполняет широкую певучую мелодию. В среднем разделе к нему один за другим присоединяются, чуть контрастируя с ним. Остальные голоса, внутреннее волнение нарастает и подводит к первоначальной мелодии, которая выразительно поддерживается всем ансамблем и достигает теперь кульминации. Нет менее замысловатой идеи формы, но если мелодия и голоса красивы, она завораживает, вот квинтэссенция того, что может предложить итальянская опера. Вагнер без смущения пользуется такой формой здесь, и это свидетельствует о его непредвзятости, когда нужно. А что касается мелодического дара, Вагнер, когда душа его захвачена, обойдет любого. Между пятью-десятью и шестью-десятью годами, в период создания мейстер-зингеров, Вагнер, как почувствовал он сам, достиг вершины творчества. В 60 лет он завершил кольцо, колоссальное творение, как назвал он его сам. В то же время он сознавал, что его силы неисчерпаемы, он чувствовал себя избранником. Тогда он писал Пузинели, что касается моего здоровья, я, особенно знатокам дела, представляюсь экземпляром особой человеческой породы, какому предстоит долгая творческая жизнь. Мне требуется много времени, ведь все, что я не пишу, является в превосходной степени. А издатель Шотто Вагнер пишет, судьба, об этом можно говорить с уверенностью, уготовала мне крепкое здоровье и преклонный возраст, с тем, чтобы один человек смог добиться того, на что в Германии потребны две человеческие жизни. Вагнер наверняка оправдал бы приговор судьбы, если бы не его последняя фантастическая авантюра Байрюет, стоивший ему здоровья. Партитура Парсифаля показывает нам, что произошло с Вагнером в эти годы. Парсифаль, осенний пейзаж, с деревьев облетели листья, выпал и ней, солнце скрылось за облаками. Эта музыка полна достоинства, отмечена подлинной взволнованностью, бескомпромиссной суровостью стиля, мудрым распределением красок. Но эта музыка создана утомленным человеком, которому недостает того, что всегда составляла магию вагнеровской музыки, недостает вулканической фантазии. Священный Грааль. Он в Парсифале лишь туманный образ без ясных очертаний в отличие от того Грааля, который был символом Лаенгрина. Быть может, король Людвиг руководствовался инстинктивным ощущением подобного свойства, когда пожелал сравнить с Парсифалем вступление к Лаенгрину. А Вагнер почувствовал себя задетым, быть может, этим и объясняется недовольство, с которым он прореагировал на каприз короля. В Парсифале все как бы взято из старых рук, правда из рук большого мастера. Когда во вступлении полный оркестр исполняет тему причастия, сначала звучавшую одноголосно, гармония, сказочное звучание оркестра неземное. И только недостает самого нерва, благодатного вдохновения. И нет его, за исключением нескольких более оживленных тактов в миг появления Парсифаля, до самого конца бесконечно длинного первого действия, где две трети времени уходят на неугомонную болтовню Гурнеманцеа, который должен вынести на себе все бремя экспозиции. А финал первого действия, вновь словно величественный собор, правда, воздействие финала зависит по преимуществу от распределения обширных спокойных плоскостей конструкции. По контрасту со статичным первым действием, которое почти целиком занято экспозицией, второе действие, это опять настоящая опера, где Вагнер проявляет безошибочное чутье драматурга. К сожалению, и здесь наиболее важная сцена, та, в которой Кундри пытается соблазнить Парсифаля, чуть подморожена. Драматург опять вмешался в дела оперного композитора и круто подвел его. До сих пор мы ничего не знали о личных обстоятельствах жизни Парсифаля, а потому Кундри обязана просветить нас. Вот она, словно старая тетка, и ведет рассказ о его происхождении, о его детстве, в музыке начинаются хлопоты с длиннотами, а в результате Парсифаля так и не удается соблазнить. Музыкальная кульминация этого действия, сцена с девами цветами, эпизод поразительной свежести, материал которой, видимо, принадлежит более раннему этапу творчества Вагнера. Это же можно сказать и о благолепной сцене Чудо Святой Пятницы в третьем действии. К этому действию относится и самая значительная часть всего произведения, большой заключительный апофеоз, где внушает уважение прежде всего его резкий контраст со сценой в том же Храме Святого Грааля в первом действии. Но замедленный пульс этой музыки мешает полностью отдаться ей. Эта музыка означает конец, прощание, это памятник абсолютной художественной цельности художественных намерений. Универсальное произведение искусства превратилось здесь в мистерию, Вагнер хотел, чтобы Парсифаль исполнялся только в Байрюете, и хорошо понимал, почему ему так хочется этого. Когда в 1913 году истек срок, определенный авторским правом, все оперные театры стали ставить Парсифаля, и воспрепятствовать этому не было никакой возможности. Однако Парсифаль так и не стал органической частью репертуара, его исполняют редко, его чтят, но вряд ли любят. Опера вечна. История произнесла свой приговор Вагнеру-реформатору. Он сумел сделаться папой римским в музыкальном мире, но не сумел основать свою церковь. Здание его теории не менее радикальной, чем 95 тезисов Мартина Лютера. Это исторический курьез, не более того. Самое парадоксальное, что, вознамеревшись уничтожить оперу, Вагнер создал для оперных театров наиболее репертуарные произведения. Лучше чем кто-либо, он позаботился о продлении жизни оперного жанра. Ему самому никак нельзя было не заметить такого пикантного обстоятельства. И мы уже говорили, что оно вызвало в нем весьма противоречивые чувства. Когда Вагнер, по его словам, поставлял театру свое произведение, он чувствовал себя униженным и, получив за него деньги, старался поскорее помотать их. Когда же его произведение пользовалось успехом в миру, Вагнера это все же радовало, невольно. Вагнер справедливо упрекал обычную оперу в рутине, режиссерской и музыкальной. Он героически боролся с рутиной уже в Дрездене. Когда он сам ставил в театре свои вещи, театрам нередко приходилось весьма туго. После постановки Лорен Грина Беловым, Вагнер говорил ему, «Единственный раз в моей жизни мне удалось разучить свое произведение в полном соответствии со своими намерениями, по крайней мере в том, что касается его архитектоники, ритма, формы. И люди с подлинным чувством и разумением, присутствовавшие на этих спектаклях, удивлялись лишь одному, тому, что публике было совершенно все равно, исполняется ли Лорен Грин так или совсем иначе. Позже оперу стали представлять по заведенному истории правилу, а впечатления у публики оставались все теми же. И Вагнер в отчаянии делает такой вывод, Все ваши капельмистеры, а тогда я, не могут дирижировать моими операми, ведь в лучшем случае они только хорошие ремесленники, они не знают и не понимают театра и усвоили разве что дурные манеры оперных певцов. Тут бы взяться за дело кому-нибудь другому. Я же всем этим сыт по горло и пальцам не пошевельну ради театра. Коль скоро театрами управляют столь тупо, нам тут делать нечего. А потом, случается, его душ убередит тот факт, что и совсем рутинное исполнение его произведения, оказывается, выявляет, несмотря ни на что, сущность вещи, значит, есть в сочинении мощь, которая при любых обстоятельствах заставит считаться с собой. Позвольте сообщить вам в нескольких словах, что я имел счастье слушать вчера Лаен Грина, впервые в жизни, причем в таком исполнении, которое глубоко взволновало и обрадовало меня. К тому же ленская публика встречала меня так, что, рассказывают, до сих пор ни один композитор не удостаивался здесь подобных почестей. Я был потрясен тем, что такой энтузиазм и такие знаки благоволения вообще возможны. Все, все, что может вознаградить художника за пережитые лишения, загадки и унижения, все это выпало мне на долю, мое сердце теперь утешено, и в нем воцарился мир. Или после постановки Тристана в Мюнхене Вагнер пишет, немецкая публика, вот кто позволил мне выдерживать самые коварные нападки моих врагов, и мюнхенской публике я тоже могу спокойно доверять. Не без удовольствия Вагнер сообщает об успехе мюнхенской постановки золота Рейна, осуществленной в отсутствии Вагнера, против его воли, по повелению короля. Странным образом все неприятности, которые пришлось мне перенести по вине Мюнхена, не могли стереть окончательного впечатления, произведенного на меня известием о том, что даже самое нелепое и во всяком случае совершенно бездушное и рутинное исполнение сложнейшей части всего цикла, золото Рейна, не только не могло погубить само произведение, но напротив, подтвердило силу его воздействия на широкую публику. Так что теперь уже не один театр подумывает о том, чтобы включить его в свой репертуар. Для всех этих противоречий, разнищихся впечатлений, чувств и высказываний есть одно объяснение, волшебство чар-театра. Эти чары породили оперу, самый объемный, крупный жанр искусства, они давали ей жизнь на протяжении веков, только такая мощь могла противостоять ожесточенным нападкам со стороны Вагнера. Опера, это нечто уникальное в силу того, что в ней слились воедино несовместимые, казалось бы, стороны причины, предпосылки. Но она живет. И сегодня не может быть сомнений в том, что произведения Вагнера существуют не как музыкальные драмы, но как оперы. Он начинал как оперный композитор. Свои первые театральные познания он приобрел как оперный композитор. Чувство оперного эффекта было у него в крови. Однако, когда Вагнер занялся эстетическими рассуждениями, философией искусства и в его душе сложилась идея универсального произведения искусства, между его далеко идущей теорией и его же неискоренимым инстинктом музыканта возникло противоречие, которое так никогда и не ослабевало. Оперный композитор восставал против музыкальной драмы. Хочется сказать, художник боролся с педантом. Быть своим собственным либретистом, при том выдающимся, даровитым поэтом, столь великое преимущество, что Вагнер стал драматурга ставить выше музыканта, а тогда уже вполне логично заключил, что он – единственный, кто призван разрешить проблему. Иначе он мог бы заметить, что идеал музыкальной драмы уже давно достигнут. Правда, достигнут лишь в исключительных произведениях, создававшихся под счастливой звездой. Лишь человек, одержимый манией величия, мог пройти мимо шедевров Моцарта, мимо Фиделии Бетховена, Орфея Глюка, волшебного стрелка Вебера, севильского цирюльника Рассини, снисходительно признавая за ними известные достоинства и подчеркивая фундаментальные пороки, будто бы присущие самому жанру. Опера исторически постоянно колеблется между двумя полюсами, стремясь то к идеалу драмы, то к идеалу музыки. И это учит нас тому, что проблему это не решить теоретически. Вагнер, прямолинейный теоретик как раз и помог нам понять это. Жизнеспособная опера всегда обязана своим существованием соединению сносного либрета, вдохновенной музыке и такому соотношению этих двух компонентов, при котором впечатления от сцены и воздействия музыки приведены в состояние равновесия. Однако общее впечатление более всего зависит от вокала. В драме нас занимает живой человек, любящий, страдающий, смеющийся и плачущий трагически, его судьба. В опере же нас трогает поющий человек, и чем более совершенно характер преобразован в поющий голос, чем прекраснее этот голос, тем сильнее общее впечатление. С незапамятных времен красота голоса привлекала в оперу слушателей, и по мере развития оперного жанра развивалось итальянское вокальное искусство, пока не стало тем, чем оно было, чем оставалось с конца 17 века. Опера и бельканта, это одно и то же. Вот одно из самых замечательных явлений, созданных эпохой Возрождения. Французская опера непосредственно обязана своим появлением примеру итальянской, хотя впоследствии развивалась по-иному своеобразно. Для немецкой оперы, как и для всей немецкой духовной жизни, тормозом были мучительные последствия 30-летней войны, и она возникла значительно позднее. Собственно, лишь волшебная флейта знаменовала момент, когда немецкая опера вступила в права развитого художественного жанра. Как и само Возрождение, опера черпала свои лучшие силы в интернациональных связях. Итальянец Люли стал основателем французской оперы, немец Гендель был величайшим мастером итальянской оперы эпохи барокко. Моцарт как оперный композитор был итальянцем по крайней мере наполовину, а Бетховен в своем Фиделье, либретто которого восходит к французскому подлиннику, испытал со стороны стиля и техники влияния французских опер итальянца Керубини. Фанатический национализм именно поэтому и игнорирует фундаментальные факты истории оперы. Вагнер осуждает оперу, не немецкий жанр, но с тем же успехом можно было бы осуждать полифонию Баха, восходящую к нидерландским мастерам, или танцевальные формы баховских сюит, заимствованные из Франции, или симфонии Бетховена, восходящие к итальянским корням. Агрессивный комплекс неполноценности впервые появился, говоря о немецких композиторах, отнюдь не у Вагнера. Уже Вебер, противившийся победному шествию Россини по сценам немецких оперных театров, не был свободен от него. После безвременной смерти Вебера в 1826 году его некому было заменить. Не было одаренной личности, которая повела бы за собой всех. Самые авторитетные композиторы 1830-х годов, Шпор и Маршнер, давно забыты, если не говорить о редких попытках возобновления их опер. Зато Лорд Цейнг, куда менее претенциозный музыкант, утвердился на сцене благодаря своему юмору и природному дарованию, а прежде всего благодаря безошибочному чувству сцены, этот тоже в своем роде композитор-поэт, он в этом отношении похож на Вагнера. Характерно, что, разбирая по косточкам оперный жанр, Вагнер ни словом не упомянул о Лорд Цейнге, хотя не мог не знать его произведений, Лорд Цейнг работал в Лейпциге в годы юности Вагнера. Несомненно, Вагнер в одной из опер Лорд Цейнга даже подчеркнул для себя материал. Это опера «Ган Сакс». Однако безалаберность Лорд Цейнга-литератора столь велика, что Вагнер не счел возможным для себя хотя бы упомянуть его. И разумеется, хороший поэтический уровень оперного произведения тоже достоинство наряду с прочими качествами, и как раз большая заслуга Вагнера заключается в том, что он разбудил совесть либретистов. Однако, несмотря на упорные, продолжавшиеся всю жизнь старания Вагнера, в оперном репертуаре утвердились многие произведения, поэтические достоинства которых ниже всякой критики, и этот факт опровергает мнение, будто качеству либретта следует придавать решающее значение. Мейербер, правда, низвергнут, однако для этого вовсе не требовалось усилий Вагнера. Склонность к внешнему эффекту из всех грехов Мейербера была самым пустячным. Это ведь старинная привилегия оперы. Опера возникла как дорогостоящая затея князей-меценатов и никогда не обходилась без декораций, театральных машин, пышных костюмов. Склонность к роскоши опера сохранила и в Париже, где ей покровительствовал сам король. Спонтини и Мейербер любили помпу, и в этом они, традиционалисты. Сам Вагнер не пренебрегал подобными средствами воздействия, притом не только в Реонции, где он безоговорочно следует французским образцам, но и вообще во всех своих произведениях, за единственным исключением, Тристана. Тристан, это действительно драма души, как называет его Вагнер. Появление корабля-призрака в летучем Голландце, грот Венеры и охотничьей компания слоем собак из 12 урагами в Тангезере, рыцарь-лебедь, поединок и шествие в Мюнстер в Лоенгрине, все это эффектные сцены большой оперы. В кольце Нибелунга все тоже настроено на старый лад, начиная с фантастической подводной сцены, Нибельгейма, кования молнии и радуги моста в золоте Рейна до разрушения зала Гибихунгов и пожара Волгалы в заключительной сцене гибели богов. Чем лучше адская пасть в Роберте-Дьяволе Мейербера, восход солнца в его пророке, кораблекрушение в Африканке. Мейербер поступал не хуже Вагнера, как и Вагнер, он помещал в центре сюжетного развития оперы наиболее впечатляющие сцены. В том-то и заключается сомнительность любой оперы, что сцена-картина должна заменить все непонятное, чтобы понимать, мы должны видеть. Картинность, пластичность, это существенный элемент оперной драматургии, все устремлено к картинному, эффектному образу, и Вагнер всегда следовал этому принципу, хотя, теоретизируя, умалчивал о нем. Когда он ставил в Байрейте кольцо Нибелунга, машинист сцены являлся для него лицом не менее важным, чем дирижер, и Вагнер не останавливался ни перед трудами, ни перед расходами, чтобы получить все самое лучшее для оформления сцены. Не всегда успешно, кусок заказанного в Лондоне дракона для Зигфрида, а дракона этого надо было перевозить по частям, по недосмотру отправился вместо Байрейта в Бейрут и опоздал на несколько месяцев. Итак, Вагнер всегда чрезвычайно серьезно относился к реквизиту и настоял на том, чтобы дорогостоящее оформление для Дрезденской постановки Тангейзера было выписано прямо из Парижа. Он-то очень хорошо понимал, что успех постановки зависит от таких внешних вещей. Но помимо этого, внешние вещи были составной частью однозначно определенного представления о том, каким должно быть его произведение не только в музыкальном, но и в зрительном плане. Режиссерские замечания Вагнера, краткие, благоразумно ограниченные самым существенным, таковы, что режиссерам стоит считаться с ними, ведь дирижеры внимательно относятся к нотам и динамическим обозначениям Вагнера. И само собой разумеется, певцу следует принимать во внимание как то, так и другое. Странным образом именно Вагнеровская традиция, так называемый Байрюицкий стиль, воспитывала у певцов манеры, которые совсем не соответствуют тому, что задумывал композитор, когда сочинял свою музыку. Листая клавиру оперы Вагнера, тотчас же замечаешь дуги, которые плавно обнимают широкие фразы в вокальных партиях, однако вагнеровские певцы избегают легата и делают все наоборот. Композитор недвусмысленно подчеркнул разницу между драматической декламацией и плавным лирическим пением, и в кольце, и в мейстерзингерах, да уже и в Лоэнгрине. Работая над Лоэнгрином, Вагнер впервые осознал это различие. Впрочем, мы не знаем, как поступал он сам при исполнении опер. Он был одержим идеей абсолютно ясной дикции и, по-видимому, тоже несет ответственность за дурные манеры, компрометирующие его музыку. Если верить Камилу Сен-Сансу, стойкому Вагнерианцеу со времен парижской премьеры Тангейзера, то на первом Байрюйском фестивале 1876 года никто от них не старался удивить красотой пения. Сен-Санс добавляет к своему рассказу, певцов, которые заслуживали бы этого имени, редко встречаешь в Германии, большинство исполнителей кольца кричат, они поют. С тех пор методика обучения пения усовершенствовалась, но вагнеровского певца с хорошим легатой теперь редко встретишь. Нужна вокальная культура, безукоризненное владение дыханием и твердое намерение ни при каких обстоятельствах не форсировать звук, как бы ни бушевал оркестр. Из многих высказываний Вагнера нам известно, что красота продолжала оставаться его конечной целью. И точно так же хорошо известно, что очень часто он вынужден был довольствоваться меньшим, по его мнению, злом, ясной дикцией и при не очень красивом звучании голоса. Правда, Вагнер никогда не соглашался с тем, что источник беды есть он сам. Через все его сочинения проходит постоянный мотив, требование выразительной, точной вокальной интонации. Такой интонации он не находит у Моцарта, у Бетховена, у Вебера, объясняя это тем, что тогда еще не был обретен настоящий немецкий вокальный стиль. Он и на этот раз ошибся. Уж не говоря о том, что настоящий немецкий вокальный стиль существовал с 17 века, среди более близких к нему по времени композиторов его намного обогнал Шуберт. Правда, вагнеровский вокальный стиль преследует совершенно иные цели. Он требует драматического пафоса, чуждого Шуберту. А с другой стороны, в отличие от Шуберта, Вагнер не был столь неистащим в сочинении выразительных, певучих, лирически плавных мелодий. Когда Вагнер следовал традиционному стилю и нуждался в лирическом кантабеле, в районце и в некоторых частях летучего голландца, партии Доланда, Эрика, его находки взяты из старых рук. Куда ближе была ему неистовая декламация голландца, исполненной страстью экстаз синты. И в целом, оркестровая фантазия Вагнера первичнее, изначальнее, своеобразнее вокальной, все развитие его стиля зависит от этого обстоятельства. Показывая свои произведения друзьям, Вагнер охотно пел их. Лист, Бюлов или Таузик садились за рояль, и свидетели таких показов в один голос восхищались бесподобной живостью и проникновенностью его исполнения. Вагнер обладал высокоразвитым чувством вокальной артикуляции, однако испытывал потребность прежде всего в отчетливой, осмысленной и внятной декламации. Вокальная декламация, водораздел между оперой и музыкальной драмой. В опере декламация ограничивается речитативными партиями, Парланда, когда оркестр только ставит знаки припинания. В моменты возбуждения такое Парланда иной раз обретает известный драматизм. Вагнер же обычно предоставляет главную роль оркестру, благодаря чему сфера действия декламационного стиля необычайно расширилась. Правда, как ни стремился Вагнер в первую очередь к ясности произношения, отчетливая дикция остается лишь добрым пожеланием. При этом ясно, что если вокалист ограничивается декламационным стилем, его фантазия живет в спартанских условиях, дело кончается тем, что он скандирует стихи, а не поет. Но и тут существуют различия, партии Эрды в Золоте Рейна, Зигмунда, Айнч Вертверхайфем Вайрдер Волта, Брунгильды в Валькирии, Ворьес Соуч Махрич, вот подлинные высокие образцы декламационного пения. Вообще же Вагнер часто приносил музыку в жертву драматическому воздействию. Однако этому решительно противилось его собственное здоровое чутье оперного композитора. Ощущение тонко подсказывало ему, где в драматическом действии следует поместить лирический оазис. Вагнер следовал своему чутью и находил момент для вставки даже в самых драматических ситуациях. Таковы песни Зигфрида, Кующего меч, рассказ Вальтера Штольценга в первом, песни Ганса Сакса во втором действии Мейстер Зингеров. Но не боится Вагнер и чистой лирики, вроде весенней песни Зигмунда из первого действия Валькирии, монолога Сакса о сирене, уже упоминавшегося квинтета из третьего действия Мейстер Зингеров. О невероятно пространному любовному диалогу Тристана и Изольде ничего не остается, как превратиться в дуэт. Правда, этот дуэт не слишком радует, если отвлечься от чисто лирической начальной партии. Причина в том, что, как уже говорилось, вагнеровское ощущение вокала уступает его чувству оркестрового звучания. От этого нередко происходят довольно забавные вещи. Дуэт Тристана и Изольде достигает точки кипения, и тут возникают нелепо безобразные интервалы. Композитор, пишущий для голосов, знает, что вокальные интервалы не сливаются в один аккорд с оркестровыми инструментами. А так сказать, звучат голо, и вот, когда у Вагнера между двумя голосами постоянно образуется интервал септимы, не помогает уже и густота гармонии, певцы поют неуверенно, и септимы звучат совсем невразумительно. Вообще, вагнеровская склонность доводить голоса певцов до пароксизма представляет собой большую опасность. Есть ведь такая акустическая точка насыщения, после которой пение перестает быть пением. Это и случается с Тристаном и Изольдой, с Зигфридом и Брунгельдой, в последнем действии Зигфрида, герой и полубогиня, любовная пара сверхчеловеческих масштабов, доводят друг друга до эксцесса, вместо величия рождается гротеск. Разве все это действительно необходимо? Наверное, нет. Однако нельзя безнаказанно переносить центр тяжести в оркестр, у певца появляется такое чувство, будто на него обрушивается целый океан звуков, а он должен изо всех сил сопротивляться им, чтобы не стряслась беда. Никто не понимал ситуации лучше Вагнера. Анджела Нейман, который силами своего оперного ансамбля впервые исполнил кольцо в Берлине весной 1881 года, приводит слова Вагнера из его речи, обращенной к оркестрантам. Господа, прошу вас, не относитесь к фортиссимо слишком серьезно, где только возможно, исполняйте фортиссимо как мазофорте, а пьяно, пьяниссимо. Подумайте о том, что вас в яме так много, а наверху только одно единственное человеческое горло. Каждый вагнеровский дирижер должен твердо запомнить эти слова. Большая беда оркестровой оперы состоит также и в том, что в ней искажена перспектива, наше внимание сосредоточено на сценическом действии, а потому фигура человека на сцене должна находиться в центре музыки, иначе она перестанет быть живым, реальным явлением. Вагнер, будучи настоящим оперным композитором, не всегда нарушает это правило и даже перенося центр тяжести в оркестр, умело придает голосу необходимую плавность и последовательность звучания. Классический пример, сцена смерти Изольды. Голос противостоит симфоническому буйству оркестра, словно парящая в небесах душа, если выразиться специальным термином, как контрапункт или побочный голос. Неприятно признаваться в том, что этот эпизод обычно исполняют как концертную пьесу и человеческий голос, стало быть оказывается в ней чем-то лишним. Чтобы понять, в чем истина, не остается ничего иного, как обратиться к классикам оперы. Когда мы думаем об опере Моцарта, нам первым делом приходят на ум живые характерные персонажи, Фигаро и Сусанна, Дон Жуан или Парелло, Тамино, Помина, Зарастро, Папагино, даже маленькая Барбарина из Фигаро, тоже вполне сложившаяся личность со своим характером. В либретто все эти персонажи лишь жалкие наброски, эскизы, клише. Но музыка вдохнула в них жизнь. Каждый оперный композитор во вторую очередь все равно бывает поэтом, он создает свой шедевр на текст, главная задача которого состоит в том, чтобы пробудить его вдохновение. Это-то и удавалось Де Пантею Шиканидеру. Кроме того, их либретто, это по-настоящему сценичные вещи. Однако текст бетховенского Фиделья поначалу не был даже и сценичным, потребовались радикальные переделки, чтобы Леонора 1805 года превратилась в Фиделья 1814 года. Но настоящим поэтом был композитор, это он создал Леонору, Флористана, Рока, Пизара в живые характеры, принадлежащие к золотому фонду нашей фантазии. Эти характеры и живут лишь в музыке, которая окружает их своим ореолом. Они живут в музыке, которую поют. Думая о Флористане, Леоноре и Леодонне Ане, Царица Ночи, Папагино, мы слышим их пение, их душа заключена в пении. Таков Моцарт, таков и Верди, душа его оперных созданий заключена в мелодии, и задача драматической характеристики возлагается им на мелодию. Именно вокальная мелодия создает прямой контакт между сценой и слушателем, неоценимое преимущество, которым лишь очень редко пользуются вагнеровские персонажи. Они пользуются им в Мейстер Зингерах, но лишь изредка в Тристане и Кольце Нибелунга. Заватана говорит торжественный мотив Волгалы, залоги, беспокойные языки пламени, думая о Зигфреде, мы слышим радостный призыв его рога. Но когда в гибели богов этот призыв рога как-то раздувается, выступает как мотив героя, внезапно ставшего взрослым, то наше чувство противится искажению незамысловатого беззаботного персонажа, своеобразного человека природы, и, к сожалению, мы правы в своем недоверии, потому что раздувшийся герой падает жертвой первой же неловкой интриги. Уравновешивает ли такой мотив этикетка недостаток спонтанного выражения характера, который придает герою упоющая душа? Я склоняюсь к отрицательному ответу на этот вопрос, да и сам Вагнер, кажется, не вполне доверял своему методу, потому что в противном случае ему не пришлось бы прилагать столь отчаянные усилия, дабы придумывать обстоятельную предысторию, без которой преспокойно обошелся бы герой оперы. Когда в первой сцене волшебной флейты появляется Тамина, мы узнаем, что он принц, и это все. А Хосе мы знаем, что он сержант, и что у него есть мать, кому интересно что-либо узнать о его весьма любопытном прошлом, тот должен прочитать новеллу Меремя, но оперные зрители редко бывают любознательны. А Радамесе нам известно, что он любит Аиду и что Аида благосклонна к нему, и этого нам достаточно. А в Тристане половина действия уходит на предысторию, причем для этого есть свои основания, однако все это весьма утяжеляет произведение. В Парсифале, прежде чем поднялся занавес, произошло так много всякого, о чем приходится рассказывать, что можно потерять терпение, можно даже позабыть о том, что что-то еще ждет нас впереди. Итак, остается принципиальный вопрос, нужны ли упери те подробности, какие вполне уместно в драме. Впрочем, и в драме нам всегда очень приятно, если Фауст предпочтет ничего не сообщать о себе, а удовольствуется лишь перечислением факультетов, на которых учился, и общим выводом о том, что все было напрасно и ни к чему не привело. Принципиальное отличие драматического характера от оперного героя в том, что у последнего почти никогда не бывает умственных претензий. Он поступает, как подсказывает ему чувства. А Вагнер-драматург слишком совестлив и не позволяет себе такого, его герои, таков уж оперный инстинкт Вагнера, тоже поступают, как велит им чувства, однако им приходится долго рассуждать об этом и подробно мотивировать каждый поступок. Поэтому у Вагнера очень часто чувствуешь шов, там, где сходятся драмы и опера. Его злодеи об этом уже шла речь, а того столь омерзительны, что ведут себя как хладнокровные подлецы, нет в них ни крупицы непосредственности. Зато положительные герои очень непосредственно. Таковы Зигмунд и Зиглинда, Тристан и Изольда, Вальтер и Ева. Ватан, иное дело. Сметенный, уступающий темным, неразумным силам персонаж, чистое создание фантазии, Ватан расплачивается за непоследовательность сюжетной конструкции кольца. Бесконечные диалоги, в которых он участвует, не могут затушевать это. Когда же он царит на сцене как оперный герой, в третьем действии Валькирии, то держится с неподражаемым опломбом. Вот классически построенный оперный акт, полет Валькирий, драматическая сцена, в которой отчаявшаяся Зиглинда узнает, что станет матерью, и ее душа полнится восторгом, являющейся в буре Ватан, разлетающейся во все стороны, словно стая напуганных птиц, Валькирии, и заключительная сцена, одна из самых прекрасных во всей оперной литературе, сплошная красота. В этой сцене есть, правда, один затянутый, неподвижный эпизод, зная Вагнера, можно быть уверенным, что у него всегда найдется что опосредовать, что приукрашивать. Поток слов бесконечен, однако все равно ведь не объяснить то, что никак невозможно оправдать, а потому музыкант вынужден прибегнуть в этом мире слов к деталям-заполнителям. Но вот Ватан принял решение, поток фантазии льется полнее, чем когда-либо, и музыка превращается в парад великолепных музыкальных находок, пока над пылающим костром Брунгильды не опускается занавес. Как же провел нас в очередной раз этот оперный драматург, самый утонченный из всех когда-либо живших на свете. Это погруженная в сон дева, которую пробудит герой, это спящая красавица, ждущая принца, ведь это персонаж сказания, сказки, одна из самых привлекательных героинь, а огонь, это конечная цель всего действия, центральный момент всего кольца, в котором разнородные, заимствованные в разных циклах сказаний мотивы насильно сводятся в одну драматическую конструкцию. А этого можно достичь лишь средствами оперы, вот тебе и действия без причины. Раскаяние, гнев, примирение, всепоглощающая любовь и, наконец, языки пламени на подмостках, вот все, что понятно нам в этой сцене, но этого нам достаточно. Фокусник заставил нас совершенно позабыть все, что, собственно говоря, происходило, вагнеровский бог-марионетка, он за один единственный день коварно убил своего любимого сына Зигмунда, прогнал любимую дочь Зиглинду, бросив беззащитную женщину в дремучем лесу, и окружил стеной огня свое любимейшее дитя, Брунгельду. А потом он гордо потрясает своим копьем и удаляется с полным сознанием своего божественного достоинства и мудро исполненного дневного труда. Мы же позволяем сыграть с нами такую шутку, и нам даже не приходит в голову возмущаться. Совсем напротив, мы потрясены и тронуты до глубины души, мы очищены страхом и состраданием, как определял воздействие драмы Аристотель. Так это драма. Нет. Это опера, одно из тех неисповедимых художественных созданий, перед которыми бессильно наше умение различать добро и зло, смысл и бессмыслицу, истинную и ложную мораль. Джузетт Паверди. Оперная драматургия. Предварительное замечание. Судьба художника и его произведения становятся понятны лишь на большом удалении, когда можно отвлечься от всего случайного и обусловленного временем. И только тогда оказываются видимыми основы, проясняются связи, о существовании которых редко подозревают современники. Для понимания их необходимо вновь обозрить не только все, созданное мастером, но и насколько это возможно, эстетические, материальные, исторические и социальные условия того времени. Этой необходимостью и объясняется то обстоятельство, что суждения современного художнику окружения часто являются ошибочными, ведь даже его потомкам необходима значительная временная дистанция для воссоздания объективной картины. Эта истина уже давно и надлежащим образом усвоена по отношению к великим отшельникам, богоискателям, которые держались в отдалении от внешнего мира. Но будничная популярность, как и сложность непосредственного общения, тоже способна исказить представление, которое складывается о художнике. Потребовалось много времени для того, чтобы Верди стал для мира тем, кем он является сегодня, величайшим среди великих. Однако мне известны взыскательные знатоки искусства, которые до сих пор не могут с этим примириться. Жизненный путь Джузеппе Верди пришелся на поворотный момент в итальянской истории. А его беспримерные по популярности мелодии сделали композиторов ту решающую эпоху борьбы Италии за свободу символом нации. У популярности, голова двуликого Януса, она является драгоценным достоянием художника и угрозой его морали, а для наблюдателя она легко может превратиться в кривое зеркало. Популярность Верди ни в коем случае не ограничивалась пределами его родины, но за это он и поплатился. Когда дело дошло до серьезной оценки его произведений, то еще полстолетия редко произносилось другое определение, нежели мелодии шарманщика. Мелодии шарманщика презирали, это было взглядом ограниченным и высокомерным. Сегодня, по прошествии целого столетия, мы склонны воспринимать их как нечто само собой разумеющееся, такое отсутствие критического отношения не менее сомнительно. Весь этот комплекс вопросов не может рассматриваться в отрыве от истоков итальянского оперного искусства. Эстетика опер Верди, это лабиринт, где мало кто пытался найти верный путь осознанно и критически. Сделать это, вот цель, которую мы ставим перед собой. Жизненный путь, детство и юность. Джузеппе Верди родился 10 октября 1813 года в Ронкале, маленькой деревушке неподалеку от провинциального города Бусета в герцогстве Парма. В то время Италия находилась под властью Франции, и в свидетельство о рождении он был вписан как Жозеф Фортунино Франсуа. Италия, бывшая с момента крушения Римской империи разменной картой европейских держав и полем боя для солдат всех народов, вновь обрела центральное правительство, которое, разумеется, относилось к стране как к колонии и по мере возможности эксплуатировало ее. Драгоценные произведения искусства, увезенные в Париж, должны были, согласно заключенному на Ленском конгрессе мирному договору, вернуться на родину, а лишенные тронов князья в Мэр заняли свои прежние места. Мария Луиза, супруга Наполеона, принадлежавшая к роду Габсбургов, получила в качестве компенсации за потерю трона герцогства Парма и Гуастала. И это австрийское вассальное государство, бывшее родиной Верди, сохраняло свой суверенитет до тех пор, пока в 1859 году господство Австрии в Северной Италии не было уничтожено. Понятно, что в такой ситуации чувство лояльности любого итальянца сводилось к стремлению единения с нацией, которая уже на протяжении тысячелетия была разорвана на мелкие части и чья целостность заключалась только в неразрушимой культурной общности. Французы под предводительством Наполеона принесли с собой революционный лозунг свобода, равенства, братства. И несмотря на то, что сами они мало придерживались его в завоеванных странах и что существование Наполеоновского королевства Италия было непродолжительным, искра разгорелась. Одна мысль, одна идея запала в головы людей, которые до тех пор привычно и терпеливо сносили любой деспотизм. С той поры в Италии нерушимо слились мысль о национальном возрождении и идее социальной свободы. Политическая позиция Верди на протяжении всей его жизни была определена именно этим обстоятельством. Он был и остался национальным демократом, как и подавляющее большинство мыслящих итальянцев его поколения. Через неделю после рождения Верди произошла битва народов при Лейпциге, в которой Наполеону было нанесено решающее поражение. Французы оставили захваченные районы. В феврале 1814 года по стране проходили казаки, преследовавшие отступающие французские войска. Они окружили Ромкале и Луиджа. Мать Верди вместе со своим младенцем спряталась от них на колокольне местной церквушки. Карла Верди, ее муж, содержал скромный трактир астерии и небольшую лавку. Музыка проникала в такие деревни, как Ромкале, только благодаря церковному органу, поющим служанкам да бродячим музыкантам. Однако мальчик, должно быть, показал свое дарование, так как отец купил семилетнему Верди видавший виды спинет, первый музыкальный инструмент в его жизни. Сегодня он находится в музее Верди в Милане. Его первым учителем был деревенский органист Байстраки, и когда несколько лет спустя он умер, 12-летний подросток взял на себя его обязанности. На протяжении нескольких лет эта служба была для него источником скромных карманных денег. Любая судьба зависит от случая, если исходить из характера и дарования как изначально данных факторов, то остаются еще и непредсказуемые обстоятельства, соединение которых может решительным образом повлиять на ход всей жизни. Юный Верди нашел своего ангела-хранителя. Его звали Антонио Барри Цецеи. Это был зажиточный торговец из Бусета и Меломан. Он обратил внимание на серьезного, одаренного ребенка. И когда родители решили послать мальчика в гимназию в Бусета, тот обрел в семье Барри Цецеи свой второй дом. О детстве Верди известно немногое, сам он почти ничего не говорил о нем. Известно, однако, что поначалу он поселился в Бусета у Сапожника, пока совсем не перебрался к Барри Цецеи, которому помогал работать в лавке. Он посещал школу и брал уроки музыки у церковного органиста Фердинанда Провизии, главного музыканта в Бусета. Что касается теории, то полученные им знания были, по всей вероятности, самыми элементарными, и в игре на фортепиано он, вероятно, не продвинулся дальше того уровня, который определялся потребностями практикующего музыканта. Каждое воскресенье он уезжал в ромкале для того, чтобы выполнять свои обязанности церковного органиста. Но в Пусета жила музыка. Барри Цецеи был основателем и председателем сочета филармоника, репетиции и выступления которого проходили у него в доме, для банда, оркестра, состоявшего преимущественно из медных инструментов, и для церкви начинающий музыкант написал свои первые произведения. Это было радостью, поскольку такая работа приносила удовлетворение непосредственной потребности в сочинении, а написанное можно было сразу же услышать, накапливая опыт. В 16 лет он иногда замещал своего учителя провязи за органом или за пультом музыкального собрания. Верди оркестровал музыку для банда, сам расписывал голоса, проводил репетиции, давал уроки игры на фортепиано. Одна из его учениц была младше его менее чем на год, Маргарита, дочь его благодетеля Барри Цецеи, которая впоследствии стала его женой. Будучи уверенным в таланте своего протяже, Барри Цецеи был достаточно прозорлив и настаивал на необходимости для него более фундаментального образования. Местное благотворительное общество посулило стипендию, сам Барри Цецеи также был готов оказать юноше поддержку, и в июне 1831 года, 17 лет от роду, Джузеппе Верди направился в Милан для того, чтобы поступить там в консерваторию. Поданному герцогине Пармской нужен был паспорт для въезда в соседнюю Ломбардию, где он считался иностранцем. Попытка не удалась, кандидат сдал вступительный экзамен, но его не приняли без объяснения причин. Ранее биографы Верди сообщают, что ему было отказано по причине недостаточного дарования. Позднее этот аргумент был подвергнут сомнению, Миланская консерватория не захотела мириться с позором столь ошибочной оценки. Однако изящное объяснение отказа, по которому причина крылась в уставе консерватории, в нее принимались юноши не старше 14 лет. И Верди не мог стать студентом из-за своего возраста, не может считаться обоснованным. Почему его тогда допустили до вступительного экзамена, факт остается фактом. Экзамен состоялся, но решение комиссии было отрицательным. Вероятно, теоретические знания Верди и его игра на фортепьяно не отвечали требованиям, которые были там приняты. Об отношении Верди к этому инциденту убедительно свидетельствует письмо, которое он в возрасте 84 лет направил своему издателю Джулио Рикорди, 13 августа 1898 года, когда Миланская консерватория собиралась наименовать себя консерваторией Джузеппе Верди, консерватория Джузеппе Верди, это диссонанс, это консерватория, которая без преувеличения, совершила покушение на мою жизнь. Было бы вполне естественно, если бы этот святой человек, мой тесть, в ответ на решение пророков консерватории в июне 1831 года сказал мне, «Мне ясно, что музыка не твое дело. Бесполезно тратить на это время и деньги. Возвращайся в свою родную деревню, становись органистом или хлебопашцем, чтобы потом почить там в мире». Верди обладал хорошей памятью, он не мог не забыть, не простить несправедливость. Барри Цецея не пал духом. Он любил своего протяжей и верил в его будущее. Он повез его к известному маэстро Винченцо Лавинье, у которого Верди стал брать частные уроки и которому он обязан всеми своими знаниями теории и композиции. Лавинье был человеком практическим. Он принадлежал к школе известного мастера поэзиела, был опытным капельмейстером. Маэстро Аль Чембала в Ла Скалае с успехом поставил несколько опер. Заметим мимоходом, что в то время итальянские музыканты не отличались высокими профессиональными навыками, и сомнительно, чтобы то образование, которое Верди мог получить в Миланской консерватории, имело бы большую ценность, нежели те знания, что преподал ему за относительно короткий срок Лавинья. По большому счету ни один художник не овладел своим ремеслом в школьных стенах. В том, что нам известно об ученических годах Верди и периоде, непосредственно последовавшем за ними, много пробелов вернувшись в Буссета, он безуспешно пытался стать преемником проэзи, умершего в 1833 году. Молодой человек должен был позаботиться о средствах для приемлемого существования, так как был влюблен в Маргариту Барри Цецея. Когда молодые люди поженились в 1836 году, Верди был дирижером Сочета Филармоника, однако место церковного органиста перешло к другому. Цепочка благоприятных обстоятельств решила тогда его судьбу в пользу оперы. Много лет спустя, 1879, он продиктовал другу и издателю Джулия Рикорди беглый очерк начала своей творческой деятельности, который бесценен не только как источник фактов, но и как единственное автобиографическое высказывание гордого и замкнутого человека, сделанное простыми и точными словами, хотя в хронологическом отношении не все даты являются бесспорными. То, что рассказывает Верди, и то, как он это рассказывает, захватывает так же, как и любая из его наиболее потрясающих оперных сцен. В 1833 или в 1834 году в Милане существовало филармоническое общество, которое состояло из весьма неплохих музыкантов. Руководителя этого общества звали Массини. Он не имел глубоких музыкальных знаний, зато обладал терпением и упорством, то есть теми качествами, которые более важны, когда речь идет об объединении дилетантов. Тогда в театре филодраматика готовили к исполнению сотворения Мира Гайдена. Мой учитель Лавини посоветовал мне побывать на репетициях для того, чтобы немного поучиться. С превеликой радостью я последовал этому совету. Никто не обратил внимания на молодого человека, скромно сидевшего в темном углу зала. Репетициями руководили Перели, Бональди и Альмазя. Но в один прекрасный день по какой-то причине никто из них не явился. Исполнители стали было волноваться, тогда Массини, у которого не хватило мужества самому сеть за фортепьяно и руководить хором, попросил меня взять на себя эту задачу. Достаточно будет, если вы будете аккомпанировать только партией баса, сказал он, так как вряд ли был уверен в умении молодого и неизвестного музыканта читать партитуру. Но я к тому времени уже закончил свое обучение, и партитура не вызывала во мне никакого страха, так что я быстро сел за фортепьяно и начал репетицию. До сих пор помню ту ироническую усмешку, которой меня встретили эти дилетанты. Мое молодое лицо, моя худая фигура и бедная одежда вызывали в них малопочтение. Но как бы там ни было, репетиция шла своим чередом, и я постепенно освоился. Я не ограничился только сопровождением, но начал также дирижировать правой рукой, продолжая играть левой. Это был настоящий успех. И он был столь же большим, сколь и неожиданным. Когда репетиция была окончена, на меня посыпались со всех сторон самые громкие комплименты, а граф Белья Йоза и граф Бараме, председатели общества, были со мной исключительно милы. То ли потому, что трое ранее упомянутых маэстро были слишком заняты, чтобы взять на себя выполнение этого задания, то ли по какой-то другой причине, но мне было поручено в результате этого случайного происшествия руководство концертом из произведений Гайдна. Первое публичное исполнение имело такой успех, что потребовалось повторить концерт в большом зале дворянского казино, где присутствовали эрцгерцог Раймер и все высшее общество Милана. Некоторое время спустя Бараме попросил меня написать кантату для голоса и оркестра к какому-то, если я не ошибаюсь, свадебному торжеству в его семье. Попутно замечу, что от этой работы я не получил никакой материальной выгоды, так как выступал бесплатно. Массини, который, казалось, возлагал определенные надежды на молодого музыканта, сделал мне вскоре предложение написать для театра филодраматика, которым он руководил, оперу. Я получил от него либретто, которое впоследствии, после его переработки с Алерой, было озаглавлено оберто, граф Сан Бонифачи. Радостно принял я это предложение и вернулся в Буссета, где получил к тому времени место органиста. Три года я провел на родине. Когда партитура была закончена, я вновь, уже с партитурой в чемодане, приехал в Милан. Я сам расписал и переписал весь голосовой материал. Но тогда-то и начались трудности. Массини уже не был директором, поэтому он не мог поставить мою оперу. Но, возможно, он действительно верил в меня, возможно, ему хотелось выразить свою благодарность. После сотворения мира я помогал и в работе над другими вещами, в том числе и над Лассена Рентала, и все это бесплатно. Короче, он не испугался никаких препятствий и пообещал мне, что сделает все возможное для того, чтобы моя опера была исполнена во время праздничного представления Пиа Институте в Доскала. Граф Барамия и инженер Позетти пообещали Массини поддержать его план, если придерживаться истины, то надо сказать, что эта поддержка свелась к ничего не значащим советам. Но Массини искренне заботился об этом деле и обрел хорошего союзника в лице верившего в мой талант Виолончелиста Мереги из Оркестра Театра Филодраматика. Наконец весной 1839 года все было в порядке. Я испытывал величайшую радость, да еще вдвойне. Мое произведение было принято в Доскала, а партии были поручены наилучшим исполнителям, стрепани, тенору Мариани, баритону Ранкони и басу Марини. Роли были распределены, начались репетиции, но вдруг тяжело заболел Мариани. Времени не оставалось, и никто больше не думал о том, чтобы поставить мою оперу. Ужасно разочарованный, я начал было готовиться к отъезду в Бусета, когда в один прекрасный день ни свет ни заря ко мне в комнату вошел посыльно из Доскала. Если вы и есть тот самый маэстро из Пармы, чья опера принята для Пи-Института, грубо бросил он, глядя сверху вниз, то идите в театр. Импресария ждет вас. Как? Разве это возможно? Вскричал я. Мне поручено только привезти того маэстро из Пармы, чью оперу должны были ставить. Если вы и есть тот самый, то тогда пойдемте, повторил этот любезный малый. В то время импресария в Доскала был Бартоломе Америли. Однажды вечером он подслушал за кулисами разговор между синьориной Стрепани и Джорджио Ранкони. Стрепани с большой симпатией высказывалась тогда о моей музыке коберта, которая оказывается полностью отвечала и вкусам Ранкони. Я явился к Мерили, и тот без всяких обиняков заявил, что, учитывая благосклонные отзывы, он хочет поставить мою оперу в следующем сезоне. Я должен буду только согласиться с определенными изменениями, поскольку, кроме тех, кто был определен с самого начала, роли хотели получить и другие певцы. Это предложение, учитывая мою ситуацию, можно было считать блестящим. Будучи молодым, совершенно неизвестным музыкантом, я обрел театрального директора, у которого хватило мужества без залога, который я был бы совершенно не в состоянии внести, поставить на сцене мою новую работу. Мерили взял все расходы на себя и откровенно сказал мне, что ему должна будет принадлежать половина доходов, если я в случае успеха смогу продать партитуру. Мне и на ум не приходило, что эта сделка была для меня невыгодной, ведь речь шла о самом первом произведении, успех оперы был тем не менее достаточно большим, и издатель Джиова Нерикорди приобрел авторское право за 1750 франков. Хотя обертый и не произвел фурора, приняли его хорошо. Мерили смог даже дать несколько представлений помимо абонементных. Исполнителями теперь были Марини, Мецца Сопрано, Сальви, Тенор, Марини, Бас. Я должен был, как уже упоминал, несколько изменить музыку для того, чтобы приспособить ее к голосам нового состава. Я включил новый квартет, драматическая ситуация которого была находкой Мерили. Стихи к нему написал Солера. Этот квартет оказался самым счастливым номером моей партитуры. Затем Мерили сделал мне совершенно для того времени необычное и выгодное предложение. Он готов был подписать со мной договор, на основании которого я обязан был сочинить три оперы, уложившись с каждой в восемь месяцев, которые должны быть поставлены либо в Ла-Скала, либо в придворном оперном театре его императорского и королевского величества Амкернтнертервленя, последний также находился под его руководством. Я без всяких сомнений принял предложение, и Мерили, вскоре после этого уехавший в Вену, заказал там у поэта Росси Лебрета. Это был позднее положенный Николая на музыку текст к изгнаннику. Стихи мне мало нравились. Я еще не начинал работать, как вдруг Мерили, вернувшийся к началу 1840 года домой, заявил, что по репертуарным соображениям ему необходимо к осени непременно получить комическую оперу. Он обещал немедленно раздобыть Лебрета, а изгнанника посоветовал пока оставить. Я, разумеется, не мог сказать нет, и Мерили принес мне целую кипу текстов, написанных романей, которые либо потому, что не получили признание, либо бог весть по каким-то иным причинам ушли в забвение. Но сколько ни перечитывал я их самым добросовестным образом, ни один текст мне не нравился. Однако нужно было торопиться, и я недолго думая выбрал Лебрета, показавшаяся мне наименее убогим. Его название «Мнимый Станислав» было позднее заменено на «Король на час». К этому времени я со своей семьей, моей молодой женой госпожой Маргаритой Барри Цеце и двумя нашими малышами, проживал в небольшой скромной квартире неподалеку от Порта Теченези. Едва я принялся за работу, как заболел столь тяжелой формой ларингита, что не мог вставать с постели. Начав уже поправляться, я вдруг вспомнил, что через три дня нужно заплатить пятьдесят скуда за аренду квартиры. Хотя для меня в то время это была большая сумма, дело не вызвало бы серьезных опасений, не помешая мне болезнь принять соответствующие меры предосторожности. К тому же и плохая связь с Бусетта, почта отправлялась тогда только два раза в неделю, не позволила мне обратиться за помощью к тестью вовремя. Однако я хотел во что бы то ни стало к концу срока заплатить деньги. Поэтому, как это ни было для меня мучительно, я обратился к третьему лицу и, поборов себя, попросил инженера по зете получить для меня умерели пятьдесят скуда то ли в качестве задатка, то ли как суду сроком на восемь-десять дней. Я не хочу распространяться здесь о том, из каких соображений Мерели отказался выплатить мне аванс. Его вины в этом не было. Но меня стало одолевать беспокойство. Я не мог примириться с тем, чтобы просрочить платеж даже на несколько дней. Жена, видевшая мое волнение, взяла часть своих драгоценностей и не ведаю как, но добыла эти деньги. Я был глубоко тронут этим доказательством ее любви и поклялся старице отплатить ей за это. Слава Богу, у меня была возможность сделать это благодаря моему договору. Но здесь меня постигли чудовищные удары судьбы. В апреле заболел мой малыш. Никто из докторов не мог определить причину его болезни, и медленно угасая, ребенок умер на руках почти безумной от горя матери. Спустя несколько дней заболела дочурка, и этот ребенок тоже ушел от нас. Однако это было еще не все. В первых числах июня тяжелой формой менингиты заболела жена, и 19 июня 1840 года из моей квартиры вынесли третий гроб. Я остался один, совершенно один. За два месяца я потерял три любимых создания. Моя семья перестала существовать. И в таком мучительном душевном состоянии я должен был писать комическую оперу. Король на час провалился. Виной тому стала, конечно, музыка. Но и постановка также была плоха. Сломленный несчастьем, ожесточенной неудачей, я внушил себе, что искусство не приносит мне утешения, и принял решение не сочинять больше ни строчки. Я даже написал инженеру позетти, который после провала короля на час никак не давал о себе знать, и попросил его, чтобы он получил от Мерили согласие на расторжение нашего договора. Мерили позвал меня и обращался со мной как с капризным ребенком. Он не мог поверить, что один единственный провал может внушить отвращение к театру. Но я настаивал на своем до тех пор, пока он наконец не вернул мне договор. Затем он сказал мне, послушай, Верди, я не могу силой заставить тебя сочинять музыку. Но моя вера в тебя крепка, как никогда. Кто знает, может быть, в один прекрасный день ты снова возьмешься за перо. Тогда ты должен только известить меня об этом за два месяца до начала сезона. Даю слово, опера, которую ты принесешь, будет поставлена. Я поблагодарил его. Но даже эти слова никак не повлияли на мое решение. Я остался в Милане и снял комнату неподалеку от Корсио Дейсерви. Мужество покинуло меня, я не думал больше о музыке. Но однажды вечером в конце галереи Кристофори я столкнулся с Мерили, который направлялся как раз в театр. Крупными хлопьями падал с неба снег. Мерили, взяв меня под руку, принудил меня проводить его до ласкала. По дороге туда он болтал обо всем на свете и признался, что он находится в затруднительном положении из-за новой оперы, которую должен поставить. Николай, получивший заказ, недоволен ли Бретто? Ты только представь себе, вскрикнул Мерили, либретто Солеры чудесное, изумительное, совершенно необычное, а этот упрямый немецкий маэстро остается совершенно глух к голосу разума и заявляет, что либретто никуда не годится. У меня просто голова идет кругом, я не знаю, где я смогу так быстро получить новое либретто. В этом я могу помочь, утешил его я. Разве ты не заказывал для меня текст из Гнаника? Для этой оперы я еще не сочинил ни одной ноты. Либретто в твоем распоряжении. Браво! Вот это удача! Так, беседуя, мы дошли до театра. Мерили приказал позвать Басси, который был одновременно поэтом, режиссером, служащим канцелярией, библиотекарем и кем-то еще. И тотчас велел ему справиться, есть ли в архиве второй экземпляр рукописи из Гнаника. Он там оказался. Но одновременно Мерили вытащил и другую рукопись и показал ее мне. Вот! Это и есть либретто Солера! Солера, отвергнуть такой чудесный сюжет. Возьми его, прочти. Зачем он мне? Нет, нет, нет. Я не настроен сейчас читать либретто. Но это либретто не принесет тебе никаких забот. Прочти его. При случае вернешь назад. И он всучил мне рукопись, это была толстая тетрадь, исписанная по моде того времени крупными буквами. Я свернул эту штуку, пожал Мерили руку и пошел домой. На улице я почувствовал какое-то необъяснимое недомогание, на меня нашла глубочайшая тоска, разрывавшая сердце. Придя домой я с силой бросил тетрадь на стол. Падая рукопись раскрылась, и совершенно безотчетно мой взгляд упал на страницу, где одна строчка приковала мое внимание. Ва пенсьера сал элтората. Лети, мысль, на золотых крыльях. Я перелистал следующее и был сильно поражен ими, тем более что это был парафраз библейского сюжета, то есть книги, которую я любил больше всего на свете. Я прочитал страницу, затем другую, затем, пометуя о твердом решении никогда больше не писать, закрыл тетрадь и пошел спать. Но Набука не оставлял меня, заснуть я не мог. Я поднялся и прочитал стихотворный текст не один раз, не два и не три, а столько, что к утру узнал наизусть либрета Салера. И все же я не собирался отступать от данного самому себе слова. Придя в театр, я возвращаю рукопись Мерили. Прекрасно, не правда ли? Очень. Ну так, положи это на музыку. У меня даже и в мыслях такого нет. Положи это на музыку, говорят тебе, положи на музыку. После этих слов он засунул тетрадь в карман моего сюртука, схватил меня за плечи и не просто вытолкал на улицу, но и захлопнул за мной дверь, закрыв ее на ключ. Что делать? С текстом Набука в кармане я вернулся домой. Сегодня одна строфа, завтра другая, здесь одна нота, там фраза, так, шаг за шагом и появляется музыка. Это было осенью 1841 года. Я помнил о заверении Мерили, разыскал его и сообщил, что Набука готов и может быть поставлен во время следующего карнавала. Мерили заявил, что готов сдержать свое слово, но вместе с тем оговорился, что мое произведение не может быть поставлено в будущем сезоне, поскольку он уже принял три оперы известных композиторов. Четвертая опера, да к тому же принадлежащая почти неизвестному автору, это во всех отношениях слишком опасно, и в первую очередь для меня самого. Я тем не менее упорствовал, либо к карнавалу, либо вообще никогда. У меня были весьма серьезные основания для настойчивости, поскольку когда бы еще мог я заполучить более прославленных исполнителей, нежели стрепани и ранкони, ангажированных на время карнавала. На них-то я и возлагал самые большие надежды. Мерили, который готов был идти мне навстречу, оказался сам как импрессоря в сложном положении. Четыре новые оперы за один сезон, это риск. Но и я имел в запасе серьезные доводы против его возражений. Прошло достаточно много времени, которое было заполнено словами да и нет, разговорами о том о сем, обещаниями и полуобещаниями, а в это время вышел Картелоне с репертуаром, и набука там не было. Я был молод, кровь моя кипела. Я написал глупое письмо Мерили, где дал волю своей злобе. Должен признаться, что едва я его отправил, как меня охватили угрызения совести. Я боялся, что теперь сам все испортил. Мерили велел меня позвать и набросился, разве так можно писать другу? Однако ты прав. И мы будем ставить набука. Но ты должен понять одно. Три новые оперы обошлись мне весьма недешево. Поэтому я не могу заказать для набука ни новые декорации, ни новые костюмы. Надо посмотреть, что можно использовать и что можно подыскать в хранилище театра. Я был согласен на все, только бы моя опера была поставлена. Так что пришлось издать новые картелоне, где я наконец смог прочитать, набука. На память мне приходит комическая сцена, которая произошла между мной и Солерой незадолго до представления. Он написал для третьего акта небольшой любовный дуэт. Тот мне совершенно не понравился, поскольку снижал напряженность действий и кроме того сводил к банальности библейскую патетику, которая и составляла суть этой драмы. А однажды утром, когда Солера сидела меня, я высказал ему мои сомнения. Он с ними не согласился, но не потому, что считал их неправильными, а потому, что ничто на свете не могло его заставить переделать уже сделанную работу. Мы исчерпали в дискуссии весь запас аргументов и контраргументов. Я оставался тверд, он тоже. Наконец он спросил, что бы я хотел иметь вместо этого дуэта, и я указал ему на пророчество Захарии. Идея показалась ему совсем не дурной, и после еще одной попытки наилучшим образом использовать некоторые возражения он все же пообещал основательно продумать сцену, а затем написать ее. Однако это был не тот поворот, которого я желал, поскольку, хорошо зная этого доброго малого, я ясно предвидел, что время будет идти, а Солера так и не сможет решиться написать хотя бы одну строчку. Поэтому я запер дверь, спрятал ключ в карман и полушутя полусерьезно сказал Солере, так вот, ты у меня не выйдешь из этой комнаты, пока не положишь на стихи пророчества. Вот возьми Библию. Самые прекрасные места можешь списать слово в слово. Солера, будучи по характеру человеком вспыльчивым, поначалу воспринял мою шутку весьма неблагосклонно. В глазах появился подозрительный блеск. Это была неприятная минута, так как поэт, отличавшийся недюжинной силой, расправился бы с упрямым музыкантом, как с ребенком. Но вдруг он совершенно спокойно сел к столу, и через четверть часа сцена пророчества была написана. В феврале 1842 года начались наконец репетиции, и 9 марта, спустя всего лишь 12 дней после первой репетиции с клавиром, состоялась премьера. Главные партии исполняли Стрепани, Белин Сеаги, Ранкони, Миралия и Деревес. Это была та опера, с которой и началась моя жизнь как художника. И, несмотря на то, что мне пришлось бороться против множества враждебных сил, можно сказать с уверенностью, что Набука был рожден под счастливой звездой, так как все, что могло бы повредить этой опере, пошло ей только на пользу. Подумать только, я написал злобное и оскорбительное письмо Мирали, и можно было ожидать, что импрессаря пошлет молодого музыканта ко всем чертям. Ничего похожего не произошло, шитые из различных кусков и худо-бедно подновленные костюмы были ослепительны. Старые декорации, слегка подкрашенные художником Перони, производили совершенно непредвиденный эффект. Уже само сценическое оформление первого акта, действие которого происходит в храме, действовало с такой силой, что зал на протяжении 10 минут аплодировал. Еще на генеральной репетиции никто не знал, где должен вступать оркестр. Капельмейстер Туч находился в весьма затруднительном положении. Я ему просто указывал такт. Но во время представления банда вступил на Крешендоу с такой точностью, что весь зал пришел в неописуемый восторг. И все-таки, мы не должны полагаться на счастливую звезду. В последствии опыт вновь и вновь учил меня, насколько верна пословица, доверять хорошо, но не доверять еще лучше. Для того, чтобы перенести те страшные удары судьбы, которые столь просто описал Верди, и не сломиться под этими ударами, требуется большая сила характера. Он доказал это и как человек, и как художник во всех перипетиях своей жизни. К рассказу Верди, в котором говорится обо всем самым существенным из его ученических лет и обо всем, что определило направление его жизненного пути, следует добавить только несколько замечаний пояснительного характера. Бартоломе Мерели был самым известным оперным антрепренером в Италии, наследником могущественного Барбаи, определявшим во времена России судьбы оперного искусства в Милане, Неаполе и Вене. Поначалу Мерели изучал право, был одновременно коллегой молодого Деницетти в Бергамской консерватории, но по причине небольшой растраты был вынужден уехать. Он пускался во всевозможные предприятия, связался с театральными агентствами, был удачлив как импресария и в конце концов стал владельцем «Ла Скала» в Милане, императорского оперного театра в Вене, то есть Кернтмертерт. Там же он заставил в 1842 году Деницетти, друга юношеских лет, исполнять обязанности придворного композитора и руководить постановкой опер. Нетрудно представить, что означает благосклонность всемогущего предпринимателя для любого молодого композитора. Впрочем, вполне вероятно и то, что определенную роль здесь сыграли ольковные тайны. Ходили слухи, что одна из ведущих певиц «Ла Скала» Джузеппина Стрипани имеет интимную связь с Мерели. Учитывая нравы того времени, это представляется весьма вероятным. Руководители театров, не задумываясь, пользовались по отношению к своему женскому персоналу правами восточного Паши. На женщин в театре смотрели как на легкую добычу. Джузеппина была вторым ангелом-хранителем, которому Верди оставался обязанным на протяжении всей своей жизни. Она безотчетно чувствовала творческую силу молодого новичка, она первая поверила в него и как исполнительница главной женской партии способствовала решающему успеху Набука. Мы вновь встретимся с ней на более поздних этапах жизненного пути Верди. Годы странствий, после успеха Набука, или Навуходоносора, как в действительности называлась эта опера, Верди, не достигнув еще 30-летнего рубежа, оказался в самых первых рядах оперных композиторов. Рассини уже давно не брал в руки перо. Беллини умер за семь лет до того. Деницетти был единственным итальянским композитором, получившим международное признание, чего нельзя было сказать ни о Почине, ни о Меркаданте, чьи оперы все еще с уважением воспринимались в Италии. Теперь Верди ожидали 10 лет бродяжнической жизни, хорошо знакомый его предшественникам. Всюду хотели слушать его оперы, и каждый раз новые. Набука затронул струну, которая, казалось, находила отклик в каждом сердце. Во время стремительно развивавшихся национального сознания, национального брожения в Италии, особенно сильно проявившихся во время революции 1848 года, любой намек оказывался полным смысла, если имел отношение к потаенным мыслям. Хор, где находившиеся в Вавилонском плену евреи выражали свою тоску по родине и надежду на освобождение, стал первой мелодией, восхитившей соотечественников Верди, и ее распевали повсюду. С самого начала композитора вдохновили слова Либрета. Также спонтанно, как откликнулась на это его фантазия, было и воздействие подобной внезапной мысли на любителей оперного искусства в Италии, которые к тому же отличались непосредственностью и впечатлительностью. Немецкая публика может в зависимости от обстоятельств быть либо довольной, либо скучающей, но при этом она всегда остается благопристойной и вежливой. Итальянцы свободно выражают свои чувства и в позитивной, и в негативной форме. Молодой Мендельсон сообщает в одном из своих писем о фиаско новой оперы Пачини, который был вынужден после первого акта тайком покинуть театр, так как в зале были слышны громкие выражения недовольства. Нечто подобное должно было происходить и при провале оперы Верди Король на час в Милане. Это была самая тяжелая неудача в его жизни, и он всегда с горечью вспоминал о ней. Но не следует думать, что дальнейший жизненный путь композитора стал беспрепятственным победным шествием. Далеко не каждое его произведение представляло собой творческую удачу, к тому же его работы неизбежно вызывали бурную реакцию и во многом диктовались особенностями того времени. Но ни гордость, вообще свойственная человеку, ни особенности творческого самосознания художника не мешали ему признавать значимость оценки публики. Если его опера не нравится, значит, на это есть причины, и он должен стремиться к тому, чтобы писать лучше. Семь из 26 своих опер Верди основательно переработал после первого представления, дописывая иногда при этом целые акты. Сценический успех, разумеется, зависит не только от самого произведения, но и от его исполнения. Что же касается последнего, то поначалу молодой Верди целиком в этом деле зависел от обстоятельств, которые оставались ему неподвластны. Верили не был ни благодетелем, ни любителем искусства, он был закоренелым дельцом, думающим только о своей выгоде, а его венский коллега Деницетти, отвечавший за музыкальную часть в Кёрнтнер-Тортет, часто жаловался на равнодушное отношение Верили к вопросам, имеющим непосредственное отношение к искусству. Коллеги мирили в Риме, Неаполе, Венеции вряд ли были лучше его. В Вене, как и в крупных городах Германии, наличествовал постоянный оперный институт. В Италии же во времена Верди ни о чем подобном даже не слышали. Оперы исполнялись только во время стаджионе, импресарио нанимал труппу только на период исполнения, что составляло несколько месяцев, а иногда и недель, и если он мог это себе позволить, то приглашал еще и композитора для скриптуры, то есть для сочинения новой оперы. Репертуар состоял из ограниченного количества произведений. Поэтому результат сезона зачастую рождался как импровизация. Стендаль в биографии Россини, 1824 великолепно описал те обстоятельства, при которых в то время в Италии рождались оперы, значимость события, которое представлял для итальянского города подобный стаджионе, а также ту спешку, при которой какой-нибудь молодой маэстро прямо на месте должен был создавать свое творение, находясь в постоянном контакте с певцами. В последующее десятилетие ситуации изменилось только в том смысле, что вся система стала более коммерческой, а сам результат менее провинциальным. Но в центре внимания по-прежнему оставался стаджионе. В Италии всегда было много одаренных певцов, но все остальное, что имело отношение к постановке, зависело в большей или меньшей мере от случая. Верди испытывал к такой практике двойственное чувство. Сколь часто не страдал он от системы стаджионе, он тем не менее с недоверием относился к круглогодичному оперному сезону, принятому в Германии. Много лет спустя, когда он давно мог ставить свои условия и настаивать на них, он посвятил этому вопросу целое письмо одному из своих друзей, графу Аривабене, 1876. Самым лучшим было бы создание репертуарного театра, но с моей точки зрения это невозможно. В Германии оркестры и хор всегда внимательны и добросовестны. Однако я принимал участие в жалких постановках в Берлине. Оркестр звучал сыро, хор был плох, в инсценировке не было ни характера, ни вкуса. Певцы. О, певцы никуда не годные, абсолютно никуда не годные. В Вене в то время в первом немецком театре, а в это дело обстоит лучше касательно хора и оркестра, они просто великолепны. Я присутствовал на различных постановках и нахожу хоры очень хорошими, инсценировку посредственной, что же касается певцов, то они еще хуже. Публика, которую заставляют сидеть в темноте во время представления, дремлет или скучает, каждый раз в конце акта немного аплодирует. И после окончания все уходят домой, хотя и не в восторге, но без чувства досады. И это, вероятно, свойственно северным натурам. Но поставь что-нибудь в подобном роде в одном из наших театров, и увидишь, как освещит тебя публика. Наша публика слишком возбудима и никогда не довольствуется одной только Примадонной, которая, как и в Германии, требует от 18 тысяч до 20 тысяч гульденов в год. Здесь требуют нескольких первых певиц, совершающих поездки в Каир, Санкт-Петербург, Лиссабон, Лондон, которым нужно платить от 25 тысяч до 30 тысяч франков в месяц. Как можно вообще платить такие деньги? И вот теперь я тебя спрашиваю, смогла бы у нас утвердиться труппа с твердым ангажементом, где контракт заключается на каждые три года, известно ли тебе также, во что обошлась бы труппа вроде той, которая сейчас играет в Ла Скала? С каким реализмом схвачена здесь в Эрде материальная сторона работы над постановкой оперы, характерная для любого времени? Но он не мог и подозревать о том, что для этих целей в будущем будут широко привлекаться общественные средства. Современный читатель может быть удивлен, обнаружив среди наиболее известных городов, культивировавших в то время оперное искусство, не Нью-Йорк, а Каир, но такому читателю следовало бы напомнить о том, что Хидиф Египетский был августейшим любителем восточной роскоши и европейского образования и что Аида была впервые поставлена в Каире. В сороковые годы, когда Верди из удачливого новичка превратился в ведущего представителя итальянского оперного искусства, предприимчивые импрессоря наперебой стали приглашать его для написания скритуры. Пользующаяся успехом опера была солидным источником доходов. А потребность в новых произведениях существовала постоянно в стране, где оперное искусство имело вековые традиции и превратилось в страстно желаемый предмет наслаждения для представителей всех классов общества. Верди написал свою следующую оперу, «Ломбардцы в первом крестовом походе», опять для Мерили, и 11 февраля 1843 года она была встречена с тем же восторженным энтузиазмом, с каким годом раньше Набука. В ломбардцах также имелся хоровой номер, исполнявшийся в унисон, который обладал большой притягательной силой, вызывая всеобщее воодушевление. Этот хор возбуждал прилив патриотических чувств и у исполнителей, и у публики, о чем весьма бдительная в этом отношении австрийская цензура не могла и подозревать, читая сцены, где действуют крестоносцы и паломники. И хотя последовавшее вскоре после этого исполнение оперы в Венеции оказалось в значительной мере менее удачным, и этого успеха было достаточно для заключения контракта Верди с Венецианским театром Ла Фи Ничи, для которого он должен был написать свою следующую оперу. В Венеции Верди нашел нового либретиста, Франческо-Мария Пиаве, с которым он, если не принимать в расчет случавшиеся перерывы, сохранял на протяжении многих лет творческий контакт. Пиаве был венецианцем и выполнял обязанности штатного стихотворца в театре Ла Фи Ничи, который в судьбе оперных произведений Верди сыграл почти такую же важную роль, как и миланский Ла Скала. Пиаве сочинял кладки и благозвучные стихи и обладал необыкновенной способностью к приспособлению, что было необходимым условием для работы с таким своенравным и столь непреклонно преследующим свои цели художником, каким был Верди. Композитор не только самостоятельно выбирал материал, у него вошло также в привычку представлять своему коллеге законченный план всех сцен, подчас даже снабженный пространным прозаическим текстом, так что иной раз оставалось только переложить тот на стихи. Нет необходимости объяснять, почему из всех вопросов, волнующих композитора при создании оперы, вопрос о либретто является самым важным и самым сложным. Об этом мы еще поговорим подробнее. Премьера Эрнани, первой оперы Верди, либреток которой было написано Пиаве, состоялась 9 марта 1844 года в Венеции. Эта опера обладала тем преимуществом, что в ее основу был положен удивительный по своим сценическим достоинствам сюжет, трагедия Эрнани Виктора Гюго. Успех этой оперы был самым продолжительным, если говорить только о раннем периоде творчества Верди. Спустя несколько месяцев она была поставлена под руководством Деницетти в Вене и в течение последующих лет прочно утвердилась на всех итальянских и многочисленных зарубежных оперных сценах. Верди в Милане добился заключения контракта с Деницетти, который со свойственным ему великодушием пошел навстречу молодому коллеге. Верди был по натуре своей скорее застенчивым человеком и был лишен вследствие своего невысокого происхождения светского лоска, но в Милане он попал в такое окружение, которое в этом отношении было для него очень благоприятным. Благородное миланское общество собиралось в салонах Кларины Мафии и Джузепины Апиани. Обе сердечно приняли в свой круг молодого художника, и с обеими он поддерживал отношения долгое время. Само собой разумеется, что в интеллектуальных кругах Милана активно фронтировали по отношению к австрийским властям. Не исключено, что охлаждение в отношениях Верди с Мерели способствовало то обстоятельство, что о последнем ходили слухи, будто он является австрийским шпионом. Если принимать во внимание двойственность его положения как в Вене, так и в Милане, то это не покажется столь уж удивительным. Время было предгрозовое, шел 1848 год. Успехи Верди чередовались с неудачами, но именно в эти годы он обрел международную известность. Позднее он назовет этот период своей жизни каторгой. Но альтернатива была такова, либо провал, либо всепоглощающая работа. И как ни страдал он иной раз от нее, как ее не клял, он чувствовал себя в родной стихии, когда мог выплескивать из своего пламенного сердца одно произведение за другим, ставя каждый раз перед собой цель, оживить текст при помощи имеющихся в его распоряжении средств и найти сценическое воплощение для созданных образов. Для этого требовался сильный характер борца. Он выполнял эту работу с непоколебимой решимостью, ни в чем не уступая рутине театральной жизни, равнодушию окружающих, не уступая ни в чем что имело отношение к воплощению его образов, а также не уступая ни в чем даже в отношениях с театральными агентами и издателями. Верди всегда одерживает победу, так как он знает, чего хочет, и его воля столь же сильна и неотразима, как и его воинственные маршевые мелодии. Эта сторона характера имела решающее значение в начальном периоде его жизни. Тот факт, что он заработал значительное состояние, был для человека с такой страстной жаждой независимости весьма важным обстоятельством. В 1848 году в возрасте 35 лет он купил обширное поместье неподалеку от Бусета, сайт Агата, которое стало постоянным местом его жительства и предметом постоянных забот. Это было характерно для выходца из сельской местности, купить землю там, где он родился бедняком. Дом, являвшийся составной частью усадьбы, был довольно видным, но никак не являлся роскошной вилой. На протяжении многих лет на ведение деревенского хозяйства композиторам была истрачена большая часть тех материальных излишков, которые приносила ему работа. Перешагнув через порог 30-летия, Верди каждый год осуществлял постановку на сцене одной, а то и двух опер. Краткий перечень произведений и дат постановок наилучшим образом может проиллюстрировать эту Геркулесову работу. Спустя полгода после Эрнани в Риме была уже поставлена опера «Двое фаскари», либрита которой Пиаве написал, взяв за основу драму Байрона. 15 февраля следующего года, 1843, Верди возвратился в Милан с Жанной де Арк и вновь встретился с Солерой, который на основе орлеанской девы Шиллера сделал самый абсурдный текст из всех либретто-опер Верди. Спустя два года в Палермо состоялась премьера этой оперы, которая к этому времени уже называлась «Ариота де Лесбос», и ее главной героиней была одна из современец поэтессы Софо. Жанна Уверди была героиней из народа, почти революционеркой, а ничего подобного нельзя было показывать сицией лицам. Жанна де Арк была последней искритурой Верди, сделанной для «Ла Скала». Стаджионе открывался оперой «Ломбардцы», и композитор был так раздражен бесцеремонностями со стороны Мерили, что отказался присутствовать на премьере. Столкновения продолжались затем при подготовке новой оперы «Жанна де Арк». Все это привело к тому, что Верди порвал свои отношения с Мерили. Только 24 года спустя, когда Мерили уже не руководил театром «Ла Скала», Верди возвратился туда с новым вариантом оперы «Сила судьбы», которая была поставлена именно на той сцене, где представлялись его первые получившие признание произведения. В предложениях, посыпавшихся со всех сторон, не было недостатка. Спустя полгода после Жанны в Неаполе была поставлена Альзира, либретто которой, по Вальтиру, написал Сальваторо Камарано. Солера написал либретто следующей оперы Верди «Аттила», премьера которой состоялась 17 марта 1846 года в Венеции. Год спустя, 14 марта 1847 года, во Флоренции был поставлен матбит. Текст либретто к этой опере написал Пиаве по мотивам шекспировской трагедии. Здесь можно процитировать одно из писем Верди к своему тестью Барри Цецеи, так как в нем нашли выражение те чувства, которые этот сдержанный человек редко доверял бумаге, уже давно появилось у меня намерение посвятить одну из моих опер вам, моему отцу, благодетелю и другу. Я выполнил бы этот долг раньше, если бы мне не помешали обстоятельства. Теперь я посылаю вам Макбета, которого люблю больше, нежели предыдущие мои оперы, и считаю ее более достойной быть переданной вам. Мое сердце посылает ее, пусть другое сердце ее воспримет. Эта опера должна стать свидетельством того, что моя благодарность вам, моя любовь к вам, неизбывна. С незапамятных времен признаком известности композитора служило приглашение в Лондон. Как прежде Россини, Деницетти и Беллини, так и Верди подписал контракт, в соответствии с которым он должен был сочинить оперу для Лондона, где уже с успехом шли Эрнани и Набука. Результатом стала опера «Разбойники», которая по сути своей была оперным вариантом одноименной драмы Шиллера. Либретто написал Андреа Мафеи, муж приятельницы Верди Кларины. Еще до постановки Макбета Верди начал работу над новой оперой. И в начале июня 1847 года он отправился в Лондон, где 22 июля и состоялась премьера. Это было его первым путешествием в Западную Европу, и поэтому его высказывания о полученных впечатлениях представляют интерес. «Я уже два дня в Лондоне», – писал он Кларине Мафеи. «О Лондоне я ничего сказать не могу, поскольку вчера было воскресенье, и я не видел ни одной живой души. Но этот дым и запах угля меня раздражают. Мне все время представляется, будто я нахожусь на борту парохода. Скоро пойду в театр для того, чтобы узнать, что же меня ожидает. Конечно, я приехал поздно. И антрепренер может выразить мне свое неудовольствие, но если он скажет хотя бы одно слово, я выпалю в ответ сразу десять и тотчас же уеду в Париж, а там будь что будет». Джузепине Апиани он писал, «Да будет благословенно наше солнце, которое я и так горячо люблю, а теперь почитаю того больше, особенно с тех пор, как живу в тумане и дыме, от которого я задыхаюсь и от которого я в конце концов ослепну». Театры заполнены до отказа, и англичане получают от происходящего на сцене удовольствие, и они платят так много лир. Ох, если бы я мог остаться здесь на пару лет, то привез бы домой целый мешок этих благословенных лир. Но нет смысла и думать об этом, так как в таком климате жить я не могу. Я скучаю по Парижу. Этот город ничем особенно привлекательным для меня не обладает, но я люблю его, поскольку могу жить там так, как мне заблагорассудится. Какое же это величайшее наслаждение, иметь возможность делать то, что ты хочешь. Когда я думаю о том, что я смогу две недели провести в Париже, не занимаясь музыкой и не говоря о ней ни слова, всех антрепренеров и издателей я вышвырну за дверь, то у меня голова начинает идти кругом, настолько утешительным представляется мне все это. Мешок лир вовсе не был плодом чистой фантазии. Лондонский менеджер Ламлей предложил Верди царский гонорар, согласись тот стать руководителем оперного сезона, который в соответствии с традицией продолжался три месяца и только спустя столетия был заменен на круглогодичный цикл. Однако за самопроизвольно возникающей вновь и вновь тоской Верди по Парижу скрывалась определенная тайна, объяснение которой может быть найдено в письме, написанном Верди через пару лет после того к его тестью Барри Цеце, где гордость пишущего вызывает такую же симпатию, как и искренность, бескомпромиссность его выражений. Слухи уже ходили вовсю, вызывая у некоторых заинтересованных лиц чувство досады, и это неудивительно, если принять во внимание тот факт, что Бусета был провинциальным захолустьем. Дорожайший тестюшка. Я не могу свыкнуться с мыслью, что после столь долгих ожиданий получил от вас столь холодное письмо, в котором к тому же, если не ошибаюсь, есть место, оскорбительное для меня. Если бы это письмо не было подписано Антонио Барри Цецеей, моим благодетелем, то я бы ответил на него в весьма сильных выражениях. Но, поскольку оно подписано именно этим именем, именем, уважение к которому я всегда считал своим долгом, я попытаюсь по возможности вас убедить в том, что я не заслуживаю подобного упрека. Мне нечего скрывать. В моем доме живет свободная, независимая дама, которая, так же как и я, любит одиночество и обладает состоянием, способным защитить ее от любых невзгод. Не я, не она никому не обязаны отчитываться за свои поступки, с другой стороны, кому известно о том, какие между нами существуют отношения, какие у нас общие дела. Что нас связывает, или о тех правах, которые я имею на нее, а она на меня кто знает о том, является ли она моей женой или нет. И кому известно о том, каковы причины этого особенного случая и с каких соображений мы об этом ничего не сообщаем. Кому известно также и то, хорошо это или плохо. Разве в этом не может быть ничего хорошего? И даже, если в этом и было бы что-либо худое, у кого есть право подвергать нас анафеме. Я должен сказать, что она найдет в моем доме такое же уважение, как и я сам, и даже большее. И в этом никому не следует заблуждаться, какие бы предлоги для этого не использовались. И, наконец, у нее есть для этого все основания, учитывая как ее поведение, так и ее ум, а также ее предупредительное отношение ко всем. Всеми этими длинными рассуждениями я хотел сказать только одно, я имею право на свободу, так как каждый человек имеет на это право, а также потому, что отсутствие свободы противоречит всему моему естеству. В этом письме я не сказал ничего, что могло бы вас оскорбить. Если же все-таки вам что-либо в нем не понравится, считайте, что я его не писал. Я всегда считал вас своим благодетелем и продолжаю считать вас таковым, это предмет моей гордости и моего тщеславия. Женщина, из которой тогда, летом 1847 года, Верди находился в близких отношениях, была та самая Джузеппина Стрепани, которая, еще будучи молодой певицей, сыграла столь значительную роль в начале его творческого пути, первая открыла в нем художника и поняла его. После долгих лет безжалостной эксплуатации ей угрожала потеря голоса, и она покинула сцену, поселившись в Париже и занявшись преподаванием вокального искусства. Она была самым верным другом из всех встреченных Верди на жизненном пути. Он стал для нее кумиром, которого она никогда не называла по имени и говорила, обращаясь к нему только Верди. Двенадцать лет спустя, задолго до того переехав к нему в Санта-Гата, она стала его женой, наделенная исключительным умом, женским чувством такта и безграничным терпением. Она во многом способствовала тому, чтобы привнести спокойствие в его жизни, насколько это было возможно, учитывая крутой и бурный характер Верди, в значительной мере нейтрализовало его трение с внешним миром. Брак этот оказался бездетным, но его гармония ни разу не была омрачена. А если вспомнить еще, каким минимальным образованием ограничивались в то время певицы и в какой атмосфере приходилось жить Джузепине в то время, когда она работала в театре, то невольно проникаешься уважением к ее личным качествам, о которых можно судить и по письмам. И ее чувства всегда находили выражение в трогательной форме, когда она говорила о Верди. Не правда ли? Пишет она в письме Джулия Рикарди, что Верди как человек превосходит Верди как художника. Прошло уже немало лет, в течение которых мне выпало большое счастье жить в непосредственной близости от него. И бывают такие моменты, когда я сама не могу точно сказать, что больше, моя любовь к нему или мое восхищение им, его сердцем, его характером. Джузепина Стрипани была двумя годами моложе Верди и происходила из театральной семьи. С 20 лет она стала выступать на сцене и быстро выдвинулась, ибо происходило это в то время, когда масштабные задачи, свойственные оперному искусству Деницетти и Беллини, породили большой спрос на голоса высокой пробы. Театральные антрепренеры отправляли своих клиентов, куда тем заблагорассудятся, и Стрипани как признанная Примадонна, пользовалась большим успехом. Какая-то темная история бросила тень на ее жизнь? Между 1838 и 1841 годами она родила двоих детей, из которых один, мальчик по имени Камилина, был еще жив в начале ее связи с Верди. Он рос в семье приемных родителей. И последний раз упоминания о нем можно встретить в письме Пипине, написанном в 1849 году, вскоре после чего мальчик якобы умер. Одни полагали, что отцом их был Мерилий. Другие считали, что это дети некоего тенора по имени Мариани. С точки зрения театральной жизни тех времен этот случай мог бы показаться банальным, если бы он не был столь невыразимо трагичным. Такой ценой вынуждена была расплачиваться Примадонна за свой блеск. Беспокойство о ребенке и невозможность быть рядом с ним, это поставило бы под угрозу ее существования, надолго омрачили ее жизнь. Однако пребывание Верди в Париже летом 1847 года не носило сугубо частного характера. Он получил контракт на постановку Ломбард ЦФ на французском языке в Гранд Бутик, так называли тогда Парижский оперный театр. Новый вариант оперы, который получил название Иерусалим, был большей частью написан заново, но стал скорее ухудшением, нежели улучшением оригинала. В соответствии с обычаями Гранд Опера в оперу должен был быть также включен большой балетный дивертисмент. Критическое отношение Верди к музыке, которую он для этого написал, проявилось в том, что публикация балетной музыки не была предусмотрена договором, заключенным им с издателем Рекорди. Четыре следующие работы завершают ранний период творчества Верди, который охватывает его жизнь до сорокалетнего возраста. Опера «Корсар», либретто которой написал Пиави, была поставлена 25 октября 1848 года в Триесте. Верди сочинял эту оперу в торопях, стремясь выполнить обременительные для него обязательства по отношению к миланскому издателю Лукио, на котором тот настаивал. Спустя всего лишь несколько месяцев, 27 января 1849 года, последовала постановка «Время битвы Прелиньяна», стихотворный текст которой принадлежал Перу Камарана. Что же касается сюжета, то он был основан на событиях, связанных с поражением императора Фридриха Барбаросы в битве с войсками Ломбардской лиги городов в 1176 году. Постановка этой оперы вызвала патриотические демонстрации, и в дело была вынуждена вмешиваться полиция. Трагедия Шиллера «Коварство и любовь, переработанная Камарана», стала основой следующей оперы Верди, получившей название Луиза Миллер. Она с большим успехом была исполнена 8 декабря 1849 года в Неаполе, а вскоре после этого и в Риме, 16 ноября 1850 года в Триесте впервые шла опера «Стифели ополи Брета Пиавиа», главным героем которой был немецкий евангелический пастор. Цензура расценила церковную проповедь, толкующую один из фрагментов Нового Завета, как профанацию. Вследствие этого эпизод должен был быть вычеркнут, что внесло страшный беспорядок в последний акт. Это произведение, которое автор основательно переработал, перенеся действие из XVIII века в эпоху крестовых походов, не получило широкого признания. Оно завершает период становления Верди, период беспокойных странствий. На долгие годы он обрел пристанище в сайт Агаты и стал мастером. Мастер. Здесь необходимо сказать несколько слов об одном учреждении, которое осложняло жизнь Верди, а также всем тем, кто имел в то время отношение к театру. О деятельности этого учреждения уже упоминалось, поскольку речь идет о цензуре. Милан. Венеция и Триезд находились под властью австрийцев. Чиновничий аппарат был настроен реакционно, отличался чрезвычайным недоверием и бездушным ханжеством. Цензор выполнял свои обязанности с соответствующей строгостью, усугублявшейся всевозможными опасениями и интеллектуальной ограниченностью. В зависимых от австрии герцогствах Парма и Тоскана, как и в папском государстве, а также в королевстве сицилийском ситуация была почти такой же. А после окончившегося поражением восстания 1848 года гнет только усилился. Цензурные запреты угрожали всему, что могло оскорбить монаршей чувство, что было направлено против церкви или противоречило укоренившимся нравам. Вновь и вновь случались какие-то неожиданные события, подогревавшие цензуру. Наибольшая ее активность приходится на период между Венским Конгрессом, 1815, и битвой при Кёнигрице, 1866. Затем начнется ее ослабление. Верди давно уже был приучен к борьбе с цензором. Правда, что касается его следующего произведения, то битва за него с цензурой была самой тяжелой. Этим произведением открывается серия его зрелых шедевров. Между 1851 и 1853 годами были написаны три из них. Они вышли на подмостки оперных театров всего мира и способствовали популярности Верди в большей мере, нежели все написанное им прежде. Это были Регалета, Трубадура и Травиата. В возрасте 40 лет Верди, если учесть то обстоятельство, что его последнего соперника Деницетти уже не было в живых, по праву стал королем итальянской оперы и оставался им на протяжении 50 лет, до самой смерти. Если бы ему было известно о той героической борьбе, которую автор драмы «Король забавляется» Виктор Гюго выдержал в 1832 году, когда после единственного спектакля в Парижском театре Франсе власти вынуждены были вмешаться и дальнейшие спектакли были запрещены, он не решился бы использовать материал, из которого Пиаве скроил Регалета. Причем за два десятилетия до этого речь шла уже не об абсолютистской Франции времен реставрации, а о либеральном конституционном правительстве Луи Филиппа. Однако король забавляется представляет собой пламенный протест против приукрашивания историей популярного монарха Франциска I и грубой развращенности его двора. Придворный шут Трибуля, у Верди он поначалу назывался Трибалета, является исторической фигурой, то же самое относится и к госпоже де Пуатье, любовнице Франциска I и дочери Сен-Валье, у Верди Монтероня. Вследствие этого возникал определенный повод к повышенной чувствительности в монархически управляемом государстве, внутри которого существовало сильное республиканское движение. Что касается австрийской цензуры, то ожидать от нее проявления терпимости не было оснований. Работа подходила к концу, и решение цензора поставила Верди в крайне неприятное положение. Композитор был связан с театром обязательством, оговаривающим срок окончания произведения. За несколько месяцев до назначенной в Венеции премьера ему было сообщено, что та состояться не сможет. Наилучшим образом дают представление о том тернистом пути, который предстояло пройти этой опере, слова самого Верди. Он писал председателю Марциари, представлявшему театр Лафиничи в Венеции, 5 декабря 1850 года, решение о безоговорочном запрещении проклятия. Таково было первоначальное название регалета. АВТ. Для меня столь неожиданно, что я просто начинаю сход с ума. Во многом виноват Пиави, он виноват во всем. В нескольких письмах он заверял меня, что получил разрешение. После этого я написал музыку к большей части либретто и с великим усердием старался закончить работу в срок. Решение о запрещении повергает меня в состояние нерешительности, поскольку время для того, чтобы выбрать другой сюжет, уже ушло, я не в состоянии, совершенно не в состоянии написать к этой зиме оперу на новое либретто. В качестве единственно возможной замены он предлагает оперу Стифелио, с которой также уже были цензурные сложности, и обязуется написать для нее новый финальный акт. Марциари делает предложение об изменении регалета, на что Верди отвечает в своем следующем письме, 14 декабря, у меня еще не было достаточно времени, чтобы оценить новое либретто, но уже того, что я вынес после чтения, достаточно, чтобы сделать вывод о полном отсутствии в нем характера, оно никого глубоко не затрагивает, и самые сильные места оригинала оставят всех равнодушными. Если бы нужно было только изменить имена, можно было бы изменить и место действия и вести какого-нибудь герцога или князя другой страны, например, принца Пьера Луиджи Форнези или кого-либо в этом же роде, можно было бы также перенести действия еще дальше вглубь истории, в эпоху Людовика XI, когда Франция еще не была собственно королевством, можно было бы вывести на сцену и герцога Бургундского или Нормандского, но в любом случае это должен быть полновластный правитель. Гнев придворных, вызванный трибалета в пятой сцене первого акта, лишен всякого смысла, проклятие старца, которое столь ужасно и великолепно в оригинале, будет просто смешным, так как мотив, герцог, приводящий его к произнесению проклятия, теряет свое главное значение, так как он не является более поданным, столь смело разговаривающим со своим королем. А если нет этого проклятия, то какова же тогда цель, в чем состоит смысл драмы? Герцог, ничего не говорящая фигура, этот герцог должен обязательно быть развратником. Что может делать этот герцог в отдаленной трущобе? Один, незваный, не получавший предварительного условия, я также не могу понять, почему убрали мешок. Какое отношение имеет мешок к полиции? Опасаются ли воздействия? Позволительно будет здесь сказать, почему под этим хотят понять больше того, что понимаю я. Кто может сказать, это окажет воздействие, а это нет? Если не будет мешка, то нельзя будет понять, почему трибалета на протяжении получаса говорит, обращаясь к трупу, прежде чем блеск молний позволит ему увидеть, что это его дочь. И, наконец, я замечаю, что трибалета уже не может быть уродом и калекой. Поющий гарбун, а почему бы и нет? Сможет ли это вызвать соответствующий эффект? Я не знаю. Но если я этого не знаю, то этого не знает и тот, кто предложил эти изменения. С моей же точки зрения, эта идея совершенно потрясающая, наделить смешного уродца способностью любить и страдать. Именно из-за этого обстоятельства я и остановился на этом материале, и если из него вынут характерную особенность, то я уже не смогу написать музыку. Если мне возразят, что моя музыка хорошо сможет подойти также и к новой пьесе, то на это я отвечу, что совершенно не понимаю подобные болтовни, я хочу сказать с предельной ясностью, что пишу музыку, какой бы она ни была, хороший или плохой, не просто так, но всегда стремлюсь придать ей определенный характер. В конце концов сошлись, в соответствии с предложением Верди, на герцоге Монтуанском. Почти по каждому пункту своих возражений Верди оказался прав. Одну сцену, заимствованную из оригинала Виктора Гюго, нужно было убрать из соображений благопристойности, речь идет о дуэте обесчищенной Джильды и герцога в его спальне. Но тем не менее главное содержание оперы было спасено. И уже первое исполнение, 11 марта 1851 года, свидетельствовало о силе ее сценического воздействия. Даже Виктор Гюго, выступавший против использования своих произведений для оперы, как то было и в случае с Эрнани, и грозивший из Парижа привлечением к судебной ответственности накануне постановки Регалета, во Франции уже с наполеоновских времен существовала судебная защита авторских прав. Даже он был растроган до слез, когда смог присутствовать на представлении оперы. Успешная премьера в Венеции ни в коей мере не означала окончания цензурных сложностей в других итальянских государствах. Постановка Регалета полгода спустя время в изуродованном цензурой варианте окончилась неудачей. Итак, Регалета в Риме провалился ко всем чертям, пишет Верди своему издателю. При таких изменениях и искажениях невозможно добиться успеха, публика требует чего-то увлекательного, авторы делают все, что в их силах, чтобы добиться этого, но если цензоры именно это и вычеркивают из Регалета, то Регалета перестает быть моим произведением. На афише должно быть написано. Регалета, либреты и музыка, Дона. Здесь следует поставить имя цензора. На этом борьба Верди со всемогущим противником от них не кончилась. После изнурительной работы, связанной с постановкой Регалета, Верди устроил себе длительные каникулы, которые он провел в Сан-Та-Гата вместе с Джузепиной, настойчиво совершенствуя свое деревенское хозяйство. Только в следующем году он приступил к работе над Трубадуром на либреты Камарана. Венеция и Рим претендовали на то, чтобы премьера прошла в их оперных театрах. Она в конце концов состоялась 19 января 1853 года в Риме. И здесь не обошлось без привычных цензурных осложнений. Текст, который римский импресарь Ай Яковыча написал либретисту Трубадура, может показаться почти пародией, но говорилось это абсолютно всерьез, вместо ведьм речь может идти только о цыганах. Так как упоминание о пальных, а также сторонников политических партий воспрещается, они должны быть вычеркнуты. Вместо сожжения на костре, что можно в любой момент связать с приговорами Святой Церкви, Азучину следует просто приговорить к смерти. Возбраняется показывать, как Леонора принимает яд, поскольку самоубийства запрещены, необходимо все это соответствующим образом переделать. Кажется, в дело вмешался, успокоив разгоревшиеся страсти, какой-то не лишенной рассудительности служитель Церкви, и представление оперы превратилось в сенсационное событие, тогда как поставленное спустя менее двух месяцев, 6 марта в Венеции Травиата была воспринята весьма холодно. Над этими двумя произведениями Верди работал одновременно. Своё мнение он высказал в одном из писем, вчера вечером провалилась Травиата. Я ли повинен в этом или певцы? Будущее покажет. Письмо было адресовано Эммануэлю Муцеил, верному ученику Верди, стремившемуся помогать ему при подготовке опер к постановке на сцене, а также оркестровавшему отдельные части клавира. Верди на сей раз не позволил вести себя в заблуждение относительно своего произведения. Год спустя опера была вновь принята к постановке в Венеции с незначительными изменениями и имела огромный успех, сопутствующий ей по сей день. На протяжении многих лет Верди вынашивал идею, написать оперу на сюжет шекспировского «Короля Лира». Он даже сам написал развернутый сценарий. Каждый из его либретистов на какое-то время брался за эту работу, но план так и не был воплощен в жизнь. В то время Верди больше всего заботил договор с парижской оперой, который предусматривал сочинение им оперы на основе либрета скриба. Поэтому он вынужден был оставить работу над королем Лиром, которой он предпочел бы заниматься, и уже больше к ней никогда не возвращался. Весной 1853 года Верди направился в Париж для того, чтобы установить контакт с автором поэтического текста и непосредственно с театром. Результатом стала опера «Сицилийская вечерня». Скрип, бывший уже на протяжении нескольких десятилетий главой парижских либретистов, не очень-то себя утруждал. Если в Гугенотах у Мейербера «Ночь святого Варфоломея» производилась сильное впечатление, то и другая «Кровавая ночь», «Сицилийская вечерня». Восстание сицилийцев в Палермо против французов в 1282 году, также открывало хорошие перспективы. Как и в предыдущей работе, он весьма эффектно смешал по установившемуся рецепту, подходящему для большой оперы, необходимые ингредиенты, исторические события, интриги, придуманные любовной истории. Но хотя в литературном отношении результат вряд ли оказался хуже написанного на этой основе музыкального произведения, стоящего как сенсационное явление на самой вершине французского оперного искусства, тем не менее совершенно очевидно, что отсутствовало необходимое единство взглядов между либретистом и композитором, который, кстати, был далеко не в восторге от всей этой истории. После обычных для Парижа переносов и сложная тёй с составом исполнителей, премьера состоялась 13 июня 1855 года во время Всемирной выставки, и внешний успех этого произведения был ошеломляющий. В Гранд-Опера спектакль выдержал 50 постановок, однако продолжительным этот успех не был ни в Париже, ни в Парме, где была показана изменённая итальянская версия оперы, получившей название Джованна Гусман. Действие её было перенесено в Португалию. Показывать на сцене победоносные революции из итальянской истории воспрещалось. Прошло много лет, прежде чем опера «Сицилийская вечерня» смогла идти в Италии. Это произведение оказалось своего рода метисом. Верди, воспитанный на традициях итальянской оперы, был готов к тому, чтобы приспособиться к условиям, характерным для Парижской Гранд-Опера. Он слишком хорошо представлял практику, реальность, в которых существовал определённый театр, чтобы иметь какие бы то ни было предрассудки в этом плане, что в большой степени отличало его от немецкого коллеги Вагнера, который при постановке Тангейзера в Париже настойчивостью и упрямством добился того, чтобы иметь возможность диктовать свои условия театру, что и послужило причиной его неудачи. Верди принял напыщенность скриба, но сделал это без особого удовольствия, и это нельзя не заметить, несмотря на обилие прекрасной музыки, появляющейся там, где наличествует более тёплое чувство и где сама ситуация становится более человечной. Самой слабой частью оперы является большой балет четыре времени года, делающий третий ягд неимоверно растянутым. Единственное достоинство дивертисмента состоит в том, что его можно опустить без всякого ущерба для развития действия. Инструментальная музыка была в то время для Верди областью неизведанной, в которую он вступал не без чувства некоторой неуверенности. Его способ примирения с подобной ситуацией состоял в использовании привычных методов работы и в этом смысле не отличался от того, как восемь лет назад шла работа над Иерусалимом. И в том, и в другом случае балет был чем-то привнесённым, стоящим за пределами самого действия. В Ригалета, в Бали Маскараде можно говорить не о балете, а о сценах на балу, имеющих непосредственное отношение к действию. ОС. Новой же музыки является драматическая ситуация. Только много лет спустя удастся ему Ваиде привести балетные сцены в полное стилистическое соответствие с музыкой всей оперы. После успехов последних лет спрос на новые произведения еще более увеличился. Но Верди старался не попадать под давление обязательств, которые надо было выполнять в краткие сроки. Он отклонил поступившее из Лондона заманчивое предложение. Верди давно пришел к тому, чтобы во всех вопросах, связанных с искусством, равно как и в личной жизни, сохранять независимость. Сердечная дружба, связывавшая его с издателем Титой Рикорди, а позднее и с его сыном Джулия, никогда не мешала ему с самой твердой настойчивой, защищать свои интересы в издательстве, если ему это казалось необходимым. Он также яростно протестовал, когда издатель шел на казавшиеся ему неприемлемыми уступки театрам в вопросах, связанных с воплощением художественных образов. Решимость Верди в тех вопросах, где речь шла об отстаивании его прав, была непреклонна и озадачивала многих, невольно заставляя вспомнить о его крестьянском происхождении. Еще более поражает эта черта в его отношениях с родителями, получившими от него достаточную помощь. Особенно тогда, когда отец в его отсутствии превышал в сайт Агата свои полномочия. Верди не допускал таких нарушений, как истинный крестьянский сын, вступивший во владение хозяйством. Ко времени написания регалета относится один довольно странный нотариальный документ, весьма недвусмысленно определяющий право его родителей, чтобы избежать расхождений во мнениях в будущем и чтобы обе стороны сохранили покой и независимость. Следующая работа, опера Симон Баконегра, за которую Верди взялся сразу после парижского эпизода, вновь свела его с Пиавеи с театром Лафинича в Венеции. Чтобы не забыть о материальной стороне дела, следует сказать, Верди запросил за скритуру к Трубадуру в Риме 6 тысяч франков. Четыре года спустя он уже смог получить в Венеции за оперу Симон Баконегра в шесть раз больше. Столь высока была рыночная цена одной оперы Верди в те решающие для его судьбы годы. Успех Баконегра был столь же малоудовлетворительным, 12 марта 1857 года, как пять месяцев спустя оказалась попытка реабилитировать провалившуюся в Триесте оперу Стифели о в уже упоминавшейся переработке и под новым названием Арольда. Место евангелического пастора в ней занял рыцарь-крестоносец. Своими последними работами Верди удовлетворил соответствующие ожидания, но и в скептиках, особенно в кругах парижских специалистов, тоже не было недостатка. Отражением бытовавших в то время в Париже мнение является оценка одной из новых работ Верди юным Безе, который, получив римскую премию, находился в то время в Италии, говорят, что Верди больше не будет писать. А если он и будет продолжать, то я очень сомневаюсь, что он вновь сможет дойти до таких проблесков гениальности, которые содержатся в Трубадуре, в Травиате и в последнем акте Регалета. Верди являет собой пример прекрасной души, испорченной небрежностью и дешевым успехом. Поводом для этого высказывания послужила премьера нового произведения прославленного композитора, на который Безе присутствовал в Риме. Что касается вокальной стороны исполнения, то оно, по свидетельству самого Верди, было неудовлетворительным, 17 февраля 1853 года, но вместе с тем нельзя не испытать чувство разочарования от того, что Безе, гениальный по своему дарованию музыкант, не смог по достоинству оценить произведение, равное по меньшей мере трем, ранее уже упоминавшимся, если не превосходящее их. Публика лучше смогла разобраться в его достоинствах, так как опера Бал Маскарад вскоре была поставлена на многочисленных оперных сценах как в самой стране, так и за ее пределами. Как и в случае с Регалета, не обошлось без цензурных осложнений. И так же как и в случае с Регалета, композитор был вынужден изменить место действия, недопустимо чтобы короля убивали на сцене, это могло бы навести людей на опасные размышления. В основе произведения лежат исторические события. Шведский король Густав III был убит на Балу в 1792 году в результате заговора, в котором принимали участие представители высшей знати. Скрип создал на основе этого материала одно из своих самых выразительных либретто, но когда Верди приступил к написанию музыки, на сцене к тому времени уже был поставлен вариант оперы, принадлежащий Перу Абера. Зарубежная критика отреагировала на эту ситуацию весьма скептически. Эдуард Ганслик дал такую оценку, немцы и французы согласятся с тем, что, лебелл Москвы Абера по части оригинальности и привлекательности намного превосходят, анбеллоу им мастер. Один из самых маститых английских критиков соглашался с ним. Сочинение Верди, написанное на либретто скриба, впервые дало мне возможность по достоинству оценить работу Абера. Подобное откровение красноречиво свидетельствует об оценке Верди зарубежным музыкальным миром. Его широчайшая популярность принималась к сведению, но отношение к ней было неодобрительным. Поначалу оперу Бал Маскарад предполагалось поставить в Неаполе. Но там цензурные препоны оказались непреодолимыми, и тогда Верди решил принять предложение Рима, где у импресаря Яковыча были хорошие связи в Ватикане. В конечном счете именно благодаря его усилиям постановка оперы была разрешена, но при условии, что вместо короля Швеции будет фигурировать губернатор Бостона, которого можно было бы убивать без всяких опасений. Верди согласился, 1859 год, к которому относятся эти события, был чрезвычайно важным для Италии, и Верди со всей своей страстностью принимал участие в событиях, определявших будущее его родины. Рисорджимента, движение за свободу и объединение его страны, всегда было близко его сердцу. Этому движению, становление которого совпало с молодостью самого Верди, не хватало только организации и единого руководства. В конце концов это пришло, когда королевство Пьемонта и Сардинии взяло руководство на себя. Сразу после начала в Вене мартовской революции в Милане вспыхнуло восстание, которое поддержал король Пьемонта Карл Альберт, вступив в пределы Ломбардии. Верди написал в то время патриотический гимн на слова поэта-соотечественника Гофрида Мамеля звучит «Труба». И послал его Мадзини с просьбой использовать по назначению. Пусть этот гимн под залпы артиллерийских орудий прозвучит на высотах Ломбардии. Однако австрийцы под командованием ради ЦКОО одержали победу. Будучи принужденным заключить мир, Карл Альберт отрекся от престола. Его сын и наследник Виктор Эммануил нашел в графе Кавури лицо высшего государственного ранга, который с такой же энергией и с таким же успехом добивался объединения Италии под руководством Пьемонта, как в свое время Бисмарк добивался объединения Германии под главенством Пруссии. В сравнении с республиканцем и социалистом Мадзини и удивительным смельчаком Гарибальди, двумя известными руководителями движения, на стороне Кавура было преимущество реалистической и последовательной политики. Его решающим действием было нападение на Австрию в союзе с Францией, руководимый Наполеоном III, результатом этого успешного наступления был захват в 1859 году Ломбардии, находившихся под властью Австрии герцогств Парма, Мадена и Тоскана, а также папского государства. Только Рим и несколько небольших анклавов продолжали оставаться под контролем папы. В следующем году прославленный поход Гарибальди с его тысячей свободных стрелков расширил владение Пьемонта, включив в него Неаполе и Сицилию. В 1866 году Италия, на сей раз уже в союзе с Пруссией, приняла участие в войне против Австрии, в результате которой в ее распоряжение перешла Ленеция. Наконец в 1870 году, после ухода французских оккупационных войск, поддерживавших до того правление папы, к объединенному королевству был присоединен и Рим, ставший его столицей. Героическое время борьбы Италии за свое освобождение, начиная от 40-х годов и кончая провозглашением нового королевства Италия в 1861 году, совпадает в биографии Верди с восхождением композитора к всемирной славе. Некоторые его мелодии приобрели неслыханную популярность, их распевали повсюду, и во многих из них нашли свое выражение его патриотические чувства. Власти ничего не могли поделать с этим, его имя можно было прочитать на каждой стене, на дверях всех трактиров. Даже само его имя стало политической манифестацией, так как Верди означало «Вэтореол» и «Иммануэл» и «Рэдди» и «Телия». Верди был восторженным почитателем графа Кавура, который убедил его выдвинуть свою кандидатуру на первых парламентских выборах. Граф придавал большое значение тому, чтобы столь известный представитель нации получил депутатский мандат. Первое заседание итальянского парламента состоялось в феврале 1861 года в Турине, где Верди исполнял свой долг как депутат провинции Парма, он присутствовал на первых заседаниях. Однако он не находил в себе качеств прирожденного политического деятеля, он не произносил речей. Он был согласен с мнением премьер-министра Кавура, государственной мудрости которого доверял. Спустя несколько месяцев после скоропостижной смерти Кавура Верди редко появлялся на заседаниях, к тому же он часто находился в разъездах. И даже когда в 1875 году Верди был избран сенатором, он продолжал оставаться редким гостем в палате. С присущей ему краткостью и деловитостью он высказался по этому поводу в письме к Пиаве, вздумай кто-нибудь написать историю моей парламентской деятельности, ему нужно будет только начертать на красивом листе бумаги следующее, у нас не 450 депутатов, а только 449, депутат Верди в природе не существует. Тем не менее кое-что, считая это своим долгом, он попытался сделать. Спустя много лет, вспоминая свою парламентскую деятельность, он писал графу Ари Вабине, в 1861 году я предложил Кавуру Нижу следующее, в трех ведущих итальянских театрах, в столице, Мелане и Неаполе, финансирование хора и оркестра должно взять на себя государство. Помимо этого надо организовать бесплатные вечерние курсы вокала для тех, кто хотел бы работать в театре, а также три консерватории, являющиеся составными частями театров со взаимными обязательствами между театрами и консерваториями. Этот план мог бы сыть осуществлен, если бы не ранее смерть Кавура, но при других министрах он был неосуществим. Верди давно осознал, что итальянскому оперному искусству требуется иная система организации, если стремиться к достижению лучших результатов и свести к минимуму власть случая. И эта система должна отличаться от стаджионе. Но мы несколько опередили события. Самыми значительными вехами этого решающего периода в итальянской истории были для Верди четыре произведения, являющиеся вершиной его творчества, Сила Судьбы, Дон Карлос, Аиды и Реквием. Только освободившись от давления связанных со сроками обязательств, его дар воображения, всегда отличавшийся плодотворным изобилием, нашел глубокие и зрелые образы. И даже при таких условиях два из этих произведений, Сила Судьбы и Дон Карлос, только после проведенной впоследствии основательной переработки обрели наконец свою окончательную форму. В те годы жизнь Верди была наполнена спокойным и уединенным творчеством. К этому склоняли его обстоятельства, а также слишком большое число заказов, сыпавшихся со всех сторон. Итальянское стаджионе не могло удовлетворить ни его творческие, ни финансовые требования. Но это вовсе не означает, что он отказывался от написания скриптуры, если предлагающая сторона была достаточно известной. Три упомянутые оперы были написаны для Санкт-Петербурга, Парижа и Каира, что свидетельствует об уровне достигнутого им международного признания. Верди, приступивший в начале 1861 года к работе над силой судьбы, вновь столкнулся с мелодраматическим по своему характеру материалом. В его основу была положена драма герцога Реваса, испанского политического деятеля и литератора, игравшего во времена Верди у себя на родине определенную роль и в той, и в другой областях. Действия в силе судьбы, Либретто написал Пиаве, по своему разнообразию и увлекательности может вполне соперничать с Трубадуром. В ноябре Верди вместе с Пипиной отправился в Петербург, чтобы там в соответствии со своим правилом, в тесном контакте с исполнителями доработать произведение. Однако репетиции были прерваны из-за болезни одной из певиц, которая должна была пить главную партию, замену устраивавшую Верди найти не удалось, и премьера с его согласия была перенесена на осень следующего года. Верди отправился назад на родину. Русская зима пришлась ему не по вкусу. По пути он послал письмо итальянскому тенору Тамберлику, исполнявшему партию Альваро, где описал свои приключения «Если бы я верил в загробный мир и в ледяной ад, каким его описывает Данте, то я бы уже завтра начал перебирать четки и читать Мезереро для того, чтобы замолить мои свершенные и несвершенные грехи». Однако в сентябре следующего года он вновь был на месте, и 10 ноября состоялась премьера. После этого последовали спектакли на оперных сценах Мадрида, Вима, Вены, Лондона, Буэнос-Айреса, Нью-Йорка. Несмотря на успех кое-что, как представляется, не устраивало Верди, и больше всего чрезмерная жестокость заключительной сцены. Поэтому спустя шесть лет он тщательно переработал это произведение, убрав из заключительного действия самоубийство и заменив его прелестной умиротворяющей сценой с Паттером Гуардианом, в первоначальном варианте отчаявшийся Альваро бросался вниз со скалы. На весну 1862 года, после первого посещения Верди России, приходится работа, которая впервые сведет Верди с 20-летним в то время Ориго Бойта. Верди в качестве представителей Италии был приглашен на всемирную выставку, проходившую в Лондоне. От Франции был Обер, от Германии Мирбер, от Англии Стерндейл Беннет, все они должны были написать праздничную музыку. И при посредничестве Кларины Мафе и Юной Бойта взялся за создание поэтического текста к этому сочинению, которое он назвал «Гимны народов» и где он не безумысла перемешал итальянский гимн с «Гимном Господи, спаси королеву» и «Марсельезой». Германского гимна тогда еще не существовало. Эта кантата для солиста-тенора, хора и оркестра с исторической точки зрения стала первым провозглашением объединенных наций. Она является самой значительной работой Верди, написанной по заказу к определенному случаю, это произведение обладает своим ярко выраженным характером, что ставит его рядом с силой судьбы. Несмотря на отдельные неприятные воспоминания, парижская гранд-опера, продолжавшая оставаться главной оперной сценой всего мира, сохранила для Верди свою притягательную силу. Он вновь решил посвятить этому театру свое произведение и на сей раз остановил выбор на Шиллеровском «Дон Карлосе», где сочетаются события исторические и вымышленные, что как раз и отвечало тем требованиям, которые предъявлялись к большой опере в Париже. Обработка литературного материала была сделана Франсуа Жозефом Мэри и Камилом Дю Лаклем, у которых в театре были связи. Уже тогда в Париже существовал подобный род коллективного творчества для драматических и особенно для музыкально-драматических спектаклей, и Верди видимо, был в большей степени удовлетворен этими авторами, нежели в свое время скрипом. Следует все же признать, что традиционно громоздкое произведение в пяти актах с большим количеством балетной музыки в качестве дополнительного груза не вызывало у него удовлетворения, несмотря на успех, 11 марта. «Дон Карлос» на протяжении многих лет не оставлял его в покое. За первым вариантом последовал второй без балета, а затем и третий в четырех актах. Либритисты сочли необходимым расширить экспозицию предварительного действия в Фонтенбло, что в настоящее время включено в большинство оперных спектаклей. Время работы над «Дон Карлосом» было омрачено для Верди печальными семейными событиями. Он был очень привязан к своим родителям, о которых начал заботиться с тех пор, как сам встал на ноги. В 1851 году умерла его мать. Отец, которому было уже за 80, скончался во время подготовки к постановке «Дон Карлоса». Спустя несколько месяцев после этого умер и Антонио Барри Ци Ци. Несчастный для меня год, такой же, каким был 1840-й, писал Верди Кларине Мафея. Он был добрым, сердечным человеком. В жизни мне доводилось встречаться с самыми разными людьми, а лучше его я нигде не встречал. Он любил меня как своего сына, и я любил его как отца. Еще одну тяжелую утрату принесла болезнь Пиавея. Тот перенес удар, от которого так и не смог оправиться, хотя угасание тянулось еще восемь лет. Верди заботился о нем. Личные переживания, навеянные перечисленными событиями, возможно, навели его на мысль написать реквием, поводом для которого послужила смерть Рассини, последовавшая 6 ноября 1868 года. Верди задумал пригласить всех ведущих композиторов Италии на траурную церемонию, для которой каждый из них должен был бы написать часть реквиема, исполнение которого предполагалось в годовщину смерти Рассини, в Болонье, на музыкальной родине мастера, где прошли и годы его ученичества. Сей благой план не притворился в жизнь. Причин чему было великое множество, однако свою часть реквиема Верди написал, заключительную часть за упокойный мес Элибер. В конце концов он сам написал весь реквием целиком. Но это произошло лишь спустя 6 лет. Трудно сказать, во что могла вылиться первоначальная идея. Почини уже не было в живых, Меркаданти болел и не мог работать. Перечитывая список имен композиторов, которые должны были принять участие в написании реквиема на смерть Рассини, неизбежно приходишь к выводу, сколь смертна может быть музыка, так как ни одно из этих имен не пробуждает никаких воспоминаний Б.У.Ц.Ц.А.Л.А, Б.Ц.Ц.И.НИ, Платания, Мебеллини. Ведь все они считались известными и признанными музыкантами, иначе Верди не стал бы иметь с ними дело, учитывая поставленную цель. Дирижер также приложил руку к тому, чтобы задуманное предприятие не состоялось. Верди выбрал его сам, но тому, как представляется, не хватило энтузиазма. Это был Анджело Мариани, открывший плеяду прославленных итальянских дирижеров, выросших вместе с Верди и поставленными им задачами. Подобная ситуация наблюдалась и среди известных немецких композиторов того же поколения, где особое место занимал Ганс фон Бюллов, поскольку все они проделали тот же путь вместе с Вакнером. Верди обратил внимание на Мариани, когда тот руководил оркестром времени при постановке Арольда, 1857. В октябре 1867 года, спустя полгода после парижской премьеры, Мариани добился решающего успеха в Болонье, где была исполнена опера «Дон Карлос». Зиму следующего года супружеская чета Верди провела в Генуе, где они обосновались в непосредственной близости от Мариани. Его возлюбленной в то время была Тереза Штольц, наделенная от природы великолепным сопрано. Ей было суждено сыграть важную роль в постановках опер Верди в последующие годы, но особый успех выпал на ее долю в операх «Дон Карлос», «Сила судьбы», «Аида», а также в «Реквемя». В то время ходили слухи, что Верди и его любимую Примадонну связывают вполне определенные отношения, что, впрочем, в жизни театра не является чем-то из ряда вон выходящим. Пеппину, кажется, задело чувство ревности. Озабоченный тон некоторых ее писем содержит указания на двусмысленность ситуации. Однако эти две женщины не прерывали дружественных отношений, а Терезина до конца своих дней оставалась самой близкой и почитаемой подругой маэстро. Своей музыкой он создал ей прекрасный памятник, работая над партией Аиды и над соло для сопрано в «Реквеме», он будто слышал ее голос. Вскоре отношения между Верди и Мариани были омрачены. Возможно, здесь сыграли роль моменты чисто личного характера и особая симпатия маэстро к Терезе Штольц. Однако главной причиной того, что Верди отдалился от Мариани, стало, по всей вероятности, заигрывание последнего с партией противников, с вагнерианцами, а также тот факт, что строгий и верный своим убеждениям маэстро мирился до поры до времени с такими чертами в характере своего друга, как тщеславие и оппортунизм. Но в конечном итоге это стало действовать ему на нервы. «Неужели ты негодуешь на облака, гони мои ветром с севера?» — спрашивает Верди своего друга и издателя Тита Рикорди. «Ты не прав, что до меня, то я снимаю шляпу и приветствую их, при условии, что они сулят нам удачу. Я всегда стремился к прогрессу и любил движение вперед. И коль это комари, Комарилья, пусть позволено мне будет подружески употребить это слово, которое обделывает в Милане свои делишки при поддержке твоего сына Джулия и невольным сообщником, который являешься ты сам. Так вот, коль эта комарилья со своим прогрессом поднимет музыку на более высокую ступень, то я воскликну, Асанна. «Я тоже стремлюсь к музыке будущего. То есть я верю в будущее, вернее, я верю в музыку будущего, и если мне не удалось сделать ее такой, как мне хотелось, то моей вины в этом нет». А если я осквернил алтарь, как сказал Бойто намек на оскорбительное замечание его будущего друга или бритиста? АВТ. «Так очистите его, и я первым зажгу свечу». Да здравствует комарилья, и да будет славен в веках север, несущий свет и солнце. Горькая ирония этих слов говорит о многом. То было время ожесточенных споров о музыке будущего, как тогда называли направление в музыке, представленное Берлиозом, Листом и Вагнером. Сам Верди был слишком поглощен собственной работой, чтобы тратить время на серьезное изучение сочинений его современников, к тому же он не видел особого смысла в изучении тех произведений, которые шли вразрез с его чувствами. Достоверно известно, что Верди познакомился только с одним музыкально-драматическим произведением Вагнера. Это был Лэн Грин. Он слышал оперу в Болонье, где ее постановкой руководил Мариани, в ноябре 1871 года, и что касается его впечатлений, то они были далеко не однозначными. Верди ненавидел всякого рода теоретизирования и обсуждения тех вещей, которые для него были связаны исключительно с живыми и непосредственными впечатлениями, а так как сторонники музыки будущего весьма страстно занимались теоретизированием, то нетрудно понять, что только по одной этой причине весь предмет в целом внушал ему отвращение. Он сам с опаской относился к влиянию Вагнера на молодое поколение, считая, что год от года оно возрастает. Ему так и не удалось изменить своего отношения к вагнеровской музыке. Сохранилась часть клавира оперы Лейнгрим, который он держал в руках во время исполнения ее в Болонье. Верди оставил около ста пометок на полях, по которым нельзя не заметить его критического отношения к этому произведению. В конце он сделал такое резюме, посредственно, красивая и ясная музыка там, где есть место фантазии. Действие протекает вяло, столь же невыразительны и слова, поэтому скучно. Прекрасные оркестровые эффекты, постановка посредственная. Много порыва, но нет ни поэзии, ни тонкости. Неблагожелательное отношение Верди к дирижеру обнаруживает себя в последних замечаниях. Очевидно, размолвка зашла тогда слишком далеко. Верди так и не встретился больше с Марианне, скончавшимся спустя полгода в результате мучительной болезни, вызванной с уходкой спинного мозга. Если Верди с кем-то ссорился, это было на всю жизнь. Еще до постановки столь дорогого его сердцу Дон Карлоса он вывел на сцену основательно переработанный вариант Макбета. Уже упоминавшаяся новая редакция Силы Судьбы увидела свет в 1869 году. Но если не принимать этого в расчет, то рабочий календарь Верди на тот год оказался пустым. Он освободил себя от постоянной кабалы, связанной с написанием музыки к определенному сроку. В ответ на предложение Дю Локля о возобновлении работы в Париже он написал письмо, где дал волю своему раздражению, которое еще тогда, во время работы в Париже, значительной мере осложняло его композиторский труд. Я не то чтобы устал сочинять музыку для оперы, не отпугивают меня и вкусы парижской публики, но мне мешает сознание того, что я не свободен в Париже писать то, что мне хотелось бы. Странно для меня и то, что композитор должен постоянно перечеркивать все свои планы, а его замыслы так и остаются непонятыми. В вашем оперном театре ни в коей мере не хочу здесь никого уязвить, слишком много великомудрых людей. Каждый судит на основе собственного опыта, у каждого свой особый вкус, но что самое тяжкое, у каждого своя система. А вот то, как сочиняется музыка, никого совершенно не интересует. Все выступают в роли экспертов, все выражают свои сомнения, и стоит композитору некоторое время пожить в этой атмосфере неопределенности, как у него пропадает чувство безопасности, его убеждения не кажутся ему больше бесспорными, и он вновь берется переделывать, а точнее, портить собственное произведение. В конечном итоге рождается не самобытное сочинение, а мозаика, пусть даже сама по себе и красивая. Вы можете мне возразить, сказав, что в вашей опере именно таким образом и родилось немало настоящих шедевров. Да, возможно, это действительно были шедевры, но да позволено мне будет здесь заметить, они могли стать намного совершеннее, если бы не существовала необходимость на каждом шагу что-то перешивать и вносить поправки. Вряд ли кому придет в голову усомниться в гениальности Россини. Но тем не менее, несмотря на его гениальность, в Вильгельме Тёле нельзя не почувствовать эту фатальную атмосферу парижской гранд-опера, и слушая оперу, замечаешь, может быть и не так часто, как в произведениях других композиторов, что в одном месте перебор, в другом недобор, а сама опера в целом не льется так свободно и уверенно, как, скажем, сирийский цирюльник. Я ни в коей мере не хочу тем самым принизить значение вашей работы. Я просто хочу сказать, что мне представляется совершенно невозможным проползти по Ковдинскому ущелью вашего оперного театра. Мне совершенно точно известно, что я не способен добиться подлинного успеха, если мне не будет позволено писать так, как я считаю нужным, писать свободно, не ощущая какого бы то ни было постороннего воздействия, не думая о том, пишу ли я для Парижа во Франции или для другого государства, возможно расположенного на Луне. Да и солисты должны петь так, как хочу того я, а не так, как хотелось бы им самим. Хор, обладающий, разумеется, особыми достоинствами, должен также проявлять по отношению ко мне добрую волю. Короче говоря, все должны ориентироваться на меня. Воля одного человека должна иметь решающее значение, моя воля. Вы сочтете это в какой-то мере тиранством, возможно так оно и есть. Однако если все произведения отлиты в единую форму, то это значит, что оно сделано в соответствии с определенной идеей, и все должны стремиться к тому, чтобы это единство и было воплощено на сцене. Вы можете мне сказать, что никто в Париже и не препятствует достижению этой цели. Но это не так, а в Италии такое для меня возможно, мне по крайней мере это всегда удается. Когда я с новым произведением вхожу в какой-нибудь итальянский театр, то никто не осмеливается высказать о нем свое мнение и никто не решается сделать мне неудобоваримые замечания. Композитор и его произведения пользуются уважением, а уж дело публики, оценить его по достоинству. Тогда как в Парижской опере уже после первых аккордов все начинают перешептываться. Юла, Си Эне Пас Бон. Се Сатип, Си Эне Пас Бон Гаут. Эса Эн Аэра Паса Перис. До чего стоят эти жалкие слова Сатип. Де Бон Гаут. Перис, если речь идет об исполнении истинного произведения искусства, признаваемого таковым всем остальным миром. Из всего этого следует, что я как композитор не гожусь для Парижа. Я не знаю, является ли причиной тому наличие или отсутствие дарования, но в любом случае мои представления об искусстве слишком отличаются от бытующих у вас. Я верю во вдохновение. А вы верите только в фактуру. Я допускаю возможность подобной оценки, об этом можно и порассуждать, но я лично стремлюсь к тому, чтобы пробудить энтузиазм, которого вам, по трезвом размышлении, и не хватает. Я сторонник искусства, какова бы ни была его форма, но я ни в коей мере не являюсь апологетом развлекательности, бездумной веселости и теоретических размышлений, столь свойственных вам и вашему театру. Разве я не прав? Или быть может все-таки я прав? Как бы то ни было. У меня есть все основания полагать, что мои идеи совершенно отличны от ваших, и более того, мой хребет не способен к подобным изгибам, Я не могу отступить от моих убеждений, я не могу от них отречься, они слишком глубоко во мне укоренились. Будь я на 20 лет моложе, я сказал бы вам, возможно, в будущем в вашем театре произойдет поворот, который сделает его для меня более близким. Однако время неумолимо летит вперед, и в настоящий момент мы совершенно не в состоянии понять друг друга, даже если и произойдет нечто заранее вовсе не предусмотренное, такое, что мне даже и вообразить трудно. В этом глубоком анализе своего отношения к парижской опере Верди умалчивает только об одном обстоятельстве, которое при его почти педантично точной самооценке не может остаться неосознанным, Речь идет о принципиальном неприятии Верди традиционной формы большой оперы с ее чудовищными масштабами, раздуванием из мухи слона, с ее мишурностью и балетоманией. Один раз он принял эти условия, и если результат тогда и для него, и для других оказался неудовлетворительным, то он уже не мог избавиться от сознания собственной вины. Однако дискутировать на эти темы с Дюлаклем было бы совершенно бесплодным занятием. Верди выразил свою критику по отношению к жанру большой оперы средствами искусства, написав монументальное произведение, настоящую большую оперу, которая была лишена всего того, что мешало ему в Париже, а развитие драматического действия исходило только от него самого. История создания этого произведения, Аиды, отличается странностью и запутанностью. Когда в 1869 году Верди получил предложение написать оперу к торжественному празднику по случаю открытия Суэцкого канала, то отклонил его. Инициатива принадлежала французскому египтологу А. Мариету. Он посвятил в свой замысел торжественного представления самого Хидива и кратко изложил сюжет на бумаге, на основе чего Дюл Локль разработал план отдельных сцен. Именно в таком виде сама идея, поначалу заинтересовавшая Верди, и предстала перед композитором. Он предложил воспользоваться услугами итальянского либретиста Антонио Гесланциани, который в свое время сделал для него перевод на итальянский язык Дон Карлоса и внес необходимые изменения в текст «Сила судьбы», когда уже сам Пиаве был не в состоянии продолжать работу. Возможно, тот факт, что такие представители жанра оперного либрета, как Солера, Пиаве, Сома, а также их достойный предшественник Моцартовский де Понтео, были неутомимыми авантюристами, можно объяснить именно двойственным характером самого этого рода творчества. Им подстать был и Гесланциани, за плечами которого осталось уже немало странно разнообразных занятий, студент-медик, оперный баритон, журналист. Прежде чем он обнаружил у себя наличие драматического дарования, работая над Аидой, он, несмотря ни на что, проявил себя как наделенный даром к приспособленчеству соратник, не лишенный, однако, и чувство слова. Поскольку речь шла о событии международного значения, а также и потому, что оценка современников всегда представляет определенный интерес, было объявлено, что в случае отказа Верди может последовать обращение к Вагнеру или Гуно. На этот раз Верди сохранил за собой полную свободу в том, что касается сроков постановки, хотя тем временем Суэцкий канал успели уже открыть. Переписка с Гесланциани показывает, что Верди, как это случалось и ранее, не только принимал участие в разработке плана развития драматического действия, но настаивал на своей точке зрения и тогда, когда речь шла о выборе поэтических средств. В одном из его писем, адресованных Гесланциани, содержится точный прозаический набросок заключительной сцены, который и был затем добросовестным образом переложен на стихи либретистам. Верди настаивал на одиннадцати сложном размере стихов, вероятно, у него уже была готова мелодия, и все еще оставался недоволен текстом, не бойтесь вы последние сцены. Только она еще не потрясает. Это еще не разогретое железо. Но в конце концов Гесланциани удалось подобрать слова, созвучные чувством самого композитора. Тем временем над Европой разразилась гроза, началась франко-прусская война. Симпатии Верди были однозначно на стороне Франции, его беспокоили будущее последствия конфликта. Временами он оказывался отрезанным от своих парижских друзей, содействию которых был обязан участием в египетском деле, как он называл оперу Аида. Однако работа тем временем подошла к концу, и в рождественский сочельник 1871 года в Каире с большой помпой, в присутствии представителей зарубежной прессы, состоялась премьера. Верди на ней не присутствовал, так как был занят подготовкой к постановке Аиды в Милане. Она состоялась шестью неделями позже. Вскоре началось шествие Аиды по оперным сценам всего мира. Исполнение ее в Неаполе на несколько недель было отложено из-за болезни Терезы Штольц. И Верди воспользовался этим перерывом для написания струнного квартета, который стал единственным значительным и незаурядным в своем роде инструментальным произведением, принадлежащим перу композитора. Это был один из самых продуктивных периодов его жизни. Начатый четыре года назад реквием, для которого он раньше написал одну из главных частей, теперь был полностью завершен. Поводом к исполнению этого произведения послужила смерть поэта Александра Манзони, которого он глубоко почитал. 22 мая 1874 года, в годовщину смерти Манзони, в церкви Святого Марка состоялась поминальная церемония, которой руководил Верди. Затем реквием был трижды исполнен в Театре Ла Скала. Исполнение его в Париже, Лондоне и Вене, последовавшие вскоре после того, послужили поводом для неистовых нападок на Верди. Это был единственный случай, когда Верди согласился совершить в качестве дирижера подобное турне. Инициатором его выступило издательство Рикорди. Затем он вновь возвратился на виллу сайт Агата. Верди и это было его характерной чертой, серьезно и осмотрительно относился ко всем своим делам, включая обязанности землевладельца. К их исполнению он приступил, когда благосостояние и унаследованная любовь к родному краю вернули его в места, где его предки жили и работали как крепостные. Верди использовал все имеющиеся в его распоряжении средства, и сайт Агата была превращена в образцовое хозяйство с интенсивным земледелием, сельскохозяйственными машинами, скотоводством и коневодством, в хозяйство владельца которого проявляли неустанную заботу о работавших у них крестьянах. Если Верди не сидел за письменным столом, как того требовала его работа, то уже с самого утра был на ногах, в поле, в саду, в амбаре, на конюшне. Верди мог похвалиться тем, что из принадлежавшего ему поместья работники не уезжали, хотя для обедневшей Италии это было явлением повсеместным. Деревенские жители весьма почтительно относились к нему, что не в последнюю очередь объяснялось неукоснительным стремлением Верди к справедливости. Однако не все крестьяне толком понимали, чем он, собственно, занимается. Репина подслушала однажды ответ крестьянской девочки любопытствующему собеседнику. Наш хозяин выводит на бумаге какие-то странные каракули, и за это ему платят очень много денег. Что до Пепины, то она была горожанкой, и ее любовь к деревенской жизни имела свои пределы. Поэтому она, как правило, ограничивалась позицией созерцательницы. Да и суровая зима Ломбардии была ей не по душе. Супружеская чета Верди проводила зимние месяцы, по большей части в более благоприятной по климату Генае. В самое жаркое летнее время они часто посещали курортное местечко Монте-Катине на Апенинах. Верди по возможности старался отсутствовать при исполнении его произведений. Старость Не исключено, что после написания реквиема Аиды у Верди появилось чувство, что главное дело жизни им уже сделано. Аида была самым монументальным произведением из всего, что ему когда-либо удалось написать, а триумф реквиема, духовного по своему характеру сочинения, не имел прецедента в истории. Он устал от полемики, в центре которой оказывается каждый, чья работа или деятельность вообще носит общественный характер. К тому же он чувствовал себя все более и более изолированным. Почти депрессивное уныние различимо в его письме к Тите Рикорди, 2 января 1872 года, что касается славы и справедливости судьбы, о которых ты рассказываешь в конце письма, то ради Бога, прошу тебя, не будем больше об этом говорить, ты видишь сам как со мной обращалась в этом году пресса. Дурацкие обвинения и еще более дурацкая похвала. Нигде нет ни одной высокой мысли, достойной художника. Никто даже не удосужился попытаться разобраться в моих замыслах, ничего, кроме совершенно неудобоваримой глупости, а причиной всего этого явилась какая-то ненависть по отношению ко мне, будто я совершил преступление, написав Аиду и позаботившись о том, чтобы ее хорошо поставили. Давай больше не будем говорить об этой Аиде, которая, хотя и принесла мне немало денег, вместе с тем стала причиной бесконечного количества неприятностей и глубоких творческих разочарований. Лучше было вообще ее не писать или по крайней мере никогда не публиковать. Останься она после первого исполнения у меня в папке, я мог бы ставить ее под моим собственным руководством, когда и где мне заблагорассудятся, и она не стала бы никогда питательной средой для злобы любопытствующих, для придирок толбы, критиков и школьных учителей, которые из всей музыкальной науки знают только грамматику, да и ту не самым лучшим образом. А вот что он писал другому своему близкому другу, почему тебе взбрело в голову говорить о том, что мне еще что-то надо писать? Послушай меня, мой дорогой Ривабини, не посчитай это связывающим меня обязательством, но мне было бы чрезвычайно тяжело принять решение еще что-нибудь написать. Ты спросишь, почему. Но сказать тебе, почему я право, не могу. Возможно, просто потому, что меня раздражает, когда я вижу, что у публики не хватает смелости открытой искренне то ли аплодировать, то ли освистывать. Люди так запуганы, что потеряли возможность ориентироваться. В Перу Верде принадлежат две дюжины произведений, многие из которых входят в репертуары всех оперных театров. Он достаточно работал и вполне заслужил свой отдых. Если кто-то начинает заговаривать о новой опере, он раздраженно обрывает разговор, он и слышать об этом не хочет. Он теперь только сельский житель, каковым, и собирается оставаться до конца своих дней. То, что все сложилось иначе, было чудом, и другого такого примера нет в истории музыки, это было чудом, причиной которого явились творческая активность, крепкое здоровье, незаурядная духовная и творческая дисциплина, а также благосклонность обстоятельств. Поначалу причиной того, что Верде вновь обратился к театру, стало проявление чувства долга по отношению к спорному произведению. В Верде была безразлична судьба многих его ранних произведений. Но в то же время он постоянно стремился спасти то, что считал ценным, но не удавшимся только в силу чисто внешних причин. Лишь одному из произведений самого зрелого периода его творчества не сопутствовал успех, опере Симон Баконегра. Верде давно уже понял, что драматическое действие оперы смутно, труднопонимаемо и поэтому мало увлекает публику. Пи-Ави, автор либрита был уже не в состоянии продолжить работу. Мысль пригласить для переработки Ориго Бойто за несколько лет до того, привлекшего к себе внимание сочинением оперы «Мефистофель», принадлежит Джулия Рикорди, миланскому издателю. Бойто был незаурядной личностью, оригинальным мыслителем, но его музыкальная продуктивность страдала от излишней рефлексии. Вторую свою оперу, «Мирон», пролежавшую в его столе полвека, он так и оставил незаконченный. Бойто, сам сочинявший для себя тексты либрета, в литературном отношении был чрезвычайно одарен. Но будучи на 30 лет моложе Верде, он одной ногой стоял в лагере противников, его сопровождала репутация в окнерианце. Одного этого было достаточно, чтобы Верде сохранял в отношениях с ним определенную дистанцию. Более чем за 10 лет до того Верде не без скепсиса высказался по поводу Бойто и Франко Фаччо, которые слыли в Милане глашатаями прогресса. В прошлом году я часто виделся в Париже с Бойто и Фаччо, которые, несомненно, являются одаренными молодыми людьми. Но об их композиторском таланте я ничего не могу сказать, так как произведений Бойто я вообще не слышал, а Фаччо позволил мне услышать лишь немногое из написанного. Впрочем, Фаччо в скором времени собирается выпустить оперу, и у публики будет возможность высказать о ней свое мнение. Об этих молодых людях ходят слухи, что они являются восторженными поклонниками Вагнера. Против этого ничего нельзя возразить, покуда поклонение не переходит в подражание. То, что сделал Вагнер, не стоит повторять еще раз. Вагнер не является ни диким вепрем, как считают пуристы, ни пророком, как пытаются убедить в том его апостолы. Это человек большого дарования, который находит для себя удовлетворение в том, что идет непроторенными путями, поскольку не обнаруживает более легких и непосредственных. Молодые люди не должны оставаться во власти иллюзий, много, очень много тех, кто порождает веру, будто они имеют крылья, тогда как у них просто нет ног, чтобы твердо ходить по земле. Поначалу Верди не мог решиться на то, чтобы относиться к Бойто как к возможному либретисту новой оперы. Но он обсудил с ним незадачливого Баконегру. Бойто высказал свои предложения относительно того, как можно было бы улучшить оперу, и эти предложения многое прояснили для самого Верди, а возникшее после этого сотрудничество послужило их взаимному сближению. Выросшая на этой основе дружба была заслугой прежде всего Бойто, ответившего на спокойное и дружественное чувство пожилого человека, обезоруживающий сердечностью и почтением. Много лет спустя он писал французскому музыкальному критику и писателю Камилу Белеву. Самая большая радость моей жизни как художника и человека заключается в том, что я имел возможность служить Верди. Постановка нового варианта оперы Баконегра состоялась в Милане 24 марта 1881 года. Это произведение утвердилось на оперных сценах, хотя и не завоевало той же популярности, что другие произведения Верди. Но уже тогда произошло чудо. Странные его проблески можно найти в написанном за пять лет до того письме, адресованном Кларине Мафии, если стремиться подражать действительности, то из этого может получиться действительно нечто хорошее, но выдумывать действительность лучше, значительно лучше. Возможно, вам покажется, что в этих словах содержится противоречие, противоречие, выдумывать действительность. Спросите об этом нашего старого отца. Может быть, он и нашел где-то своего Фальстафа, но вряд ли мог найти таких преступников, как Яга, и никогда он не нашел бы таких ангелов, как Корделия, Дездимона. И тем не менее все они так реальны. В 1883 году, Верди к этому времени уже было 70 лет, и на протяжении последних 12 лет он не написал ни одной оперы, стали появляться признаки того, что маэстро вновь взялся за работу. Не без некоторых колебаний, проявляя серьезное опасение по поводу того, чтобы об этом не было никому известно, он договорился с Бойта. Доминика Морелли, художник, с которым он поддерживал дружеские отношения, должен сделать эскизы Котелла, и прежде всего эскизы образа Яга, вызвавшего такое восхищение драматурга. Кончина Вагнера, последовавшая 13 февраля 1883 года, послужила поводом к короткому посланию Рекорди, в котором нельзя не обнаружить следы неподдельного волнения. Грустно, грустно, грустно. Вагнера больше нет. Когда я вчера прочитал сообщение, я был, по правде сказать, просто потрясен. Здесь должны умолкнуть всякие оценки. Мы лишились великого человека, чье именно всегда войдет в историю. Не подлежит сомнению тот факт, что Верди страдал от постоянных газетных перебранок, от оскорбительного самомнения вагнерианцеев, с которым он вечно сталкивался. Но длительное молчание композитора не имело ничего общего с той враждой, в которую он был вовлечен. Очевидно, ему было необходимо время для последней эпохальной метаморфозы как художника, для концентрации сил, которой не было места в его бесконечной работе, но для которой он уже созрел. Работа шла медленно в сравнении с той бурной поспешностью, в какой создавались произведения его юности. Он чувствовал неуверенность по отношению к Бойте и кроме того, не хотел себя связывать. Слишком много об этом было уже говорено, писал ему Верди, слишком много потрачено на это времени. Слишком много лет длится уже моя жизнь, и из них слишком много лет отдано службе. Публика весьма недвусмысленно скажет мне довольна. В результате на Дотелло начали веять холодные ветры, и руки, успевшие записать только несколько тактов, оцепеннели. Спустя почти два года он писал тенору Франческо Томанье, 31 января 1886 года, проявлявшему интерес к главной партии, опера еще не закончена, если бы она и была завершена, я вовсе не уверен в том, что позволил бы ее поставить. Я писал ее исключительно для собственного удовольствия, вовсе не намереваясь выносить ее на суд публики. И в настоящее время не я, никто либо другой не может сказать, какова будет дальнейшая судьба этого произведения. Однако в действительности работа продвинулась значительно дальше, чем это следует из его признаний, и 1 ноября того же года он коротко уведомляет Бойто, что труд окончен. Дорогой Бойто, работа завершилась. Спаси ее, Господь. А также нас с тобою. Будьте здоровы. Премьера, состоявшаяся в Милане, 5 февраля 1887 года, стала значительным событием и вызвала такие восторги, с которыми раньше Верди никогда не сталкивался. Он стал символом, идеальным олицетворением своего народа, как никакой другой художник до него. С привычной для него энергией Верди занимался подготовительной работой. После этого он перестал заботиться о судьбе своего произведения, он отказался присутствовать и на последующих его исполнениях. Ему был необходим отдых, и он мечтал о покое в поместье Сайт Агата. Там он вел образ жизни, присущий крупному землевладельцу. Серьезно занимался хозяйственными проблемами, построил в соседнем селении Виланово больницу. Не обошлось и без трагических событий, глубоко его потрясших. Скончался граф Ари Вабиня, а также сенатор Пирали, оба были его лучшими друзьями, умерла также его верная ученица Кларина Мафы и помощник Муцею. Когда стал приближаться срок празднования 50-летия творческой деятельности Верди, первое его произведение, опера Аберта, было поставлено на сцене в 1839 году. Он не мог скрыть своей озабоченности. «Вообразите себе только», — писал он Бойта, — «способна ли наша публика, совершенно изменившаяся за 50 лет, проявить столько терпения, чтобы прослушать два длинных акта Аберта? Она будет либо молча скучать, что было бы для меня оскорбительно, либо выкажет свое недовольство. Но в таком случае это будет уже не праздником, а превратится в скандал. Он устал от почестей». Первое упоминание о новом плане содержится в письме Бойта. Как выясняется, инициатива исходила от Орига. Подумали ли вы о моих летах, набрасывая план Фальстафа? Я знаю, что вы станете говорить о моем необыкновенно крепком здоровье, о моем организме, который обладает хорошей, очень хорошей, просто необыкновенной способностью к сопротивлению болезням. Допустим, это так. Но вы тем не менее согласитесь, что с моей стороны будет излишне самонадеянным взяться за подобную работу. А если я не совладаю со слабостью? А если мне не удастся до конца дописать музыку? Тогда вы просто-напросто потратите время и усилия. А я бы не согласился на это, даже если мне за это предложат все золото мира. Эта мысль для меня непереносима. И она будет еще более непереносимой, если вы из-за работы над Фальстафом отложите в сторону вашего нейрона или если вы перестанете уделять ему должное внимание и лишь позднее вернетесь к вашей работе. Меня будут обвинять в этой задержке, и против меня будут направлены стрелы всеобщего негодования. Но работа двинулась поначалу еще робко, а затем все более и более уверенно. Хотя Верди не забывал о своих оговорках и отказывался давать какие-либо обязательства. В начале 1891 года он писал Джулия Рикорди. Я принялся за Фальстафа только для того, чтобы было чем занять время. Только ради этого. Я уже вам сказал, что музыка наполовину готова. Однако вы меня, надеюсь правильно понимаете, готова в общем и целом. Эта половина еще нуждается в проведении большой работы во всем, что связано с пассажами, ансамблевыми обогащениями, не говоря об инструментовке, на которую придется потратить много усилий. Короче говоря, пройдет целиком 1891 год. А работа еще не будет закончена. Если бы я мог хоть в самой малой степени связать себя каким-либо обязательством, я бы не чувствовал больше себя ОМОН-АИСЫ и не был бы в состоянии сделать ничего приличного. Когда я был молодым, даже во время болезни, то мог по 10, даже по 12 часов просиживать за столом, не прерывая работы, не раз случалось мне начинать ее в 4 утра и работать до 4 часов дня, поддерживая себя лишь кофе, на одном дыхании. Теперь уже я на такое не способен. Лучше всего было бы и сейчас, и позднее сказать всем, что своим фальстафом я не собираюсь произносить никакого последнего слова. Смогу закончить работу, хорошо, но от этого ничего не изменится. Спустя почти полгода он все еще продолжает защищаться, сейчас не время говорить о фальстафе, работа над ним продвигается медленно. Кроме того, я все более и более прихожу к убеждению, что огромные размеры театра Ла Скала обернутся, возможно, во вред воздействию. Когда я сочинял фальстафа, то не думал ни о театре, ни о певцах. Я написал эту оперу для своего собственного удовольствия и думаю, что ее следовало бы вместо Ла Скала поставить в Сан-Та-Гате. Наконец в сентябре 1892 года работа закончена. Что касается фальстафа, писал он Рикорди, то я не хочу себя связывать ни с кем, однако обещаю издательству Рикорди разрешить передать театру Ла Скала фальстафа на время сезона 1892-93 года. Фальстаф может быть поставлен в самых первых числах февраля, если бы с 2 января я имел театр в полном моем распоряжении. Верди работал с прежним энтузиазмом, так же неустанно, как и прежде, пытаясь представить на сцене свое произведение самым наилучшим образом. Пепина, пережившая именно в этом театре свой первый успех, сообщает в письме сестре следующее, просто невероятно, какой труд проделал Верди, как много он сейчас работает и как много ему еще предстоит сделать после первого исполнения фальстафа, которое, если не вмешаются ни болезни, ни другие препятствия, состоится, с Божьей помощью, на следующей неделе. Со всего света уже собираются хулители, обожатели, друзья, враги, настоящие музыканты и те, кто себя пытается за таковых выдавать, истинные критики и звонамеренные болтуны. Количество заявок такое, что всех желающих можно было бы разместить только на большом смотровом плацу. Я вчера впервые оказалась на репетиции, и коли мне будет позволено судить, исходя из собственных представлений и впечатлений, мне кажется, что результат будет совершенно нового рода. Это будет началом нового искусства, музыки и поэзии. Посмотрим, что скажет великий трибунал, достопочтенная публика. Спектакль, состоявшийся 9 февраля, по внешнему блеску не уступал представлению от Элла за шесть лет до этого. Однако нельзя отрицать тот факт, что Фальстаф поначалу вызвал больше уважения и почитания, нежели восторга. Тем не менее, с самого начала каждый, казалось, ощутил, что это произведение высокого искусства, событие великой важности. Спустя три месяца Верди принял участие в гастрольной поездке Миланского театра, который показал в Риме Фальстафа. Верди стал вновь предметом почитания, чего он по возможности старался избегать. Он стал почетным гражданином Рима, был удостоен аудиенции у короля Умберто и присутствовал рядом с августейшей парой в королевской ложе на исполнении Фальстафа. Один из самых яростных критиков Верди посетил его тогда в Риме. И маэстро оказался достаточно добродушным для того, чтобы не прогнать его. Это был Эдуард Ганслик, в воспоминаниях которого мы находим столь замечательный и живой портрет 80-летнего Верди. Те простота и сердечность, с которыми Верди, почти недосягаемый здесь для всех, кто с ним не знаком, меня принял и приветствовал, произвели на меня, имевшего на совести по отношению к нему тяжесть грехов молодости, сильное впечатление. Нечто бесконечно доброе, скромное и благородное в своей скромности излучалось всем существом этого человека, которого слава не сделала тщеславным, честь не сделала высокомерным, а возраст капризным. Лицо его изборождено глубокими морщинами, черные глаза посажены глубоко, борода белая, и тем не менее осанка и приятно звучащий голос делают его не таким старым, каков он есть на самом деле. За эти несколько строк венскому критикану можно простить все те нелепости, которые он написал. Верди пережил на 8 лет появление на сцене своей последней оперы. Зиму он проводил в Генуэ или в Милане, лето в сайт Агатя, где его приемная дочь Мария, вышедшая замуж за сына адвоката Карара из Буссета, взяла на себя заботу о стариках. Это была его родственница, оставшаяся сиротой, которую он удочерил еще ребенком. 14 ноября 1897 года умерла его жена Джузеппина. Сильная боль. Пишет он одному из своих друзей. Не нуждается в каком бы то ни было выражении, она требует молчания и одиночества, я бы сказал, муки раздумий. Любые слова поверхностны, любое выражение, профанация. К этим поздним годам относится эпилог его жизни, четыре духовные пьесы. Два из этих произведений написаны для хора акапелла, два – для хора с оркестром. Первая – Ава Мария, исполняемая смешанным хором, будто поставлена на скало-энигматикал, своего рода гамму, где интервалы изменяются в искусственной хроматике. Он разыскал ее в каком-то музыкальном журнале. Второе произведение, Лелоди Алия Вайрджины Мария, написано на слова, взятые из дантифского рая, для солирующего женского голоса и представляет собой изумительнейшее произведение, пьесу, для которой характерны внутреннее единство и чувство отрешенности. Два больших произведения, Стаббат Мэтта и Тидиум, монументальны, несмотря на внешнюю скудость средств, по стилю они близки реквиему. В том же духе ранее были написаны патерностер для пятиголосного хора и Ава Мария для сопрано в сопровождении струнного оркестра, прекрасные и выразительные произведения, возникшие непосредственно перед написанием от Элла. Одного нельзя не заметить в этом последнем, достойном уважения произведении старого мастера, одиночества человека, который после долгой, в позитивном смысле обращенной к миру жизни рассуждает о самом себе. Эти пьесы представляют собой единый, продолжающийся монолог. Колебания Верди относительно того, публиковать их или нет, не были лишены основания, и он сам не присутствовал в Париже на премьере, 7 и 8 апреля 1898 года, поручив своему доверенному лицу, Мойта представлять его во время репетиций. Все в четырех духовных пьесах сконцентрировано на основном содержании. Даже монументальная по стилю Тидюм отличается лаконичной простотой. Во всех четырех пьесах нельзя найти ни одного лишнего такта. Все они являются выражением глубоко личных чувств и обращены вовнутрь. Так что необходима собранность для проникновения в их сущность, для понимания их смысла. Не столь многочисленные и всевозможные находки, так привычные для более раннего периода. Это объясняется естественными, так сказать, психологическими особенностями сочинения более позднего периода. Способность Верди достигнуть в нем самой благородной сущности лишний раз свидетельствует об уникальности этого произведения. Верди не был ортодоксально-религиозным человеком, и в этом отношении у него случались расхождения во мнениях с религиозно настроенной Пепиной. Однако церковная музыка принадлежит к старой традиции итальянских оперных композиторов, и показательным является то, что духовной музыкой он закончил свой жизненный путь, который 12-летним подростком начал в деревенской церкви в Ронкале. Верди довелось присутствовать на торжественном исполнении четырех духовных пьес в театре Ла-Скала. Последним местом, которое он посетил, был Гранд-отель в Милане, где за ним предупредительно ухаживали. Его часто посещали Бойте, Рикардий, Тереза Штольц. Время от времени приходил молодой музыкант для того, чтобы спросить совета относительно исполнения произведений маэстро Верди. Его звали Артура Тосканини. При всем признании многообещающего таланта молодого коллеги, 80-летний старик не мог скрыть своего неудовольствия, заметив некоторую нестройность во время исполнения Фальстафа, которым дирижировал Тосканини, когда я только начинал обременять землю своими грешными делами, истинным злом были бравурные сцены Примадонн, а теперь им стала тирания дирижеров. В сравнении с нынешним тогдашнее зло было просто безобидным. Находясь в здравом уме и твердой памяти, хотя и слабее физически, Верди пережил наступление нового века. До конца дней он сохранил характерный для него стиль мышления. Об этом свидетельствуют письма, отличавшиеся холодной, иронической объективностью по отношению к собственным чувствам. Он писал тогда Джулии Рикардии 9 марта 1900 года, у такого ходячего скелета как я, не может быть особых оснований для жалоб. Но я, тем не менее, всегда на что-нибудь слегка жаловался с тех пор, как появился на свет. В этом состоит одна из самых характерных моих особенностей. Спустя три недели он продолжает, я мало ем, мало сплю, мало пишу и очень скучаю. А это праздность. Какая же это мука? Затем он составляет завещание. Большую часть своих весьма значительных средств он оставляет на нужды престарелых и нетрудоспособных музыкантов. 21 января 1901 года древнего старца постиг удар. Он больше не приходил в себя и умер спустя восемь дней. Бесконечная людская толпа следовала за его гробом. И вдруг в единодушном порыве зазвучал тот хор, которым он впервые нашел путь к сердцам своих слушателей. В отличие от Германии, где опера во все времена жила за счет импорта, и Франции, где центральное заведение, каковым является парижская гранд-опера, хранила привязанность к традиции, имевшей довольно космополитическое происхождение. Опера у себя на прародине, в Италии, всегда развивалась спокойно, органично. Дитя своего времени, она непосредственно выражала национальное восприятие музыки. Глюк и Моцарт столь же мало повлияли на развитие итальянской музыки, как и переселившиеся в Париж итальянцы Керубини и Спантини, которые, как впоследствии Эмир Бер, полностью ассимилировались во французском окружении. Для музыканта, который в 30-е годы 19-го столетия приходил в Италии в оперу, репертуар, за очень немногими исключениями, начинался с Россини, а в Зените сверкали новые звезды первой величины Деницетти и Беллини. Если сравнить эту ситуацию с положением немецкого или французского композитора того же поколения, с Шуманом, Вагнером или Берлиозом, то становится очевидным, что итальянец находил куда более целостный, организованный стиль, который должен был казаться адепту настолько само собой разумеющимся, что он без всякого принуждения мог войти в заданные рамки. Форма оперы развивалась здесь в направлении, предпосылкой которого было балканто. Итальянское певческое искусство на протяжении трех столетий оставалось ведущим в Европе. Наслаждение звучанием красивого голоса, распеваемой мелодией была основой любви итальянцев к музыке, а опера – самым существенным объектом этой любви. Она начиналась как изысканное любительство, как роскошь князей. В новый век демократизации она стала единственным учреждением Италии, где с одинаковым энтузиазмом, с одинаковым оточенным благодаря опыту, пониманием дела принимали участие все слои населения. Единственной карьерой, открывавшейся одаренному и честолюбивому музыканту, была карьера оперного композитора, и этот путь полностью предопределялся своеобразными условиями оперной практики. Молодому Верди, которого талант и благоприятные обстоятельства привели в оперу, не оставалось ничего другого, как добровольно подчиняться этим условиям. Его встретило очень активное, несмотря на всю свою сомнительность, продуктивное оперное предпринимательство. Но самое главное заключалось в том, что он, как уже говорилось, обнаружил сложившийся, полностью интегрированный, жизнеспособный стиль, то, чего в XIX столетии уже больше не существовало ни в Германии, ни во Франции. Творцом этого стиля и носителем лучших итальянских традиций XVIII века был Россини, значение которого для музыкального мировоззрения современников представить себе сегодня довольно трудно. Однако восприятие его в те времена любителем, неискушенным в музыке, с невольным комизмом запечатлел поэт и политик Ла Мартин в предисловии к французскому изданию мемуара Флоренцо де Пантео, 1850. Он пишет, что автор был либретистом Моцарта, Серроу Сини де Сон Сикл. Мастера прошлого века он не мог поставить выше, чем назвав его Россини своего столетия. Россини, чья слава, как ракета взметнулась ввысь уже в начале 20-х годов, создал стиль, который хотя и коренился в опера Баафа, но в то же время дал решительные импульсы серьезной опере. То, что он почти на 40 лет пережил премьеру своей последней, воспринятой с необыкновенным энтузиазмом оперы Вильгельм Тель, Париж, 1829, ведя существование частного лица и зажиточного бездельника, пожинающего плоды своей славы, является редкостью, которую едва ли можно объяснить чем-нибудь иным, кроме как глубокой депрессией, о коей он никогда не говорил. В годы этой, конечно же, часто мучительной бездеятельности он изредка писал отдельные заказные произведения, среди которых, правда, имеется два таких творения огромной значимости, свидетельствующих о неослабевающем даровании и творческой силе композитора, как Стаббат Мэтта и маленькое торжественное месо. Для Верди он всегда оставался своего рода символом отца, почитаемого и вызывающего восхищение. То, что в его музыке едва ли можно сыскать хотя бы след стилера синий, является симптомом быстротекущего, интенсивно развивающегося периода общественной жизни. Французская революция и наполеоновские войны до основания перепахали европейскую почву. Активной политической реакцией последующих десятилетий страстно противостояли устремления прогрессивных деятелей культуры. Верди был моложе Рассини всего на 21 год, но необыкновенно быстрая смена поколений привела к тому, что их разделяла целая ступень развития. Выражением ее была созданная Дени Цетти и Беллини итальянская мелодрама, которая глубоко затрагивала новую публику, не омраченную предубеждениями аристократического вкуса и открытую эффектом романтической драмы. Во времена молодости Верди носители этого нового вкуса в опере Дени Цетти и Беллини были в зените своей славы. У молодого адепта, обеими ногами стоявшего на почве современности, едва ли существовали другие образцы, едва ли имелись другие возможности воздействия на публику и едва ли могли сыскаться другие либретисты, чем те, что ориентировались на это направление. Россини, который, будучи директором Театра Итальем в Париже, всеми силами поддерживал своих молодых земляков Дени Цетти и Беллини, как художник стоял несравненно выше обоих. По оригинальности, богатству изобретательности и естественному ощущению формы он принадлежит к числу самых избранных, не говоря уже о раннем проявлении мастерства, которое можно встретить лишь у Моцарта, Мендельсона, Шопена. Творческий дух Россини дал итальянской опере новое направление и новое понимание форм, которое осталось определяющим для последующей эпохи. Это относится к построению арии, драматической сцены, ансамбле, финала. В этом отношении каждый, кто приходил в Италии после него в оперу, опирался на его плечи. Сам он, как уже упоминалось, отталкивался от оперы Баффа, которая благодаря его предшественникам Чеморози и Поэзиэла показала себя гораздо более жизнеспособной, чем давно окаменелая героическая опера «Сирия». Музыкальный язык Россини не скрывал своего происхождения от буфонного стиля и в серьезных операх, таких, как «Танкрет», «Семирамида», «Елизавета». Примечательно, что увертюру последнего из названных произведений он использовал и для сивильского цирюльника, сделавшего его бессмертным. У него не было времени написать новую. Лишь в сочиненном для Парижа Вильгельме Тёле он нашел новый, соответствующий героическому материалу стиль, который, естественно, не обошелся без влияния парижского окружения, но из-за этого не перестал быть его собственным, независимо от того, что содержание и форма этого произведения несут на себе следы уступок, неизбежных в этих обстоятельствах. То, что писал об этом Верди в одном из писем, с Матрис, 455, бьет в самое яблочко. Если сопоставить Россини с его преемниками, невозможно не заметить его превосходство в одном отношении, в какой бы сфере выразительности он не действовал, его язык обладает естественной привлекательностью и изысканностью вкуса, которая удерживает его от соскальзывания в тривиальность. В этом отношении он еще истинный сын XVIII века, периода аристократических манер и непоколебимого чувства формы. В музыке эпохи Рококо достаточно много условного, много несущественного. Но настоящая, бесстыдная тривиальность прорывается в музыку лишь вместе с изменениями социальных устоев, происходящими в первые десятилетия нового века. Самым неприкрытым образом она проявляется в единственной сфере, в которой решающим было массовое воздействие, в театре во французской и итальянской опере, Это веяние времени, которое выходит за границы стилей и различия дарований. Вполне можно представить себе, что именно поток все затопляющей вульгарности заставил Росини покинуть сцену. Он был не в силах остановить этот поток, не мог противопоставить ему ничего противоборствующего, ибо он не был борцом. Он, видимо, чувствовал, что больше не соответствует своему времени или что время перешагнуло через него. Тривиальность, сорняк, живучий чужак, вторгающийся в культивированную среду. Тривиальной становится наполненная чувством фраза, если ее выражение не искренне, так же, как и общая фраза, если она сопровождается назойливым жестом. И то, и другое можно наблюдать и у Деницети, и у Беллини, как, впрочем, и у молодого Верди. Но всех трех господствует, у каждого по-своему некий завершенный стиль, который, вопреки всем эстетическим сомнениям, сохраняет свою выразительную силу. Поэтому следует приветствовать, что многие из их некогда знаменитых и привлекательных опер, которые сотню лет назад оказались забытыми, в наше время снова с успехом возвращаются на сцену. Но с другой стороны, видимо, все же необходимо проводить различия между истинными продуктивными достижениями и теми связанными со временем условностями, которые в большом количестве можно обнаружить даже в самых лучших произведениях Деницети и Беллини. Эти двое совершенно различны по типу своего таланта, точно так же, как по характеру и манере выражения. Деницети, шедший вначале по стопам Россини, постоянно возвращался как к живительному источнику Копера Баффа, и именно эти произведения лучше других выдержали проверку временем. Любовный напиток, дочь полка, дом Паскуаля, как бы легкомыслен и фриволен не было их стиле, каким бы плоским ни становился временами их лиризм, являются тем не менее шедеврами своего рода. Язык Деницети опирается на богатую сокровищницу форм, которые он одухотворенно и со вкусом варьирует и комбинирует. Отсюда его невероятная легкость и продуктивность. Он оставил после себя 62 оперы, неустанно творяя и изобретая буквально с той же скоростью, с какой был способен записывать придуманное. Его достоинства, грубоватый юмор и уверенная, умело владеющая техникой композиции и формы, хорошо набитая рука. Последнего недоставала Беллини, который начинал свой творческий путь с самым минимальным прожиточным запасом технической подготовки. Обусловленная этим недостаточная уверенность в себе, видимо, и порождала ту недоверчивую агрессивность, которой отмечены многие его высказывания в письмах. Но, насколько можно судить по такой короткой жизни, Беллини умер в возрасте 33 лет, его дарование было, по-видимому, более глубоким, более способным к развитию. Несмотря на всю примитивность его техники композиции и оркестровки, у него чувствуется такой интенсивный инстинкт мелодиста и такое подлинное чутье драматурга, что, прожили композитор дольше, от него можно было бы ожидать чего-то выдающегося, тем более что его последнее произведение, «Пуретани», представляется, можно сказать, прорывом к новым, до сих пор неведомым и неожиданным возможностям дарования автора. Для Верди, как для всех его предшественников, один принцип сохранял основополагающее значение, господство певческого голоса как средоточие, как носителя музыкального действия. С тех пор, как в первой половине 17 века в Италии сформировалась техника художественного пения, ее важнейшие возможности воздействия нашли свое применение в быстро распространяющейся опере, главной притягательной силой этого все более увлекавшего, полного фантазии и чарующего рода искусства были красивые голоса, интересные личности певцов. В оперу шли, чтобы послушать красивый голос, и композиторы научились искусству извлекать великолепные эффекты из красивых голосов. Белл Кантузи ждется на этом взаимодействии между творцом и его интерпретатором. И певец, который выходил на сцену как живой носитель этого доведенного до совершенства искусства, становился предметом поклонения, избалованным и расточительно оплачиваемым любимцем публики, как никогда до этого ни один выступающий музыкант. Итальянская виртуозность пения развела такую технику, которая приобрела основополагающее значение для орнаментальных форм музыки барокко. Упражнения в беглости, которые столь же необходимы для обучения певца, как и для обучения инструменталиста, стали источником блестящего колоратурного пения, которому весьма способствовало своеобразие итальянского языка с его прозрачными звонкими гласными и сдержанностью в употреблении согласных. Между композитором и интерпретатором, который исполнял его музыку, существовал естественный союз. Они зависели друг от друга, успех был их общей целью, которой они стремились в работе. Одаренный певец становился источником вдохновения для композитора, а задача, что ставил композитор, способствовали росту виртуозности певцов. Моцарт, который еще мальчиком активно соприкоснулся с итальянской оперой, познакомился с искусством пения непосредственно у его источника. И он научился искусству писать партии для индивидуального голоса, служа тем самым прекрасной и благодарной цели. С появлением Россини итальянская опера вступила в период своего блеска. Он ставил перед певцами бесподобно яркие задачи. Такие звезды, как Давид, Дон Циелли, Пизарани Кальбран, она была возлюбленной Барбаи, короля всех импресаря, и стала женой Россини, поднялись вместе с ним к мировой славе. Новая блестящая плеяда певцов, Тамбурине, Рубине, Паста, Малибран, стала знаменитой вместе с Деницетти и Беллини. Такова ситуация, когда на арену выходит 26-летний Верди. Счастливое сочетание, одновременное появление трех ярко выраженных индивидуальностей, взаимно дополнявших друг друга, дало итальянской опере новый блеск. Россини, оригинальный гений. Деницетти, одаренный необыкновенно плодовитый маньерист. И Беллини, создатель широкой, романтически выразительной оперной мелодии, которая своей сладостностью и слезливостью неотвратимо влекла слушателя за собой. Сквозь произведения молодого Верди как источник стиля проглядывает прежде всего Беллини, хотя Верди очень многим был обязан и элегантной уверенности форм Деницетти. Россини, обожаемый мастер, которому он хотел воздать последнюю почесть своим реквиемам, остался в далеком прошлом. Его тонко выведенная мелодия, богато украшенная орнаментальными дополнениями, была уже непригодна для Верди. Много позже, во времена работы над Аидой, он очень точно сформулировал это в письме графу Ари Вабене, сделать мелодию с помощью звукорядов, трилей, орнаментики нельзя. Кстати сказать, мелодиями являются, например, хор Бардов, молитва в Моисея Рассини, но Каватина из Цирюльника, из Сороки Воровки, из Семирамиды, это не мелодия. Что же это тогда? Спросишь ты. Все, что угодно, но только не мелодии, даже не настоящая музыка. Не злись, если я малость ерошу прическу Рассини, ведь Рассини это не повредит. Шуман точно так же не знал бы, что делать с Моциартовскими мелодиями. Но он смотрел на музыку уже со слишком исторической точки зрения, чтобы говорить об этом с такой трезвой непосредственностью. Язык Верди вырос из одной единственной, полностью интегрированной идиомы. У него было что-то вроде иммунитета против влияния немецкой классики и романтизма. Это привело к тому, что он поначалу совершенно не имел никакого представления об инструментальной форме, ибо это понятие было полностью чуждым итальянской традиции его времени. Этим и объясняется ожесточенный протест Верди против инструментальной музыки как сугубо немецкой затеи, с которой он, как итальянец, не желает иметь ничего общего. Он рассказывал, 1878, о том, как его пригласили стать президентом концертного общества в Милане. Я отказался и спросил, а почему вы не создадите общество вокальной музыки? Она живет в Италии, а та искусство для немцев. Видимо, Верди был не знаком с историей музыки, иначе он, конечно же, знал бы, сколь бесконечно многим инструментальная музыка в раннюю стадию развития была обязана таким итальянским мастерам, как Фрискобальди Карелли, Ливальди, Доминика Скарлатти, о творчестве которых он не имел достаточно живого представления. Верди стал последним великим музыкантом, кто, не заботясь о своих исторических предшественниках, смог взрастить собственный стиль из непосредственной традиции, без оглядки, без сомнений. У него не было выбора, в этом коренилась часть его первозданной силы. Либриэта. Опера является единственной отраслью искусства. Всех времен, которая возникла не в результате органического развития, а была буквально придумана. Она родилась в результате гуманистического эксперимента, как следствие попытки вернуть к жизни античную драму в новой форме. Попытка основывалась на незнании самого предмета. Мы до сих пор не знаем, как звучала музыка греческой трагедии и как она соотносилась с совокупным действием. Но во времена Ренессанса, в эту в духовном и художественном отношении необычайно плодотворную эпоху, подобная идея могла породить чудо. Из эксперимента выросла опера. Она открыла побочную тропинку для драматического искусства, превратившуюся затем в широкую дорогу. Оперная поэзия, или как ее позже стали называть в Италии, либретоу, книжечка, является литературно-историческим курьезом, на который история литературы по праву почти никогда не обращала внимания. Уже в ранней стадии развития оперы либретисту пришлось научиться подчинять свою работу условиям, которые были более существенны, чем план и ход развития драмы. Музыке нужно было пространство, чтобы развиться, простор для арии, которая к концу 18 века в соответствии с потребностями виртуозных певцов и вкусами публики превратилась в важнейшую составную часть оперы. То это редок, ансамбль или хор используется только как вступление или финал оперы. А ария, это лирический эпизод. На сцене редко появляется одновременно больше двух действующих лиц, которые взаимно поют один другому. Драматические события протекают во время быстро проходящих речитативов. Это форма итальянской оперы барокко, опера Генделя и его современников, которая может содержать прекрасную музыку, но в драматическом отношении совершенно статично. Действие представляет собой последовательность картин, использующих мотивы античной мифологии и истории, освобожденного и Иерусалима Тасса, французского театра Корнель, Россин. Это была оперная форма, с которой страстно боролся глюк и которая в то же самое время, во второй половине XVIII века, в Италии все быстрее вытеснялась со сцены более привлекательной и популярной оперы Баффа. Неподвижные куклы оперы Сирия проваливались в небытье. Но и опера Баффа утвердила себя ненадолго. Наибольшего расцвета она достигла в творчестве Россинии и Деницети. Однако Дом Паскуаля, 1843 действительно оказался последним шедевром этого жанра, увидевшим свет рампы. Уже с 20-х годов начала свое победное шествие романтическая мелодрама. Именно тогда родилось характерное для Верди оперное либретто. Авторами его, как это в опере стало давним обыкновением, были скорее рутинеры практики, чем поэты в высоком смысле слова. Но они оставались носителями вековой, чрезвычайно высоко развитой языковой культуры и обладали унаследованным от предшественников чувством льющегося, красиво звучащего стиха. Принятый в опере итальянский язык несравненно культивированное изыскание, чем вполне оправданно ругаемый корявый оперный немецкий язык того же времени. Это относится к Солере в той же мере, что и к Пиаве, Сома, Камарана, Гесланциани. А Мафеи, автор либретто «Разбойников», был честолюбивым поэтом и даже пользовался признанием. Но многое оставалось во власти случая. Часто выбор либретиста был делом импрессоря. То, что композитор не всегда оказывался осчастливлен таким выбором, мы знаем по рассказу Верди о неудачном мнимом Станиславе. Правда, подобные вещи с ним больше не повторялись. Растущий авторитет давал ему возможность ставить собственные условия. Но, как дитя своего времени, он не имел ни малейших сомнений по поводу рода драматургии, которую он видел на оперной сцене. На Европу нахлынул романтизм волна, которая затопила все берега. И романтический театр принес моду на стиль, впоследствии названный мелодраматическим, который действительно нашел в опере свое самое яркое выражение. Там сохранилось все, что в драматическом театре быстро сошло со сцены. В литературе эта мода прожила недолго. Проматерь Гриль Парциера, 1817, произведение, которое Верди рассматривал как возможный материал для либретта, является характерным продуктом такого рода. Но уже в своем следующем драматическом произведении, Сапфо, поэт полностью и навсегда отошел от этого стиля. Самые увлекательные приключенческие продукты этой романтической моды мы находим не в немецкой, а во французской драматургии того периода, наиболее выдающийся представитель которой Виктор Гюго дал материал для двух популярных опер Верди, Эрнани и Регалета. Его целью было всеми средствами захватить зрителя, потрясти его, воздействовать на его нервы и слезоточивые железы. Будучи выдающимся драматургом и мастером риторически-зажигательного стиля, он создавал характеры и ситуации, драматическому воздействию которых, несмотря на появляющиеся временами чрезмерности, противостоять было невозможно. Это было как раз то, в чем нуждалась мелодрама, чего, видимо, жаждал инстинкт Верди. Уже во времена окаменело-портьерной оперы Сирии уделялось значительное внимание воздействию сцены. Франческо Альгаротти, философ и мечтатель, который также как впоследствии и Вольтер провел несколько лет при дворе Фридриха Великого в Подсдаме, писал в посвященном оперной эстетике эссе, Сак Джесс Опра Геопера Ин Музика, 1755, первым, что должно быть подвергнуто в либреты серьезнейшей проверке, являются естественные свойства самого материала, которые куда более важны, чем то, как правило, предполагается. Именно от либрета прежде всего зависит успех или неуспех оперы. В последующее столетие это считалось настолько само собой разумеющимся, что никто о том больше и не писал. Есть провалы, которые стали историческими, потому что они выпали на долю композиторов мирового ранга. Эврианта Вебера, Геновева Шумана, многочисленные оперы Шуберта, багдадский цирюльник Корнелиуса, Коррехидор Гуго Вольфа являются всем известными примерами, не говоря уже о Леоноре Бетховена, которая только после основательной переработки утвердила себя на сцене под названием Фиделья, и о тех неудачах, которые пришлось пережить самому Верди. Во всех этих случаях главная вина за провал, видимо, по праву возлагалась на либрета. Сценическому воздействию как объективному факту противостоит, однако, другое воздействие, о котором не принято говорить, хотя оно, как правило, действительно виновно в провалах наподобие упомянутых, воздействие, которое материал оказывает на композитора, выбирающего его как раз именно по этой причине и полностью отдающего в его власть свою музыку. Композитор, не знающий театра, скорее допускает ошибку при выборе, чем тот, чей взгляд обострен опытом. Но и опытный человек тоже может впасть в заблуждение, как об этом свидетельствует сам Верди. Наряду с холодным, основанным на размышлении суждением о достоинствах материала или драматического наброска неизбежно возникает вопрос о том, сможет ли данный предмет вдохновить композитора. Фантазии творческого индивида зависят от специфических состояний возбудимости или вдохновения, которые у каждого совершенно индивидуальны. Это обстоятельство, видимо, всегда будет оставаться решающим. То, что прирожденный драматург реагирует на трагические ситуации, на аффекты, понятно само собой. И так же, как любой одаренный фантазией человек, Верди был очень восприимчив к очарованию красивого стиха. Лети, мысль является примером этого. При его переписке с либритистом Аиды мы знаем, с каким упорством он мог настаивать на стихах, которые соответствовали его представлениям. Он совершенно ясно сознавал, какие возбуждающие средства нужны ему, чтобы прийти в творческое настроение. В особенности он зависел от этого тогда, когда работал под прессом ограниченного времени, который так часто накладывала на него скритура. Я получил набросы кальзиры, пишет он автору текста Сальватора Камарана 23 мая 1844 года. И я прочел также трагедию Вольтера, в руках Камарана она превратится в отличное оперное либретто. Дайте только разыграться страстям, и вы увидите, что я могу писать совершенно добротную музыку. Несколько лет спустя, на этот раз речь идет о битве при Линьяно, он пишет тому же адресату. Если вам нужна опера и я вынужден написать музыку, то имейте по крайней мере в виду, что мне нужна короткая пьеса с сильным напряжением действия, чтобы легче можно было писать музыку. Инстинктивно и по опыту он знает, то, что захватит его, будет захватывать и слушателя. Приключенческий момент является неотъемлемой частью романтической драмы, предшественником которой относятся, кстати и Шиллер, точнее, его драматические произведения периода бури и натиска. Это был один из важнейших источников, из которых Верди черпал материал для своих опер. Разбойники. У Луиза Миллер «Коварство и любовь», «Орлеанская дева», «Дон Карлос» идут от Шиллера, и далеко не всегда минуя решительную перестройку драматической конструкции. В подобных случаях речь идет в первую очередь о непременно требуемом оперой выделении смысла. Душевные страдания Жанны Д'Арк наглядно символизируются и выявляются через хоры ангелов и демонов. Преследование протестантов инквизиции в Дон Карлоса требует сожжения еретика на сцене. При всей ужасности трезвой реплики короля Филиппа, завершающей трагедию, кардинал, я исполнил свой долг, исполните теперь ваш, в оперном варианте оказывается необходимым заменить ее чем-то великолепным и таинственным, Карл, пятый в облачении монаха, явление с того света, тянет бессильного инфанта в свою могилу. Вместо того, чтобы отдать себя в руки правосудия, Карл Маор, убив Амалию, закалывается кинжалом. Трезвая констатация, этому человеку можно помочь, не подходит для финала оперы. И в Луизе Миллер Радольфо, у Шиллера Фердинанд, прежде чем умереть в следующий ник, вонзает шпагу в тело подлого вурма. В финал трагедии здесь есть ужас и отчаяние, как и в Трубадуре, Эрнане, Регалета. В двух последних названных произведениях это заключение в еще большей степени относится к оригиналам Виктора Гюго, которые легли в их основу. Политически страстно ангажированный поэт, эпиграф против тиранов, который Шиллер предпослал своим разбойникам, мог бы быть смело поставлен и перед его драмами, борется не только против ненавистной формы правления, но точно так же и против умеренного достоинства классической драмы. Он противопоставляет ей эксцессы драматической напряженности, временами даже ситуации, которые производят пародийное впечатление. При этом всегда вызывает восхищение сама драматическая конструкция. Именно ее и ценил прежде всего Пиави, ценил Верди. А какие ситуации? Эрнане, испанский грант, чтобы отомстить за поруганную семейную честь, становится главарем бандитов. Он любит благородную даму Эльвиру, и она любит его. Но ее опекун Де Сильва решил сам жениться на ней. Этот треугольник еще больше усложняется появлением третьего любовника, который оказывается Карлосом, королем. Де Сильва застает обоих соперников как задравшихся петухов в покоях Эльвиры, и неизбежные двойной дуэли удается пока избежать благодаря тому, что король открывает свое имя, что для Де Сильвы, верного королевского паладина. Сразу же меняет положение дела, однако, конечно, не для отверженного главаря бандитов. Он, этот Эрнане, просит Де Сильву отсрочить поединок, чтобы исполнить сначала свой долг мести по отношению к королю. В качестве благодарности за согласие он передает Де Сильве рог и обязуется, после того как исполнит свой долг, убить себя немедленно, едва он заслышит звук этого рога. Карлос, объект Вендет из семейства Эрнане, провозглашается в Ахине императором Карлом V, а подготовленный в этой связи план мести Эрнане срывается. Император великодушен, прощает главаря бандитов и возвращает ему все его право. Эрнане празднует свадьбу с Эльвирой. В этот момент раздается роковой звук рога и появляется Де Сильва. Он непреклонен и оставляет Эрнане лишь выбор между ядом и кинжалом. Эрнане выбирает кинжал и, как велит долг чести, убивает себя. Эльвира падает без сознания. За анализ, конечно же, было немало людей, которые находили все это чрезмерно преувеличенным. Однако Верди не ведал никаких сомнений, и он упоминает именно эту последнюю сцену из Эрнане в своем письме в Вене Цию президенту Марзаре, когда говорит о трудностях, на которые натолкнулась постановка Регалета, трудности подобного рода были и с рогом в Эрнане. Скажите, смеялся ли кто-нибудь в этой сцене с рогом? Он оказался прав. Это представляется всем непростительным. Преступник вынужден бежать и поселяется отшельником в святых землях, где в последнем акте героической смертью под Иерусалимом искупает свое злодеяние. Но за это время возникают новые переплетения судеб. Гизельда, дочь ненавистного брата, участвующего в крестовом походе, влюбляется в сарацина, который принимает христианство, мужественно сражается и гибнет за крест. Он является безутешной невесте во сне в облике просветленной души, и финал предстает в виде великого апофеоза на фоне завоеванного Иерусалима, изображенного на заднике сцены. В оберта на бок о тиле, в битве при Линьяно можно также найти подобные приключения. Очевидно, современникам Верди нравилось видеть такие вещи на сцене. То, что эти пристрастия не были уделом только итальянских театров, подтверждается текстами оперных либретто, на которые писали музыку Вебер, Шуберт, Маршнер. Стоит задуматься над тем, что старик Гетте, всегда строго осуждавший романтические перехлесты, здесь проявлял чрезвычайную терпимость. Если бы у Волшебного Стрелка не было такого хорошего сюжета, говорил он и Керману, то музыке пришлось бы изрядно потрудиться, чтобы привлечь к опере такие толпы людей, как сейчас, и поэтому господину Кенду автору либретто. АВТ. Тоже надо бы воздать должное. Геттеевское понимание музыки было ограниченным. Но у него, как видно, было инстинктивное понимание таинственной способности музыки возвышать предмет до новой, нереальной сферы, где действуют иные законы, чем те, которые обычно считаются обязательными. В одном отношении оперный либретист радикально реформировал драму, причем не услышав никогда за это ни слова благодарности. Учитывая, что понятность слов в опере всегда сомнительна, он сделал вывод, что экспозиция драмы должна ограничиваться самым необходимым. Это необыкновенное преимущество вердийских шедевров. Трубадур, Сицилийская вечерня и Симон Баконегра являются здесь исключениями. В Регалета, Травиате, Балмаскараде, Силе судьбы, Аиде, так же как в конце концов в Отелло и Фальстафе экспозиция редуцирована до минимума. В Дон Карлосе она заменена первым актом, который в образной форме изображает предысторию. Этому, конечно, противостоит смертный грех мелодрамы. Она вообще не знает границ абсурдного. Достаточно вспомнить Трубадура с его перепутанными младенцами, костром, постоянно полыхающим на заднем плане всех событий, диким накалом чувств. А в Силе судьбы пестрая мешанина может быть еще более удивительна. Сражение и дуэль, яд и кинжал, убийство и самоубийство, из всех этих расхожих реквизитов романтического театра в Силе недостает только яда. Самоубийство несчастного Альвара было, как упоминалось, уже позже заменено похожей на чудо, глубоко трогающей финальной сценой, музыка которой принадлежит к самому прекрасному из всего, что написал Верди. Здесь после первых сценических впечатлений он счел все-таки необходимым смягчить страсти, привести от отчаяния к примирению, которое всегда признавалось классической драмой и которого Шиллер. Несмотря на то, что он исходил из совершенно иных предпосылок, почти всегда достигал, руководствуясь естественным чувством. Даже ужасная катастрофа в последней сцене коварства и любви кончается примирительным жестом, для которого в опере не нашлось, правда, места. Необходимость избегать политической или социально-критической тенденции вызывалась прежде всего требованиями цензуры. Над этим пришлось размышлять еще до Пантео, когда он из недвусмысленно политически окрашенной комедии Бомарше мастерил либреты для свадьбы Фигаро Моцарта. Коварство и любовь Шиллера являются страстным протестом против интриганства и фаворитизма при дворах немецких князей. Обработка пиави, Луиза Миллер, переносит действия в сведу крестьян и землевладельцев в Тироле, и от первоначальной социально-критической идеи не остается и следа. Для Вердиевской оперы, характер которой целиком и полностью определяется эмоциональным напряжением, личными конфликтами, единственной политической тенденцией, которая могла быть принята в расчет, была национальная идея, священная для каждого итальянца. Тем самым он был ограничен одними намеками, которые можно было протащить как бы случайно на периферии действия. Король забавляется, неприкрыто тенденциозная вещь. Поэт хочет пробудить возмущение, отвращение к королевскому произволу. И это удается ему благодаря открытому реализму. Но воздействие оперы основывается не на рефлексе, не на критическом мышлении и суждениях, а на непосредственно вызываемых чувствах. В этом отношении опера близка к классической трагедии с ее идеалом очищения души страхом и состраданием. То, что показывает нам Виктор Бюго в своем произведении, граничит с садизмом. Бланш, жертва королевского разврата, в опере она зовется Джильдой, еще ребенок, ей нет еще шестнадцати. То, что она делает, самоубийство. Прислушиваясь к тому, что происходит за дверью, она слышит, как профессиональный убийца и его любезная сестрица точат нож. С почти безумным страхом она отдает себя жестокой казни, поскольку не может пережить вида своего возлюбленного в его истинном, циничном, абсолютно бесчеловечном облике. И все это говорится с совершенной ясностью. В опере эти события перенесены на совершенно иной уровень. Реализм снят и реальными измерениями музыки, которая все мыслимое растворяет в чувстве. Чувстве, что убеждает и захватывает. Ибо оно так искренно и непосредственно. Джильда великодушно жертвует собой ради возлюбленного. Мы тронуты, мы захвачены. Все это детали содержания, а принципиально отличает либретто от драмы «Нечто иное», особой, соответствующей целям оперы принцип построения сцен и актов. Это обстоятельство объясняет, почему Верди так часто брал на себя труд по разработке сценического плана либретто. Самым существенным в оперном акте является вокальная диспозиция, обработка материала в соответствии с наличными средствами, дабы обеспечить каждому голосу наиболее благоприятное пространство воздействия, позаботиться о необходимых контрастах и подготовить подходящие ситуации для ансамблевых сцен. Речь идет, как правило, о четырех или пяти действующих лицах, и их роли должны быть соответственно значительными. В одном из подробных сценариев к оперному либретто по шекспировскому королю Лиру, который Верди подготовил для своего либретиста Камарана, он исходит прежде всего из этой предпосылки. Мне кажется, что при уплотнении можно обойтись пятью главными партиями, Лира, Кордели и Шута, Эдмунда, Эдгара. Двумя побочными партиями, Реганы и Генни Рильи, может быть последнюю сделать второй Примадонной. Двумя побочными мужскими ролями, как в Чуизе, Кента Глостера и все остальные, Шаржи. В соответствии с тем же основным принципом пришлось исключить четыре важные фигуры Шиллеровского оригинала Жанны де Арк, Агнесу Сарель, Дюнуа, королеву из обоя англичанина Лионеля. Королю Карлу оказалось необходимым взять на себя роль искусителя, посягающего на достоинство Жанны. Зато значительно расширена роль ее отца, который оказывается ведущим антагонистом, чтобы драматическим баритоном уравновесить лирический тенор короля-любовника. Если хочешь заполучить подходящего певца, надо дать ему что-то попеть. Король Дункан в Магбете может вместе со своей свитой как статист молча проследовать по сцене. Это очень просто. Но три ведьмы, три убийцы, которых требует Шекспир, в опере оказались неприемлемыми. Проще возложить их функции на хор, сцена, полная ведьма, сцена, полная убийц. С банка, которая играет важную роль, дело оказалось сложнее. Ввиду отсутствия других возможностей исполнить сольную партию, ему разрешается, прежде чем его убьют, спетярию своему маленькому сыну. Надо же уважить человека. Вряд ли стоит добавлять, что в произведениях зрелого периода подобные вещи уже не встречаются. То, что Верди воспринял от своих предшественников, построение актов из сольных и ансамблевых номеров, комбинировалось в его руках все более непринужденно с драматической структурой целого. Но даже в самых поздних произведениях, Вателло и Фальстаффе, Верди никоим образом не отходит от данного принципа, хотя он здесь уже больше не обозначает и арии, ансамбли, финалы подобными названиями. Вагнер, начиная с Лейнгрина. 1850, окончательно отказался от этого. Законченные, разделяемые речитативом или драматическими диалогами музыкальные номера старой оперы уже задолго до этого, начиная, пожалуй, с Мейербера, связывались переходами, так что акт производит впечатление целого. Это часто имеет место уже в ранних произведениях Верди. И даже Вагнер, который проклинал оперу как художественную форму и всячески боролся с ней в самые вдохновенные моменты благодаря своему неистребимому оперному инстинкту постоянно возвращался к оперной сцене, если ситуация требовала лирического выражения. Влияние вокальной диспозиции на структуру акта можно детально наблюдать повсюду. Весьма ценно, например, то, о чем нам повествует история Балмаскарада, одного из лучших либрета положенных в Эрди на музыку, ибо она типична. Как уже говорилось, по требованию цензуры в последний момент пришлось изменить место действия имена действующих лиц. Ричард в оригинале был шведским королем Густавом III, Рената – его фаворитом и министром Анкостремом. То, что речь идет о короле и королевском любимце, ясно по первой экспозиции. Ситуация становится еще более однозначной в следующей сцене в обиталище прорицательницы Ульрики. Губернатор Бостона, который выступает с величавостью и превосходством короля, содержит пожая придворную свиту и к тому же дарует моряку офицерский патент, неправдоподобен. Восстановление оригинала в данном случае желательно, и такие попытки предпринимались не раз. Лишь по практическим соображениям я использую здесь привычные имена, ибо их знают все и они стоят в каждом клавире. Начало оперы и интродукцию, так же как и завершающий акт-финал, издавна принято строить как составленную из различных эпизодов пьесу, и по сути прокомпонированный акт есть не что иное, как непосредственное раскрытие этих двух давно сложившихся форм проявлений изобразительного принципа, в основе которого лежит непринужденное следование драматическим событиям. В Балмаскараде сцена экспозиции содержит сразу три развернутых лирических эпизода, смысл которых состоит в том, чтобы с подобающей значительностью вести трех главных персонажей. Ричард хватается за первую подходящую возможность, чтобы в аре-монологе предаться мечтам об Амелии, которую он любит, а остальные присутствующие изо всех сил стараются не слышать его, ибо их это не касается. Рената, приносящий известие о заговоре, на след которого он напал, подкрепляет свой рассказ Каватиной, где распространяется о том, как дорога народу жизнь суверена. И, наконец, обвинение в адрес провицательницы Ульрики дает Пажу Аскару возможность исполнить блестящую арию, которой он весьма удачно входит в спектакль. С точки зрения драматургии эти эпизоды представляются ненужными вставками. То, что они дают для экспозиции, можно было бы выразить в нескольких словах. Но они дополняют первую сцену тремя непосредственно производящими впечатления портретами певцов, которые для оперы незаменимы. Пажу Аскар вообще стоит на заднем плане событий, куда он оказывается едва ли не случайно вовлечен лишь в последнем акте. Но как колоратурное сопрано он является ценным обогащением палитры вокальных красок, и потому без него невозможно обойтись в ансамблях. То же самое относится и к альтовой партии прорицательницы Ульрики, которая в большой запоминающейся арии дает возможность увидеть значительность своего характера. Разницу в подходе невозможно не услышать, если вспомнить антиподов, двух заговорщиков Самуэля и Тома, которые вообще наделены именами лишь для проформы. Они с первой сцены включены в действие, где затем играют решающую роль. Но они остаются лишь едва очерченными силуэтами, побочными фигурами, которые действуют всегда вместе и не проявляют индивидуальных черт. То, что они вводятся фугированным мотивом, становится как бы символом их неэмоциональной сущности. Композитор изобразил их как шаржи, побочные фигуры, на роль которых назначают не новичков, но во всех случаях хористов, о вокальном убранстве которых нет нужды заботиться. В силе судьбы явно в подражании известным народным и жанровым сценам у Шекспира, присутствует очевидный избыток эпизодического, стоящего вне собственной действия и служащего прежде всего созданию разнообразия, ярких цветовых пятен в сумрачной картине, обогащению вокального спектра. Цыганка-преция Азила, опять предсказательница? Нужна, конечно, в первой сцене второго акта для того, чтобы мстительный Карлос мог разговориться и рассказать свою историю, что дает ему опять-таки возможность изобразить собственный вокальный автопортрет. Но в следующем акте, между сценами войны и солдатского бивака, появление цыганки с ее большим ротопланом воспринимается всего лишь как интермецца. Точно так же и присутствие фраме Литоне с его сольной сценой, списанной с капуценской проповеди из Валенштейна Шиллера. Еще раз он появляется в последнем акте как олицетворение монастырской благотворительности. Это примеры того, как опера во имя вокальной диспозиции выдвигает на первый план побочные фигуры. Несколько иначе обстоит дело с истинными шаржами, которые используются просто для подачи реплик наподобие поверенных сердцев классической драмы. И несов трубадури Джо Ванна Вригалета, камеристка Кура в силе судьбы представляют этот тип. Вагнер, непримиримый враг оперы, никогда бы не выдал эту профессиональную тайну в своих теоретических работах. Но в построении своих музыкальных драм он не смог уйти от основного принципа презренных либретистов, выбора от четырех до шести главных действующих лиц и соответственного выделения их в вокальном построении. Битти Рольф, Вальтер Фогельвиде, Генрих Писарь в Тангейзере являются побочными фигурами, так же как и большинство мейстер-зингеров. Но Вольфрам и Шинбах получают, можно сказать, ореол славы благодаря своей песне «Вечерней звезде», которая, являясь чисто лирической вставкой, в драме могла бы спокойно отсутствовать. Тоже относится и к зимним бурям Зигмунда или монологам Ганса Сакса. А памятник поверенному сердцу Вагнер воздвиг в Тристане и Зольде, где сделал главными действующими лицами сразу двух представителей такого типа. Курвенал в третьем акте постоянно присутствует на сцене, и прежде всего для того, чтобы подавать реплики. Однако свой профиль он уже получил в первом акте песней Бравады и приплыл по морю Моральд к нам, и благодаря этому он сразу же предстает как ярко выраженный характер. И Брангена, другая поверенная, приобретает неописуемую живость благодаря своим двум ночным песням во втором акте, которые так много дают пластическому членению большой любовной сцены. Этими песнями она со своей женственностью создает как бы звучащий ночной фон. Из всего сказанного неизбежно должен быть сделан следующий вывод, если подходить к оперному либретто с требованиями, которым оно не может соответствовать в силу своей природы, ошибки в его оценке неизбежны. Либретто является прикладным искусством, служащим определенной цели, загадочной мутации поэтического рода драмы. О нем вообще нельзя судить иначе как во взаимосвязи с музыкой, которая дала ему жизнь. Оперные фигуры без музыки, которая вдыхает в них жизнь, всего лишь схемы. Там, где удается их связать, где из этого удивительного союза двух родственных искусств возникает выдающееся произведение, каждый раз происходит чудо. Но это чудо достаточно часто рождали дарования высшего ранга, чтобы оправдать условия, на которых сценическое искусство покорилось музыке. Именно потому, что вердиевские либреты так наглядно выявляют проблематичные стороны этого рода искусства, они дают возможность уяснить принципы, на которых основана опера. Сполохи гения. Ты видишь, я был прав, говоря, что у верди есть талант. Даже если вдвое фаскари он обнаруживается лишь как вспышки молнии. Без зависти, которая мне неведома, он человек будущего, и ты это увидишь. Так писал Деницетти своему другу, 16 февраля 1845 года. Опера, которую он называет, седьмая по счету среди тех, что верди показал на сцене за шесть лет. Три из них, Набука, Ломбардцы и Эрнани, привлекли к себе внимание. В дружеском расположении Деницетти сомневаться не приходится. Как художественный руководитель театра Амкернтнертер в Вене, он поставил там Набука и Эрнани и тем самым помог первому успеху Верди за границей. Но у него были основания для строгой критики, и если он видел вдвое фаскари только отдельные сполохи гения, то современный ценитель, взяв в руки вердиевскую партитуру тех лет, не сможет не согласиться с ним. Стиль раннего Верди еще не устоялся. Личное и подражательное, значительное и тривиальное, вдохновенное и нудное сосуществуют бок о бок. Нужен был острый художественный человеческий взгляд, чтобы на этой стадии увидеть будущие возможности, в осуществлении которых характер и решительность сыграли такую же роль, как и первозданное дарование. Лишь обозревая все его творческое развитие, можно судить о том громадном пути, который еще предстояло пройти в Эрде. Биографический фон художника ничего не меняет в значимости его достижений, но он объясняет многие особенности его творческой биографии и многие мнимые противоречия. Верди не был таким рано созревшим талантом, как Рассини или Деницетти. Он вырос в деревне, юность провел в мелком городишке и сравнительно поздно попал в окружение, где могли полностью развиться его художественные способности. Несмотря на это, Верди добился решающих успехов еще до того, как ему исполнилось 30, а в 35 лет он до Ницетти уже не было в живых, стал, бесспорно, ведущим композитором в Италии. Удивительно, что в это время он еще никоим образом не достиг полной художественной зрелости, что в произведениях 30-летнего композитора можно найти следы такой беззаботности в стиле и фактуре, которые невозможно не заметить и которые он долго еще не мог полностью преодолеть. Создается впечатление, будто вместе с благородными самородками он повсюду тянет за собой кучу обкатанных камней, наподобие тех морен, что оставляет после себя глетчер. Из всех великих и достойных он единственный, кто постоянно ставит способного к пониманию различий слушателя перед проблемами, перед альтернативой либо преднамеренно не принимать подобные вещи к сведению, либо отравлять замеченными срывами радость от музыки. Если мы хотим быть честными, то должны охватить главное, попытаться понять противоречия, ту особенность, что наследие такого значительного художника, как Верди, настолько отягчено балластом посредственного, даже убогого, что ничего похожего мы не найдем ни у одного из великих творцов всех времен. И все неудачное, что вышло из-под его руки, было напечатано и с удручающей откровенностью, стоит рядом с тем великолепным, что создано им же. Не замечать этого было бы самообманом, в особенности при том почитании, которым он пользуется. Прежде всего надо учитывать обстоятельства, при которых Верди пришел в оперу, помнить о самой системе организации оперного дела, именуемой Стаджионе, об обязательстве написать оперу к определенному сроку и ограниченности времени, которая давалась на это. У этой системы были свои хорошие стороны, и она оправдывала себя на протяжении столетий. При этом не следует недооценивать того побудительного импульса, который давал такой заказ одаренному музыканту. Но то, что могло быть достигнуто усердием и концентрацией при технической легковесности партитуры XVIII века, стало проблемой в связи с нарастанием сложности аппарата и всего построения оперы. В этих условиях скритура накладывала на композитора обязательство выполнять работу, импровизируя. Это мог Рассини, это мог еще и Деницетти. Оба они обладали легкостью руки, что было нужно для импровизации, и готовностью написать произведение к определенному дню так, как возможно в подобных обстоятельствах. И это достаточно часто удавалось им сделать со счастливейшим результатом. Само собой разумеется, что бывали и неудачи. Это приходилось принимать в расчет. А между тем вся ситуация в корне изменилась. Опера стала заботой широкой общественности. Успех или неуспех мог иметь решающее значение. Деловые люди Вимпресария, издатель, со своей стороны также делали все, чтобы поднимать волны, которые вызывало подобное событие в опере. Рассини со своей гениальной беззаботностью относился к этому делу легко или, по крайней мере, делал вид, что легко. Во всяком случае, он счел необходимым выдвинуть возражение, когда издатель решил опубликовать собрание его сочинений. Он пишет Джо Вани Рикарди, письмо без даты, около 1840 года. Запланированное вами издание даст повод к справедливой критике, ибо в различных операх будут встречаться одни и те же музыкальные номера. Время и вознаграждения, которые давались мне как композитору, измерялись гомеопатическими дозами, так что у меня едва хватало времени прочесть так называемое поэтическое произведение. Для Даницети, неутомимого творца, такой вопрос не возникал. Ни один издатель не отважился бы взяться за публикацию такого количества нот. Но уже у Беллини ситуация стала иной. Изменился музыкальный климат, и он страдал от обязанности работать в ограниченные сроки. Для Верди же она стала невыносимой тягостью. Мое здоровье в порядке, несмотря на все заботы этих дней, писал Беллини во время одной из таких работ. Чтобы ты имел представление, однажды я просидел за работой 10 часов подряд, с 6 утра до 4 часов пополудня. О подобных случаях рассказывал и Верди, с Матрис, 465. Своё неудовольствие Верди часто выражал в весьма резкой форме. Спасибо за твои новости о Бальзире. Пишет он одному из друзей, 5 ноября 1845 года. И еще большее спасибо за то, что ты помнишь о своем бедном друге, который проклят на то, чтобы непрерывно царапать ноты. Спасибо уже уши всех добрых крестьян, которым придется их слушать. Проклятые ноты. Как я себя чувствую в физическом и моральном отношении? В физическом неплохо, но настроение скверное, становится все хуже и, видимо, так будет продолжаться до тех пор, пока я не покончу с этой профессией, которую я ненавижу. Говорилось ли это всерьез? Было ли это преувеличением? Вспомним самокритичное замечание 86-летнего старца о своей закоренелой привычке всю жизнь жаловаться. Когда мы имеем дело с Верди, то всегда должны учитывать несдержанность взрывов темперамента его очень возбудимой, бурно реагирующей натуры. И тем не менее это высказывание заставляет задуматься. В чем не может быть сомнения, так это в свербящем недовольстве основными условиями работы, вызывавшимся, по-видимому, едва ли полностью осознаваемыми угрызениями совести. Одно совершенно ясно, он страдал от принудительного труда, от которого не в силах был избавиться, так как оказался замкнутым в круг движения, над которым не имел власти. Он стал рабом своего успеха. У него не было ни легкой беззаботности, плодовитого Даницити, ни наивной способности Беллини влюбляться в каждую рожденную им мелодию. Написанное в быстрой спешке редко могло полностью удовлетворить его. Если вновь он обращался к сочиненному, оно вызывало у него чувство неудовлетворенности. Он страдал от неразрешимого конфликта между своим болезненным чувством ответственности и механизмом, который постоянно ставил это чувство под вопрос. Ощущение подобного рода Верди часто выражает весьма, недвусмысленно. Во время работы над Фальстафом он получил письмо от Ганса фон Белова, где тот в присущей ему темпераментной, импульсивной манере просит у почитаемого и боготворимого мастера прощения за критическое неодобрение, высказанное много лет тому назад. И Верди отвечает, на вас нет ни тени греха, и нет никаких оснований говорить о покаянии и искуплении. Если ваши прежние взгляды отличались от нынешних, то вы правильно делаете, что не отрекаетесь от этого. Лично я никогда бы не отважился жаловаться на них. Ведь кто его знает, может быть, вы тогда были правы. А в одной из ранних биографий Верди, написанной Д. Браганьола и Э. Бета Цицей, Милан 1905, цитируются следующие его слова, «Рожденные в бедности, в бедной деревеньке, я не имел средств для нужного образования. Мне сунули под руки убогий спинет, и я засел за него, чтобы писать. Ноту за нотой, ничего, кроме нот. Вот и все. Но печально, что теперь, в моем возрасте, я вынужден очень сомневаться в ценности всех этих нот. Какие угрызения совести, какое отчаяние. Но, к счастью, в мои годы отчаиваться остается уже недолго. Никто из других мастеров не отзывался о своих творениях с таким скепсисом и таким безнадежным разочарованием. Чтобы понять, как сильно все его развитие зависело от обстоятельств, в которых он вынужден был работать, мы должны обратиться к главному свидетелю, вердиевской музыки тех лет, которые он позже назвал временем галерного рабства. Можно очень точно проследить весь путь его становления, если проанализировать те 15 опер, которые он написал от оберта, 1839, до стифилио, 1850. Более ранние опера Рочестер, части которой, видимо, вошли в оберта, осталась ненайденной. В общем и целом создается впечатление тех же зигзагов, которые можно наблюдать почти у каждого начинающего. Индивидуальные черты с самого начала очевидны, но их затеняет наслоение заимствованного, конвенционального, и именно оно определяет первое впечатление. Во всяком случае, это полностью относится к первым двум операм, оберта и мнимому Станиславу, и нельзя даже сказать, что первая из них была лучше второй, провал которой так глубоко переживал Верди. Белиниевская, преобладающая в оберта, намазана жирнее и патетичнее, чем у Белини. Дони Циотиевская, которого в мнимом Станиславе великое множество, значительно более плоско и менее гибко, чем у Дони Цети. Но в обоих произведениях есть моменты, которые заставляют прислушаться. И в обоих главная слабость коренится, видимо, в абсурдности, запутанности происходящего. В оберта уже во второй сцене обращает на себя внимание ария соблазненной и покинутой Леоноры, первое явление спокойно льющейся, широко фразированной вердиевской мелодии, а финал первого акта квартет во втором несут в себе примечательные предвосхищения грандиозных моментов его будущих ансамблей. Чего больше всего не хватает Станиславу, так это грации и легкости. Верди тогда едва ли смыслил что-то в буфонном стиле. Все веселое у него скорее превращается в грубое, а часто и натянутое. Но с удовольствием встречаешь старую знакомую, арене унывающей Джульетты, которая должна идти замуж за старика, но с гораздо большим удовольствием пошла бы за молодого, оказывается прообразом одной из популярнейших оперных мелодий всех времен, песенки герцога Монтой Ладон и Йо Мобайл, «Сердце красавица». Идентичный не только ритм, фразировка, качающаяся между тоникой и доминантой, вальсовое сопровождение, но даже водный вальсовый такт и вызывающе обрывающаяся на доминанте, вступление с последующей фирматой, чисто до ницейотиевское кокетство, которому временами прибегал Верди и в других случаях. То, что более позднее сочинение, вригалета, выросло из сознательного или подсознательного воспоминания о первом, на 11 лет более старшем, не может вызывать сомнения. Так же как и то, что оно гораздо пластичнее и выразительнее, превосходство его проявляется уже в задорно вызывающем начальном мотиве, благодаря которому первоначальный ритм обретает ценность характерной находки. В первом варианте мелодия уже после первых восьми тактов теряла свою пробойную силу. В ладонах первый восьмитактник настолько силен, что он требует немедленного повторения и выдерживает его, а следующая вторая половина мелодии, дальнейшие 16 тактов, доводит ее до апогеи и завершает с тем ощущением само собой разумеющегося, которое является одной из самых дорогих тайн зрелого вердиевского искусства. Здесь мы обнаруживаем также изысканные находки в ведении гармонии с хроматически восходящим басом. Но самый существенный прогресс состоит в последовательной, продолжаемой с неослабевающей силой проработке длинной, пластически члененной мелодии. Движение Верди по пути к этой цели можно наблюдать в набуко. Мелодии лети, мысль из этой оперы, первая из вердиевских мелодий, получившая большую популярность, может служить тому примером. В этой опере можно обнаружить и другие вещи, которые возвещают о грядущем подлинном Верди. В первую очередь это происходит в ансамблевых построениях, которые, видимо, всегда особенно привлекали его и в которых находят выражение его первозданное чутье и понимание выразительности средних голосов. Вершины и единственным случаем в итальянской опере его времени является квартет в форме канона, мелодия которого под конец перенимается унисоном хора, причем все это едва ли без ориентации на подобные эпизоды во втором финале Кост-Фэн-Тутти Моцарта или даже Фиделии Бетховена, а как чудесно мне. Верди усердно изучал лавиньи партитуры мастеров. Муцию рассказывает о подобных штудиях, которыми его заставлял заниматься Верди как педагог. А о том, что на сотворении Гайдена он заработал себе шпоры, он рассказал нам сам. Но может быть, не стоит отыскивать дальние исторические связи. В четвертом акте Вильгельма Тёлера Сини имеется великолепный терцет в форме канона, и это произведение наверняка было знакомо молодому Верди. В одном отношении школа, которое он прошел у лавиньи, оказалось недостаточной. Его учитель был практиком оперы. Помимо солидной подготовки в технике композиционного письма, он ничему не мог научить своего ученика, давая ему лишь те основы вокальной композиции, которых требовала опера. Больше всего в ранних произведениях Верди разочаровывают Увертюры, а их множество. Кобертам мнимому Станиславу и Набука, так же как и к Жанне Дерк, Луизе Миллер, Стифелео, Битве при Линьяно, Корсару, Альзири. Увертюра Кнабука стала в Италии любимой репертуарной пьесой духовых оркестров. Но она, как и все остальные, представляет собой неуклюже сколоченное попури из мелодий, следующие за ней самые оперы. Молодой Верди разделяет отсутствие понимания специфических требований инструментальной композиции со всеми своими итальянскими современниками. Россини оказался последним, кто был еще в состоянии сделать из Увертюры безупречное произведение. Ее упадок в кругу его современников и преемников, во Франции, так же как и в Италии, является симптомом вульгаризации, которая тогда охватила оперу. Неотягощенное образованием публика желала прежде всего слышать запоминающиеся мелодии, и именно это давали им Увертюры попури. Происходившее тогда в опере имеет параллель в другой определяемой веяниями тогдашней моды сфере музыки. Когда в последнее десятилетие века Бетховен получил известность в Вене как пианист. Он писал вариации на излюбленные мелодии, которые нравилось слушать его аристократической публике. Полвека спустя лист, объехавший как пианист всю Европу, играл парафразы на оперные мелодии, получившие популярность, и мотивы из Ирнани, Ломбард Циев, Трубадура, Регалета стали в этой форме излюбленными бравурными пьесами великого виртуоза. Такая утонченная, связанная формой вещь, как вариации, наводила бы на его публику только скуку. Увертюры Верди вызывают сомнения не только отсутствием формы, более или менее способной вынести нагрузку, но и слишком часто скудостью используемого тематического материала. Характер же композиторского письма кажется направленным исключительно на то, чтобы извлечь из оркестра самые грубые, примитивнейшие эффекты. И то и другое проистекает из одной и той же причины, из отсутствия специфически инструментальной изобретательности, достоинства, которым отмечена любая увертюра Россинии, которые утратили уже до Ницети и Беллини. У оперной мелодии с ее симметричной периодикой отсутствует все, что составляет сущность инструментального стиля, движущие способны давать новые побеги-мотив с динамичной ритмикой, контрапунктические возможности в живо реагирующих средних голосах и способность извлекать из богатого красками аппарата оркестра все новые группировки, новые комбинации звучания. В третьей овертюре Леонора можно восхищаться тем, как Бетховен из одной вокальной мелодии, Арии Флористана, извлекает тончайшие возможности оркестровой разработки. Но помимо этого самым существенным является инструментальный замысел, который как головная тема господствует над всей овертюрой, то как раз и не для каждой овертюры находят свою инструментальную головную тему. Было бы бессмысленным ожидать нечто подобное от стиля, который, наподобие Вердиевского, целиком и полностью основывается на вокальной мелодике. Когда дело доходит до оркестрового изображения, для него существуют, по сути, лишь противопоставления между плавно льющейся, захватывающей сверкающей и маршеобразной энергичной формами письма, которые восходят приблизительно Карри, Кабалетя, хоровому эпизоду. Мелодия, и это величайшим образом подтверждает Верди, производит самое лучшее впечатление благодаря простоте, безыскусности своего явления. Это самое ценное, что он может дать, его наиболее существенное выразительное средство. Проходящий через всю его жизнь процесс совершенствования делал эту мелодию все богаче, все своеобразней, все выразительней, а ее линия движения становилась все шире и великолепнее. В связи с этим гармонические детали становились все более утонченными. Но от одного принципа он не отклонялся никогда, функция мелодии исчерпывается тем, чтобы явить себя. Она не нуждается ни в каком формальном развитии, и она не выносит никакого развития. В реквиеме, одном из самых совершенных его шедевров, все содержания Агнус Дей представлены мелодией в 13 тактов. Сначала ее поют без всякого сопровождения два сольных женских голоса в октаву, затем повторяет хор в унисон, переплетаемый оркестровыми гармониями, обращением из мажора в минор и обратно. Вся насыщенная выразительностью композиция состоит из пяти повторений этой мелодии, и для замыкания построения не потребовалось ничего, кроме простого десятитактового отпева. Об этой функции мелодии у Верди, а она являет собой прямую противоположность симфоническому подходу, мы еще будем говорить подробнее. Его ранние увертюры часто выглядят так, будто композитор в последний момент торопливо импровизируя, хватал первые попавшиеся под руку обрывки мелодий. В единственной увертюре, написанной им в классической форме, соответствующей первой части симфонии, в увертюре Клуизе Миллер, выбранная в качестве темы вокальная мелодия оказывается настолько мучительно заезженной, что результат получается, может быть, еще более неудовлетворительным, чем в увертюре Папури. Мелодия, спетая на сцене с драматическим выражением, обладающая теплом непосредственности, волшебством личного обаяния, может при переносе на инструменты звучать и бездушно. Несмотря на все подобные очевидные недостатки, молодой Верди демонстрирует в своих партитурах уверенную руку и чувство краски. Тогда и еще долго потом его упрекали в громыхающей инструментовке, и упрек этот был небезоснователен. Обо мне говорят, что я слишком люблю спектакль, сообщает он сам в одном из писем Камарана. Но сильнее акценты, полнозвучная медь, резкие всплески звучания принадлежат его стилю. И мы можем найти их и в произведениях позднего Верди. Они соответствуют его темпераменту, его натуре страстно воспринимающей все драматическое. И все же, когда слушаешь Увертюру Кнабука, думаешь о духовом оркестре, о деревенской музыке, с которой связаны его первые шаги, о клапанных трубах и хроматических тромбонах которых, к счастью, больше не существует. В то же время нельзя забывать, что примитивное состояние оперного оркестра того времени делало необходимой крепкую манеру письма. Оркестр заново рекрутировался для каждого нового стаджионе, а времени на репетиции было до отчаяния мало. Нет ничего более трудного, нежели дать определение тому, что придает мелодии решающую, неоценимую ценность. Она является микрокосмом, совершенством в самом тесном пространстве. Больше, чем любое другое выражение творческой фантазии, она является зеркалом всей личности, всего мира чувств ее создателя. Такова Вердиевская мелодия, но она больше, чем только эта. Она является непосредственным выражением драматических фигур, в уста которых вкладывает он эту мелодию. Регалета Манрика, озучена Амелия, Рената, Аида, Амнерис, а также многие, многие другие, все они живут, знакомы нам как индивидуумы, и эта жизнь, эта индивидуальность пульсирует в их мелодиях. Как и Вердиевскому стилю, его мелодии потребовалось время, чтобы развиться в полную силу. Но она, как зорница, начинает светиться уже в ранних произведениях, и процесс его творческого созревания концентрируется в мелодии как в квинтэссенции его творческого дара. То, что здесь, как всегда в подобных случаях, можно наблюдать в деталях, представляет собой борьбу между старыми, унаследованными выразительными формами, которые упорно стремятся отстоять свое место, и новыми, своеобразными созданиями, которые поначалу появляются лишь спорадически, в моменты сильных эмоциональных импульсов и по мере роста опыта и самокритичности все сильнее и надежнее занимают ведущее место. То, что этот процесс занял много времени, он продолжался до 40-летнего возраста и даже больше, являлась следствием той торопливости в работе, которая была навязана ему и при которой у него никогда не было времени, чтобы терпеливо выносить неудавшийся с первого захода замысел, не говоря уже о бесчисленном количестве мелочей, которые композитор, серьезно относящийся к своей работе, всегда находит необходимым исправить при ее завершении. Достаточно вспомнить о Бетховене Брамсе, которые иногда годами хранили свое произведение в ящике стола, пока не доводили его до такой формы совершенства, которая удовлетворяла их. У молодого Верди не было времени ждать. Каждая страница, написанная им, немедленно отправлялась к опиисту, от него к певцу, а немедленное издание клавира непосредственно фиксировало написанное в спешке, и после этого ничего нельзя было уже изменить. Ранний успех дал Верди неоценимую возможность публиковать музыку, вышедшую из-под его пера. Но это счастье оказалось невероятным отягощением его совести. Было бы чудом, если бы написанное в спешке всегда удовлетворяло его собственные требования. То, что он был способен на самую беспощадную самокритику, он доказал не только своими высказываниями наподобие тех, которые уже приводились, но и действием, непрерывным продвижением вперед, которое можно наблюдать в любой фазе его творческого пути. К музыке, которой мы восхищаемся, мы привыкли предъявлять требования совершенства, которые великие всех времен выполняли в той мере, в какой это лежит в пределах человеческих возможностей. К Верди времен галерного рабства мы этих требований не предъявляем, ибо это было бы неправомерно. Больше, чем кто-либо из великих, он каждодневно был в высшей степени загружен работой, был вынужден довольствоваться тем, что давала ему фантазия в данный момент. Техника-навык должны были заменить собой все, что не рождало в его сознании вдохновение. Отсюда эти комья земли, которые не исчезли полностью из его произведений тогда, когда ему перевалило за сорок. Невозможно не увидеть одно обстоятельство, негативный симптом честности его художественных высказываний. Когда Верди изменяет истинное творческое мышление, когда вместо него он вынужден пользоваться фразеологией, это происходит исключительно в тех сценах, которые и не могли непосредственно вдохновить композитора. В моменты, на которые критически мыслящий слушатель не может реагировать иначе как неудовольствием, становится ясным, насколько глубоко в обиходном языке коренится тот сомнительный словарь, который был воспринят молодым Верди, и подтверждается еще раз, что нет ничего труднее, чем освободиться от дырных привычек. Погрешности красоты вроде упомянутых обнаруживаются в ранних произведениях сплошь да рядом, в Набука так же как в Ломбардцах, произведении, которое вышло на сцену менее чем через год после него и успех которого был еще более значительным. И это было заслуженно, судя по богатству красот, которыми отмечена опера и которые поставили бы ее выше Эрнани, если бы не Либрета Солеры, бьющие своей фантастической бессмысленностью рекорд среди всех текстов, на которые писал музыку Верди. В первом акте заставляет внимательно прислушаться Сав Мария, удивительное предвосхищение самого прекрасного, более поздних духовных пьес, Лоди а-ля Вайрджина. А финал третьего акта содержит терцет, который поднимается до высот самой зрелой вердиевской манеры письма. Определенные формы выражения настолько глубоко коренятся в первую очередь в натуре самого художника, что они заметны уже в самых ранних его творениях. Такие вещи есть у Бетховена, у Шуберта, у Шопена. У Верди они особенно бросаются в глаза потому, что эти молниеподобные вспышки оригинальности стоят в противоречии, столь же бросающимся в глаза, с сомнительными элементами унаследованной художественной традиции. Любая традиция содержит плодотворное зерно, но оно облачено скорлупой общепринятого. Деницетти так до конца и не продал эту скорлупу. Беллини в своем последнем произведении был уже недалек от того, чтобы сделать это. Верди, как и Беллини, понадобилось для этого время. Но он после того, как ему исполнилось 30, уже не писал ни одной оперы, где не было бы настоящих вершин творческого вдохновения, возвещавших наступление нового времени. И это нельзя не слышать. Такими вершинами являются в Ирнане великолепный финал сцены коронации и трагический заключительный терцет, в Жанне Д'Арк дуэт Жанны с королем и большой финал перед Реймским собором, в битве при Линьяна весь третий акт, последовательность сильных драматических сцен, вдвое Фаскари наряду со многим другим необыкновенная сцена в темнице Джакоба Фаскари. Захватывающие моменты вроде названных, конечно же, способствовали тому, что музыка Верди все больше начинала влиять на слушателей. Но, видимо, еще более решительно, судя по свидетельствам современников, влияли беспримерный порыв, поразительная энергия мелодий, которые подобно бурному вихре увлекали публику. Ни у Даницетти, ни у Беллини не было ничего похожего. Такое грубое бесстыдство, такая нездержанная навязчивость были для них обоих немыслимы. А то, что при этом появлялись моменты, которые можно было связать с запрещенной демонстрацией национальных чувств, тоже оказалось важным обстоятельством, которое немало способствовало росту популярности композитора. После успеха на Бук оказалось, что от Верди ожидают именно таких проявлений. Преимущественно это были хоры в унисон, которые, казалось, выражали таким образом душу масс. В Ломбардциах это был хор Сеньорой, Дель Тетанатио Си Айча Масти Кан Сента Промеса. В Аттиле это Аврейть Юв Универсо, Рести Вуталия Эйми. В Магбете, Лопатрия Традита Пиандженда Нейн Вито. А в битве при Линьяно фигурировала победа итальянцев, защищающих свою родину от великого Барбароса. В ситуациях подобного рода в центре событий стоит хор. Он воплощает душу масс. То, что она выражает, является лапидарным мотивом, в природе вещей. Невозможно отрицать, что наивная примитивность подобных эпизодов сегодня скорее отрезвляет, чем радует нас. В чисто музыкальном отношении ценность их сомнительна, но они являются составной частью общей картины. То же самое относится и к одному типу мелодии, который принадлежал к традиции итальянской мелодрамы, к балете. Этим профессиональным выражением обозначался блестящий, в большинстве случаев богато расцвеченный финал Арии, который как у Беллини, так и у Доницети обычно завершает большую вокальную сцену. Она у молодого Верди почти всегда либо Доницейотиевская, либо Беллиниевская и, как правило, почти не прикрыта банальная. Слишком часто красивая, выразительная Ария оказывается скорее искаженной, чем завершенной, подобным привеском. Но кабалета служит созданию своего рода блеска, без которого не желали обходиться в больших Ариях, и поэтому задачей либретистов было найти необходимую для этого возможность. В разбойниках Амалия в очень элегической, трогающей до слез Арии оплакивает мнимую смерть своего любимого Карла. Но затем слуга приносит известие, что Карл жив, и она разражается радостной кабалетой, которая, что с сожалением приходится признать, столь же гармонирует с предшествующей Арией, как увесистый удар кулака с кокетством красивых глазок. Но партия писалась для любимицы публики Жени Линд, знаменитой своим колоратурным пением, и она должна была иметь возможность показать эти колоратуры. Как и все, что стало в опере традиционным, кабалета тоже коренится в естественном принципе формы. Сверкающий фейерверк, которым завершает свою первую Арию Царица Ночи в волшебной флейте Моцарта, точно так же является кабалетой, как и полный энтузиазма финал большой Арии Леонора в Фиделье. И даже Рихард Штраус завершит большой монолог своей электротрожествующей кабалетой. Насколько лирика Верди по своей глубине и выразительной насыщенности превосходит лирику его предшественников Деницетти и Беллини, настолько же мало его кабалеты могут состязаться по элегантности и легкости с их кабалетами. Но лучшие из них, наиболее эффектные, обладают такой энергией, такой взрывной силой, которой трудно противостоять. Венец всех его кабалет, стрелу Труба Дура Ди Квелла Пвайра Ворренда Фока, уже на следующий день после первого представления в Риме люди распевали на улице, и она стала одной из самых популярных мелодий Верди. Когда в апреле 1859 года в Турине толпа, воодушевленная известием о начале войны против Австрии, подошла к дворцу графа Кавура, он вместо ответа, стоя в проеме окна, пропел дрожащим голосом именно эту мелодию, символ воинственной решимости. Нет нужды объяснять, что такие находки, какими бы первородными они ни были, не являются наиболее ценными творениями Верди. Они не сделали бы его бессмертным, но они неотъемлемы от его бессмертия, приходится вновь и вновь останавливаться на том, в какой мере Верди был зависим от требований практики. Он писал для оперного рынка, основой которого оставалась непосредственная связь между композитором, исполнителями и публикой. Эта связь была плодотворной, ибо обеспечивала здоровое состояние, непосредственное соотношение спроса и предложения. Музыкант 18-го столетия, Гайден, например, тоже должен был выполнять работу к определенному сроку. Но перед итальянским композитором следующего столетия он имел то преимущество, что его положение было незамутненным и простым. Когда Гайден получал заказ на симфонию к очередному вечернему развлечению своего князя, это было частным делом. Он писал для публики, которая, конечно, была поверхностной, но цивилизованной, он радовался ее аплодисментам, но все это дело было для нее всего лишь светским развлечением, о котором на следующий день никто уже не вспоминал. В Верди же приходилось иметь дело с честолюбивыми певцами, существование которых зависело от успеха, с импресария, который хотел заработать деньги, и с публикой, которая аплодировала только тогда, когда ей что-то нравилось, а в противном случае скорее была склонна выразить композитору и исполнителям свое самое крайнее неудовольствие. Тот, кто отваживался вторгнуться в царство оперы, должен был приспосабливаться к этим условиям. Верди часто выражал свое недовольство публикой, но он всегда признавал ее судьей, приговор которого не подлежал обжалованию, относился к ней примерно так же, как королевский министр к своему суверену, чьи капризы приходится уважать. Я не собираюсь упрекать публику, говорит он в одном из писем, мне нравится ее строгость. Я признаю ее недовольный свист при условии, что она не будет требовать от меня благодарности за ее аплодисменты. Мы, бедные цыгане-скоморохи или как ты там нас еще назовешь, прокляты на то, чтобы торговать за деньги нашими страданиями, нашими мечтами, нашей славой, за три лиры зритель покупает себе право освистывать или аплодировать. Наша судьба примиряться с этим. В этом весь Верди реалист. И как реалист он умел держать себя так, чтобы не потерпеть урона. Если он чувствовал себя зависимым от публики, то он столь же хорошо знал, насколько зависели от него импресария и издатели. С несгибаемой энергией он оберегал свои творческие и материальные интересы. Взрывы его темперамента во время репетиции наводили страх. Его ученик Муцею пишет из Милана. Я хожу с маэстро на репетиции и с сожалением вижу, как он себя изводит. Он кричит в отчаянии. Он топает ногами, будто нажимая на педали органа. Он покрывается потом, так что капли капают на его партитуру. От одного его взгляда, одного его знака певцы, хористы, оркестр вздрагивают, как от электрической искры. Верди хорошо знал по опыту, насколько осуществление его художественных намерений зависело от певцов, которых он получал в свое распоряжение и для которых он работал. Участие Жени Линд стало одним из условий контракта, когда для Лондона он писал своих разбойников. Здесь хочется сделать небольшое отступление и рассказать о почти бурлескном эпизоде, происшедшем в 1845 году. Он дает представление о нравах и обычаях того времени. Верди взял на себя обязательство написать оперу для театра Сан-Карло в Неаполе. В марте 1844 года он выпустил на сцену Эрнане, в ноябре двое фаскари, а три месяца спустя Жанну Деарк. Он, безусловно, устал и был немного нездоров. В апреле верный Муцию пишет, что маэстро вновь чувствует себя хорошо, но что с Альзирой, заказанной для Милана оперой, выходит загвоздка. Тодолини, которая как Примадонну назначена на главную партию, ждет ребенка, и импрессаря в качестве замены ангажировал английскую певицу Анну Бишоп. Верди ее ни во что не ставит. Он знает ее, ибо она незадолго до того пела в Риме вдвое фаскари. Дальше выясняется, что Верди объявил себя больным, и прилагается медицинское свидетельство. Состояние маэстро диагностируется как и на эксе диспная, сообщает Муцею своему благодетелю Баррице Цей, который также заботится о нем и его образовании, как в свое время это было с молодым Верди. Флаута, импрессаря, однако, тоже не из новичков, с невероятным сожалению, пишет он Верди, узнал я из ваших сообщений от 25 и 26 апреля, что вы плохо себя чувствуете. Но состояние, от которого вы страдаете, безобидно. Для лечения не нужно ничего, кроме пары глотков вермута и быстрейшего отъезда в Неаполь. Вы можете быть уверены, что здешний воздух и наш возбужденный Везувий быстро приведут в порядок все ваши функции, и прежде всего восстановят аппетит. Решайтесь же, приезжайте немедленно и избавьтесь от общества врачей, которые могут только усугубить недомогания, от которых вы страдаете. Воздух Неаполя и к тому же добрый совет, который я готов вам дать, излечит вас, как только вы будете здесь. Ведь я тоже когда-то был доктором, но оставил все это жульничество. Верди остался непоколебим, бесконечно сожалею, отвечает он импресария, что вынужден писать вам о своей болезни, которая не столь безобидна, как это вы, по-видимому, полагаете. Глоток вермута здесь не поможет. Поверьте, что возбужденный Везувий совсем не то, что нужно мне, чтобы снова привести в порядок свои функции. Что мне нужно, так это покой. Я, к сожалению, не в состоянии немедленно приехать в Неаполь, куда вы меня столь дружески приглашаете. Если бы я мог, то не послал бы вам медицинское заключение. Я сообщаю вам об этом и предоставляю вам право предпринять все шаги, которые вы сочтете необходимыми. Я же со своей стороны буду делать все, чтобы восстановить здоровье. Каждому понятно, что разрыв контракта мог иметь для Верди серьезные финансовые последствия. Но он чувствовал себя уверенно, ибо знал, что нужен Флаута. Последний пытается прибегнуть к закулисным маневрам, о чем свидетельствует одно из писем Муциил. Флаута сказал господину Камарана, автору либрета Альзиры. АВТ. И фрещини участнику труппы. АВТ. Что он готов согласиться, как о том просят, с переносом премьеры на один месяц и с участием Тодолини. Но маэстро не хочет обещаний, он требует письменной гарантии. Когда Камарана пошел к Флаута, чтобы получить ее, тот не захотел дать ее. Какой подлец. Верди взял верх. Премьера была передвинута на 12 августа. Тодолини родила ребенка и спела Альзиру. Его договор содержал наряду с намечаемой датой постановки условия, что текст либрета будет предоставлен ему за 4 месяца до премьеры. Но даже такой короткий срок выдерживался не всегда. В последующие два года Верди при подобных же условиях снова показал на сцене три оперы. Такая беспардонная перегрузка вполне могла истощить самую плодородную почву. Во всяком случае, она объясняет список потерь, в которой по необходимости оказываются внесенными многие произведения раннего периода творчества, когда их начинают серьезно проверять на жизнеспособность. Верди сам своими шедеврами установил масштаб безусловно необходимой высоты, причем наряду с музыкальными здесь играют определяющую роль и драматургические критерии. В последние годы предпринимались попытки вернуть к жизни почти все его на какое-то время забытые оперы. Самое богатое в музыкальном отношении и самое зрелое из этих произведений – Арольда, Гарольд. Более поздняя редакция Стифелео, потерпевшего неудачу из-за цензурных искажений, в драматургическом плане едва ли может быть приемлемо. То же самое относится и к Корсару, в котором при совершенно абсурдном либретто имеются моменты истинно великого искусства. В противоположность этому Луиза Миллер и двое фаскари при всей своей мелодраматичности обладают преимуществом значительно более прозрачной диспозиции. Последнее достоинство, видимо, способствует и необыкновенному успеху Макбета, 1847, то из ранних опер Верди, которая лучше других выдержала проверку временем. Правда, ее окончательная, основательно переработанная редакция 1865, относится уже к периоду самого зрелого мастерства Верди. О своем участии в создании либретто, которое ближе, чем это обычно имело место, придерживается построения шекспировского оригинала. Верди говорит в письме Тита Рикорди, 4 апреля 1855 года, «Я сам сделал оперную обработку, более того, я сам написал всю драму в прозе, с членением на акты и сцены вплоть до деталей, с обозначением вокальных частей». Опера без какого-нибудь любовного мотива встречается редко. То, что Верди вопреки всем оперным обыкновениям отважился на такое, свидетельствует об отсутствии у него каких-либо предубеждений о его вере в Шекспира, которого он называл «отцом всех нас». Как это часто бывает, Верди не был до конца доволен результатом. Новая переработка является основательной критикой первой редакции, созданной за 18 лет до того. При этом можно с восхищением отметить, что, несмотря на такие обстоятельства, не возникло никаких стилистических противоречий. Если бы мы не имели под рукой для сравнения первоначальную редакцию, мы нигде не смогли бы обнаружить изменения и добавлений, хотя их привели кое-множество. Поправки касаются таких деталей, как более тонкое выполнение фигур сопровождения, более зрелый, более драматический стиль речитативов, более впечатляющая редакция появления духа банка в сцене пира, которая в остальном осталась почти без изменений. Последнее относится и к ночи убийства в замке Макбета, и к великолепному финалу, завершающему этот акт. Сцена заклинания в третьем акте была дополнена балетом, который, очевидно, написан без желания. Новая редакция предназначалась в первую очередь для Парижа, где балет всегда считался необходимостью. Самыми ценными новыми добавлениями являются Ария Леди Макбет во втором акте, заменившая богато расцвеченной, но совершенно пустой номер первой редакции. Основательная трансформация заключительного дуэта в третьем акте. Хор изгнанных шотландских патриотов, которым начинается последний акт. Великолепно фугированная музыка сражения, которая заменила расхожие фанфары, и хор победителей, очень выгодно завершающий довольно блеклую заключительную сцену первой редакции. Весьма показательно, что композитор не нашел нужным изменить ни одной ноты в важной сцене оперы, в лунатической сцене Леди Макбет. Этот эпизод длится не полных 10 минут. Но он является не только сердцевиной, вершиной всего произведения, это заметит каждый слушающий постановку, но и первым шагом по целине в мир выразительных возможностей, которым он до сих пор приближался лишь в ощупью и благодаря которым он поднялся до высших достижений своего искусства. Подобные вершины есть во всех поздних произведениях Верди. Но превзойти эту лунатическую сцену по интенсивности выражения ему ни разу не удалось, а в последовавших непосредственно за Макбетом операх, «Разбойниках», «Корсаре», «Битве при Линьяна», «Уизе Миллер», «Стифелео», вообще нет ничего, что могло бы сравниться с ней. Линия развития Верди похожа на крайне нерегулярную кривую. Здесь на 34-м году жизни, она внезапно скачком поднялась до высоты, держаться на которой у него еще долго не хватало сил. Понять, что произошло с Верди, когда его музыкальный язык впервые обрел высшую выразительную способность, можно если сравнить этот эпизод с теми великими моментами, которыми так богаты его зрелые шедевры. Каждый раз можно наблюдать один и тот же феномен, идея, образ. Драматическая ситуация захватывает его до глубины души, и эта одержимость становится источником вдохновения. Эта способность со всей страстью души реагировать на трагическое сделала его драматургом. Именно поэтому ищет он ситуации, которые возбуждают его чувства. Они определяют его выбор материала. Он сам прямо говорит об этом в письме, которая уже цитировалась, именно ради этих обстоятельств я взялся за сам материал, и если у него отнять эту его особенность, я не смогу сделать к нему музыку. Материал Макбета, ужасная история. И самое ужасное состоит в том, что в главной фигуре, Леди Макбет, честолюбие вытеснило все остальные чувства. Это женщина без дара женственности. В этом отношении она похожа на Артруду в Лоенгрине Ватнера. Ее тоже пожирает честолюбие. И ее супруг полностью подвластен влечению к ней и потому покорен ее воле. Обе они одинаково отталкивающи. В одной единственной сцене Леди Макбет становится человечной и потому трагической фигурой, которая захватывает нашу фантазию. Все, что происходило до этого момента, было результатом ее одержимости, ее козней, ее суеверия, которое из-за непоследовательности становится еще более отвратительным. Она побуждает к убийству, чтобы сбылось предсказание, и она же вызывает дальнейшее убийство, чтобы обмануть предсказание. Она совершенно беспощадна, совершенно бесчеловечна. Но здесь ты вступает в свои права магия драматурга, знатока человеческих душ. Когда она засыпает, просыпается ее совесть и не дает ей покоя. Тут она становится существом терзающимся, невыразимо страдающим. На ее руках кровь. Она хочет ее смыть, но это не удается. Композитор использует музыкально-изобразительное средство, скользящая фигура Глиссанда символизирует движение руки. А она поет с выражением душевного страха, который глубочайшим образом захватывает нас. В такие моменты музыка способна сделать несравненно больше, чем может выразить сценическое явление, чем могут выразить слова. Когда она поет, раскрывается все, что наполняет ее душу. Верди нашел здесь стиль недосягаемой непосредственности. Ее мелодия сочетает в себе и выразительную декларацию речитатива, и широту кантилены, возвышающаяся в своем развитии над всем симметричным, периодическим. Сочувствие, сострадание терзаемому существу. Вот лейтмотив вердиевской драматургии, который впервые звучит здесь в полноте своей значительности. Мы встретим его во всех его шедеврах. Когда начинал звучать этот мотив, всегда случалось что-то необыкновенное, рационально едва ли объяснимое, нечто, что делало оперу Верди событием. Персонаж, который до того был узнаваем, может быть, лишь в самых общих чертах, фигура на шахматной доске событий, становится живым существом, судьба которого глубоко волнует нас. Трагический человек страдает от несправедливости, совершить которую требует от него долг, и это страдание делает его близким нам. И каждый раз это чудо творит выразительная интенсивность мелодии. Мировой успех, путь от мечты к свершению, от написания к живому воплощению у сценического произведения гораздо дольше, чем у любой другой формы художественного творчества. Потому-то путь этот так полон разочарований, не избежал неудачи Верди. Но опыт пятнадцати опер, которые он за двенадцать лет, причем всегда при активнейшем практическом участии, выпустил на сцену, дал ему то, в чем больше всего нуждается оперный композитор, доверие к своей интуиции. Произведения, которыми он в возрасте сорока лет стяжал мировую славу, Регалета, Трубадура и Травиата, отмечены не столько новым стилем, сколько непоколебимой уверенностью, с которой автор брался за интересный для него материал, отвечающий его инстинкту драматурга и дававшие новые импульсы его творчеству. Новые проблемы нуждались в новых решениях, которые могли вырасти лишь индивидуально, из самих поставленных задач. Начиная с этого времени, каждое произведение, которое он создавал, было отмечено ярким своеобразием, точно так же, как в каждом из трех названных в центре стоит яркий, необычный характер. Придворный шут Регалета и Цыганка озученно возвышаются как увлекательные придуманные образы даже на фоне романтической мелодрамы, в то время как Виолетта является первой трагической оперной фигурой, списанной из действительности. Дама с камелиями, главная героиня драмы Александра Демасына, которой довольно точно следует сделанная пиолели Бретта Травиаты, была известной личностью в парижском полусвете, а ее похороны стали общественным событием. То, что три произведения такого масштаба были созданы с кратчайшими интервалами, одно за другим в течение двух лет, является свидетельством чрезвычайно плодотворного периода в жизни Верди. Это было действительно его последнее творческое напряжение подобного рода. Позже он избегал краткосрочных обязательств, и можно предположить, что это было заслугой умной, тонко чувствующей пипины, которая знала и понимала его лучше, чем кто-либо другой. Наемную кабалу он выбрал сам. Что касается его личных потребностей, то он всегда был скромен. Но в нем жила жажда возвыситься, добиться независимого существования. Рожденный в бедности, переживший материально стесненную, задавленную юность, он видел перед собой одну непосредственную цель, подняться до независимости. А для этого есть только один путь, успех. И он добивается его. В 35 лет он не только независим, но и зажиточен. У него есть имение в деревне, дворец в Буссета. Но это не освободило его от прежнего влечения. Джузеппина видит опасность. Во время подготовки Трубадура она пишет ему, 3 января 1853 года, иногда мне становится страшно, что в тебе снова пробудится любовь к деньгам и принудит тебя и на дальнейшие годы к наемной кабале. Мой дорогой волшебник, она любила называть его так. АВТ. Пеппина называет причину без обиняков. Деньги, никогда они не были столь могущественны, как тогда, когда они, совсем иначе, чем в прежние времена, могли рожденному в бедности обеспечить возвышение в обществе. Вспомним Бальзака. Его героев, одержимых жаждой денег. Это было время Верди. Джузеппина давала мудрый совет. И он прислушался к нему. Если объем создаваемого стал меньше, чем в прежние годы, то вырос его специфический вес. Все, что он отныне писал, осталось жить, хотя имело переменный успех. Кроме Гайдна, едва ли был еще хоть один музыкант, стиль которого развивался бы с такой спокойной уверенностью, без видимых разрывов, в соответствии с естественным течением внешних обстоятельств. Если не учитывать длительной паузы в творчестве, которая отделяет Аиду и Реквием от Оттелла, то при постоянном органическом прогрессировании в его музыке никогда не наблюдается заметного изменения стиля. Но то, что созревало на протяжении довольно длительного раннего периода, изменения в использовании певческого голоса, заслуживает определенного внимания. Принцип вокальности, которым он руководствовался с самого начала, неизменно оставался основой его творчества и почти символом веры. Сегодняшний певец так же, как и сегодняшний слушатель готовы признать Вердиевский почерк идеалом вокального стиля. Но то, что рассказывает нам в критической статье о Вердиевском реквиеме, на премьере которого он присутствовал в Милане в 1874 году, такой опытный и знающий дело музыкант как Ганс фон Бюлов, дает нам понять, что мнения об этом были тогда весьма противоположными. Он называет Верди всемогущим развратителем итальянского художественного вкуса. Он пишет далее над тем, чтобы стало невозможно исполнять такие россиниевские оперы, как Тель, Цирюльник, Семирамида, Моисей, в Италии с полнейшим успехом уже более четверти века усердно старается Аттила Гартаней. Как видим, у Белова были причины приносить потом извинения. Джордж Бернард Шоу в 80-е годы музыкальный критик в Лондоне, пишет после одного из спектаклей Трубадура, наши современные певцы выросли на Вагнере, который разделяет с Генделем то достоинство, что среди величайших мастеров вокальной музыки занимает самое высокое место. Поэтому они могут справиться и с Верди, при условии, что это им придется делать не слишком часто. Столь эксцентричный взгляд объясняется тем, что Бернард Шоу, бывший восторженным вагнерианцием, не упускал ни одной возможности выступить с пропагандой своих убеждений. Та же тенденция побудила его к утверждению, что Тристан изгнал Манрика со сцены, Ковентгарден, которое и поныне все еще не сбылось. Определение Белова, Атилы Гортаний, куда больше наводят на размышления, ибо оно порождено определенной точкой зрения, которая была тогда очень распространена и имела под собой реальные основания. То, что Верди требовал от своих певцов, действительно до основания изменило итальянский стиль пения. В этом убеждает сравнение ведущих сопрановых партий у кого-нибудь из его предшественников, например Семирамиды Рассини, Личи и Делам Мюрмур Даницетти, Норма Беллини, с такими вердейскими партиями, как Леди Макбет. Амелия Аида, куда девалась свободная легкость звукоизвлечения, тонкая сдержанность акцентирования, блестящий фейерверк колоратуры, без которой вообще не мыслим стиль ни Рассини, ни Даницетти, ни Беллини. Верди требует от своих певцов бесчисленного множества акцентов, вибрирующего пафоса мелодии, энергии звучания, что предполагает куда больший объем голосовых возможностей, то есть того, что может быть осуществлено лишь за счет легкости и беглости. Эти два идеала трудно совместить друг с другом. Будучи новичком, Верди приходилось учитывать требования господствовавшего вокального стиля, как бы мало они не соответствовали его страстному драматическому инстинкту. С ростом уверенности и сознания своего идеала выражения он нашел собственный вид драматического исполнения, и по мере все большего распространения его опер стало само собой разумеющимся, что певцам необходимо развивать новый, соответствующий его требованиям тип исполнения. Конечно, это была не единственная причина, приведшая к тому, что так много произведений его предшественников с середины столетия исчезли из репертуара. Они вышли из моды. Но верно и то, что стиль Рассини, Деницетти и Беллини становился все более чуждым для певцов. То, что они сегодня снова уделяют ему заслуженное внимание, является следствием нового оживления, которое с самыми обнадеживающими результатами началось в последние десятилетия. Несколько иначе обстоит дело с грубым клеймом Белова, назвавшего Верди всемогущим развратителем итальянского художественного увкуса. Оценка Верди критиками – это особая тема, но ее нельзя не коснуться здесь. Ситуация, когда Великий оказывался неузнанным, поскольку создавал то, что не было непосредственно доступно его современникам, повторялась много раз. Но случай, когда бессмертным стал тот, чью славу серьезные оценители всего мира считали себя вправе отвергать как дешевую популярность создателя модных однодневок, единствен в своем роде. Ганс фон Бюлов просто облег почти в форму эпиграммы то, что десятилетиями утверждалось со всех сторон, и особенно в Германии, где со времени выпадов Вебера против Россинии жалобы на итальянский импорт никогда не умолкали. Шуман пишет, что поток Донеца и Ютеевских и Беллиниевских опер заставляет с тоской вспоминать о старых добрых временах Россинии и что, может быть, нагрянет время, когда при виде еще более худшего придется с тоской вспоминать Беллинии и Донецете. Когда появился Верди, Шуман уже больше не занимался критикой. Эдуард Ганслик, который во всех своих многочисленных выпадах против Вагнера никогда не забывал высказать тому подчеркнутое уважение, по отношению к Верди был совершенно беспардонен. О Жанне Д'Арк мы читаем, за исключением двух-трех модных уличных мелодий, которые бьют по нашему слуху словно удары дубины, хор демонов в первом акте, коронационный марш в третьем и тому подобное. Над всем, что должно волновать, господствует элемент скуки. По поводу Регалета, изысканность и легкость отсутствуют у Верди полностью. У него нет даже грации и фривольности. В чем же он его прежде всего упрекает? Он опускается не столько из слабости, как это часто бывает у Беллини, сколько ради преднамеренного, злостного отыскивания и выдумывания тривиального. Я бы назвал это эстетическим злым умыслом. За пределы своей натуры выйти никто не может, в особенности если она тривиальна, в Регалета, Травиате и Трубадуре по крайней мере понимаешь, что здесь присутствует натура. И наконец, общий вывод. Верди – горькая пилюля для музыкальной критики, которая еще больше усугубляет зло, когда она игнорирует или выставляет совершенно плохими ничего не говорящим композитора, пользующегося таким успехом. Она вынуждена все-таки признать, что Трубадур, Регалета, Травиата и Балмаскарад Верди являются лучшим, что дала итальянская опера за четверть века, и что эти оперы аттестуют их создателя как единственного современного маэстро, имеющего свой стиль, хороший или плохой. Как видим, он почти извиняется за то, что то тут, то там обнаруживает в произведениях презираемого композитора нечто добротное. В чем Верди всегда упрекали, и упрекали не без основания, так это в тривиальности. Ганслик был человеком не без опыта и не без благожелательности. Он видел, что здесь было что-то сильное, витальное, в чем ему было трудно дать себе отчет, потому что оно противоречило всему, что для него было свидетельством хорошего вкуса. При всем скепсисе к такому загадочному феномену, как популярность, беспримерное воздействие Верди на публику всех стран должно было бы ему подсказать, что на лицо предстало что-то иное, нежели эстетический злой умысел. Этот пример показывает, как трудно судить о художественном феномене без должной дистанции. У Ганслика не было необходимых предпосылок, чтобы понять, что перед ним оригинал, первозданность восприятия и сочинения, которые способны преодолеть все ограничения хорошего вкуса. Верди делает великим то, что он сочетает в себе импульсивно необузданный инстинкт драматурга с не менее первозданным даром творца мелодий. Это чувствовал каждый непосредственно реагирующий слушатель. Холодный критик, всегда сознающий свое достоинство судьи, вел себя здесь наподобие австрийского императора Фердинанда, который, когда ему доложили о начавшейся в марте 1848 года революции в Вене, о том, что толпа людей повесила на фонарном столбе военного министра Латура, спросил, а разве они имели на это право. Спекулятивные эстетические рассуждения всегда проблематичны. Невозможно охватить аналитически однозначными понятиями даже такую очевидную для воспитанного художественного вкуса вещь, как различие международным и вульгарным. Приходится довольствоваться фактом, что для самого существенного в музыке, для качества первозданного сочинения не существует объективного критерия. Непосредственная доходчивость и популярность вердиевских мелодий привели, во всяком случае, к тому, что будущую критику более полувека трудно было побудить к серьезной оценке композитора. Из всех критических суждений самое большое влияние имеют те, что содержатся в профессиональных справочниках, так как они наделены авторитетом и долго служат источником информации. То, что написал о Верде Хуторе Манн в первом издании своего превосходного и незаменимого для каждого музыканта музыкального словаря, 1882, можно считать типичным для взглядов его немецких современников. Верди Ваиде начал было писать по-вагнеровски, но дальше внешнего подражания приемом не пошел. И Ваиде так же, как и в реквиеме, его музыка остается чисто итальянской оперной музыкой в том смысле, в каком ее понимал боровшийся с ней Вагнер, хотя инструментовка становится более пышной, гармония более богатой диссонансами. Своеобразие композиции Верди проявляется в склонности к эффектному. Он любит динамические контрасты, страстные взрывы чувства в их первозданной силе. В этом особенно ярко отличается от Рассини, для которого первейшей была мелодия, Бельканта, и имеет определенное родство с Мейербером, с которым он, правда, не может равняться по крайней мере в своих старых произведениях, в искусстве музыкального письма. Удивительно, что эта оценка почти без изменений повторяется и в издании 1916 года. Английский коллега Риммана Джордж Гроуф, который за три года до него выпустил первый том своего большого, многотомного музыкального словаря, дозволил себе в статье о Чеморозе, пользовавшемся самым большим успехом итальянском современнике Моцарта, еще более примечательную вольность, и эта статья пережила больше чем полстолетия, ибо она без изменений стоит в издании 1940 года, Чеморозе является вершиной подлинной итальянской оперы. Его манера письма проста, всегда естественна, и при всей своей итальянской любви к мелодии он никогда не становится однообразным, а всегда находит форму и выражения, которые соответствуют ситуации. Ганслик, проявление которого состоит в том, что целые всегда больше суммы составных частей. Видимо, этим и объясняются промахи критики, которые никогда не видят большего, чем достойные анафемы детали. Ганслик грешил этим всю свою жизнь как по отношению к Верди, так и по отношению к Вагнеру. Попытка аналитически приблизиться к миру, созданному художником, должна обязательно доходить до элементов, которые не лежат непосредственно на поверхности. То, что такой анализ по необходимости, принужден ограничиваться определенным выбором и что для этого привлекаются прежде всего произведения, знания которых можно предполагать, не нуждаются в обосновании. Регалета, первая из трех опер, открывающих период зрелого Вердиевского мастерства, вероятно во всех отношениях намного превосходит две другие. Об этом два года спустя писал сам Верди в одном из писем, которое затрагивает и ряд других интересных моментов. Хотя я в начале своей карьеры выражал их довольно неуверенно, мой долголетний опыт подтвердил позже правильность моих взглядов по сценическое воздействие. Десять лет назад я и нас отважился бы, например, написать Регалета. Я считаю, что наша национальная опера страдает слишком большим однообразием. Сегодня я не стал бы работать над таким оперным материалом, как, например, набука или двое фаскарей. Они дают чрезвычайно интересные ситуации, но им недостает необходимой многогранности. Все время одна и та же струна на высокой ноте, если хотите, но однообразно по звучанию. Выражусь еще более ясно, Таса как поэт, может быть более велик, но я с моим вкусом предпочитаю Ариоста. По той же причине я ставлю Шекспира выше всех драматургов, в том числе и греков. Мне кажется, что по своей сценической действенности Регалета является лучшим из текстов, на которые я до сих пор писал музыку. При этом я совершенно не касаюсь его литературных и поэтических качеств. Он дает грандиозные ситуации, разносторонность, огонь, юмор. Все переплетения возникают благодаря легкомысленному, безудержному характеру герцога. И Верди со спокойным, совершенно деловым сознанием отмечает квартет в последнем акте, который, если говорить о воздействии, всегда будет принадлежать к лучшему, чем может гордиться наш театр. Идеальное равновесие, с каким Регалета держится на сцене, является настолько редким феноменом в опере, что невольно испытываешь потребность задуматься над этим. То, что возникло здесь из взаимодействия драмы и музыки, означает и настолько усиление первоначального воздействия, а является нечто новое по своему существу, отличное от него. При этом создается впечатление, что здесь гораздо большую роль играет инстинкт композитора, даже почти не поддающиеся учету обстоятельства, чем любое сознательное намерение. В этом особом случае невольную службу композитору, может быть, сослужил даже цензор. Безымянный герцог Монтуанский, владитель карликового государства, может обладать легкомысленным, безудержным характером и при этом оставаться приятно любезным. Король Франции, когда он так ведет себя и когда придворные всячески поддерживают его в этом, ибо, как говорит устами персонажей поэт Виктор Бюго, веселых королей мы обожаем все. Скучающий король, что может быть тяжеля, девчонка в трауре, интрига без дуэли, такой король отталкивающий отвратителем, в противоположность ситуации Балмаскарада, возвращать регалету в его первоначальную среду, в обстановку двора королей Франции, нет оснований. Это только повредило бы опере. И насколько мне известно, таких попыток никто не предпринимал до сих пор. В характеристике герцога Монтуанского у Верди решающую роль играет своеобразие оперных условностей. Лирический тенор не может быть иным, кроме как любезно милым и нетразимым. В этом преимущество герцога Монтуанского перед королем Франциском Викторо Гюго. Вместе с этим исчезает и всякий след первоначальной тенденции. При своем первом появлении герцог поет очаровательную ариету, «Та или это, я не разбираю», а в последнем акте он удаляется с песенкой «Сердце красавицы». Оба этих номера образуют рамку, в которую заключен его характер. Кто может злиться на него? Для этого самого порхающего из всех любовников характерно то, что свою неверность он оправдывает еще большей склонностью женщин к измене. Остроумная находка содержится, кстати сказать, уже в самом оригинале, в драме «Король забавляется», и можно лишь восхищаться той ловкостью, с какой пиавей использовал эти стихи. Красотки лицемерят. Безумен, кто им верит, измены их легки, как в мае ветерки. Его антагонисты антипот Регалета, отвратительный, горбатый придворный шут, скрытен и злобен. Он навлекает на себя проклятие, и это проклятие становится его погибелью. Вспомним, что опера первоначально должна была называться «Лама Ладизиане». Небольшая фраза в речитативе, выдержанная на одной ноте, «На мне проклятие старика», открывает короткий пролог, который разрастается и поднимается до захватывающих дух высот. Такими прологами-прелюдиями Верди уже не раз заменял в своих прежних операх более обстоятельную увертюру, как это делал до него и Беллини. В Эрнане, Двое фаскари, Магбете, Разбойниках, Аттиле это короткие пьесы, функция которых состоит в том, чтобы вести сцену экспозиции. В Регалета задача вступления иная. Оно представляет резкий контраст праздничной сцене бала, которой начинается опера. Когда мы слушаем этот пролог, мы знаем, что произойдет нечто ужасное, а веселая суета придворного общества, над которой поднимается занавес, отмечена истинной меткой, что все это ложь и интриги. Прелюдия из 34 тактов, которая как неудержимый рок вырастает из сжатой речитативной фразы, является первым шедевром среди инструментальных композиций Верди, пьесой, которая по концентрации взрывной силы едва ли имеет себе равных. Об оперном акте раннего и среднего периода творчества Верди не всегда можно судить на основе принципов абсолютной музыки. Лишь когда драма приходит в движение, когда его герои затронуты до самых глубин своего чувства, музыкант реагирует всей полнотой творческой фантазии, и тогда он, неотразим. Временами воздействие таких моментов как бы вырастает из негатива общего фона, который их порождает. Интродукция, экспозиционная сцена Регалета, является мастерским достижением музыкального драматурга. Чтобы оценить ее, надо освободиться от всех узких эстетических понятий. В изобилии разбросанные над этим эпизодом и исполняемые на сцене оркестром банды танцевальные номера являются всего лишь фоном быстро проходящего диалога, выдержанного в легком подвижном стиле речитатива с эко и несколькими штрихами очерчивающего самое существенное в экспозиции. Нанесенная грубыми мазками шпателя танцевальная музыка не претендует на оригинальность. Она такой же сценический реквизит, как и намалеванные кулисы. Но как только музыка концентрируется на существенном высказывании, в легкомысленной или песенке герцога, великолепном взрыве чувств оскорбленного Монтерони или следующем за ним ансамбля, где он гели подавляет свое возмущение, музыка именно потому производит впечатление такой значительности, что эти эпизоды пластично выделяются из общего окружения. Проклятие, как центральный пункт действия, здесь напрашивается сравнение с силой судьбы. Там роковая неизбежность возникает в результате нелепого случая, и очень трудно примириться с чудовищностью того, что этот случай становится неотвратимой судьбой для всех. Регалетто навлек на себя проклятие жестоким издевательством над беззащитным и гибнет под этим проклятием. В том, что происходит с ним, он виновен сам из-за своих злодеяний. Его злобность порождается уродством, растлевающей человека профессией придворного шута. Это делает его фигурой трагического величия. Психологические проблемы подобного рода, люди, заклейменные отверженные обществом, всегда привлекали Виктора Гюго. Регалетто родственников Зимода, звонарю собора Парижской Богоматери, Жанну Вальжану, герою отверженных, Гуинтону, человеку с лицом, изуродованным в смеющуюся маску. Образом Регалетто мелодрама достигла таких высот, на какие она никогда до этого не поднималась. Злобный придворный шут, отвратительная сцена с Монтерони, истязаемый человек, сцена перед его домом, нежный отец, мститель за смертельно поруганную честь, кровавое деяние, которое обращается против него самого. И все это в сфере величайшего эмоционального напряжения. Вот что такое вердиевская опера, которая захватывает и больше не отпускает нас. Регалетто, а не молодой любовник, стал центром оперы. Он постоянно на сцене, он думает, что управляет событиями, в то время как его самого водит за нос. В третьем акте, где сначала он появляется со своим трал-ла-ла-ла, затаив смерть в душе, и унижается перед презираемыми придворными, под конец в дуэте со своей дочерью Джильдой, он дорастает до героической величественности, клятвы мести. А как продумывал композитор с самого начала вокальную структуру, прекрасная пьеса с великолепными ситуациями, пишет он, прочтя драму «Король забавляется», и в ней есть две чудесные партии для Фрецциолини и для Дабасини. При столь благоприятных предпосылках самого материала и при такой творческой предрасположенности художника-реализм, включающий в художественную концепцию и певца, приводил к положительным результатам. В своих поэтических мечтаниях о выдуманном имени возлюбленного, сага Потти, певица выполняет все требования большой колоратуры. Сцена регалета с придворными требует предельных возможностей от певца, и от актера, но и щедро возмещает это. А завершающий акт дуэт с Джильдой выливается в кабалету такой силы и великолепия, каких Верди больше никогда не писал. Чего десять лет назад Верди не отважился бы, да и не сумел бы сделать, так это написать две такие важные фигуры драмы, как бандит Спарафучили и его сестра Мадалена, которые очень скупо учтены в вокальной диспозиции и тем не менее получают необходимое развитие, чтобы стать настоящими характерами. Мадалена ограничена последним актом, но там она является одним из главных действующих лиц и участницей одной из кульминаций оперы, квартета. А Спарафучили производит впечатление, можно сказать, отсутствием певучести, которая, учитывая род его занятий, ему бы совершенно и не подходила. Сцена второго акта, где он появляется, обозначена как дуэт. Удивительный дуэт, в котором голоса не сходятся ни в одном месте. Он предлагает регалета свои услуги, убийцы и описывает с трезвой деловитостью собственный метод работы. Пение идет в стиле речитатива, и при правильном исполнении должен быть понятен каждый слог. Все это сопровождается игрой из-за сурдининной виолончели и засурдининного контрабаса в октаву с аккомпанементом низких инструментов нежной, приятной мелодии, проходящей через весь номер. Воздействие основано здесь на контрасте между нежной мелодией и ужасными вещами, о которых идет речь, прием, создающий неописуемые силы впечатления. В сцене убийство из последнего акта также новая, также устрашающе таинственно в музыке грозы мелодия ветра, исполняемая закрытым ртом хоровыми голосами, хроматически скользящими вверх и вниз, символ человеческой дьявольщины, смешивающейся с буйством первозданной природы. Квартет, предшествующий этой сцене, всегда и по праву рассматривался как идеальный пример ансамблевого звучания. Верди сам с нескрываемой гордостью отмечал эту пьесу. Здесь вовсе нет остановки действия, как это обычно бывает в ансамблях, а прямо-таки нагнетается кульминация драмы. Нити между четырьмя действующими лицами напряжены так, что готовы порваться. В центре, и это символизирует его мелодия, ядро всей композиции стоит герцог, напротив него легковерная, кокетливо привлекательная и сопротивляющаяся модолена. А по другую сторону облупленной стены этой подозрительной хижины мы видим Джильду в безмерном отчаянии и Регалета, который тщетно старается уговорить ее. В этом противопоставлении четырех ярко выраженных личностей заключено ужасное решение, предопределяющее катастрофу, неудержимое приближение которой видно каждому. Все, что нужно драматургу для того, чтобы обратиться к нам, эта мелодия, удивительно совершенной по форме, с предельной экономией разработанный кусочек музыки. Это опять-таки практический вклад в эстетику оперы, а вкладом в понимание ее связи с традицией является тот факт, что даже такое высшее достижение, как это, указывает на предшественника, без которого невозможно представить становление стиля Верди. В заключительном акте оперы Беллини Пуритани есть финальный ансамбль, форма и способы выражения которого несомненно послужили ориентиром для автора Регалета. То, что он выбирает ту же самую тональность, ре бемоль мажор, можно считать, как это часто бывает, симптомом внутренней связи. И у Беллини начало и главную субстанцию композиции представляет теноровая мелодия, за которой следует контрастирующий эпизод, где один за другим вступают остальные голоса. И здесь вершиной является реприза теноровой мелодии, как кентус фуайрма с богатого ансамблевого звучания. Беллиниевская мелодия, как и вердиевская, имеет простую симметричную форму 16-тактового периода с субдоминантой соль бемоль как решающей каданцевой ступенью и в качестве вершины ля бемоль тенорового голоса, одной из красивейших, не требующих усилия нот высокого регистра. Это ничего не отнимает у красоты и своеобразия мелодии верди, которая по впечатляющей пластике столь же превосходит Беллиниевскую, как и все следующее дальше, а особенно несравненное заключение. Это просто показывает, какой жизненный простор всегда была в состоянии найти итальянская мелодия между тоникой и доминантой. Внутреннее сродство обеих композиций яснее всего проявляется в заключительной каденции. То, что Беллиниевский ансамбль останавливает действие, которое стремится к разрешению, а квартет Врегалета, о чем уже говорилось, представляет решающий поворотный пункт драмы, является, видимо, еще более существенным различием, симптомом владеющего всем ходом действия инстинкта драматурга. Редко бывает, что воздействия столь особого, труднопредсказуемого рода, каких много Врегалета, удаются с таким совершенством. В Трубадуре, ввиду отсутствия драматической основы, достаточно способной вынести нагрузку, предпосылки совершенно иные. Здесь композитора привлекали, видимо, прежде всего, определенные ситуации и колоритная фигура цыганки озучены. Все остальное, отсутствующее, достигается несравненно целенаправленной вокальной диспозицией. Трубадур, это урок для эстетиков и теоретиков, доказывающий, что в театре неправомочны никакие правила. Четыре голоса, которые, правда, должны обладать соответствующими качествами, распределены здесь с таким превосходным пониманием искусства, так умело высвечены и скомбинированы, что действия их безошибочно достигают цели. Сопрано, альт, тенор и баритон, соединяясь вместе, устраивают настоящий праздник пения, настоящее пиршество звучания, какое не так часто встретишь даже у Верди. При этом драматическая структура благодаря первым трем актам настолько запутана, что далеко не всегда можно понять происходящее, не говоря уже о сказочной абсурдности всей истории и ее перегруженности массивной экспозицией, которая нуждается в весьма обстоятельном пересказе. Иное дело, четвертый акт. Он ведет к катастрофе. Тут одна потрясающая сцена следует за другой, музыка концентрируется, доходя до наивыразительной красоты. Здесь приемлешь даже кабалету Леоноры, являющуюся рецидивом, казалось бы, уже преодоленной сомнительности. А когда в последней сцене голоса двух несчастных любящих сливаются в терцете с дремотным пением озучины, наступает такая прекрасная кульминация вдохновенной мелодии, с какой мало что может сравниться. Первозданность трех с таким коротким интервалом следующих друг за другом, произведений проявляется в их абсолютном различии. Так же как Трубадур отличается от Ригалета, разница от них обоих травиата. Каждая из опер берет свое начало, так сказать, в своей области. По сравнению со страстью Ригалета и жестокой дикостью Трубадура в травиате присутствует холеная непринужденность развлекательной пьесы, трагизм которой не менее захватывающ. Он сконцентрирован в единственной фигуре, в Виолете. Она является центром всей светской суеты, которая занимает здесь столь много места, а трагизм ее судьбы усиливается остротой контраста с обыденной, бездумной поверхностностью окружения. Как и в Ригалета, музыкант, положившись на волю своих чувств, изобразил суть истории с более волнующей и захватывающей силой, чем автор оригинала. Хотя великолепная композиция драмы значительно облегчила работу либретиста. Но при этом исчезло то, что не могло найти применения в опере, морализующая, социально-критическая тенденция автора, его обвинения в живых условностей общества. После фиаско первой постановки в Венеции Верди перенес действие из современного ему времени Луи Филиппа, которое изображено в романе Дюма, в эпоху около 1700 года, видимо потому, что приписывал, по крайней мере частично, провал оперы непривычности на оперной сцене современных костюмов. Эту ремарку и поныне все еще можно найти в изданиях партитуры и клавира. Вскоре, однако, выяснилось, что такая предосторожность была ненужной, что, напротив, действие, если его перенести во времена Людовика XIV, производит совершенно анахроническое впечатление. Судя по свидетельствам современников, провал первой постановки в гораздо большей степени объяснялся низким исполнительским уровнем и чрезмерной полнотой Примадонны, которая казалась малоубедительной в роли больной Чахотко и Виолетты. Действительно, судьба этой оперы зависит от исполнения заглавной роли, вокальные и актерские требования которой выполнить не так-то легко. Здесь, как и в Регалетте и Трубадуре, необходимо сопрано с легкими верхами и совершенной колоратурной техникой. Эта прелестная, самозабвенно любящая, великодушно отрекающаяся куртизанка, умирающая от Чахотки, не имеет прецедентов в опере. Видимо, этим она и привлекала Верди. Она стала одним из самых прекрасных, самых трогательных его созданий. И как всегда в подобных случаях, музыка, которую он ее наградил, является ее портретом, столь же богатым, сколе своеобразным по колориту. Это относится не только к большим сценам Виолетты, но и ко всему, что она поет. Незабываемым остается момент в финале второго акта, когда она, страдая от мук, наблюдает сцену у ломберного стола. Суходеловой мотив в оркестре сопровождает происходящий разговор. Но потом вступает Виолетта с простой восьмитактовой фразой, в которой слышится голос смертельно раненной души. Мелодия появляется еще дважды, совершенно без изменений и каждый раз как вставка. Нельзя найти лучшего примера для того, чтобы объяснить значение мелодии у Верди, чтобы показать, как из реприза самым непринужденным образом возникает принцип формы, на котором держится целостность музыки. Его чувство формы столь же безошибочно, как и его понимание драмы. Попутно заметим, что это место часто искажается из-за того, что музыка сцены разговора начинается в слишком быстром темпе, а затем, когда вступает Виолетта, его резко замедляют, в результате чего не только разрушается непрерывность музыкальной последовательности, но и вносится бессмыслица в само выражение. Верди не дает даже намека на изменение темпа, а в подобных вещах он всегда необычайно точен и надежен. Приходится постоянно указывать на то, что не было другого композитора, у которого обозначение динамических оттенков было бы более однозначно и целесообразно, нежели у Верди, разбиравшегося в практике постановки опер гораздо больше, чем все его интерпретаторы. То, что его знаменитейшие произведения за столетия корнями вросли в мировой репертуар, не могло, конечно, остаться без последствий. Небрежности, произвол в темпах, гипертрофированные вольности исполнения позволяют себе и певцы, и дирижеры. Они передаются другим и настолько приживаются, что их начинают воспринимать как существующий факт, возражать против которого никто не отваживается. Знаменитое высказывание Малера, традиция, эта мусорная куча, рождено долголетним опытом работы в опере. С тех пор появился еще один источник сомнительных традиций, граммофонная пластинка, которая, когда на ней записаны прославленные имена, может на долгие годы снабдить новичка неверными представлениями. В таких условиях стоило бы время от времени проводить чистку Верди, как и других жертв халтурной мазни оперных театров, наподобие того, как в музеях принято очищать от многолетней пыли картины великих мастеров. В рассмотренном выше отрывке из второго финала Травиаты появляется одно обстоятельство, которое имеет немаловажное значение для стиля Верди, у вокальной фразы самого выразительного характера мы слышим стереотипное вальсоподобное сопровождение, которое, отказываясь от какой бы то ни было самостоятельной жизни, довольствуется самым скупым отчерчиванием гармонических факторов. В предшествующих произведениях Верди мы встречаемся с подобными вещами повсюду. Мы можем считать их традиционными, ибо они в таком же виде встречаются уже у Россини и еще чаще у Даницетти и Беллини. В пьесах легкого, танцевального характера вроде «Сердце красавицы». Не существует противоречия между стилем и содержанием. И подобные вещи встречаются уже у Моцарта, например, когда Деспина поет «Куплета» или «Дон Жуан Сиренадо». Верди, как его предшественники, использует в таких случаях ритмы вальса, полонеза, фанданго и различных маршей. Это скорее правило, чем исключение, и надо признать, что благодаря этому возникает впечатление тривиальности, хотя здесь точное, более незаметное и по возможности не акцентированное сопровождение могло бы быть чрезвычайно полезным. Эстетическая дилемма возникает лишь тогда, когда такое сопровождение используется для лирической, плавной мелодии вроде вышеназванной мелодии Виолетты. Но наивный слушатель никогда не задумывается над этим, и он прав. Все его внимание направлено на сцену, на мелодию, и если она его трогает, захватывает, то тем самым осуществляется все, что необходимо. Песни «Сон озучены», «Трубадурские песнопения Манрика», «Арея Виолетты» «Не ты ли мне в тиши ночной». Такие благородные мелодии могут показываться без прикрас, как красивое обнаженное тело. И воздействие их благодаря сопровождению, которое скромно держится на заднем плане, только усиливается. Правда, ничто так легко не подается и пародированию, как подобное вальсовое сопровождение, если игнорировать благородство самой мелодии. Верди не остановился на этом. Позже он нашел более тонкие, более дифференцированные методы, решавшие проблему совершенно неотягощенного сопровождения. Если сравнить написанную через 14 лет после Регалета окончательную редакцию Макбета с первой редакцией оперы, то мы увидим, сколько внимания уделил он данному обстоятельству. И это показывает, что он осознал погрешности созданной им красоты. В вершинных произведениях, написанных Верди после того, как ему исполнилось 50 лет, унаследованная от прошлых лет манера встречается крайне редко, но все-таки пока не исчезает полностью. Проблема вступления продолжала вызывать затруднения, и Верди стремился решить ее каждый раз по-новому. Трубадур начинается без оркестрового введения. Занавес поднимается после нескольких тактов. Это прием, к которому Верди обратится снова лишь в Отелло и Фальстафе. В травиате имеется краткое, очень поэтичное вступление того же рода, что и в большинстве его последующих произведений. Как и во всех подобных случаях, материал здесь носит ориозный характер, а предметом его является любовно выписанный портрет за главной героиней. Как в Регалетто и Трубадуре, вокальная диспозиция и здесь была главной задачей либрета. Если при этом в сознании слушателя остается осадок неудовлетворенности, последнее объясняется сомнительностью морали жермана отца и жермана сына, которые вместе с Виолеттой являются единственными главными действующими лицами. Альфред, сын, обладает достоинством любезной неотразимости тенора, которое он разделяет с герцогом Монтуанским из Регалета. Но он лучше того, он честный, страстный любовник. За цепкой, на которой все повисает, является неуступчивый папаша Жермон с его отвратительно лживой буржуазной моралью. Ему надо выдавать замуж дочь, он опасается за честь семьи ввиду того, что сын общается с дамой сомнительного поведения, он слишком труслив, чтобы использовать по отношению к нему свой отцовский авторитет, и с большей охотой прибегает к моральному давлению на бедную беззащитную Виолетту. Вершиной бездумной неотесанности чувств является его рассказ Виолетте о том, что его благовоспитанная дочь Ригаса Т.И.П. Энджелоу, чиста как ангел. И когда после удачи его коварного покушения отец и сын кидаются в объятия друг другу, Педро и Мия, Мия Филья, хочется дать пощечину и одному и другому. Одному за его глупость, другому за его низость. Но баритон Папаша Жермана был совершенно незаменим в вокальном распределении, и именно в этом акте он богато отделен. Верди написал для него крепкую партию, и, видимо, не мог иначе. Но найти мелодии для такого изысканно одетого лицемера было делом трудным. Верди не умеет лгать. То, что он ему дает, взято главным образом из старых, белиниевских, рук. Папаша Жермана убедил легковерного сына, что Виолетта покинула его по злому умыслу, и утешает его сентиментальным описанием родной деревни, которая ждет юношу. Результатом является шарманочная мелодия, для которой трудно найти оправдание. Виноват Папаша Жермана, иллюстрации того, как небольшое мелодическое зерно может вырасти в самое что ни на есть личное высказывание, может служить одна удивительная реминисценция. Она выдает себя аналогичностью тональности, уже упоминавшимся явлением, которое часто встречается при неосознанных ассоциациях музыкальных идей. А Монаср, царь Ефиопский, является человеком совершенно иного склада, нежели жалкий Папаша Жермон. Но когда он, чтобы подчинить собственную дочь Эиду своим желаниям, рассказывает ей о тенистых лесах Родины так же, как Жермон своему сыну о море и солнце Прованса, то выражает это мелодией, которая не может отрицать своего происхождения из той же самой области. Какой гордый свод у этой мелодии по сравнению с тесно фразированной, шарманочной секвенцией Папаша Жермона? Их разделяют 18 лет процесса становления, но их различает, видимо, и разница между композиторской находкой и избитой фразой.